Ну что, настало время подвести итоги почти года жизни канала Некрофос. На этот раз в теме страшных историй, пугающих героев в стенах обычных с виду квартир. Тем более, за последний месяц к нашим зрителям присоединилось довольно много новых, поэтому каждый найдёт в этом сборнике историю, которую однажды пропустил. Хочу поблагодарить каждого зрителя за каждый ваш комментарий к роликам. Именно благодаря вам этот год был действительно продуктивным и насыщенным, и мы смогли познакомиться с каждым из вас поближе. Устраивайся поудобнее, впереди сборник истории квартирного ужаса в озвучке Некрофоса за весь год. В нашей команде жаркие споры, какая же из историй была лучшей, поэтому прошу помощи у вас. Рассудите нас и напишите в комментариях, какая история из ТОПа вам показалась достойной и звания лучшей в своей теме. Тайм-коды всех историй сборника ты найдёшь в комментах. Там же и увидимся. А пока приятного путешествия в мир угрожающих ужасом квартир. Поехали. История первая Миша не спалось. Темнота – идеальный холст для живого воображения, и как бы он ни старался остановить стремительную кисть своей фантазии, но из мрака продолжали выплывать яркие, причудливые образы, по большей части пугающие. Стоило взгляду зацепиться за безобидную деталь, и мозг тут же дорисовывал зловещие подробности. Смутные очертания вешалки становились с угловатыми плечами скелета, а груда одежды на стуле – огромным клубком змей. Не спасало даже мерное урчание кота Степана, уютно устроившегося в ногах. Мама не позволяла коту валяться на кровати. Он грязь с улицы приносит, либо мой ему лапы, либо не пускай на постель. Но свободолюбивый Степан не собирался отказываться ни от одной из своих привилегий. Ни от самовыгула, ни от удобного чистого одеяла. И, конечно, он не позволил бы осквернить свои лапы купанием. Со Степаном было как-то спокойнее. Кот привычно запрыгивал на кровать, и Мишка радовался его приходу. У них было что-то вроде договорённости. Человек давал коту комфорт, а кот – человеку успокаивающую поддержку. Но не в этот раз. К мрачным Мишиным фантазиям, подогретым боязнью темноты, теперь прибавились раздражающие звуки за стеной. «Соседи тоже не спят», – подумал Миша. Он повернул голову в сторону шкафа, вслушиваясь в странные шорохи и приглушённые голоса. Сами по себе звуки были не страшные, но разгорячённое детское воображение уже работало на полную катушку. Оно лепило из этого незатейливого материала и пустоты – нечто пугающее. Теперь казалось, что голоса звучат угрожающе, и в соседской квартире происходит что-то нехорошее. Внезапно глухой удар в стену заставил дрогнуть с дверцы шкафа. Миша подпрыгнул на постели от неожиданности, а Степан насторожил уши. Больше из-за стены не раздалось ни звука, но в повисшей тишине кот издал тихое, угрожающее рычание. Миша натянул одеяло до подбородка. Разглядывая в темноте смутный кошачий профиль, он понимал, что теперь не уснёт. Кот застыл и напряжённо всматривался куда-то. Это наводило такой ужас, что хотелось подскочить и включить в комнате свет, но сделать это Миша не мог. Вдруг проснутся родители и увидят его бледное, напуганное лицо. Миша было стыдно признаться, что в свои 11 лет он всё ещё боится темноты. Особенно его беспокоило, что может сказать по этому поводу отец. Миша представил себе его тяжёлый, презрительный взгляд, которым он окидывает сына. А дальше... Ож лучше остаться в темноте, чем лишний раз столкнуться с воспитательными мерами папы. Так он лежал в наступившей тишине, пытаясь понять, что же видит и на кого рычит настороженный Степан. Только под утро глаза его начали слепаться, и он провалился в короткий беспокойный сон. За завтраком Миша без аппетита жевал только что приготовленные блинчики. Самая лучшая часть дня. Отец уже ушёл на работу, и они с мамой могли спокойно посидеть вдвоём за чашкой утреннего чая. Но после бессонной ночи Мишу не радовали даже эти приятные минуты. «Не выспался?» – спросила мать, взъерошив ему волосы. «Есть немного», – кисло улыбнулся Миша. «Соседи мешали. Тётя Света с мужем как будто ремонт затеяли ночью. Стучали чем-то». «Они в отпуск уехали», – уверенно сказала мама. «Там нет никого. Ты, наверное, перепутал. Если и шумели, то не у них». Рука Миши застыла, не днися блинчик до рта. «Там нет никого». «Есть совсем расхотелось». Миша засобирался в школу ни словом, не обмолвившись о своих ночных страхах. Не рассказывать же, что он как маленький дрожал под одеялом, и что другим свидетелем случившегося стал Степан, которого запрещено пускать на кровать. Не могло же ему это присниться. Миша задержался у соседской двери и неуверенно нажал на кнопку звонка. За толстой дверью послышалась тихая трель, а затем наступила тишина. Мишка немного потоптался на месте и поплёлся на улицу. Степан уже сидел возле подъезда, жмурясь от солнца, которое делало его и без того яркую рыжую шерсть, похожей на пламя. Встретившись с Мишкой взглядом, он медленно моргнул. Сейчас немного проводит его, а потом побежит по своим кошачьим делам. Из соседнего подъезда показался Ромка и приветственно махнул рукой. Они с Мишей учились в параллельных классах и всегда ходили в школу вместе. С мордой что? – заботливо поинтересовался приятель, бегло взглянув на осунувшееся и грустное лицо Миши. «Не выспался», – буркнул Миша, глядя, как Ромка чешет за ухом его кота, а тот довольно урчит и подставляет спину. Втроём они неспешно двинулись в сторону школы. Миша рассказал о странном ночном приключении. Услышанное за стеной он слегка приукрасил, зато умолчал о своём страхе, представив всё как довольно забавный и необъяснимый случай. На середине не совсем правдивой истории Степан, словно устав от бравады хозяина, отделился от них и скрылся в кустах возле соседнего дома. «И дверь не открыли, хотя я долго звонил», – закончил Миша своё повествование. «Квартира и правда пустует». «Полтергейст!» – глаза Ромы горели живым интересом. «Или воры поработали, пока хозяев нет». Дверь вроде целая. «Это же как надо ударить в стену», – задумчиво сказал Ромка. «Чтобы от твоего шкафа чуть с дверцы не отлетели. Скорее на проделке полтергейста смахивает». Они договорились пойти после школы к Мишке домой. Рома побежал на урок, оставив друга в некоторой растерянности. И как он сам не обратил внимания на такую странность? Действительно, что должно было случиться за толстой бетонной стеной, чтобы шкаф в его комнате сотрясло от удара? Конечно, про чуть не оторвавшиеся дверцы он приврал, но ведь они и правда дрогнули. У него вдруг возникла неприятная мысль, от которой захотелось отмахнуться. Либо удар в стену был таким мощным, либо всё происходило не за стеной, а в его шкафу. Это было невозможно. Эти неразборчивые голоса и шорохи могли доноситься только из другого помещения, но он вспомнил, как его кот настороженно всматривался в темноту, и внутри у Миши всё похолодело. После уроков Ромка встретил его на школьном дворе и нетерпеливо спросил. «Ну что, к тебе?» «Пошли», – кивнул Миша. «Тогда географию прогуляю», – друг небрежно махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. «Настрогаешь мне колбасы с хлебом?» «И с майонезом?» «А то жрать уже охота». Мишка повеселел. Возвращаться одному в пустую квартиру, где по ночам происходит всякая чертовщина, не хотелось. Присутствие Ромки явно не помешает. Возле дома они увидели растянувшегося на солнышке Степана. При виде хозяина кот встал и потянулся, а когда дверь открылась, юркнул за ними в подъезд. Нагулялся. До прихода родителей оставалось ещё часа два. Мишка сделал несколько бутербродов для себя и Ромки, а миску Степана щедро наполнил сухим кормом. Музыку они включили так громко, что приходилось кричать, чтобы расслышать друг друга. В этой непринуждённой атмосфере все ночные страхи казались детскими и глупыми. Они смеялись и дурачились, сорили хлебными крошками и подпевали знакомым песням. Ромка выдрузил на голову Степана бумажный колпак, свёрнутый из альбомного листа, и кот удивлённо замер, скосив глаза наверх. Они так развеселились, что забыли о главном поводе сегодняшних посиделок – таинственной соседской квартире. Рома сказал, что помимо колпака Стёпке необходим какой-нибудь шарф, и хохочущий Миша открыл шкаф. Смех замер у него на губах, когда он опустил глаза. Снизу, из-под висящей на вешалках одежды, выглядывал новый и ярко-синий скейтборд. Миша недавно выпрашивал такой у мамы, но отец, как всегда, не позволил. Так что быть его здесь никак не могло. Не могло быть, но ведь вот он, стоит на блестящей коробке всей рифлёной поверхностью, настаивая на своём существовании в Мишкином шкафу. Сюрприз, оставленный родителями? Нет, отец никогда сам не делал сыну подарков, и мама бы тоже не решилась на такую покупку, после того, как папа категорически ей это запретил. Тогда откуда? Полностью захваченный этими размышлениями, Миша пропустил посторонние звуки, раздавшиеся сначала из коридора, а затем и совсем рядом, у него за спиной. Очнулся он только когда услышал резкий голос отца. «Да выключи ты эту чёртову музыку!» Миша втянул голову в плечи и обернулся, боковым зрением заметив, как Степан в дурацком колпаке со страху метнулся в шкаф. Отец возвышался над сыном, и под его взглядом Мишка весь съёжился, будто став меньше ростом. Вместо застывшего Миши музыку выключил Ромка. Пряча глаза, он поздоровался с папой приятеля, а потом засуетился, собираясь домой. Бросив Мишке робкое «пока», Ромка быстро ретировался. Так поступали все друзья Миши. Злого дядю Олега они не любили и побаивались. Отец медленно обводил глазами комнату. Но Мишка замечал, как его взгляд задерживается на оставленных на столе хлебных крошках, на грязной тарелке из-под бутербродов. И взгляд этот не сулил ничего хорошего. Не меньшую тревогу вызвало и то, что папа пришёл домой так рано. Он ещё целый час должен был оставаться на работе. Но отец был здесь. И отец был в ярости. Когда всё закончилось, Миша потирал пылающее ухо и ушибленный подбородок. Одной оплеухой на этот раз не обошлось. Папа явно был чем-то расстроен, поэтому просто сорвал злость на Мишке и даже забыл о традиционном допросе про школьные успехи. Как следует, отделав сына, отец уединился на кухне с бутылкой спиртного. Тогда-то Мишка и вернулся к своему шкафу. Распахнув дверцы, он уставился в привычное пространство, наполненное одеждой. Никакой коробки там не было. Уже не доверяя собственным глазам, Миша ощупал шкаф. Ладони скользили по гладкой поверхности нижней полки. Пусто. Ни коробки, ни скейтборда. А ещё кот куда-то пропал. Не было даже смешного бумажного колпака, который они ему смастерили. Стёпка тихо позвал он, и губы его затряслись. Какое-то чутьё подсказывало Мише, что кота он не найдёт ни в одной из комнат. Вытряхнув из шкафа все свои вещи и заглянув под кровать, Миша обнял колени и беззвучно заплакал. Папу уволили с работы. Миша понял это позже вечером, по напряжённому разговору родителей, доносящемуся из кухни. Мама говорила тихо, а вот подвыпивший отец соглашал их маленькую квартиру отборными ругательствами, понося, на чём свет стоит начальство и бывших коллег. Досталось и матери. В чём заключалась её личная вина перед ним, понять было сложно. Но отца уже понесло. Миша тихо сидел в своей комнате и пытался сосчитать по звонкому лязгу количество разбитых тарелок. Получилось около семи штук. В этом страшном спектакле одного актёра не было места для Мишкиного нытья по поводу пропавшего Степана. Свои опасения он мог прошептать только поздно вечером, когда заплаканная мама зашла к нему пожелать спокойной ночи. Она пробормотала что-то успокаивающее, мол, кот убежал на улицу, а Миша просто не заметил. Скоро вернётся, всегда ведь возвращается. Она погладила сына по голове и выключила свет. И снова комната погрузилась в темноту. После домашних скандалов Мишина фантазия работала с пугающей продуктивностью, наполняя каждый квадратный метр его спальни чудовищами. А после случившегося сегодня они роились здесь толпами, всё чётче проступая сквозь фатиновый мрак. И не было теперь тёплого урчащего Стёпки, чтобы ухватиться за него, как за соломинку в этом тёмном море кошмаров. Миша терпел. Нельзя включать свет и привлекать к себе внимание. И если и было что-то хуже вымышленных монстров, так это папа, когда у него плохое настроение. Он лежал бы так и до самого утра, не привыкать. Вот только, как и прошлой ночью, со стороны шкафа послышались приглушённые голоса. Мишка резко сел на постели и затаил дыхание. Голоса становились всё громче. Как-то слабо верилось, что бетонная стена, пропуская их через себя, выдаёт такой отчётливый звук. Больше было похоже на то, что они раздаются из-за тонкой деревянной перегородки. Когда он уже совершенно ясно стал различать отдельные слова двух ругающихся людей, сомнений почти не осталось. Между ними и Мишей только шкаф. Невероятно, но ему казалось, что это... его родители. А когда он услышал, как женщина испуганно выкрикнула имя отца, то подскочил и бросился к шкафу. Миша распахнул дверцы. На полу он сразу заметил тонкую полоску света. Его дрожащие руки раздвинули ворох, висящий на вешалках одежды, словно занавес. Так и есть. Между его комнатой и соседской не было стены. Глазам его предстали такие же створки, какие он только что открыл. Из щели между ними пробивался свет. Теперь он будто прятался в чужом шкафу. Миша протянул руку и толкнул дверцу. Яркий свет ударил в глаза, показывая Мише вовсе не соседскую, а его собственную комнату. Он словно подглядывал из шкафа за происходящим в своей спальне. Вот его кровать, письменный стол, знакомый ковер. На ковре ширится багровое пятно. Это с молотка, который отец держит в руках, накапала кровь. Она сочится также из раны на голове у матери. Мама лежит на полу, и её потускневший взгляд направлен на Мишку. Он попятился назад, та дверца, которой в стене не должно было быть, с грохотом захлопнулась, скрывая страшную картину, а потом и вовсе будто заросла. В одну секунду шкаф стал самым обыкновенным, но страшный образ отпечатался в мозгу и ясно стоял перед глазами. «Миша заорал!» Он тут же закрыл рот рукой. Его испуганный взгляд теперь бегал от ничем уже непримечательного шкафа к двери. Разбудил ли он кого-нибудь? Через пару секунд дверь в спальне родителей открылась. Мишка молился, чтобы это встала мама. В комнату вошёл отец. Он включил свет, и его злые красные глаза буравили сына. «Чего разорался?» – прошипел папа. При одном взгляде на бледного Мишку было ясно, как он напуган. Может, если бы сын не мямлил и не заикался, волна бешенства не захлестнула бы отца так стремительно, но Миша нёс какую-то околесицу про кровь на ковре. «Да ты тут трясёшься, как девчонка!» – ледяным тоном произнёс папа. «Я что, вырастил трусы?» Миша ещё успел подумать, что вчера ночью слышал за стеной что-то очень похожее. Именно такой могла быть последняя фраза, после которой раздался грохот, напугавший их со Степаном. Кулак, который прилетел ему в голову, впечатал Мишин с затылок в шкаф. Дверцы отдались знакомым дребезжанием, и в глазах всё поплыло. Действительно, мощный удар. Так сильно отец ещё никогда его не бил. На шум прибежала мама. Сквозь звон в ушах Миша слышал, как она кричит. Отец, кажется, и сам растерялся. Он явно не рассчитывал так его приложить. Папа виноват и стоял в стороне, пока мать осматривала Мишкину голову и спрашивала, всё ли с ним нормально. Мишка утвердительно кивнул, трогая то место, где теперь будет огромная шишка. Мама сказала, что нужно приложить что-нибудь холодное, и вышла, вытолкав отца из комнаты. Снова скандал на кухне. Но только теперь больше слышно было маму, а не отца. До Миши долетали отдельные фразы. «Мне всё это надоело! Убирайся, Олег! Да он бы и не боялся темноты, если бы не ты!» А ещё про развод и про то, что ей плевать, где папа будет сегодня ночевать, потому что если он не уберётся прямо сейчас, то она вызовет полицию. Всегда такая тихая и робкая мама впервые по-настоящему вышла из себя. Она вернулась одна, и пока прикладывала компряс к затылку Миши, он удивлялся, насколько уверенно сделала её злость. Ни один мускул на её лице не дрогнул, когда в прихожей хлопнула дверь, и папа покинул квартиру. Миша ничего ей не сказал про шкаф. Он и сам не мог поверить в реальность увиденной им сцены. Мама повторяла, что всё у них теперь будет хорошо, и у него язык не поворачивался рассказать о жутком видении. Она уложила его в постель и сидела рядом, пока Мишка не уснул. На следующий день голова немного побаливала. Мама предложила ему остаться дома, но Мишка отказался. Хотелось глотнуть свежего воздуха и проветриться, поэтому он позавтракал и пошёл в школу. Ему нужно было обдумать и переварить всё, что случилось, где-то в другом месте, а не дома. Ромка встретил его во дворе и тут же стал расспрашивать, что случилось. И про синяк на подбородке, и сильно ли ему влетело от отца, и самое главное, шалил ли соседский полтергейст этой ночью. На все вопросы Миша отвечал нехотя и односложно. Огорошить правдой Ромку он не мог, а выдумывать ложь не было сейчас ни сил, ни желания. Приятель ещё попытался поддержать разговор, но потом отстал, видя угрюмую замкнутость Миши. Все уроки прошли как в тумане. Перед глазами стояла ужасная картина «Отец с молотком» и «Убитая мать». Но всё больше Мишу беспокоило другое. Весь его диалог с папой и то, как он ударился об шкаф, всё это они слышали со Степаном в предыдущую ночь, как будто эта сцена разыгралась заранее за стеной у соседей. Миша вернулся домой, и мама встретила его счастливой улыбкой. «Загляни в шкаф», — сказала она. «Там для тебя сюрприз». Чувствуя внутреннюю дрожь от неприятной догадки, Миша пошёл в свою комнату. Он открыл дверцу шкафа и уставился на уже знакомый предмет. Точно такой же скейтборд он видел вчера. Синий с красочной коробкой. «И это сбывается в отчаянии», — подумал Мишка. «Я решила тебе его купить», — радостно пропела мама. «Нравится это папе или нет? В конце концов, я сама эти деньги заработала. Знаешь, всё у нас теперь будет по-другому». Она поцеловала его в макушку и пошла на кухню разогревать ему обед. Миша обессиленно уселся на пол и прикинул, сколько примерно прошло времени между появлением вчера в его шкафу этого же скейтборда и пропажей Степана. Кот не заставил себя долго ждать. Минут через пять из тёмной ниши показалась рыжая морда всё в том же бумажном колпаке. Его появление сопровождалось неприятным мужским голосом, раздавшимся как будто у соседей. «Да выключи ты эту чёртову музыку!» Испуганный громким рявканьем, Стёпка метнулся прямо в Мишкины объятия. Подхватив кота, Миша тут же закрыл шкаф. Теперь у соседей происходило то, что уже успело произойти здесь. Сейчас соседский папа навешает соседскому Мише неслабых оплеух. Мысли Миши лихорадочно метались. Две ночи подряд шкаф транслировал ему события из будущего дня. Удар папы, скейтборд. А теперь круг замкнулся, и там проигрывается прошлое. Только один последний кошмар, увиденный за дверцей шкафа, ещё не успел случиться здесь. Рука отца, обрушившая молоток на мамину голову. До позднего вечера Мишка не находил места от беспокойства. Он знал примерное время, когда всё должно случиться. Нужно было не прогадать и позвонить вовремя. Если сделать это слишком рано, то полиция приедет до прихода папы и посчитает его маленьким лгуном. А если позвонить слишком поздно... Степан чувствовал его страх и тревожно заглядывал в глаза. Наконец, Миша взял телефон, закрылся в ванной и сделал звонок. Он сказал, что его папа сошёл с ума и прямо сейчас убивает маму. У него молоток. «Мне очень страшно, приезжайте, пожалуйста». Отец появился почти сразу после звонка в полицию. «Не слишком ли поздно я позвонил?» – подумал Миша, до крови прикусывая губу. «За вещами!» – коротко пояснил папа, распространяя вокруг себя запах перегара. Немного пошатываясь, он двинулся по коридору. Увидев жену в Мишкиной комнате, отец зашёл туда. Миша приоткрыл входную дверь, с тоской выглядывая на лестничную площадку. Из Мишкиной спальни уже доносились первые звуки начинающегося скандала. Отец увидел скейтборд, который мама купила сыну, наплевав на запрет. Папина ярость надвигалась лавиной, и он орал, что разобьёт чёртову доску. «Молотком!» Стремясь выполнить своё обещание, отец побежал к полке с инструментами и достал то, чем собирался разделаться не только со скейтбордом. В это же время где-то внизу на лестнице... Мишка услышал шаги. Папа разламывал мамин подарок, когда, наконец, показались люди в форме. Они быстро пошли туда, где отец уже готов был переключиться на жену. «Олег!» – услышал Мишка мамин крик и зажмурился. Этот вопль он слышал прошлой ночью перед тем, как... «Выходим!» – скомандовал человек в форме. Они тащили упирающегося, разъярённого отца, а следом вышла мама. Испуганная, заплаканная, но живая и невредимая. Когда отца увели, Мишка бросился к ней в объятья. В следующий раз его родители встретились только в суде, когда разводились. Вскоре Мишка с мамой и котом Стёпкой переехали в другой город. Боязнь темноты у Миши совершенно прошла. Старая квартира была продана вместе со шкафом. Иногда он думал, кто теперь там живёт и какие у них соседи. История вторая Саша, слегка скривившись, всё-таки дёрнул хлипкую ручку на себя. Ещё бы платочком обернул сначала, чистоплюй. Холёный, в дорогом плаще и выглаженной рубашкой он казался чуждым тут, среди пыльных унылых трущоб. Чахлая зелень двора изо всех сил старалась прикрыть убожество этого места, но явно не справлялась. Сырые уродливые стены, затянутые больше похожими на тряпки шторами окна, прелый запах откуда-то из подъезда, смешивающийся с жирным до тошноты духом готовки из кухонь. Ступень около подъезда вели в подвал, дверь которую раздула от сырости, и она не закрывалась полностью, скалясь тёмной щелью снизу, откуда шибало гнилью и теплом. Саша постоял ещё пару секунд, высокий, с уже довольно заметным брюшком, солидный и лысеющий. Потом с раздражением оглянулся на меня. «Знаешь, для твоего бюджета…» – будто бы извиняюсь, – сказал он. «Мне всё нравится», – прервал я его. «Если там соседи хотя бы не запойные алкаши, то я уже согласен. Идём, я бы тоже хотел вернуться к своим делам». «Да какие у тебя могут быть дела?» – читалось в его взгляде, но он пока что оставил это при себе. «Ну как же, Саша – успешный риэлтор, а я для него пустое место. По недоразумению затесавшийся среди его старых друзей неудачник. Он бы в жизни не потащился со мной в эти дебри, если бы Алина, чистая душа, с радостью не сообщила неделю назад, что я ищу новое жильё, так почему бы ему не помочь?» Саша вздохнул, но помощь предложил. «Я озвучил смехотворный бюджет и понадеялся, что само рассосётся. А он взял и нашёл, подиш ты. Внутри была холодная гулкая тишина. Разве что за обшарпанными дверями квартир раздавались звуки телевизора или повышенные голоса обитателей. Ну, относительно чисто, хоть и тоскливо. Лампочки были целыми, но света давали мало, я еле видел ступени. Дверь открыла женщина лет сорока с надменным крысиным личиком. Выслушав вежливое объяснение, на черта мы сюда припёрлись, она махнула рукой и совершенно безразлично впустила нас гулять по коммуналке. Четыре комнаты, общий убитый санузел и совершенно отвратительная кухня. Стены и пол почти жёлтые от вьевшегося в них за годы жира. Зловонная раковина и обшарпанные столы с нагромождениями посуды. Рядом с рассохшимся окном в деревянной раме стояла банка, наполовину заполненная окурками, и стоял характерный запах. Ну, хоть курить можно. В прошлой квартире меня гнали в подъезд, и с подъезда гнали жители других квартир, так что выходить приходилось всё равно на улицу. «Соседи нормальные», – брезгливо поджав губы, сказал Саша, стараясь ничего не касаться. «В одной комнате Вероника Петровна, ты её уже видел, с мужем. В другой – молодая девушка. В третьей – пожилая женщина. Буйных тут нет. Вот, собственно, свободная комната». Он прошёл по коридору и указал на хлипкую дверь с облупившейся краской мерзкого коричневого цвета. Ей обычно полы красят, и протянул ключ. Мельком и глядя в комнату метров на двенадцать с огромным окном, я удовлетворённо кивнул. Пойдёт. Второй этаж, конечно, но ничего. Выбросить весь этот хлам, купить самое необходимое по дешёвке и вперёд. Мне многого не надо. «Кто в соседней?» – спросил я. Справа была коридорная стена и дальше ванная, а вот слева ещё одна комната. Лишь бы не встретившая нас тётка с мужем. Будут там выяснять отношения каждый вечер, кто кому жизнь испортила, мне слушать всю эту грызню. «Алёнка там», – невнятно сказала выныронувшая откуда-то из недр квартиры Вероника Петровна. «Студентка, наверное», – вежливо спросил Саша. «Вам какая разница?» Внезапно окрысилась тётка. «Никакой», – вмешался я. Лишь бы было тихо. «Будет очень тихо», – как-то даже зловеще ответила она. «Тут очень тихо, молодой человек. Надеюсь, вы тоже в состоянии соблюдать тишину». Я пожал плечами и шагнул в комнату, надеясь закончить всё как можно скорее. Через полчаса, подписав договор и выдав мне ключи, Саша пулей вылетел отсюда, даже не взяв у меня смешную комиссию. «Ну, моё дело предложить». Разобрав свои нехитрые пожитки, я пошёл на кухню, нащипывая в кармане пачку сигарет. Злобная тётка сидела у окна и сверлила меня взглядом. На таких у меня уже был иммунитет, так что сверли себе сколько угодно, карга. «А остальные жильцы не против курения?» – спросил я. «Зовут тебя как?» – проигнорировала она, тоже доставая из кармана засаленного халата мятую пачку. «Дмитрий, а вы?» «Ироника. Живи, раз ничего лучше не нашёл. Я тебя в график уборки поставлю, но учти, что новых жильцов мы первое время одни в квартире не оставляем. Мало ли что, ищи тебя потом». «А есть что красть?» – ухмыльнулся я, решив не церемониться. «Тоже мне хозяйка пансиона». «Лучше перестраховаться», – абсолютно мирно сказала она. Я тогда ещё не спрашивал, отчего. Через месяц я претерпелся к новому жилью и обитателям. Вероника и её муж Андрей, которого почти никогда дома и не было, всё-таки сильно пили, но вели себя тихо. Бабка Лидия Васильевна из комнаты почти не показывалась, а её присутствие меня обычно оповещало резкий запах лекарств. А вот Алёну я не видел ни разу. Иногда слышал какие-то звуки из соседней комнаты, но никогда не слышал хлопка двери или шагов. Честно говоря, мне было плевать. Ванну и не занимает, и хорошо. С ванной всё и началось. Я уже отлично знал, что бабка не стучится в дверь и игнорирует звуки душа. Она просто дёргает ручку, если ей куда-то надо. Так что закрывался всегда. Даже комнату свою закрывал, чтобы старуха туда не забрела. Закрылся и в этот раз. Дверь бухнула, когда я только начал, но первые пару рывков я пропустил мимо ушей. Звук не прекратился, и мне стало слегка не по себе. Может, ей плохо стало, а в квартире никого? А потом понял то, что мне сильно не понравилось. Рывки были ритмичные, с одинаковым интервалом. Кто так делает вообще? Дверь пытались открыть не за ручку, а снизу. Две тонкие, бледные руки с длинными пальцами просунулись в щель под дверью и методично дёргали её на себя. Руки ощупывали бол, мяли коврик, снова дёргали дверь. Явно женские, с жёлтыми ногтями, жадно пытающиеся добраться сюда. До меня. Я даже испугаться толком не успел, только почувствовать какую-то жуткую неправильность происходящего, когда громко хлопнула входная дверь. Я ожидал крика или хотя бы какой-то реакции вошедшего, но... Руки со злостью царапнули по полу последний раз и мгновенно втянулись обратно, и в квартире послышались привычные слегка шаркающие шаги. «Андрея». Когда я собрался духом и вышел на кухню, он возился около плиты, пытаясь зажечь комфорку под огромной кастрюлей супа. Микроволновка была только у меня в комнате. Попытка поставить её на кухню закончилась лекцией от Вероники о радиации, вредных излучениях и мучительной смерти раньше срока. Так что я покивал и сдался. «Скажите, Андрей, замялся, я пытаюсь задать вопрос так, чтобы не показаться полным идиотом. Алёна вообще из комнаты когда-нибудь выходит? А то я так её и не видел ни разу, а сегодня...» «Ну и радуйся, что не видел», – угрюмо буркнул Андрей, наконец справляясь и откладывая спички. «А что, бабки дома нет? Они тебя одного оставили? Ну, дуры». «Да хрен её знает, я не об этом спросил», – начал злиться я. «Я спросил про Алёну». «Показалось, да?» – резко спросил он. «Ну всё, теперь начнётся. Ты, короче, сам скоро поймёшь, что к чему. Я тебе советую пока дома посидеть, она тут разное показывать может, но внутри ничего не сделает. Начнёт выманивать – на улицу не выходи. Даже лучше в подъезд не суйся. Я как-то по дурости попался, она по стене расползлась и лыбится. Потом привыкнет и отстанет. Обычно своих не трогает. Если запоёт, уши закрывай. Не, ну если там в магазин или что-то такое, иди, но просто так не шляйся. Целее будешь». Дилерий про себя вздохнул я. Он почти каждый день в дрова. Неудивительно, что то на стене что-то скалится, то в окно поёт. Но я ведь видел эти жуткие руки. Я сделал самое глупое, что можно было сделать в такой ситуации. Проигнорировал. Не хотел ли рушить привычную картину мира появлением какой-то жуткой хреновины по соседству и наплевал на тревожные ощущения и сигналы? Может быть. Я сделал вывод, что у Алены не всё в порядке с головой. Возможно, она родственница жильцов, и наличие сумасшедшей в одной квартире сильно уменьшает шансы найти нормального съёмщика. Короче, я поступил как любой идиот в типичном фильме ужасов. Притворился, что ничего не происходит. Но долго обманываться не вышло. Атмосфера в квартире, без того гнетущая, просто в силу быта, изменилась, сколько бы я не пытался себя успокаивать. Соседи, видимо, поняли, что я уже знаю о том, что с одной из жильцов что-то не так, и отменили правило не оставлять меня одного. Я делал вид, что всё в порядке, но старался не покидать своей комнаты, когда оставался сам. Особенно жутко почему-то было именно днём, когда пустая квартира гулко отражала все звуки, и каждый шорох казался громким, а шороха в старом доме хватало. Я врал себе ровно до того случая, как примерно в полдень вернулся из магазина, и что-то остановило меня прямо у порога. «Не заходи», — шепнул внутренний голос. «Не надо, не сейчас, там что-то не так. Прямо за этой дверью пережди. Выйди на улицу, сейчас возвращаться нельзя». Но я кинул взгляд на яркие солнечные лучи из окна в подъезде и пересилил себя. Что плохого может случиться средь бела дня, не так ли? В квартире всё казалось нормальным, как я не вглядывался в темноту коридора передо мной. Из оставленного открытым окна на кухне неслись громкие звуки улицы. Пылинки плясали в воздухе, потревоженные моим возвращением. Негромко гудело что-то в стенах. Интуиция вопила, но глаза не видели ничего подозрительного, так что я сделал шаг. Другой. Та же бледная рука, что так настойчиво дёргала дверь в ванной, мягко легла на косяк открытой кухонной двери. Пальцы и грибы взметнулись вверх и снова опустились на дерево, тихонько постукивая жёлтыми ногтями. Рядом появилась вторая. Я перевёл взгляд и вниз, и увидел маленькую, почти синюю ступню, медленно появляющуюся внизу. Она не ступала, она крылась по полу, будто что-то там отвлекало меня руками, пытаясь подобраться поближе, пока я оцепенел от страха. Из проёма двери бил яркий солнечный свет, парализуя меня ещё сильнее. Наверное, в полночь мне было бы как-то проще, поверить, но сейчас я только зачарованно смотрел. Прямо днём, при свете солнца, в квартире, где я сплю. И если не выйду отсюда прямо сейчас, оно покажется полностью, и вот тогда я уже точно не смогу пошевелиться. Вслед за ногой что-то начало появляться на уровне рук. Показались седые, склизкие, пряди. Медленно. То ли я воспринимал это заторможенно, то ли оно наслаждалось, продлевая своё появление. Пряди мерзко треслись, будто что-то беззвучно хихикало и подёргивалось там, за дверью. Меня снова спас грохот двери. На этот раз в подъезде он вырвал меня из зацепенения и, бросив пакеты, я выскочил за дверь, перепрыгивая по несколько ступенек и не оглядываясь. Только бы прочь отсюда, из этой квартиры, где прямо при дневном свете бродит то, чего и существовать не должно. Когда я выскакивал из подъезда, спину мне обдало тошнотворно шипящим дыханием, а по шее скользнули короткие, но острые ногти. Не сильно, будто бы на прощание. Соседей я дожидался в соседнем дворе, усевшись прямо напротив детской площадки, где было полно людей. Шумно, ярко и не так жутко. Я осмолил одну за одной, не обращая внимания на недовольные взгляды людей, но, видимо, у меня было такое лицо, что никто не рискнул сделать мне замечание. Пока, наконец, не увидел сгорбленную фигуру бабки. И, честное слово, я никогда бы не мог подумать, что обрадуюсь ей, как родной. Я нагнал её около подъезда и, кажется, испугал, но мне было плевать. «Там что-то есть», — выпалил я. «Там что-то на кухне, оно...» «Та-то бледно», — пробормотала бабка, совершенно не удивившись. «Но любит она играть. Чего испугался? Она своих не ест». «Не ест», — отызвалось у меня в голове. «Она своих не ест?» «Я сейчас поднимусь с вами наверх, соберу свои вещи и больше в жизни не появлюсь в этой квартире», — чётко сказал я, больше убеждая себя, что так и сделаю. «Что там подумает бабка?» «Мне было всё равно». «Но идём», — прокряхтела она, начиная путь по ступенькам. «Только хуже сделаешь. В доме она не охотится, так, балуется, а вот снаружи тебя быстро поймает». Я почти зашёл за ней в подъезд, когда заметил странное движение там, где была подвальная дверь. Та самая, внизу которой была щель. Оттуда на меня смотрело лицо, почти человеческое, растянувшееся в улыбке. Но у людей не бывает таких широких, безгубых ртов и почти выпадающих, выпученных глаз без век, такого низкого, сморщенного лба. Дальше я смотреть не стал и пошёл, как загипнотизированный наверх. Пакеты валялись распотрошённо. Куриное филе было перекушено пополам, а пакет с молоком разорван. Я тупо смотрел на лужу на полу, пока бабка снимала обувь и пальто. «Убирай», – ласково сказала она. «И сам не ешь уже». Я почти истерически хихикнул, будто бы я стал это есть. Мне нужно собрать вещи, оцепенение никуда не ушло, но я изо всех сил старался вернуть хоть какой-то контроль над телом. «Уже нельзя», – развела руками бабка, шаркая на кухню. Теперь её голос раздавался оттуда, почти заглушаемый шумом воды из набираемого чайника. Я поплёвался за ней, всё ещё шарашенный и напуганный. «Тут до тебя девушки сдавали. Вот она тоже, как Алюнка проснулась, сразу вещи собрала и бежать. А я ей говорила, что нельзя так. Она ж только из-за новых жильцов и просыпается. Жрать-то хочется. Ну, попугает тебя ещё месяц. Потом привыкнет и надоест ей. Утащит кого-то чужого и снова спать. Ты, главное, сам к ней не выходи, если с улицы зовёт. А если тут шалит, делай вид, что не видишь. Нельзя ей внутри дома жильцов убивать, понимаешь?» Бабка медленно занималась обычными делами, будто бы рассказывала мне о том, какую очередь ей пришлось выстоять в поликлинике, а не устраивала инструктаж по выживанию с тем, что она звала Аленкой в одной квартире. «Нет, не понимаю. И что стало с девушкой?» – безнадёжно спросил я. «И что с ней могло статься? Пропала. Аленка за собой почти всегда убирает. Эх, жалко было Катю. Не послушала. Зато потом снова заснула. Вот до тебя и не беспокоила. Ну, мы привычные. «Вы нахрена я ту комнату сдаёте?» взорвался я, медленно приходя в себя. «Если у вас тут такое, что это вообще за дрянь? Почему вы делаете вид, что это нормально?» «А ты остынь», – прохладно посоветовала бабка. «Тебя никто сюда не звал. Сам пришёл. В комнату к тебе она не полезет, в квартире не тронет. Чего разорался?» «Погоди, привыкнет к тебе и отстанет». «Что это?» «Откуда оно взялось?» «Почему вы, ну, я не знаю, не осветите квартиру, не вызовите кого-то?» «Как вы вообще живёте с этой хренью под боком?» «Что там в комнате?» «Всего», – удивилась бабка, игнорируя остальные вопросы. «Пустая она. Аленка по всему дому бродит. Просто эту комнату сдавать нельзя почему-то. Она тогда сразу жильца забирает и лютует долго, упаси Господи. Может, её комната когда-то была. Дома-то столько лет. Я выматерился». Бабка предостерегающе зашипела. «Вот этого не надо. Не любит она. Андрей с женой даже когда выпьют, не ругаются». «Откуда это взялось?» Умоляюще спросил я. «Да чтоб я знала. Всегда было», – спокойно ответила бабка, как что-то само собой разумеющееся. «Я тут уже сорок лет живу. Сначала тоже страшно было. Но куда деваться? Дали комнату и далее. Что бы я сказала? Она меня даже и не пугала сильно. Так за окном поплакала пару ночей и приняла. Тут в твоей комнате раньше мужчина жил, он мне рассказал. «Откуда взялось, толком сам не знал. Вроде как пригласил кто-то по незнанию. Пожалел, а оно и прижилось». «Пожалел? Прижилось?» «Всё душа непрекаянная. Пусть и не человек уже», – смиренно сказала бабка. «Но ты не трясись. Тут не тронет. И не переезжай. А то ведь найдёт и догонит. Но тебе ведь теперь, как метка, раз уж видел её». «Почему Алёнка?» Усталый и без выражения поинтересовался я, утративший последнюю способность удивляться. Бабка поморщилась и выдавила. Дочка у Вероники с Андреем была. Думаешь, просто так пьют? С горя же. Они, как переехали, ведь тоже не верили. Дочку не берегли. Я старалась не оставлять, но у меня и работа была как-никак. Вот её Алёнкой и звали. Ну, они её одну и оставили, а через три месяца из подвала и вытащили. Наверное, из квартиры вышла. Страшно было, упаси Господь, что там осталось. Вероника и решила, что это теперь её Алёнка и есть, неупокоённая. Ну, не мудрено, ребёнка ж потеряла. Дальше я слушать не стал, поворачиваясь и молча уходя к себе. С этой ночи я два месяца не мог спать. Только урывками, только под шум соседей и днём. Не мог нормально работать даже из дома. Я хвостом таскался в магазин только с другими жильцами, полусонные и вздрагивающие от каждого шороха. А оно не спешило ко мне привыкать. В соседней комнате, общую стену с которой я завесил крестами и иконами, постоянно что-то скреблось и вздыхало. Иногда хихикало и билось в стену, быстрыми влажными шлепками перемещаясь к двери, отчего я замирал, представляя, что сейчас это шлёпнется и в мою хлипкую дверь. Один раз я заставил бабку открыть комнату, но она была действительно пустая. Пыль и каркас старой кровати, всё. Я завешивал окно на ночь, но один раз вырубился днём и не успел, поэтому проснулся от постукивания. В темноте сверху свешивалось оно. Серое, почти неразличимое лицо давило на стекло так, что я не понимал, почему оно ещё не разлетелось осколками. По стеклу хлистал длинный, мертвенный язык. Их выпученные глаза вращались, следя за мной, пока я со всхлипами пятился к двери. Соседи твердили, что в доме она ничего не может сделать, но игнорировать оживший кошмар за тонким слоем стекла я тоже не мог. Иногда она пела, что-то гортанное, без слов, похожее на заунывное колыбельное, почти ласково. Этот зов выворачивал душу наизнанку и звал, заставляя почти пожалеть тварь, воющую под моим окном в ожидании добычи. Видимо, это слышали и остальные. И были очень недовольны, потому что однажды насупленный Андрей, который тоже вряд ли мог нормально спать под эти кошмарные звуки, недовольно выдал. «Не принимает тебя на что-то. Я неправильный, они годами живут в доме сожрущей людей тварью, а неправильный я». Потом дружелюбие с соседей закончилось. Они всё чаще старались оставить меня одного, а когда бабка начала придумывать мне задание в духе «Ой, голова болит в десять вечера, сходил бы ты, Димочка, в аптеку», я понял, что теперь сам по себе. В принципе, обвинять я их не мог. Они решили пожертвовать незнакомцам, чтобы местное чудовище насытилось и оставило в покое всех. Времени у меня было мало. А изнурённый отсутствием нормального сна мозг никак не мог придумать выход из ситуации. Съезжать было нельзя. Я почему-то точно верил бабке, что тогда лишусь какой-никакой защиты и моим последним пристанищем станет подвал. Как у той девочки, а потом наверняка и Катя. Либо успокоится, либо насытится кем-то ещё и снова заснёт. Но что же она никого, кроме меня, не изводит, пока не насытится? Да, я отвратительный человек. Подлый, трусливый и жалкий. Смелый и храбрый наверняка придумал бы что-то ещё. А настоящий герой вовсе избавил бы дом от хихикающей по ночам нечусти. Но я не герой. Да и в конце концов, чья это вина, что я оказался заложником в собственном жилье? Когда я попросил соседей не появляться дома весь день, они даже не стали спрашивать зачем. Наверное, подумали, что я дошёл до ручки и решил всё это закончить любым способом. Я и правда решил, но вряд ли так, как они ожидали. Сашу я ждал там же, где и бабку, когда впервые близко познакомился с Алёнкой. Он приехал, несмотря на то, что нормального повода я придумать так и не смог. Приезжай, соседи пытаются меня выгнать и заселить своих родственников, а у нас вообще-то договор с владельцем. Может, ты их убедишь? Владельца я бы встретить хотел. Просто для того, чтобы разбить ему в кровь лицо и зашвырнуть в подвал, нормально закрыв уже эту проклятую дверь. И Саша приехал. Я провёл его в квартиру, усадил на кухню, даже налил какой-то бурды в кружку, изображая гостеприимство. «Так где соседи-то?» – подозрительно спросил он, оглядываясь по сторонам. «Скоро придут. Я их и не стал предупреждать. Сам понимаешь, со мной они воевать гораздо, а со специалистом неумело врал. Я испытываю к самому себе отвращение. Пару раз я почти менял своё решение, но стоило мне кинуть взгляд на косяк двери, где я второй раз увидел бледные нижевые руки, и меня передёргивало. Нет, я больше не могу тут оставаться. И выход только один – нравится он мне или нет. Я похлопал себя по пустому карману. «Ты погоди пару минут, я без сигарет, совсем забыл. Ты пока чай пей», – выпалил я и не стал слушать его ответ. Просто выбежал из квартиры и захлопнул дверь. Никаких криков внутри не было. Пока не было. За спиной шумно выдохнуло. Я медленно обернулся и увидел то, что мои сумасшедшие соседи называли Алёнкой. Нет, это не имело ни малейшего сходства с ребёнком. Наоборот, это было что-то очень старое. И уже давным-давно не живое. По непонятной причине, не боящиеся солнца и креста. Сморщенная, соблезающая влажной кожей. Явно когда-то давно бывшая женщиной. Руки были почти нормальными, как я и запомнил их, когда оно пыталось проникнуть в ванную. В темноте подъезда оно приветливо скалилось, мне жабьим ртом, не моргая, стоя в напряжённой позе, явно предвкушая, наконец, тот момент, когда я попался. Как я понял, что нужно сказать? Чёрт его знает. Может, я слишком много времени провёл с людьми, которые нормально воспринимали нечто подобное? Кто может сказать, сколько человек вроде меня они ему скормили за собственное благополучие? Ну, явно не мне было их судить. Там чужой, прошептал я, кивая на квартиру. Забирай и пропади уже пропадом, только отстань от меня. Оно почти не думало, когда я медленно открыл дверь, просто прошло мимо, тяжело и хищно пригнувшись, обдав меня смрадом подвала и гнили. Я закрыл дверь на ключ и вышел из подъезда. Остатки совести всё ещё пытались заставить меня поступить правильно, влететь в квартиру и вытащить его оттуда. Ну да, жильё мне нашёл Саша. Но кто вообще мог предугадать нечто подобное, во что нормальные люди не верят? Он не виноват, но и я не виноват. Я просто хочу покинуть это место. И выбор между самим собой и парнем, который мне никто и в принципе не нравился, никогда очевиден. Да, я теперь в каком-то смысле тоже чудовище. Через полдня я вернулся, не обратил внимания на соседей, сверлящих меня взглядами и моющими пол тряпками тёмного багрового цвета. Вода в ведрах была красной и мутной. Ничего страшного, уберёте сами, наверняка не в первый раз. Собрал вещи на прощание, кивнул им. В конце концов, я теперь ничем не лучше. Такая же мразь. Но теперь я могу уйти. Оно наелось и уснуло. Я сниму нормальную квартиру и перестану жить по коммуналкам без соседей и сводящего с ума воя по ночам. И до конца жизни мне будет сниться Саша, которого никогда не найдут в том самом подвале с щелью внизу двери. История третья Пей, кофе остынет. Ба, я-то выпью, а вот тебе не стоит. Ты про давление помнишь? Нина Григорьевна хитро прищурилась. О моём давлении печёшься, значит. А что насчёт рюмочки на пасашок? Лера хотела благочестиво возразить, что она не пьёт, но обхитрить родителей всегда было гораздо проще, чем бабулю. А что у тебя есть? Осторожно спросила девушка. Нина Григорьевна подмигнула. Кряхтя, она встала со стула и подошла к буфету, который уже в детстве Леры выглядел так, будто вот-вот развалится. Открыв бар, старушка достала две бутылки. Одну из них – марочный коньяк с заманчивыми буквами на этикетке. Лера втихаря уже продегустировала утром, пока бабушка раскручивала волосы, тщательно замотанное на ночь в бигуди. Во второй бутылке было какое-то вино, которое Леру не интересовало, поэтому она ткнула пальцем в широкую грушевидную бутылку. «Да у тебя губа не дура», – рассмеялась Нина Григорьевна. «А что он, дорогой?» – притворно удивилась Лера, но, поймав проницательный взгляд бабушки, решила дальше не придуриваться. Коньяк из круглого приземистого бокала оказался вкуснее, чем из горлышка. Потягивая янтарную жидкость, Лера скучала и украдкой поглядывала на часы. До отъезда бабушки в пансионат оставалось ещё 40 минут. Девушка бывала здесь нечасто. В детстве квартира бабушки казалась ей сказочной пещерой, где время летело незаметно, но когда девочка стала старше, очарование начало развеиваться, и на место интересу всё чаще приходила скука. С возрастом Нина Григорьевна, в прошлом концертмейстер музыкального театра, и дама весьма великосветская, полюбила длинные, поначалу любопытные, а со временем довольно скучные рассказы о днях своей юности, и даже несколько раз порывалась начать писать мемуары. Но то сигареты закончатся, то ручка неприятно давит на палец. Поэтому единственным способом передачи драгоценного жизненного опыта оставались долгие, немного монотонные беседы в режиме монолога, слушателями которых выступали либо соседка и лучшая подруга детства Анастасия Николаевна, либо единственная внучка Валерия. Вот и сейчас старушка оседлала своего любимого конька. «Этот буфет, Лерочка, я отвоевала в 70-е, у этих мерзких Толика со Светкой. Всю жизнь отцу нервы делали, деньги с него тянули, меня ненавидели, все кричали, что я молодая профурсетка. Отравлю его из-за наследства, а как мой Павел Олегович помер на восьмом десятке, так сразу и налетели, как коршуны. Квартира в соборном переулке, четырехкомнатная, картины, статуэтки, мебель, деньги на сберкнижки, все загробастали. Я только и успела, что часть мебели и пару картин вывести, пока они замки не поменяли. Все думала, рискнут ли в милицию сунуться. Да только знали, что и я тогда расскажу, как они отца в гроб загоняли. Нина Григорьевна сунула в мудшту к сигарету, отработанным годами движением, и щелкнула зажигалкой, затянулась. Вокруг ее тщательно накрашенных губ собралась густая сеть морщинок. Пальцы слегка дрожали. Хоть бабушка и бодрится, от возраста не убежишь, грустно подумала Лера. В этом году бабушке исполнялся 81 год. «А что, мебель была такая дорогая?» спросила Лера, чтобы поддержать беседу. Бабушка округлила глаза. «Конечно! Ты что, это же антиквариат! Еще до революции вручную сделали! Ты знаешь, сколько Павел Олегович выложил за него? И то, если бы не должность директора табачной фабрики, в жизнь бы не смог достать!» Лера кинула взгляд на буфет и подумала, что она за такую рухлядь и десятки бы не отдала, да еще и приплатила бы, лишь бы вывезли. Конечно, это не английский гарнитур, что стоит у Николаевны, которой в войну ее родителям удалось спасти от бомбежек, да еще кое-что вывезти, что осталось от ее деда-ювелира. Раньше времена были спокойные. Родители цацки эти не прятали. Помню, были мы девчонками, пройду я через дверь к ней сядем и перебираем всякие колечки, сережки, примеряем. Тогда-то мы всей ценности еще не понимали, а украшения-то не только дорогие и старинные, но и памятные. Кое-что, конечно, они потом продали, например, в 61-м, когда все накопления на машину сгорели. Купили «Волгу». Отец Настенькин драматург смог достать. Что тут было во дворе, когда соседи увидели? Думали, сам Хрущев приехал. У Леры в голове всколыхнулось смутное воспоминание. Темная, почти черная лаковая дверь с круглой латунной ручкой на фоне светло-желтой стены. Она повернула голову и уперлась взглядом в широкий двухстворчатый шкаф. Спрашивать об этом было как-то неудобно, потому что Лера не была уверена, что ей это не приснилось. Но бабушкина фраза «Пройду через дверь» звучала неловко и наводила на мысль. Зачем уточнять, что через дверь, если люди всегда ходят друг к другу через двери? Лера глотнула остывший горький кофе, черный, как нефть, какой всегда готовила бабушка. «Кофе с сахаром, а тем более со сливками, пью только невежды, милочка». И, собравшись силами, осторожно спросила. «Ба, а какую дверь ты имела в виду? Через какую дверь ты ходила к Анастасии Николаевне?» Бабушка отпила кофе и спокойно указала рукой на шкаф. «Так дверь между квартирами. Она тут всегда была, еще с тех пор, как тут никто не жил, а какая-то контора размещалась. Изначально это было не жилое помещение, а после войны жилья не хватало. Перевели в жилой фонд, как коммуналку. Вот нашим родителям и дали тут комнаты. Каждой семье по две. Мои родители и отец Анастасии же в одном театре работали. Твой прадед Григорий, да-да, был дирижером, а прабабушка Тоня – хористкой. Ты уже рассказывала, ба, так что с дверью? А, что дверь? Я уже говорю, была тут всегда. Ее никто не запирал и ходили друг к другу в гости. Мы с Настей девчонками бегали туда-сюда. Потом уже стали запирать, конечно, а когда тебе было лет пять, Анастасиян сын скандал устроил, мол, что это за проходной двор, когда дома ценности. Заставил нас с шкафы сдвинуть, чтобы дверь закрыть с двух сторон. Хотел вообще заложить, но Анастасия не позволила. Мол, ремонт недавно сделали, еще не хватало снова что-то крушить. Так и остались в шкафы стоять, а мы друг другу теперь по-людски и ходим. Через подъезд. Лера снова задумчиво посмотрела на шкаф, но обдумать тот факт, что ее детские фантазии оказались реальностью, ей не позволил сигнал бабушкиного телефона. Приехало такси, заказанное заранее. Через полминуты в дверь раздался настойчивый стук Анастасии Николаевны. Григорьевна, ну что там, машина уже ждет? Торопливо расцеловавшись с бабушкой и спустив ее чемоданы, благо бабушка жила на первом этаже и спускать пришлось всего-то на пять ступенек к стоящую подъезду машине, Лера помахала рукой отъезжающему такси и бодро вернулась в квартиру. Двадцать один день полной свободы. О таком в родительском доме Лера не могла и мечтать. Хоть Лера и была формально совершеннолетней, никакой свободы ей это пока не давало. Завалив экзамены в институт, Лера объявила родителям, что нас заслужило год перерыва и отдыха от школы. В Америке, между прочим, это очень даже практикуется. В Америке работать идут, они дурака валяют, мрачно ответили родители. Они были неприятно удивлены планом дочери, и это выливалось в постоянные нудные скандалы. Бабушка в этой войне всецело была на стороне Леры. Дайте девочке отдохнуть, еще успеет не ломаться. Поэтому, когда в начале сентября бабушка объявила, что едет в санаторий на три недели, и предложила Лере пожить в это время в своей квартире, родители не смогли противостоять их единому фронту. Отец был особенно недоволен. «Но раз девочка с сарказмом передразнил он, такая взрослая, тут денег она получит по минимуму, только на еду. Потратишь все за три дня, иди подрабатывай, мы больше ничего не дадим». Лера пропускала все нотации мимо ушей. Квартира в центре города, только ее, на три недели. Она с нетерпением ждала реакции друзей на эту потрясающую новость, и, разумеется, реакция не заставила себя ждать. Теперь не только она считала дни до даты икс. Забежав в квартиру и захлопнув в дверь, Лера кинулась к телефону. «Тох, все, бабушка уехала, приезжайте!» «Отлично, малыш, мы с Сергеем Ивадом подвалим через часик». «Закупитесь по дороге, бухла там, хавчика». «Конечно, все сделаем в лучшем виде». Оборвав вызов, Лера присела за стол и допила свой бокал коньяка. Подумав, она спрятала бутылку за книги на полке, решив приберечь ее для тет-а-тета с Антоном. Еще не хватало, чтобы Серега Ива, два брата-акробата, вылакали бабушкин марочный коньяк. А глядя в комнату, Лера на миг засомневалась, правильно ли она сделала, пригласив друзей сюда на вписку. Столько дорогих вещей, столько хрупких безделушек, а вдруг что-то сломают или испортят. Похолодев на миг от этой мысли, Лера отбросила ее. Не такие уж ее друзья и идиоты, что в приличный дом нельзя впустить. Безделушек тут и правда было море. Статуэтки, шкатулки, вазы – все это занимало множество слегка запыленных поверхностей и очень хорошо вписывалось в старомодный интерьер квартиры, придавая ей особый колорит. Здесь все дышало бабушкой и ее вкусом. Тяжелые малиновые шторы с золотыми кистями, больше напоминающие занавес театра, которому Нина Григорьевна отдала большую часть своей жизни. Темная массивная мебель, отвоеванная у детей первого мужа бабушки, который женился на 20-летней Ниночке, будучи старше ее ровно в три раза. Круглый стол по центру комнаты, под массивной люстрой, фортепиано в углу комнаты. Лера отнесла грязные чашки в мойку, сполоснула. Отдельной кухни в бабушкиной квартире не было. При разделении комнат на квартиры прошлая кухня общая досталась семье Анастасии Николаевны. Нина Григорьевна же выкрутилась, сделав кухонный уголок прямо в гостиной, а меньшую комнату превратив в спальню. К этому времени ее сын, Лерин отец, уже давно обзавелся и собственным жильем, и собственной семьей. Вытерев руки, Лера улеглась на диван и включила телевизор, стоящий на низкой тумбе в углу комнаты. Она пощелкала каналы, но мысли не фокусировались на чем-то одном. Взгляд невольно то и дело падал на широкий шкат. Шкаф, стоящий напротив. Теперь, после разговора с бабушкой, Лерой отчетливо вспомнила, как, будучи совсем маленькой, сидела под большим круглым столом, стоящим в центре комнаты, и смотрела оттуда на черную дверь. Ей казалось, что дверь вот-вот откроется, и маленькой Лерочке было одновременно и интересно, и страшно узнать, что же за ней. Иногда в весьма смутных снах Лера видела эту дверь открытой, но подойти к ней боялась. Не то, что заглянуть внутрь, даже протянуть руку и закрыть ее было до тошноты страшно. После таких снов Лера просыпалась, покрытая липким потом, и долго лежала накрывшейся деялом с головой. Воспоминания все прибывали, и Лере становилось не по себе. Например, она вспомнила одну ночь, проведенную в этой квартире. Бабушка предлагала лечь с ней в одной кровати в спальне, но пятилетняя Лерочка считала себя уже взрослой и захотела спать одна на диванчике в гостиной. Конечно, она очень быстро пожалела об этом, потому что ночью знакомая комната, освещенная лишь слабым ночником, превратилась в огромную страшную пещеру, полную неясных теней и жутких силуэтов. Большая, разлапистая люстра нависала над девочкой, как лесное чудовище из мультика, и прошло немало времени, прежде чем Лерочка смогла уснуть, завернувшись в одеяло с головой. Проснулась она от духоты, и, откинув одеяло, увидела, что комната погружена во мрак. Ночник больше не горел. Свет уличного фонаря едва пробивался сквозь плотные бархатные шторы. Силуэты стали еще страшнее. Особенно страшно выглядела черная дверь, выделяющаяся теперь на фоне стены особенно ярко. Лера уперлась в нее взглядом. На миг ей показалось, что дверь приоткрыта. В темноте было не разглядеть точно, но от каждой секунды, что девочка смотрела на дверь, и становилась все страшнее. В горле пересохла от ужаса. Лера уже была готова начать звать бабушку, как вдруг услышала из-за стены какой-то странный дробный звук, будто кто-то высыпает на пол металлический горох. От неожиданности девочка захлопнула, рот и, резко перевернувшись, снова закуталась в тяжелое шерстяное одеяло, как в кокон. Она не помнила, как заснула, а на утро все пережитое ночью уже показалось нестрашным и ненастоящим. Светило солнце, бабушка жарила оладушки и сетовала на перегоревший ночник. «Ты не испугалась в темноте, Лерочка?» «Нет, бабуль!» Тогда она уже была уверена, что ей все приснилось. Вспоминая это сейчас, Лера удивлялась, почему тогда не спросила у бабушки, куда эта дверь ведет. А может, спрашивала и забыла? Либо не поверила, что все так просто. Теперь же все выглядело до боли прозаично. Дверь в страну кошмаров оказалась обычным пережитком коммунального прошлого. Да и сама Лера на Каролину вряд ли тянула. Выключив телевизор, который только раздражал, Лера принялась листать ленты соцсетей. Она не заметила, сколько прошло времени, прежде чем, наконец, задребезжал дверной звонок. Друзья стояли на пороге, в предвкушении, вытягивая шеи, внутрь квартиры. «Привет», — Лера улыбнулась и посторонилась, пропуская их внутрь. Первым зашли Сережа и Ват, теснясь с огромными пакетами в руках. Антон за ними. Он улыбнулся Лере и тряхнул мокрыми длинными волосами. Похоже, на улице шел дождь. «Ничего себе хоромы! А ты неплохо устроилась, прям советский Версаль!» Вадим завороженно разглядывал лепнину на высоком потолке. «Это советский ампир, дружище!» Антон иронично посмотрел на Вадима и нежно поцеловал Леру в губы. «Э, хорош обжиматься!» — гаркнул Серега. «С чего начнем? С вина или шампанского?» «У меня в горле пересохло. Давайте уже распаковываться!» — поддержал Ват. Парни занесли в комнату большие пакеты, организация стола была шумной и суетливой. Антон снял с плеча чехол с гитары и, склонив голову на бок, теперь настраивал ее, сидя на диване. «Валерон, где бокалы?» «Несу, несу, давай уже открывай!» Раздался глухой хлопок, и праздник начался. Вписка, чего и говорить, удалась на все сто. В голове Леры все слилось в одну веселую и яркую круговерть. Их компания была уютной и хорошо сплоченной, с алкоголем никто не перебарщивал, и не было ни одной минуты, чтобы Лере становилось скучно или некомфортно. На ночь братья уезжали домой, а они с Антоном оставались наедине. Ночи были волшебны и бесконечны. Их молодые, неутомимые, влюбленные тела прекрасны, и вся жизнь замечательна. Лежа на груди Антона, рассказывая ему обо всем на свете, Лере хотелось провести так всю оставшуюся жизнь. Примерно в полдень братья возвращались с новыми запасами еды и алкоголя, и все начиналось по новой. К вечеру третьего дня атмосфера уюта камерной кампании была нарушена внезапным заявлением Антона, что к ним подъедет Илья. Услышав это имя, Лера скривилась. «Тот Илья? Блин, Тоха, ну зачем было его звать?» Антон отхлебнул пиво и приподнял брови. «Да ладно тебе, он нормальный чувак». О том, какой Илья нормальный, в их окружении знали, наверное, все. Когда-то он был бас-гитаристом в рок-группе Антона, но вылетел оттуда из-за драки с барабанщиком Стасом. Однажды на репетиции Стас решил напугать Илью, подкравшись к нему из-за спины, а Илья в ответ со всей силы ударил его кулаком в нос. Никто не ожидал такого, и все просто застыли, раскрыв рты от шока. Зажимая лицо, окровавленное ладонью, Стас заявил, что после такого в группе останется либо он, либо Илья, и пусть Антон выбирает. Второй гитарист поддержал Стаса и сказал, что не хочет играть в одной группе с агрессивным уродом, который шуток не понимает. Антону, который когда-то учился в одном классе с Ильей, пришлось выбирать, и, конечно, гитарист и барабанщик оказались ценнее, чем басист, к тому же весьма средний. Несмотря на этот конфликт, Тоха продолжал общаться с Ильей и пару раз приглашал его в их компанию. Лера его сразу не взлюбила. Впрочем, Вадим и Сергей тоже были не в восторге. Ходили упорные слухи, что у Ильи не все в порядке с головой, что он связан с каким-то криминалом, но доказательств ни у кого не было, и слухи оставались слухами. Теперь этот самый Илья должен был вот-вот приехать, и ничего уже было не изменить. Когда раздался звонок в дверь, Лера неохотно пошла открывать вместе с Антоном. «На улице сухо, можешь не разуваться», буркнула Лера, поприветствовав гостя, и пошла обратно в комнату. Парни двинулись за ней. Хотя Илья и поздоровался со всеми вполне дружелюбно и адекватно, Лера все равно чувствовала себя неуютно рядом с ним. Это была неприязнь, с которой девушка ничего не могла поделать. Ей не нравилась лысая, странно вытянутая голова Ильи, его близко посаженные голубые глаза, которые всегда смотрели как-то из-под лобья. То, как он сидел, немного сгорбившись и сгруппировавшись, будто натянутая пружина, от него веяло непонятной опасностью. И Лере это очень не нравилось. Это был человек не их круга, не их теплой компании. Ей было досадно, что Антон так таскается с ним. Взгляд гостя ощупывал статуэтки и безделушки на полках, и Леру вдруг охватило жгучее желание сгрести все в мешок и запереть куда-нибудь под замок. Немного устыдившись своих мыслей, она заметила, что Илья смотрит прямо на нее. «Квартира твоей бабушки, значит?» «Да», напряженно ответила Лера. «Красиво тут, уютно так». Илья слегка улыбнулся и вдруг вспомнив о чем-то, хлопнул себя по лбу и встал. Подошел к лежащему на полу рюкзаку, открыл его, извлек пузатую молочно-белую бутылку и с улыбкой протянул ее Лере. «Сливочный ликер для хозяйки». Лера слегка улыбнувшись взяла бутылку. «Спасибо». Может, зря она себя накрутила и он действительно нормальный парень, а то неуютное ощущение, что она испытывает рядом с ним лишь действие ее воображения. Сладкий и нежный ликер, немного похожий по вкусу на сгущенку, еще больше расслабил Леру и постепенно она привыкла к Илье, перестав воспринимать его как выбивающийся элемент. Вечер проходил так же здорово, как и все предыдущие. Парни наперебой рассказывали что-то, смеялись, а Лера, уже довольно-таки опьяневшая, лежала на диване, положив голову на колени Антона и чувствовала себя абсолютно спокойной и недвижимой, как греческая статуя. Услышав звон, она недовольно повернула голову. Ватт сидел с виноватым лицом и смотрел на пол, где лежала расколотая тарелка. «Упс, случайно смахнул». Лера недовольно поморщилась и встала, почувствовав, как от этого движения слегка заболели виски. «Да ладно, не страшно, сейчас новую достану, а вы пока подметите тут». Всю посуду и старинный, вполне современный ширпотреб Нина Григорьевна предпочитала хранить не в сушке над раковиной, а в массивном буфете. Открыв его, Лера потянулась к стопке простых белых тарелок и тут взгляд ее упал на длинный, потемневший ключ из желтоватого металла, лежащий прямо перед глазами. На средней полке среди хоровода чашек стоящих на стопках блюдец. Взяв ключ, Лера повернулась к друзьям. «Прикиньте, я ключ нашла. Наверное, это тот самый», — возбужденно воскликнула она. «Это известие вызвало настоящий ажиотаж среди парней». «Попробуем его?» — спросил Ват блестя глазами. Тоха задумчиво смотрел на ключ, а Илья перевел недоуменный взгляд на Леру. «А что это за ключ? Что вы хотите им открыть?» «Да тут у Лерки за шкафом!» И парни принялись рассказывать Илье, о чем узнали вчера. Получилось это вот как. Вчера вечером, когда компания уже вполне накачалась пивом, братья принялись наперебой рассказывать про свою недавную поездку в Питер, откуда они привезли кучу сувениров и впечатлений. Разговор о загадочном мрачном городе сам собой перешел в мистическое русло, и ребята начали вспоминать самые жуткие места, которые там видели. А еще дом с ротондой, обычный с виду дома, внутри лестница такая винтовая, и ведет она в никуда. В смысле в никуда? Ну просто в потолок упирается. В этом доме, говорят, люди пропадали. История однажды была. Один мужик преступник убегал от полиции, забежал туда, спрятался в какой-то нишу в стене и сидит. Полицейские забежали за ним, ходят, ищут в упор, на него смотрят и не видят. Ну и ушли, и он посидел и ушел. Вот он и повадился прятаться там каждый раз. Однажды менты за ним бегут, такие видят, что он в подъезд забежал, они за ним, а там никого. Так, мужик, тот и пропал, и больше никто его не видел. Завершил Влад гробовым голосом. Ну, короче, называет эту лестницу лестницей дьявола, серьезно добавил Серега. Тоха закатил глаза и затянулся сигаретой. Да херня это все. Вон у Лерки тут своя дверь в никуда. Без всяких выдумок. Девушка недовольно толкнула его локтем в бок. Тоха, ну зачем ты тряплешься, я же по секрету рассказала. А че там, че там? Вмиг заинтересовались братья, навострив уши. Лера недовольно запыхтела, но под давлением общественности ей пришлось выложить то, что она узнала от бабушки и чем в порыве откровенности поделилась прошедшей ночью с Антоном. Рассказывать об этом своему парню в полумраке ночи, лежа на влажной вот так на всю компанию, но, как ни странно, на смех ее никто не поднял. Наоборот, ребят живо заинтересовала эта история. Они захотели посмотреть на загадочную дверь и шкаф был немедленно сдвинут. К счастью, ребятам удалось сделать это очень аккуратно, не оставив никаких следов на вытертом паркете. Впрочем, на этом все и закончилось. Дверь, которая оказалась гораздо меньше и менее зловещей, чем Лере, казалась в детстве, была надежно заперта. Где бабушка хранила ключ, Лера не имела ни малейшего понятия, поэтому им ничего не оставалось, кроме как подвинуть шкаф на место и забыть об этом. Теперь же она держала в руках, судя по всему, тот самый ключ и всех обуял невероятный интерес. «Ребят, так что, попробуем открыть дверь?» возбужденно спросил Ватт. «А ты уверен, что это ключ именно от этой двери?» скептически возразил Антон. «Ну так заодно и проверим, все равно делать нечего», поддакнул брату Серега. «Ты говоришь, соседка уехала вместе с твоей бабушкой?» подал голос Илья, внимательно глядя на Леру. «Ты уверена, что она живет одна?» Лере стала не по себе от странной деловитости его тона, и она уже почти пожалела, что рассказала обо всем. Хмель уже практически выветрился из ее головы, и Лера вдруг осознала, что за дверью не загадочная сумеречная зона, а вполне реальная квартира реального человека, полная, между прочим, ценных вещей, будто в Торе ее мыслям в ад произнес. «Блин, давайте попробуем открыть, посмотрим, что там. У этой бабки наверняка куча интересного. Помнишь, ты говорила, что у нее дед был какой-то то ли граф, то ли ювелир?» Лера метнула на него ужасный взгляд, но он улетел в молоко. В ад с Серегой уже начинали сдвигать шкаф. Девушка жалобно посмотрела на Антона. «Ток, ну это неправильно, лезь в чужую квартиру, скажи им!» «Да ладно, Лера, мы же просто посмотрим, даже трогать ничего не будем. Мы же не урки какие-то в конце концов». Лера бросила недовольный взгляд на Илью, который жадно смотрел на обнажившуюся дверь. Он повернулся к девушке и улыбнулся. «Лера, все будет в порядке. Мы просто посмотрим, никто не заметит, что мы туда ходили». «А если кто-нибудь войдет, что тогда?» нервничала Лера. «Ну кто может войти? Уже почти полночь. Разве что он настоящий вор». Илья засмеялся, но ей все равно было не по себе. Внезапно Илья решительно подошел к двери и громко постучал в нее. Ребята зашикали на него, но он постучал еще раз. «Эй, там есть кто?» «Ты что творишь?» сдавленно прошептала Лера. «Если там, к примеру, кто-то из родственников, он отзовется, и мы скажем, что услышали странный звук и решили проверить, все ли в порядке», ответил Илья, прижимаясь ухом к двери. Прислушавшись, он поднял большой палец вверх. «Полная тишина, там пусто». Лера стояла, насупившись, но отступать было поздно. Прослыть трусихой тоже не хотелось. Вдруг ей в голову пришла спасительная мысль. «Ребята, все отменяется. Там же тоже шкаф стоит с той стороны. Как мы его сдвинем отсюда? Прокинется только и то. Если дверь открывается в ту сторону, мы вообще ее открыть не сможем». Лица ребят вытянулись. «Блин, а ведь действительно? Эх, жаль, такое развлекалово отпадает». Илья прищурился и посмотрел на дверь. «А что мешает нам хотя бы проверить?» Неожиданно его поддержал Тоха. Он посмотрел на Леру. «Да, я думаю, стоит хотя бы отпереть ее». «Помнишь, ты говорила, что тебе сняли сны про то, как дверь открывается. Тебе будет полезно преодолеть этот страх». Лера с ненавистью посмотрела на него. «Психолог чертов, она-то ему еще это припомнит». «Ну и ладно». Девушка подошла к двери и решительно сунула ключ в скважину. Повернула, почувствовав легкое сопротивление. Замок щелкнул. Взявшись за ручку, она потянула дверь на себя, но ничего не произошло. Осторожно оттолкнула, и дверь со скрипом открылась, причем довольно широко. Черный провал за дверью будто поманил пальцем. Не ожидавшая этого, девушка вздрогнула, резко захлопнула дверь и отпрянула. «Ну, что я и говорил, не зря попробовали. Как видишь, никакого шкафа там нет», довольно проговорил Илья. Лера слегка дрожа смотрела на дверь. Она не ожидала, что все сработает так просто, и ей было не по себе от мысли о том, что они сейчас проникнут в квартиру Анастасии Николаевны. В комнате вдруг погас свет. Что за херня вскинулись пацаны? «Да не с эти, это я выключил. Первый этаж все-таки, а вдруг кто-то увидит, как в квартиру бабки свет отсюда падает», спокойно сказал Илья. «Посвети телефоном и открывай», обратился он к Лере. Она осторожно подошла к двери, достала из кармана толстовки смартфон, включила экран. На часах было 00004. Взялась за ключ, повернула его, осторожно толкнула дверь. Хоть в комнате было и темно, проем выглядел еще чернее, Антон первым шагнул туда. «Давайте за мной», шепнул он. Спина Тохи растворилась в темноте и следом гуськом двинулись Влад и Серега. Лера, слегка замешкавшись, услышала позади себя негромкий свист молнии. Обернувшись, она увидела в отцветах уличного фонаря силуэт Ильи, склонившегося над своим рюкзаком. Он поднял голову. «Я сейчас». В душе Леры всклыхнулось какое-то неприятное предчувствие, но светить телефоном его в лицо показалось совсем уж невежливым. Повернувшись, она осторожно вошла в проем, сделала несколько шагов и уткнулась в чью-то спину. По запаху поняла, что это Тоха и почувствовала, как он сжимает ее руку своей ладонью. Темнота поглотила их, как ватное одеяло. Судя по всему, окна были плотно зашторены, потому что они не увидели ни силуэтов окон, ни отцветов уличных фонарей. «Чем это тут пахнет?» – недовольно спросил Серега. «Запах, как в библиотеке, пылью и каким-то клеем воняет», подтвердил Тоха. За спиной раздались шаги Ильи, и темноту осветил голубоватый свет телефонного фонарика. Несколько секунд друзья ошеломленно вглядывались в то, что они увидели и молчали. «Нифига себе, а где эта бабка вообще спит, или это типа кабинет?» – выдавил наконец в ад. Открывшееся им помещение меньше всего походило на жилую комнату. Все остальные тоже включили фонарики, и теперь они освещали сдвинутые столы, на которых покоились печатные машинки, кипы бумаг, ряды шкафов, похожих на библиотечную вдоль стен. Окна были старые, деревянные, с облупившимися рамами, штор не было. Огоньки отражались в стекле, как в зеркале, но вместо ночной ребята увидели лишь внутренность металлических ставен. О том, что кто-то увидит свет снаружи, можно уже не беспокоиться. Кто-то поднял телефон повыше, и свет отразился в стекле, висящего по центру стены портрета. «Ого, да бабка старой закалки. У неё тут Сталин висит», – поражённо проговорил в ад. Он, кажется, уже немного оправился от первого шока. Все остальные тоже начали медленно расходиться по помещению, разглядывая предметы обстановки. В голове Леры был полный сумбур. Что всё это значит? Это что, действительно, кабинет Анастасии Николаевны? Но зачем ей эта картотека, куча печатных машинок? Почему-то царит такой неприятный казённый запах. Или бабушка ошиблась, что-то напутала, и они влезли в чей-то офис? Ну, почему тогда не завыла сигнализация? Почему вместо компьютеров эти допотопные печатные машинки? Она подошла к столу и принялась рассеянно перебирать лежащие бумаги. Её примеру последовал Серёга. Подсвечивая телефоном, он поднёс верхний лист почти к самым глазам. 1938 год. Бабка что, мемуары пишет? Типа автобиография? Она вроде родилась только в сороковом. Младше бабушки на год. Деревённым голосом ответила Лера, вглядываясь в лист из непривычной тонковатой бумаге. Акт о регистрации места жительства Естегнеева ВО. 1937 год. Адрес постоянного проживания за местом регистрации. Что это вообще такое? Внезапно за спиной раздался звук, от которого внутренности Леры будто скрутились. Тугой узел в голове промелькнуло. Металлический горох, и она резко повернулась, чувствуя, как позвоночник деревенеет от ужаса. За ее спиной стоял ват и клацал пальцами по клавишам печатной машинки. «Блин, это сложнее, чем на компьютере», проговорил он, не замечая, как Лера смотрит на него и на машинку. «Черт побери, тот самый звук, который она...» Ее мысль прервал недовольный голос Ильи. «И что это за хрень? Это квартира бабки? Где ее комната?» Он решительно пересек помещение, подергал ручку двери, расположенной между стеллажами, которую ребята сначала не заметили. Дверь была заперта. Илья обвестил присутствующих тем самым взглядом из-под лобья, который всегда так беспокоил Леру. «Это что за фуфло? Куда мы вообще попали? Что ты натрепала?» Он ненавидяще посмотрел на Леру и уже направился к ней, как за стеной в квартире бабушки Леры вдруг послышался звук отпираемого замка и шаги. Ребята замерли и быстро погасили фонарики. «Черт, отец, прячемся!» прошептал Антон и схватив Леру за руку потянул ее под стол. Там было очень пыльно и Лера надеялась только, что не чихнет, как в самом банальном фильме ужасов. «Да уж, влипли они так влипли!» «А кто вошел в квартиру бабушки?» «Вдруг это действительно настоящая вора?» Зажмурившись от ужаса, она услышала приближающиеся шаги и уткнулась лицом в плечо Антона. Судя по звуку, зашла женщина, одетая в туфли на каблуках. «Кто здесь?» «Я все слышала, а ну выходите сейчас же!» Голос женщины звучал решительно и громко. Она прошлась туда-сюда по комнате, звук шагов то отдалялся, то приближался. Встала прямо перед столом, где прятались Лера с Антоном и девушка, чьи глаза уже привыкли к темноте, смутно увидела туфли. Потертые черные лодочки с невысоким, немного скошенным каблуком рюмочкой. Ноги женщины, которые Лера видела до середины икры, были затянуты в плотные колготки. «Я не знаю, как вы прошмыгнули мимо меня, но я не глухая. Если это вы, Иван Александрович, то лучше сразу выходите. Я слышу ваш одеколон». Женщина преувеличенно громко засопела, будто принюхиваясь, и прошла к двери. «Это уже не в первый раз. Все знают, что вы сделали себе ключ и шастаете сюда по ночам. Сейчас я крикну Егору Васильевичу, чтобы включил свет, и если вы не выйдете, на счет три мы вызываем милицию. Раз, два...» Лера в ужасе зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Ноги в колготках подкосились, и женщина упала прямо перед Лерой. Девушка увидела перекошенное в ужасе молодое лицо, распахнутые в беззвучном крике рот, шапочку туго завитых волос. Женщина смотрела прямо Лере в глаза. Ее губы шевелились, будто она не может набрать воздуха для полноценного крика. На белой ткани блузки расползалось темное пятно. Лера зажимала рукой рот, слезы текли из ее глаз. Тоха вскочил, перевернул стоящий позади стул. Лера встала вслед за ним и увидела в свете телефона, который зажег Тоха, что над женщиной стоит Илья, сжимая в руке пистолет. «Ты что совсем охренел? Ты что наделал идиот?» шепотом закричал Антон, и в этот момент женщина вдруг захрипела. «Вы кто такие? Я сейчас милицию?» Илья страшно скривился и дважды выстрелил ей в лицо. Выстрелы слились с криком Леры, которая уже не могла выносить этого ужаса. Она увидела, что Илья перевел дулу на нее, его лицо тряслось, губы прыгали. Пистолет в руке ходил ходуном. «Заткнись, сука!» Крик Леры оборвался, и она почувствовала, как Антон толкает ее себе за спину. «Эй, вы, вылазьте!» приказал Илья, и Ват с Серегой переглядываясь медленно встали. «Откуда у тебя пистолет?» прошептал Ват с ужасом, глядя на оружие. «Травмат переделал». «Ты что натворил, придурок? Ты понимаешь, что теперь нам всем будет?» хрипал, спросил Тоха, глядя Илье в глаза. Тот пожал плечами. «Да мне уже похер. Ты говорила, тут бабка богатая, дед ювелир, и это вот все. Ну и где оно?» Вдруг откуда-то послышался сдавленный голос Сереги. Лера повернула голову и увидела, что он выглядывает из проема бабушкиной квартиры, куда, наверное, ускользнул под шумок. «Пацаны, тут сами смотрите, короче!» Илья махнул рукой. «Давайте вперед, вы первые!» Тоха, взяв за руку Леру, потащил ее к проему, следом двинулся в ад, постоянно оглядываясь на Илью. Лера, войдя в бабушкину квартиру и подняв свой фонарик, пораженно застыла. Бабушкиной комнаты больше не было. Лера увидела практически то же самое, что в комнате Анастасии Николаевны, только столов тут было меньше, а стеллажей не было вовсе. Возле каждого стола стояло по два стула, с каждой стороны на столах пылились старомодные телефоны с круглыми дисками. На тумбочке возле стены, у которой стояла Лера, она увидела две немытые чашки и сахарницу. Автоматически протянув руку, она взяла кубик сахара и лизнула его. Сладкий. Не знаю, как вы, а я вообще ни хрена не понимаю. Громко сказал Ват, в его голосе звучала близкая истерика. Илья пересек комнату и подергал дверь. Она была заперта. К Тохе тихо подошел Серега. Это женщина, ну, которая, ты понял, она зашла отсюда и она заперла дверь. Ключ наверняка у нее в кармане, надо его... Заткнись, закричал Илья и ринулся к Сереге. Он приставил пистолет к его щеке, обвел всех диким взглядом. Мне похрен что тут. Ты обещала, что тут всякие цацкие драгоценности. Давай ищи их. Он дернул Леру за руку и приставил дуло к ее груди. Повернул, толкнул спину. Давай, живо! Я вообще не понимаю, где мы со слезами в голосе, воскликнула Лера. Я не знаю, что искать. А кто знает, я что ли? Это ты тут аристократка со своими бабками и хатами. Ищи давай, заорал он и замахнулся пистолетом. Как только он перевел дуло с Лерой, Тоха резко выскочил вперед и ударил его кулаком в лицо. Илья отпрянул и в этот момент к нему подскочил стоящий сбоку Вадим. Он попытался выхватить у него оружие, но Илья повернулся, ударил его ногой с живот и пока тот отлетал в стену, выстрелил в него. Лера закричала и тут Тоха дернул ее на пол, накрыл ее с собой и потащил куда-то. Лера зажимала уши руками, но все равно слышала, как отчаянно кричит Сережа и стонет Вадим. Она почувствовала, как Антон толкает ее куда-то. Давай, залазь, тут порожек быстрее прошептал он ей на ухо. Лера открыла глаза и увидела внутренность хозяйственного шкафа. Ототвинув какие-то бутылки, Тоха буквально впихнул ее внутрь и закрыл дверь. Двери шкафа захлопнулись и Леру ватным одеялом накрыла тишина и темнота. И показалось, что она потеряла сознание. Так резко прекратились снаружи шум, потасовки и крики. Осторожно нажав на дверцу, Лера поняла, что та не поддается. Наверное, Антон запер ее снаружи. Оно и к лучшему. Темнота дезориентировала. Пощупав карман, Лера не нашла телефона. Скорее всего, выпал, когда Тоха тащил ее в шкаф. Что с ним? Жив ли он? Недаром она недолюбливала этого Илью. Он оказался еще более сумасшедшим, чем она думала. Что теперь делать? Сколько еще ей тут сидеть? Слегка переменив позу, Лера почувствовала, как что-то упирается ей в бедро. Запустив пальцы в карман, она нащупала зажигалку, чиркнула колесиком. Да, она внутри шкафа, такого узкого, что плечи девушки практически касались стенки и дверцы. Освещение только добавило тревоги. У Леры возникло ощущение, что она находится в стоящем вертикально гробу. Нагревшееся колесико начало обжигать пальцы, и Лера, тихо чертыхнувшись, погасила огонек. Осторожно подвинувшись вперед, девушка наклонила голову и, пощупав дверцы рукой, припала глазом к щели между ними и не увидела ничего, кроме полной темноты. В голове было пусто, там будто разлился липкий вязкий сироп. Чувство дезориентации продолжало усиливаться, и Лере приходилось время от времени опускать ладони на пол, чтобы почувствовать твердую поверхность и унять головокружение. Когда она упиралась в боковые стенки, накатывали приступы клаустрофобии, и Лере приходилось сидеть максимально собрано, чтобы касаться только одной стенки. Она не знала, сколько прошло времени, как и не знала, чего же она ждет. Пока Антон откроет ее, да где он теперь, этот Антон, а где она? Можно было попытаться встать, вышибить дверь ногой, но где гарантия, что там снаружи не рыщит Илья, с пистолетом пытаясь найти ее? Когда Лера пыталась обдумать то, что произошло с ней и ее друзьями, той женщиной, разум будто начинал сдавать и подергиваться пеленой, из которой Лера выныривала с какой-то совсем другой мыслью. Она сходит с ума или уже зашла, вокруг посветлела, и Лера увидела, что она стоит перед черной дверью в пустой комнате. Она спит? Ей это снится? Лера осторожно повернула ручку, и та открылась. Она увидела кабинет, залитый лунным светом, и женщину в белой блузке и кудряшках, стоящую спиной возле стола. Ах, Иван Александрович, вздохнула женщина. Она повернулась, и Лера задохнулась в беззвучном крике, увидев, что у женщины нет лица. Лера дернулась в ужасе, проснулась, накрытая какими-то тряпками, и ничего не поняв, ударила в дверцу плечом и выкатилась из шкафа. Она лежала, накрыв голову руками, и боялась открыть глаза. Наконец, осторожно разлепив веки, Лера села и огляделась. Она сидела в бабушкиной комнате, возле распахнутого одежного шкафа, стоящего почти поперёк. Вскочив, девушка заглянула за него. Чёрная дверь была закрыта, из неё торчал латунный ключ. «Ох, Серёга, Вадик!» хриплым голосом крикнула Лера, но ей никто не ответил. Повернув ключ, Лера взяла за ручку и толкнула дверь, но та открылась лишь на пару сантиметров, со стуком упёршись во что-то. Лера заглянула в эту щель и увидела смутно развлеченную фанеру. Шкаф, шкаф в квартире Анастасия Николаевна. Лера сунула нос в щель и принюхалась, но не различила той странной смеси запахов клея и пыли, который был так свеж в её голове. Пахла духами, лаком для волос и немного застарелым табаком. Заперёв дверь, Лера отпрянула и покрутила головой. Следы вчерашнего пиршества, полная пепельница, коробки от пиццы, пустые бутылки. На полу возле шкафа рюкзак Ильи. Лера схватила его, принялась перетряхивать, но рюкзак был пуст. Скорее всего, он нужен был Илье, чтобы носить пистолет, и не для чего больше. Бросив рюкзак обратно на пол, девушка вдруг увидела свой телефон, лежащий почти под столом. Судорожно схватив его, Лера набрала номер Антона. Недоступно. Сережа, Вадим, недоступно, недоступно. К вечеру, когда Лера, не находя себе места от нервов, вымыла всю квартиру и дважды вынесла мусор, ей позвонила встревоженная мать Антона, которая не могла дозвониться до сына и попросила дать ему трубку, если он рядом. Лера, скрипя сердце, сказала, что он с ребятами ушел ночью и с тех пор они не виделись. Вслед за этим последовали звонки родителей Вадима и Сережи, а через два дня к Лере пришла полиция. Она рассказывала всем одно и то же, что она поссорилась с Ильей, тот психанул и сказал, что уходит, мальчики встали на сторону Ильи и ушли вместе с ним. Это звучало вполне правдоподобно и Лера не знала, что она еще могла рассказать. Что они попали в параллельную реальность, другое измерение или еще черт знает куда. Ребята там остались, она каким-то образом спаслась. После этого ее, скорее всего, упекли бы в психушку и заподозрили в четверном убийстве. Рюкзак Ильи в тот же день, как от нее ушли полицейские, девушка выкинула в городскую реку. Она уже начала понимать, что ее друзья вряд ли вернутся. Родители, которым Лера сама позвонила и рассказала, что ее друзья пропали, забрали ее домой в тот же день. В бабушкиной квартире она спать больше не могла. Вернулась туда Лера только в день приезда бабушки, когда встречала ее из пансионата. Нина Григорьевна охала, ахала и сокрушалась, какой кошмар пережила ее девочка, и как жалко таких молодых ребят. Может, найдутся еще, кто знает. Вкратце, пересказав эти новости Анастасии Николаевне по телефону, она получила приглашение на чай для себя и Леры. Давай, Лерочка, сходим к Анастасии, отвлечешься. Лера с внутренней дрожью входила в квартиру соседки, из-за которой это все и случилось, но внутри не оказалось ничего необычного, практически копия бабушкиной квартиры, такая же старинная, мебель, портьеры, люстры, только картин побольше и все как-то более изысканно. Шкаф из-за ореха надежно стоял посередине стены, будто зеркально отражая своего собрата из соседней комнаты. Усевшись за стол под круглым абажуром, Лера пила горячий чай, слушав монотонный старческий треп. Теперь на правах хозяйки солировала Анастасия Николаевна. Комнаты эти, милочка, мы получили в сорок седьмом, уже после войны. До этого в таких хоромах жили. Я маленькая была, почти не помню, мама рассказывала. Папа мой, царствие небесное, драматургом был, властью обласка, да и предки не из последних. Мой дед до революции ювелирным магазином владел, и квартира была, и много чего еще. Хорошо, до начала бомбардирова кое-что спасти успели, вывезли, дом-то в итоге разбомбили, помыкались родители самой на руках, а как восстанавливаться все после войны начало, им эти комнаты дали. Они пустые, до этого несколько лет стояли, а тут решили использовать их. А почему стояли пустые? Бабушка говорила, тут какая-то контора была, внутрь не напрягаясь, спросила Лера. Анастасия Николаевна кивнула. Да, были в тридцатые, домоуправление, кажется, или паспортный стол. Там такое было, соседи потом еще лет двадцать пересказывали, весь дом на ушах стоял. А что именно произошло? Лера пыталась выровнять голос, чтобы он не дрожал, но получалось кажется плохо. Анастасия Николаевна отхлебнула чай, выдержав театральную паузу, оглушила Леру. Человека то-то беля, да ни одного, женщину- консьержку. Еще как-то страшно убили, изуродовали, вломились ночью какие-то то ли грабители, то ли злоумышленники. Она услышала шум, пошла проверить, ну и вот. Так они потом еще и друг в друга стрелять начали. Дедок тут один был, Василич, дворник, так он рассказывал, тут само НКВД потом работал, оцепили, все под печать и закрыли. Слухи ходили, что это было. Сейчас смешно звучит, а тогда мы верили. Ну и простояла контора закрытая до самой войны. Не пускали сюда никого, все что-то расследовали, а потом уж не до того стало. «Да, я тоже помню эту историю», задумчиво проговорила Нина Григорьевна. «Мы еще друг друга пугали призраком той консьержки, помнишь, страшновато было спать там, где человека убили». Старушки погрузились воспоминания детства, а Лера сидела оглушенная, застыв с чашкой в руке. «Американские шпионы». В голове Леры пронеслась картинка, такая ясная, будто это случилось вчера, а не несколько недель назад. Влажные полумракомнаты, свет ночника, горячая гладкая грудь Антона под ее щекой, повисший в воздухе сигаретный дым, его рука лежащая на животе прямо перед ее лицом, часы на запястье, едва различимый в скудном освещении круглый циферблат со звездно-полосатым красно-бело-синим фоном. История четвертая Со мной никогда ничего необычного не происходило. Вероятно, до этого момента. Это была очередная командировка в Мухосранск. Мне подолгу работы, часто приходится переезжать с места на место. Животных, конечно, или много вещей, поэтому у меня нет. Со мной всегда несколько флешек, мой неизменный ноут, а также телефон с любимыми треками на любой вкус и цвет, ну и спортивная сумка с вещами на все варианты погоды. Снова переехав в очередной медвежий угол, я поселился в однушке, которую сняло мне начальство. Конечно, квартирка относилась к категории четыре стены, санузел, столик на кухне с тараканами и диван с клопами. Квартирка была с бетонным крашеным в противный бордово-коричневый цвет полом. Я с детства ненавидел такой пол и цвета, потому что в детском лагере, в который меня исправно каждое лето отправляли родители, в которые давали путевки на заводе за счет государства, был именно такой пол во всех помещениях. Особенно в актовом зале, где нас заставляли выступать с самодеятельностью, которую я терпеть не мог, вместо того, чтобы устраивать гонки между выкопанными личинками майских жуков. Песок на полу хрустел везде, как если бы туда заходили, не снимая обуви. Стены были обклеены обоями, уже с неясным каким-то цветочным рисунком. Настолько сильно вытертым, что угадывалось больше просто старая бумага. А цветочки выгорели и вытерлись. В комнатушке лежал на весь периметр комнаты ковришко цвета детской неожиданности с протоптанным ворсом с небольшим углублением по центру, как это часто бывает в старых домах, в которых не делают заливку пола, а стелят все сверху кривых плит, которые были выложены косорукими строителями. На потолке уже по традиции висела лампочка без абажура. А еще в квартире царил запах старья и задхлости. О балконе рассказывать нечего. Он, как и везде, где мне приходилось жить, был завален всяким хламом. В одном из углов стоял диван, который, вероятно, можно было разложить, но эта затея показалась мне весьма опасной, так как ввиду этих действий диван, как мне казалось, можно было просто потерять. К таким условиям я давно привык, потому что наше жилобское начальство ни на что больше или лучшее деньги тратить не собиралось. Как я слышал, квартирка принадлежала родственникам какой-то умершей бабуси, в которой они сами жить не собирались, или даже самой бабуське. Так или иначе, в мои обязанности не входило общаться с квартиродателями, и более одного месяца или трёх недель на одном месте я никогда не задерживался. Поэтому мне было абсолютно индифферентно, что там происходило и кто там жил до меня. А в силу того, что условия были из разряда бомжатских, ко мне никто и не заходил, так как контролировать состояние бомжатни не было никакой необходимости. Видимо, потому что хуже быть может только сам развал всего дома как такового. Тех скромных командировочных, которые мне выделялись верхушкой, хватало на дошек и сосиски, да пару пачек сигарет, которых мне хватало недели на две. Так что основной моей задачей было сидеть за ноутом, звонить заказчикам в том или ином городе и периодически выезжать на встречи с ними, предлагая те или иные услуги нашей компании, а также и чаще всего беспрерывно тыкать по клавиатуре до поздней ночи, отвечая на вопросы со стороны техподдержки наших сайтов. В этой связи утро у меня начиналось около тринадцати дня, но график мой никого не волновал. Главное, чтобы я справлялся со своей работой. Вот и теперь, переехав в этот колоповник, я не очень расстроился по поводу условий, но нечто в этой квартире отличало от всех других, в которых я жил раньше. Сразу я не понял, что именно, но со временем до меня стало доходить. Потертости обоев были на уровне немного поднятой руки человека, как если бы передвигающийся держался за стены. Потом я понял, что у меня самого была слепая бабуля, и такие следы были и у нас, пока она не умерла. Слепым быть тяжело, ведь 90% информации ты получаешь через зрение. Попробуйте закрыть глаза и походить по дому, планировку которого вы знаете. Это сложно. В детстве я пробовал, и без стен не пройдёшь, или понатыкаешься на всё, на что только можно. А ещё ты можешь подсмотреть, приоткрыть глаза, а слепой не может сделать этого. Первые несколько дней, может, неделя, прошли, как обычно. Работа до 4 утра, сон до часу дня, дошик или сосиска, и снова работа. Единственное, что смущало, это невыносимая вонь старья, которая, казалось, ночами усиливалась так, что иногда сложно было бы заснуть, если бы не дикая усталость. В очередной из ночей, сидя за ноутом, слушая музыку в наушниках и потягивая чай, как раз в тот момент, когда усталость стала просто невыносимой, меня отвлек посторонний звук. Откуда он донесся, мне было неясно и был ли он вообще. Это был короткий шлепок, больше похожий на то, как что-то густое падает на пол, типа манной каши. Я отвлекся, оглядел комнату, вышел на кухню. Хоть и четвёртый этаж, но мало ли, может, алкаши, какие пытаются говном окно закидать. Ничего. Тихо в доме и тишина снаружи. Звук больше или не повторялся, или я его не слышал, потому что заснул просто за ноутом. Проснулся около десяти утра от того, что просто затекла шея, перелёг на диван и, не евши, проспал на диване ещё до шести вечера. Вероятно, спал бы и дальше, потому что состояние было настолько разбитое, что казалось, что я разгружал вагоны, но волшебным пенделем пришлось себя поднять и продолжить работу. Такие эпизоды иногда повторялись. Я слышал какие-то звуки, иногда стук, иногда вошканье, иногда что-то совсем непонятное, но объективно списывал на то, что просто накручиваю себя. Тем более, я не мог быть уверен, потому что музыка была в наушниках непрерывно. В очередной такой момент я плёнул на работу и решил, что если нормально не высплюсь, то просто не смогу дальше нормально работать, не отвлекаясь. Признаться, атмосфера в квартире была гнетущей. Я, конечно, себя тоже сам на подсознании пугал и накручивал. Улёгшись на диван и начав погружаться в сон, я дёрнулся от какого-то шороха, как мне показалось. Я поднялся на кровати и прислушался. Было тихо. Просидев так минуту или две, я понял, что это мой мозг со мной играет, как если бы ты, когда был перегружен, слышал звонок телефона или было ощущение падения с кровати. Убедившись, что меня просто подглючивает, я снова лёг, замотавшись в одеяло с головой и свернувшись комком, чтобы было теплее. И снова начав засыпать, я услышал шарканье в квартире и звук, как если бы вели рукой по стене. Это было очень коротко, но очень отчётливо, где-то очень рядом со мной. Я резко сбросил одеяло. Никого. Ничего. Время три ноль два ночи. Очень остро с просонья я ощутил запах старея квартира. Видимо, приснилось, потому что ложился я около десяти вечера. Улёгся, так и не выяснив, что меня напугало, но спать уже не мог. Встал, пошёл на кухню и закурил. Чего я так задёргался, непонятно. Лёг и спал до самого вечера следующего дня. Проснувшись от видеозвонка от начальника, задёргался, хотел не отвечать, потому что он сам звонит чаще только в тех ситуациях, когда ты налажал. Так и было. Наскоро при глади волоса я ответил. Начальник поздоровался и, вопреки моим ожиданиям, что сейчас начнёт отчитывать, первым вопросом было. Ты что, забухал? Здравствуйте, Павел Сергеевич, нет, конечно, вы же знаете, что я не пью. Ты себя видел? Такое впечатление, что ты в запое. Морщины, кожа серая, ты там вообще чем занимаешься? Ты видел, сколько работы накопилось? Какого ты не отвечаешь на запросы клиентов? Павел Сергеевич, искренне удивился я. Я вчера не получал ничего, а до этого ежедневно он не дал мне договорить, прервав меня уже не столько разозлённым, а больше взволнованным голосом. Олег, ты три дня назад должен был приехать в офис. У тебя командировка закончилась уже неделю назад. Павел Сергеевич, я тут только неделю нахожусь с малым, стал я объясняться. Ничего не хочу слышать, резко прервал меня. Сегодня же собирай монатки и на базу. Он говорил ещё что-то, но связь прервалась, и телефон разрядился. Я выругался и стал в сумке искать зарядку. Я ничего не мог понять. Посмотрел на дату на ноуте. Всё правильно, всё совпадало. Десять дней назад я приехал сюда, попутно проверил почту. Три новых запроса с сегодняшнего утра. Никаких проблем. Складывалось впечатление, что шеф меня разыгрывает, но связаться по телефону я с ним не смог, потому что зарядку не нашёл. Не могло быть такого, что я её забыл. Она должна быть где-то тут. Обыскал сумку, карманы, ничего. Стал звонить ему с ноута по вайберу, но ответа не было. Ладно, наверное, и правда прикололся, хотя это на него и не похоже. День прошёл, как обычно. Сегодня запросов почти не было, поэтому времени свободного было много, и я решил выйти, пройтись. Пополнить запасы быстрой и неполезной пищи. Выйдя из квартиры, я заметил, что в общем тамбуре у соседей неплотно закрыта дверь. Я постучал, и тут же, сильно не открывая дверь, выглянула седая старушечья голова, притом это было настолько резко, что я даже отпрянул. Чего тебя прошамкала она? У вас дверь открыта, пояснил я, всё в порядке? Не твоё дело, милок. Немного смягчилась она, но напора не сдала. Замок старый, плохо закрывается, а ты свою квартиру хорошо закрывай, на два замка, эту мало ли что, и вообще, ехал бы ты отсюда. С этими словами бабка спряталась, не став продолжать диалог. Я пожал плечами, подумав, что из того, что можно вынести из той квартиры, в которой я сейчас живу, это разве что мои вещи, которые и так у меня в рюкзаке за спиной. Выйдя в магазин, я удивился, как пусто на улице. Но это и хорошо. Люблю, когда мало людей. Магазин оказался закрыт. Какие-то вандалы разбили витрину и вынесли, что бы там ни было внутри. Город казался полностью вымершим, хоть въезжая в него, я такого не заметил. Всё-таки найдя ларёк с разной всячиной и крайне недружелюбной продавщицей, которая напрочь отказывалась смотреть мне в лицо, и, купив там нечто на перекус, я поплёлся осматривать местные достопримечательности. Ничего такого в городишко не было. Иногда встречались укутанные в одежду прохожие, которые мне казались смазанными тёмными фигурами. Начали надвигаться сумерки, и к вечеру вернулся в квартиру, в которой жил, и уже на лестничной площадке почувствовал вонючий запах стария. Хотя бы вещи мои не провонялись, или на крайняк хотя бы выстирались от этой вони, подумал я. Заходя в квартиру, я заметил, что она оказалась закрытой только на один наоборот ключа. Хотя я чётко помнил, что закрывал её на два замка по два оборота. Помнил и бабульку, которая так посоветовала сделать. Взглянул на её дверь, та была старой пошарканной с двумя небольшими вмятинами, как будто в неё кто-то ломился. Наверное, я этого не заметил, когда с ней беседовал. Наверняка или сын алкаш, или дед пытались вломиться когда-то. Я постучал соседке, никто не открыл. Хотя стучал и ждал очень долго. В отличие от квартиры, тамбур был закрыт адекватно, значит, старуха могла иметь ключи от моей двери и, увидев, что меня нет, могла в поисках чего-то дорогого. Не дождавшись ответа, я вошёл в квартиру и принялся работать. Запросов не прибавилось. Это было как минимум странно. Я проверил интернет-соединение, всё в норме, обновил почту несколько раз, всё хорошо. Значит, не было вопросов никаких. Я засобирался ложиться спать, но что-то мне мешало, почти на физическом уровне, а что я не мог понять. А потом до меня дошло. Ковёр, который проседал в центре комнаты, казался сыроватым, а запах стария стал каким-то другим. Я потрогал ковёр руками. Нет, он был сух, постарался не обращать внимания на запах и улёгся спать. Ночью я опять проснулся, не пойми от чего. Полежал и начал снова дремать, как услышал какой-то звук, как сиплое дыхание или тяжёлый старушучий вздох. Больше ничего. Через полчаса снова уснул. Наутро ковёр и правда был мокрый, но потолок сухой, поэтому вариант затапливания соседями исключался. По ночам звуки становились чаще, громче, ковёр всё мог, пока не отсырело всё углубление. Я стал просыпаться от каждого звука, стал дёрганным, почти все деньги тратил на сигареты. Алкоголь я не пил принципиально, я уже начал понимать, что что-то не так. Соседку я больше не видел. Соседи по лестничной площадке тоже. Город стал пуст, никого на улицах, темнело по осеннему рано, и с наступлением сумерек наступала тревога, стоящая холодным комом в горле. Трясались руки, хотелось бежать, работы не было, но командировка должна была закончиться только через четыре дня. Но со временем я начал ощущать, что что-то как будто тянет меня в эту квартиру. Я подолгу проводил там время, всё сидя на диване, и смотря на ковёр, в центре которого было уже не просто углубление, а огромное пятно. я слышал звуки оттуда. Связи с внешним миром не поддерживал. Интернет пропал, сотовый ещё в момент разговора с шефом разрядился. И тут меня как озарило. В нашем разговоре он сказал возвращаться на базу. Он так никогда не говорил. Ему вообще мало было дела до того, где и кто работает, главное, чтобы работали. Но так говорил мой дед. Деда не было уже лет двенадцать, но именно так он говорил «Где бы ты ни был, возвращайся на базу». И посмеивался при этом. Он военным был, и это у них своего рода пожелание было перед отъездами всякими, чтобы удачно вернуться. Я не знаю, сколько я в этом сраном городе. Я не знаю, как я выгляжу. Нет в квартире ни одного зеркала. Я не помню, когда я ел и курил. Я помню только одно. Звуки по ночам, как если бы старик ходил по дому, и это злосчастное пятно. Сколько я так сижу? Когда я спал? Я не знаю. Именно эта фраза «Возвращайся на базу» вырвала меня из жуткого забытия. Я осмотрелся. Квартира выглядела иначе. Город выглядел иначе. Было похоже, что я попал в хронику Чернобыля, где люди побросали свои вещи и уехали. Разбиты окна, по дому разбросан хлам, ноут в пыли, и только ковер не изменился. Я понял. Надо быстро уезжать. Как только эта мысль мелькнула у меня в голове, комната как будто стала сужаться, темнеть, а вмятина на полу подниматься и чернеть. Из-под ковра собиралось показаться что-то. Я рванул к окну, вокруг дома под окнами стояли люди, но они были только внешне похожи на людей. Была там и продавщица из того ларька. Теперь было видно, что это просто оболочки. Ничего общего с людьми они не имели. Они были как костюмы, сморщенные, осунувшиеся со сползающей кожей. Нечто из-под ковра продолжало подниматься, при этом сам ковер становился частью этого, и темнота уже подступала к моим ногам. Выглядело это как чьи-то волосы, а ковер в них плавно превращался, и все, чего оно касалось, становилось таким же. У людей под окнами из глаз тоже тянулись такие же черные тонкие волосы. Сейчас я слышал тот шарящий и шаркающий звук от того, что было в комнате, и оно как отростками шарило по стенам, по тем местам, где были стерты обои. Это были его следы. На месте, где была верхушка этого дерьма проглядывало что-то похожее на старушечье лицо. Из глазиниц тоже тянулись черные нити, которые двигались как будто в попытках что-то разглядеть. Они были толстыми и как будто склизкими, как рожки, улитки, только их было много, и они искали меня, судя по всему, единственного настоящего человека в этой дыре. Оно не видело меня. Это было ясно, ибо оно реагировало на звуки. Я нашарил что-то на подоконнике и бросил в сторону от двери. Оно отреагировало и метнулось туда, а я сам, стараясь даже не дышать, стал продвигаться к выходу, нашаривая ключи от машины в кармане. Когда я дошёл до двери и взялся за ручку, оно услышало и рвануло ко мне, и я успел выскочить, обратив внимание на дверь соседки. Она была выбита, а там стоял её полупрозрачный силуэт, сочувственно глядя на меня и повторяет только губами, без единого звука. Беги. Но теперь на площадке были люди, которые пытались меня держать, волосы щупальца из их пустых глаз тянулись ко мне. Не помню, как я оказался в машине и рванул с такой скоростью, с которой мог, просто разбрасывая и давя ту массу человекоподобных существ по направлению к выезду. В голове непрерывно звучало дедова «Возвращайся на базу». И я летел. Выехав из города на обочине, я увидел своего деда, который махал мне рукой. Несмотря на высокую скорость, я точно его рассмотрел и услышал «Владядь, внучек». «Олег, Олег, Олег, ты меня слышишь?» Я вдруг оказался снова в той комнате. Ничего странного вокруг не было, только видеозвонок с шефом. «Ты бухаешь там...» Я молчал. Не в состоянии ответить и не в состоянии прийти в себя после того, что казалось мне реальностью. «Олег, если ты забухал, то я тебя уволю, к чёртовой...» Начальник орал и ругался, а я обливался холодным потом. Потом собрал себя в кулак и ответил. «Простите, нет, не пил. Вы же знаете, я не пью. Связь тут не очень». После этих слов шеф смягчился, перестал орать и сказал. «Знаешь, Олег, не надо тебе там быть. Возвращайся на базу, пока ничего там не произошло. Нехорошее это место, раз связи нет. Давай, пока, жду в офисе». Я быстро собрал свои манатки и, боясь выходить на улицу, даже не закрывая дверь квартиры, быстро вышел. Соседская дверь всё так же, как и в моих глюках, была выбита, но там никого не было. Несмотря на это, я заглянул и громко сказал. «Спасибо!» Сел в машину и поехал. По городу было много тёмных фигур людей, которые провожали меня недобрыми взглядами, но я всё сильнее жал на педаль газа и, ускоряясь, покидал эту дыру. Вернувшись домой, как ни странно, я не услышал укоров шефа о недоделанной работе. Более того, он дал мне две недели отпуска, за свой счёт, конечно, но меня и это обрадовало. Пока был в этом импровизированном отгуля, отойдя от событий, которые я видел или нет в том городишке, стал интересоваться, что же там произошло. Нашёл несколько статей к десятилетней давности на тему пропажи людей, а также нашёл коротенькую заметку, что в одной из квартир была похожая слепая бабуля, которую её же молодые родственники, желая завладеть квартирой, убили, рычнили-шнили и залили битумом, а затем цементом в той же квартирке. Вскрылось это всё благодаря её соседке, которая плохо спала ночами и слышала крики и возню. Именно после этого эпизода сначала родственники перестали появляться в этой квартире, сились её продать, ставя цены всё ниже и ниже, а потом город приобрёл статус нехорошего. Полиция, видимо, будучи подкуплена роднёй бабке, перестала заниматься этим вопросом, списав всё на естественные причины смерти бабуля. А тело якобы кремировали, и все предыдущие новости по этому делу работа жёлтой прессы. С тех пор, видимо, и понеслось. Теперь я понимал, что за яма и что за тёмная жижа была во всех жителях города, и почему бабули по соседству так и не оказалось. Наверное, дух обозлённой слепой бабки не стал её трогать до последнего, может, до её естественной смерти, но она была заперта в этом городе из-за ненависти и обиды бабки за то, что никто так и не стал копать глубже, и просто все смирились с тем, что это их не коснулось. Без различия, без участия, хотя весь городишко обсуждал эту новость. Так и стали пропадать люди. Постепенно, то в скверах, то на ночных прогулках, их убивала ненависть бабки, тянущиеся по всему городу тонкими нитями битума, а её сила всё росла и росла с каждым убитым, поглощая весь город. Те, кто не успел уехать, стали её частями, глазами, ушами, её телом, основа которого была всё ещё заперта в том доме под слоем битума и цемента, который начал проседать. Она хотела поглотить всё и всех. В городе не было зверя. Очевидно, оно сбежало раньше, чем люди начали пропадать и умирать. Бабуля вселялась в мёртвую оболочку, создавая тело. Олегу стало и страшно, и жалко. Но он понял, что если его догадки верны, то в город надо вернуться, забрать останки и похоронить на кладбище, как человека. Возможно, это помогло бы избавить город от этого ужаса, хотя жизни не вернуть и можно потерять свою. Долго думая об этом, Олег не мог спать и есть. Он был на грани решения, очень важного, очень страшного. Он думал о том, что сходит с ума. Поехал на кладбище к деду, долго сидел там, разговаривал с ним, размышлял, рассказывал и заснул на вечер того дня, как к убитой. Во сне пришёл дед, такой, каким он помнил его до болезни и бабка из того города. Проснувшись, он не помнил сам сон, но при этом чётко принял решение вернуться в город. С трудом отпросившись у начальника ещё на неделю, собрав строительные инструменты, которыми можно было бы раздолбать пол, он поехал. Найти город было сложно. Навигатор не вёл его туда и пришлось искать, спрашивая людей. Старики качали головой и говорили туда не ехать. Молодёж не знала об этом городе вовсе. При въезде в город Олега трусила мелкая дрожь. Он уже без труда нашёл квартиру и на ватных ногах зашёл туда. Сорвал ковёр и начал долбать пол. Поддалось легко. Буквально четыре удара кирки добили до битума. Тут он начал слышать те жуткие звуки, которые ещё три недели назад вгоняли его в ступор и ужас, но не остановился, продолжив раскапывать импровизированную могилу. Показалась кость, он бережно её достал, затем вторая, третья и так далее. Дыра была неглубокой. Уже порядком взмокнув от страха больше, чем от работы, достал череп почти без зубов. Битум как будто тянулся и не отпускал останки. Пошарив ещё, Олег достал несколько мелких косточек. Как ему показалось, это было всё. Ноги, руки, череп, рёбра, чёрт знает сколько. Пока он копал, то приговаривал, что хочет помочь, что хочет сделать, как должно быть, и периодически крестился, хоть и был атеистом. Пока он это говорил, звуки как будто становились тише, вроде к нему прислушивались. Осторожно сложив останки в пакет, он поехал на кладбище, заведомо выяснив, где оно. Пока он ехал, к нему тянулись люди с чёрными нитями из глаз. Он старался на них не смотреть. Кладбище, конечно, было без сторожа, и было открыто, и сильно заросшее. Долго ходя по нему, он так и не нашёл могилу с той же фамилией, какая была у бабули, поэтому, найдя свободное место, начал копать. Сколько времени было потрачено, неизвестно. Но, выкопав достаточно глубокую яму, Олег осторожно выложил туда останки и, закопав, воткнул наскоро сбитый крест с именем бабки, произнеся что-то типа «покойся с миром» и дал газу из города так быстро, как мог. Уезжая по улице, он уже не видел людей, не видел никого. Город был мёртв и пуст. Никто не пытался остановить его, как в прошлый раз. Это дало надежду на то, что он всё сделал правильно. Хоть и не мог он быть в этом уверен, но он надеялся. На обочине, на выезде, там, где в прошлый раз он увидел дух деда, он увидел сгорбленную старуху с палкой, которая махнула ему клюкой в дорогу, а за ней много ещё народа. Олег перевёл не пропало. Он всё сделал правильно. История пятая 18 августа Я проснулся от странного гула и исходящего неизвестно откуда. Он был довольно громкий. Я прошёлся по всем комнатам своей квартиры, но, естественно, никого и ничего не нашёл. На улице тоже всё было как обычно. Я не мог понять даже примерно откуда он исходит. Во всех комнатах он звучал одинаково громко. Когда я открывал окна, звук также не изменялся. Я подумал, что он вероятно доносится из глубины дома и пошёл спать. На утро я обнаружил, что шкаф в моей комнате был полностью открыт, хотя я не открывал его. Я не смог найти этому объяснение, но постарался забыть об этом и пошёл смотреть разные фильмы на компьютере. Благо, был в отпуске. День прошёл незаметно, и я спокойно пошёл спать. девятнадцатая августа. Я очень сильно перепугался, проснувшись ночью от пронзительного крика из глубины квартиры. Было неясно, кто кричал, мужчина или женщина, но это было просто ужасно. Крик продлился пару секунд и затих. Я сидел в ступоре, боясь пошевелиться, и не знал, что мне делать. Тишина и темнота давили на меня. Чувство страха активно пыталось перейти в панику, но я старался сохранять спокойствие. Так я просидел минут пятнадцать, внимательно слушаясь в тишину. Не услышав больше никаких звуков, я громко сказал, «Тут кто-то есть? Вам нужна помощь?» Я спросил именно так, потому что в этом крике не было ярости, а было только отчаяние. Я подождал ещё полминуты и понял, что вопросы останутся без ответов. После этого я резко встал и включил свет в комнате. Затем остановился и снова прислушался. Прошла ещё пара минут, когда я наконец собрался духом и вышел в коридор, включив там свет. Ничего не обнаружив, я на волне решительности зашёл в другую комнату и щёлкнул выключателем. Никого. посмотрел на балкон, некоторый хлам, который я там храню, переместился со своих привычных мест. С первого взгляда незаметно, но если приглядеться, некоторые вещи явно переставлены. Я зашёл внутрь и всё проверил. Никто нигде не прятался. После этого вышел в коридор и заглянул в ванную и туалет. Всё в порядке. Зашёл на кухню и обнаружил, что один из стульев также повёрнут ко мне сиденьем, а только вчера вечером был задвинут под стол, смотря в противоположную сторону. Я задвинул стул и осмотрел всю кухню. Остальные предметы были вроде на местах. Я ещё раз обошёл всю квартиру и всё осмотрел. Источник Рика мне найти не удалось. Пройдя к себе в комнату, я, не выключая свет, начал играть в видеоигры, даже не пытаясь лечь спать. Я знал, что заснуть сейчас не получится. Пока не наступило утро, я постоянно оборачивался и смотрел по сторонам. Чувство тревоги не покидало меня. Казалось, что сейчас откроется дверь в комнату и войдёт тот, кто кричал в ночной тишине. Примерно к обеду я сильно захотел спать, и, несмотря на всё ещё непроходящий страх, лёг на кровать и уснул. Проснулся я уже вечером. Полежав немного в кровати, думая о том, что бы это могло быть ночью, я снова пошёл проверять всё в квартире. Всё было так, как я это запомнил ночью. В этот раз ничего не сдвинулось. Я решил, что пора бы уже сходить в магазин. Собрался, оделся и хотел было уже выйти, как замок входной двери не поворачивался. Совсем постояв минут десять и поругавшись на китайские фирмы, которые делают эти замки, я пошёл за сумкой с инструментами, решив лично разобраться с этим делом. Я принёс отвертку и попробовал выкрутить болты, на которых держится замок. У меня ничего не вышло. Было такое чувство, будто они намертво были припаяны к замку. Повозившись с болтами ещё минут двадцать, и я понял, что так ничего не выйдет. Со злости я взял молоток и попробовал выбить замок. Безрезультатно. Я сел на пол и отдышался. Посидел минуту, думая, что делать. Куда звонить, кого вызывать, замочного мастера, службу спасения, только если её. Но не хотелось вызывать таких серьёзных людей при такой бытовой проблеме. Решил, что пока попробую сам разобраться. Повозился ещё примерно час с замком и решил, что магазин подождёт до завтра, так как уже наступила ночь. Эта проблема заставила меня забыть о крики и о перемещающихся предметах прошлой ночью. Поэтому я пошёл играть в видеоигры, так как спать пока не хотелось. Двадцатого августа. Ночью я оторвался от видеоигр через пару часов, потому что захотелось в туалет. Посмотрев в сторону двери, ведущей в коридор, я увидел, что она полностью открыта, как и дверь шкафа. Это заставило меня снова испытать чувство страха и вспомнить все события прошлых ночей. Я не видел движения к краям глаза и не слышал вообще ничего. Это произошло слишком незаметно. Я встал и пошёл вдоль стенки, стараясь держаться как можно дальше от шкафа. Когда я проходил мимо него, то увидел, что внутри немного двинулась висящая там одежда. И тут я быстрым движением добрался до выключателя и в комнате стало светло. Закрыв дверь в комнате, я осторожно подошёл к шкафу. Выложив и проверив всю одежду, я убедился, что в нём ничего нет. Почесал голову и закрыл шкаф. После этого открыл дверь комнаты и вышел в коридор. Посмотрев в сторону другой комнаты, я увидел стоящий перед входом в неё стул, который был направлен сиденьем в мою сторону. На этот раз от страха я не остолбенел, а наоборот, побежал в туалет, попутно включив там свет и закрыл за собой дверь. Тут меня посетила гениальная мысль, что я не могу выбраться из квартиры и в случае опасности есть только путь через окно. Но восьмой этаж делает этот вариант не очень примечательным. Все эти мысли только усилили мой страх, а когда я услышал громкий звук удара где-то во второй комнате, тут чуть ли уже не впал в панику. Мне потребовалось время, чтобы успокоиться. Я тяжело дышал и немного тряслись руки. Я не мог сразу себя успокоить, потому что не мог найти логического объяснения тому, что же происходит вокруг. Через некоторое время я все же смог унять свой страх, не допустив, чтобы он перерос в панику или истерику. Осторожно открыв дверь, я увидел, что стул все так же стоит там. У меня больше не было желания проверять, что же издало звук из дальней комнаты. Решив не бежать, сломя голову, так как это может усилить страх, я шагом дошел до своей комнаты и закрыл за собой дверь. Посидев пару минут в полной тишине на кровати с включенным светом, я не нашел объяснения тому, что же здесь творится. Лучшим вариантом из возможных мне показалось провести остаток ночи за видеоиграми, чтобы отвлечься от всего этого и просто дожить до утра. Свет я выключать не стал. Начав коротать время, я постоянно оглядывался на чертов шкаф, ожидая увидеть его открытым, но он, к счастью, все время был закрыт. Где-то через час я уже более-менее успокоился, но тут в коридоре раздался очень неприятный звук. У меня было ощущение, что прямо перед самой дверью в комнату кто-то взял и полостом рухнул на пол с грохотом. После того, как это произошло, я минут десять сидел и неотрывно смотрел на дверь. Стояла полная тишина. Подумав, что теперь я спокойно точно не смогу тут сидеть, я решил, что проверять я все равно не пойду. посмотрев на дверь еще где-то полчаса в тишине, я попробовал продолжить играть. У меня это плохо получалось, так как я оглядывался чуть ли не каждые десять секунд. Но со временем я все-таки смог успокоить себя и наконец увидел первые признаки рассвета за окном. Видя, что уже наступает утро, я обрадовался. Страх почти полностью исчез. Я провел за играми еще несколько часов, после чего начал думать, что же делать с замком. В интернете я наткнулся на объявление об услугах вскрытия и спиливания замков и дверей. Их слоган гласил что-то вроде «Даже если вы сломали замок в бункере, мы сможем его открыть». Недолго думая, я начал звонить туда. Приведу примерный разговор. «Служба вскрытия замков слушаю вас». «Здравствуйте, у меня замок заклинило, я не могу выйти из квартиры, а все шурупы так залипли, что снять его просто нереально. Вы можете помочь?» «Да, мы можем попробовать вскрыть его, в крайнем случае вырежем». «Отлично». «Только у нас сейчас перед вами поступило еще два вызова, так что прямо сейчас приехать не сможем. Вы можете немного подождать?» «Могу, но хотелось бы, конечно, поскорее». «Постараемся как можно быстрее, диктуйте адрес». Сказав им адрес, я остался довольный тем, что скоро смогу наконец выйти отсюда. Затем я пошел проверять квартиру. Открыв дверь комнаты, я увидел, что стул в коридоре стал немного ближе ко мне, чем был ночью. Я осторожно взял его и пошел с ним в комнату. Там все было нормально. Я поставил стул и заглянул на балкон. А там все было просто перевернуто. Я зашел туда и, убедившись, что кроме привычных вещей там больше ничего нет, вышел, ничего не прибирая. После этого я пошел на кухню. Там я увидел, что один из стульев стоял на столе, а сверху на нем была хлебница. поставив все на место, я увидел, что на подоконнике стоят несколько кружек. Я подошел, чтобы их убрать и посмотрел в окно. По дороге туда-сюда ссуновали машины, но прохожих видно не было. Только один человек стоял на траве неподалеку от дома. Он был одет в серые штаны и черную кофту. Он просто стоял на газоне, опустив голову, засунув руки в карманы штанов и не двигался. Я стоял и смотрел на него несколько минут, но он даже не шелохнулся. Ну и черт с ним, подумал я, и пошел убирать стаканы на место. Закончив с этим, я отправился в комнату и начал смотреть разные фильмы. Посмотрев парочку, я стал беспокоиться, что ко мне до сих пор не пришли эти взломщики. Я начал звонить им. В ходе разговора мне сказали, что у них проблемы с одним из клиентов, но они уже заканчивают и где-то через полчаса направятся ко мне. Я иронично ответил, что буду ждать их дома и никуда не уйду. После этого я решил скоротать время за видеоиграми. Я не заметил, как вместо получаса прошло уже два с половиной часа, но никто до сих пор не пришел. Я с недовольством начал звонить туда. Служба вскрытия замков, слушаю. Я вызывал вас уже полдня назад. Вы до сих пор не приехали, перебил я. Сказали, что через полчаса будете, а прошло уже больше двух часов. Извините за неудобство. Конечно, но мы сказали, что через полчаса поедем, а не приедем. К тому же мы уже на месте и хотели сами позвонить вам, потому что мы прямо сейчас звоним и стучим, а нам никто не открывает. Как это так? Я ничего не слышал. Вы куда приехали? Может не в ту дверь стучите? Все как вы говорили. Улица винтовая, 46, квартира. Какая еще винтовая? крикнул я. Я говорил виловая. Вы точно уверены? Конечно, я жду вас уже весь день. Надеюсь, вы режете замки лучше, чем спешите на вызовы. Жду вас, что мне еще остается. Скоро приедем. Бросив трубку, я ударил себя ладонью по лбу и сказал вслух «Мой дебилы». Я прошел на кухню, положил телефон на стол и налил себе воды из крана в стакан. Подошел к окну, посмотрел туда и чуть не выронил стакан, когда увидел того же самого человека на том же самом месте. Стоит, опустив голову и не двигается. Что за фрик? Он что, чем-то накидался опять вслух сказал я сам себе. Я решил немного постоять и посмотреть на него, совсем ли он не двигается или просто так вышло, что он опять стоит там. Я смотрел около минуты и вдруг увидел, что он начал медленно поднимать голову. Подняв голову, он, как мне показалось, стал смотреть прямо на меня. Лицо отсюда я разглядеть не мог, но мне стало не по себе. В этот момент зазвонил телефон, который лежал на столе. Мне пришлось отойти от окна и взять трубку. Алло. Алло. Вы сказали ваш адрес Виловая 46? Да, с большим недовольствием подумал я. В чем на этот раз проблема? Мы не можем найти этот адрес на карте. Может все-таки винтовая? Мы еще не уехали оттуда. В л в я сорок шесть. Что же вам непонятно? То, что дома с адресом Виловая 46 не существует. Пошли вы к черту, закричал я и бросил трубку. После чего сказал слух, позвоню в службу спасения. Подойдя к окну, я посмотрел туда, но улица была пуста. Того парня уже нигде не было. Ну и фиг с ним. Снова про себя сказал я, однако небольшое чувство тревоги все же появилось. Взяв телефон в руки, я открыл список контактов и остолбенел. Я был просто в шоке. Список контактов изменился. Появились новые, незнакомые мне контакты, и теперь почти у каждого стояла картинка, хотя я нигде не ставил ее. А самое главное, что это были не просто обычные картинки или фотографии, а скриншоты из каких-то фильмов ужасов. У контакта гниль стояло фото зеленого мешка, из верхушки которого выглядывало несколько пальцев. У контакта выход было фото кровавленного колочка волос. У контакта с именем Сажу была картинка нарисованного парня, прикрывающего лицо руками так, что выглядывает только один глаз. У некоторых других контактов стояли фото каких-то пятен или следов крови. У контакта Валера было фото зуба. У контакта Игорь кусок черной тряпки. Какой к черту выход? Какая к черту гниль? Какой к черту Валера? Крикнул я в пустоту. А это вообще бред какой-то. Рандомные наборы тупых символов. Кто это все сделал? Это тупой розыгрыш или что? Сам не знаю зачем, но я нажал на контакт выход, чтобы посмотреть информацию о нем. В графе номер были не цифры. Там было написано смерть. Увидев это, я бросил телефон на пол и громко крикнул «Что блин за бред?» Но тут я вспомнил, что надо позвонить службу спасения, чтобы они открыли дверь, поэтому я поднял телефон с пола. Дрожащими руками я набрал нужный номер и стал ждать. Служба спасения. Алло, мой замок на входной двери сломан и теперь я не могу выйти. Я уже целый день пытаюсь его открыть, но ничего не выходит. Я заперт в собственной квартире. Хорошо, скажите ваш адрес. Виловая 46, квартира номер секунду. Оператор перебил меня. После непродолжительной паузы мне ответили. Виловая 46, вы сказали? Да, да, мне нужна помощь. Вы точно уверены? Потому что такого дома нет в нашем городе. Может винтовая? Да нет же! Вы что там смеетесь надо мной? Мне уже задавали этот вопрос, но я вам точно говорю, Виловая 46. Как это нет такого дома, если я прямо сейчас нахожусь там? Я вам говорю, такого дома не существует. Может не 46, а 26? Да нет же! Закричал я. Точно 46 и точно Виловая. Точнее быть не может. Всю свою жизнь знаю этот адрес так же хорошо, как свое имя. Вы что издеваетесь надо мной? Разыгрываете меня? Вас разыгрывают, ответили мне. А по-моему это вы сейчас вызываете службу спасения на адрес которого нет. Да помогите же мне! Существует этот адрес говорю вам! Существует! Хватит надо мной издеваться! Вы что там оборзели что ли все? На том конце бросили трубку раньше, чем я успел договорить. Я не понимал, что происходит со всеми. Я начал в навигационном приложении в своем телефоне пробивать свое местоположение. Когда все загрузилось, то я увидел свою улицу и соседние дома. Но на месте, где должен находиться мой дом, стоял пустырь. Там ничего не было, кроме одинокого значка, что я нахожусь на этом месте. Я начал перезванивать в службу спасения, думая, что это какая-то ошибка. Служба спасения? Алло. Послушайте, произошла ошибка с навигацией. Я вам только что звонил, Виловая 46. Из-за ошибки на карте этот дом не показывается, но на самом деле он там есть. Вы можете приехать к ближайшему дому и увидите дом, в котором я нахожусь. вы все никак не успоко да потому что я запер черт возьми и не могу выбраться. Вы можете приехать к соседнему дому и увидите дом с адресом Виловая 46. Вот адрес соседнего дома. Это вы за кого меня принимаете? Возмущенно ответили мне. Это ошибка с картами, говорю вам. Я не разыгрываю вас. Мне нужна помощь. Я могу сказать вам, что знаете места, как свои пять пальцев. Там никогда не было никакого дома с номером 46. Никогда. Так что не... Да как не было, крикнул я. Я в нем живу. Всю свою жизнь живу. Вы издеваетесь надо мной. Мне нужна помощь. Все хватит. Не занимайте линию. Да вы совсем что ли там обдолбались? Закричал я во всю глотку и на том конце бросили трубку. Твари, уроды, никакой помощи не дождешься от них. От злости я бросил телефон на пол, зашел в свою комнату, сел на кровать и стал думать о том, что вообще сейчас происходит. Спустя минуту я услышал громкий стук во входную дверь. С надеждой, что это те взломщики из замков, я побежал смотреть в глазок. Там я увидел своего соседа, сорокалетнего мужчину в майке и домашних штанах, который стоял очень близко к двери и с выпученными глазами неотрывно смотрел прямо на глазок. «У тебя есть болгарка?» крикнул я ему через дверь. «Замок заклинило! Надо выпилить замок! Эй, Жора, ты слышишь?» Но он стоял не шевелившись и пялился на глазок почти вплотную к двери. А спустя пару секунд на его лице медленно начинала появляться улыбка, которая в конце концов стала максимально большой. «Это ты разыгрываешь меня!» резко крикнул ему я через дверь. «Если не прекратишь, я вызову полицию!» Ты понял меня? Прямо сейчас вызову!» Я крикнул ему еще несколько резких фраз, но он ни разу не шелохнулся. Я стоял, смотрел на него через глазок и кричал все, что в голову взбредет. А он стоял, смотрел и улыбался до ушей. Тут раздался еще один стук, но уже в окно на кухне. Кто-то слегка постучал по стеклу. Я оторвался от глазка и посмотрел на кухню. Там ничего не было. Затем раздался еще один стук по стеклу, но на этот раз в дальней комнате. Я стоял на месте, пытаясь понять, что мне теперь делать, как вдруг созвонил телефон, лежавший в ближайшей комнате на полу. Я подошел и поднял его. Звонил мне контакт, имя которого состояло из дурацкого набора символов, а на весь экран красовалось фото моего унитаза, в котором лежит чья-то голова. Алло, сказал я, ответив на звонок в надежде, что это может быть кто-то из моих знакомых или хоть кто-то, кто сможет мне помочь. В ответ я услышал непонятный шум и помехи. Не бросая трубку, я пошел в туалет, чтобы проверить, что там ничего нет. Алло, вас не слышно, мне нужна помощь, я заперт у себя дома, кричал я в трубку, зайдя в туалет, и ничего в унитазе не обнаружив, я пошел к себе в комнату. Среди помех появился громкий пириск, который так начал бить мне по ушам, что я сразу сбросил звонок. Закрыв дверь в комнату, я сел на кровать. «Что тут творится?» Шепотом сказал я сам себе. Спустя примерно минуту я услышал оглушительный звук разбивающихся стекол из соседней комнаты. «С «С меня хватит!» крикнул я. «Если это ты, Жора, я тебя прибью!» Я пошел в ту комнату, войдя в которую увидел разбитое окно и осколки стекла повсюду, а в середине комнаты стоял с завязанной веревкой зеленый мешок, который по высоте был примерно мне по колено. Я достал свой телефон и открыл контакты. На картинке одного из них я увидел этот же самый мешок, только он был развязан, а из него выглядывало несколько пальцев. Убрав телефон, я внимательно вгляделся в мешок. Моя решительность и злость снова сменились страхом и тревожностью, когда мешок слегка двинулся. Я сделал шаг назад, он снова двинулся, на этот раз завалившись на бок и сдав при этом хрипящий звук. Я побежал в свою комнату и закрыл за собой дверь. Едва ли переводя дыхание, я трясущимися руками стал двигать шкаф к двери. Когда я закончил, то сел на кровать и уставился на шкаф, прислушиваясь к звукам. Сильный сток во входную дверь прервал тишину. Это опять сосед долбится. Хотя, наверное, никакой не сосед, а какая-то фигня, принявшая его внешность. Или что еще более вероятно, я просто сошел с ума. И все это? Мои галлюцинации. Пока я об этом думал, мой телефон завибрировал. Я достал его и посмотрел, что там. А там оказалась какая-то приставучая новость. Одна из тех, что вылезает в строке сообщения от какого-нибудь браузера или другого приложения, которое даже не хочешь читать. Но заголовок этой новости немного подходил под происходящее рядом со мной. Там было написано «Мужчина посчитал грабителя в своем доме галлюцинацией и поэтому решил не защищаться, погибнув от его рук». Я не стал читать о подробностях и просто убрал телефон. Совпадение? Я не знаю. Пока я сидел и думал над этим, из коридора начали доноситься непонятные звуки. Они были очень тихие. Прислушавшись, я смог понять, что это за звуки. Тяжелые, как у больного туберкулезом дыхания. И шаги, очень тихие и медленные шаги. Прошло несколько секунд, и этот кто-то уже проходил мимо моей комнаты дальше по коридору. хрипящее дыхание стало особенно хорошо слышно в этот момент. От него у меня пошли мурашки по всему телу. Я замер и сам старался не дышать и не издавать никаких звуков. Тихие шаги постепенно стали отдаляться. Кто бы это ни был, он прошел мимо. Появилось желание найти что-нибудь для обороны. Я посмотрел по сторонам, но ничего подходящего тут не было. Посмотрел в окно и увидел, что на меня оттуда смотрит какое-то существо, выглядывая, то высовывая только часть головы со стороны дальней комнаты, держась, видимо, где-то на стене дома. Бледная белая кожа, густые черные волосы свисали на лицо, на котором были огромные безумные глаза. Рот был чуть приоткрыт, там виднелись темно-желтые зубы. По его губам было видно, как он дышит, смотря на меня безумным взглядом. Похоже, я нашел того, кто стучал по стеклу. Пронеслось у меня в голове среди десятков панических мыслей, которые кричали, что я в ловушке, и спрашивали, что теперь делать? Я сидел и смотрел на него, а он на меня. Это продолжалось пару минут, после чего его голова медленно исчезла за окном, заглянув назад. Я трясущимися руками вытер бежавшие по щекам слезы и закрыл глаза. Может, это просто страшный сон, прошептал я. Через пару секунд тишины я услышал, как тихие шаги с тяжелым дыханием возвращаются. Вот они, уже совсем рядом с моей дверью в комнату, которой придвинут шкаф. Я старался не шевелиться, но мое тело так тряслось, что я думал, что меня слышно за километр, но тот, кто шел за дверью, похоже, не замечал этого. Он уже почти прошел мою дверь и вот-вот начал бы удаляться, как вдруг зазвонил телефон. Вашу ж мать! Шепотом выругался я и выключил телефон. Шаги за дверью остановились. Было слышно хриплое дыхание. Где-то через полминуты в дверь комнаты последовал удар, от которого шкаф немного пошатнулся, но не сдвинулся. Я стал придерживать его, навалившись всем телом. Произошло еще несколько ударов, на этот раз уже посильнее. После очередного толчка я вместе со шкафом чуть не упал на пол, но успел вовремя восстановить равновесие и снова навалиться на шкаф. В этот момент я услышал сзади какой-то стук. посмотрев назад, продолжая наваливаться на шкаф, я увидел, что это стукнуло окно, открывшись на распашку. Вскоре толчки прекратились, я услышал за дверью постепенно удаляющиеся шаги. Я с облегчением выдохнул, но теперь какие-то звуки раздались уже за моей спиной. Медленно повернув голову, я увидел то самое существо, смотрящее на меня с улицы незадолго до этого. Только теперь оно стояло в комнате рядом с открытым окном. Тоже бледное лицо с выпученными сумасшедшими глазами, приоткрытый рот с желтыми зубами. Вместо одежды на нем висели рваные грязные тряпки. Его тонкие трясущиеся руки были подняты перед собой на уровне груди. Босые тощие ноги также немного потрясывались. Я стоял, смотрел на него, думая о том, как удачно я забаррикадировал шкафом дверь. Это длилось несколько секунд, а потом он или оно просто рвануло в мою сторону, резко побежало, издав громкий выдох. Неестественное дерганное движение, махание трясущимися руками перед собой. От страха я повалил в его сторону шкаф, словно он был сделан из бумаги и начал открывать дверь. Хоть шкаф я и свалил, но дверь все равно не открылась полностью, появился только небольшой проем. Но это все для меня было неважно. Я, как косминог моментально вылетел через эту щель, ободрав себе руку и сильно ударившись плечом. Оказавшись в коридоре, я чуть было не упал, подскользнувшись на луже крови около входа в мою комнату, от которой тянулись следы и пятна на кухню и в другую комнату. Мне на все это было плевать в тот момент. Самое главное, что рядом не было никаких существ, пытающихся меня убить. Я забежал в туалет и запер дверь, благо тут была щеколда. Посмотрев в унитаз, я увидел, что в нем лежит голова. Я захлопнул крышку и сел на нее. Через пару секунд я услышал скрип отодвигаемого шкафа и открытие двери комнаты, после чего очень частое дыхание, прямо как у собаки, приближающиеся ко мне. Затем в дверь забарабанили так, что я чуть не околох сидя тут. Но даже через этот грохот я слышал его громкое частое дыхание, повторявшееся примерно два-три раза в секунду. Сколько это все продлилось, я не знаю. Может, полчаса, может, час. Эта фигня просто стояла там и барабанила по двери, а через какое-то время вдруг перестала, рухнув прямо там, и перестав дышать. В этот момент я тоже ненадолго перестал дышать, прислушиваясь. Вроде все было тихо, я вытер свои щеки полностью мокрые от слез и стал просто ждать. Прошло еще около получаса, все было тихо, и я стал потихоньку успокаиваться, как услышал. Какой-то тихий шепот. Я не мог разобрать слова, они были будто на неизвестном мне языке. Шепот был очень быстрый и неприятный. Он исходил откуда-то совсем рядом. Я смотрелся по сторонам, на пол, потолок, нигде ничего не было. Затем открыл крышку и посмотрел в унитаз. На меня смотрела та самая голова, быстро шевеля губами и издавая этот самый шепот. Смотрела это сильно сказано, потому что на месте глаз красовались кровавые отверстия. Я закрыл крышку и лег на пол рядом с унитазом. Я пролежал около десяти минут, слушая дурацкий шепот перед тем, как на кухне засвистел чайник. Я лежал даже не подняв головы. Он все свистел и свистел и свистел. Пошли все к черту. Я не выйду отсюда. Хоть что делайте и не сдамся. Пробубнил я себе под нос. Спустя минуту чайник перестал свистеть, будто его выключили. Я лежал и пытался заснуть под этот шепот. Он уже не казался страшным, только раздражающим. Не знаю, сколько я так пролежал, но в конце концов мне удалось заснуть. 21 августа. Никогда не думал, что после того, как меня разбудят полицейские, я смогу так радоваться. Они сказали мне, что нашли следы взлома в квартире, а еще, что пропало несколько ценных вещей. Но мне было абсолютно плевать на это все. Никаких голов, никаких страшных существ уже не было. Полицейские показали мне фото предполагаемого грабителя. На нем был мужчина с довольно бледной кожей, в руках которого находился тот самый зеленый пакет. Только из него торчали не пальцы, а провода от электронных приборов. Меня спросили, не пострадал ли я. Я ответил, что только слегка ушибся, когда убегал. Они выслушали мою историю о том, что на меня хотел напасть грабитель, а я заперся в туалете, где меня и нашли. Затем они ушли. Я до сих пор не могу понять, что это, черт возьми, все было. Возможно, что мне в еду подсыпали что-то. То, что я видел, было просто неимоверно ужасно. Я взял свой телефон, увидел, что все мои нормальные контакты на месте. Нет никаких мерзких фото. Выйдя на улицу, я еще никогда так не радовался солнечной погоде. Я решил, что потрачу этот день, чтобы просто походить, погулять по улице, потому что после этого всего я уже не мог оставаться дома. Я позвонил, снял номер в гостинице, думая, что мне теперь потребуется немного времени, чтобы я смог спокойно спать в своей квартире. Весь этот день я провел на свежем воздухе, наслаждаясь хорошей погодой. 22 августа. Проснувшись утром в гостинице, я со страхом проверял, все ли везде в порядке и не сдвинулись ли вещи. Убедившись, что все хорошо, я начал писать этот дневник, чтобы записать во всех подробностях, пока я ничего не забыл. Я потратил на это весь этот день и с небольшой опаской, но все же счастливый, я лег спать. Вот же странный отпуск у меня получается. Ну что, дочитал, спросил молодой полицейский у другого, который был уже почти пожилой. Они стояли в комнате рядом с телом мужчины, неподалеку от которого они нашли дневник. Все стены были исцарапаны разными надписями. Да, ответил ему тот, если верит дневнику, он выбрался и снял номер в гостинице. Верит дневнику, он насмешливо улыбнулся. Тебя не смущает, какой бред там написан? Мы проверили его телефон. Он никому не звонил все эти дни. Вообще. Более того, он сам не отвечал ни на один звонок, как и не реагировал на стуки во входную дверь. Я сразу, как увидел его, понял, как-либо еще. Ты уже встречал такое? Да, ответил молодой полицейский. И, честно сказать, лучше бы не встречал. Они посмотрели на расцарапанные стены. На них были такие надписи, как «Помогите, оно следит за мной. Когда же закончится эта ночь? Не могу спать». «И другие». «Может, ты причину смерти знаешь?» спросил старший из полицейских. «Ага, сердечный приступ, скорее всего. Это уже третий случай на неделю», мрачно ответил ему собеседник, смотря на тело. «Не знаю», сказал полицейский, указав на голову мертвого мужчины, под который едва заметно виднялась кровь. Младший из них после этого перевел взгляд на одну надпись на стене. Там было выцарапано «Не сдамся». Он посмотрел на своего напарника, который внезапно сказал шепотом «Это все равно не спасло». «Что?» спросил он его. «Что ты сказал?» «Ничего», удивленно сказал старший. «Я ничего не говорил». «Шутник», раздраженно ответил ему младший и вышел из комнаты. История шестая Вику выгнали из дома. Прежде, после маминых скандалов, она убегала сама. Но этой весной ей исполнилось восемнадцать, и одним вечером мать в очередном истерическом припадке выставила дочь за дверь. Ночь девушка провела в Бургер Кинге, лихорадочно рассылая сообщения немногочисленным подругам в мессенджерах и соцсетях. К вечеру второго дня откликнулась только Маша. Жила она в микрорайоне «Юность». Вика исходила родной город вдоль и поперек, но те окраинные места всегда избегала. К указанному адресу девушка добиралась из центра два часа. Точка на карте среди многоугольников оказалась двором из двух стоявших углом панельных многоэтажек. Их окружал лабиринт из гаражей, сараев, тусклых фонарей, деревьев, а дальше шла железная дорога и лес. «Не замерзла?» – прохрипела Маша надухом, подкравшись незаметно сзади. «Пошли, что ли, печенье к чаю купим?» Вика промолчала. Зубы стучали после поездки в холодном трамвае и блужданий по мартовской слякоти. Молчала она и в ларьке, и в гулком, словно пещера или оперный зал подъезде, где Маша сунула ей сигарету. Но и в тепле на маленькой захламлённой кухне девушка никак не могла отыскать слов и лишь смотрела на подругу. «Да, давно я тебя не видела». Маша не переставала говорить, даже накрывая на стол. «Слушай, что она думала? Свалишь от мамки навсегда?» Гость и отвернулась. За последний месяц её уволили с трёх работ подряд, и каждый раз не со скандалом, как в фильмах, а со вздохами и ободряющими словами, что она хороший человек, но там чек не выдала, там заказ спутала. Оставалась надежда на бабушку. Когда Вика убегала из дома раньше, то шла на несколько дней к ней, хоть и воротила от нотации постоянно орущего телевизора, но на этот раз старушка сразу же заявила. «Ты, Викуля, уже взрослая и должна сама себя обеспечивать, а не сидеть на шее у мамы». Тогда у девушки вспыхнула ярость, но не столько на родственницу, сколько на холодно-безразличную формальную справедливость. После разговора с бабушкой по телефону, Вика минут десять вспоминала папу и сдерживала слёзы. Вот он бы не бросил, он не обнимал и не слюнявил макушку так, как мама и родня, но и не закатывал бы истерики, а ещё он дарил подарки, но в один день он вышел из дома и пропал. Бабушка, отец, нищета, всё это закружилось в голове Вики. Из ступора она вышла лишь когда Маша щёлкнула перед её носом. «Буду уроки давать», прошептала девушка. «Готовить к ЕГЭ по-русскому». «Так поначалу ты даже на хостел не соберёшь. Можешь пожить у меня, но я сама здесь на птичьих правах. Дед квартиру моей маман перед смертью отписала, она хочет ремонт сделать и сдавать. Я еле уговорила меня опустить, она всё время сюда забегает. Короче, к делу, есть один вариант. На закладки не пойду. И на вебкам тоже. Какие закладки?» Маша расхохоталась. «Нет, мы вызовем Мери Чета, не слышала?» Вика ещё в детстве поняла. Мир серый, а хоть какие-то яркие цвета есть либо в книгах, либо по ту сторону экрана. Так она открыла для себя тамблер, а уже в нём городские легенды. Какое-то время она проводила то ритуалы по вызову Дарума-сан или гостей, то спиритические сеансы. Потом же начались выпускные экзамены, а с ними пришло осознание, что всё необычное в мире лишь игра нашего разума. Про Мери Чета Вика прочла на каком-то анонимном форуме и даже пыталась со знакомыми безуспешно его вызвать. Согласно инструкции, требовалось включить любой старый телевизор между полуночью и тремя часами в темноте, повесить напротив экрана зеркало, переключить канал на какой-нибудь белый шум и ждать. В зеркале бы вместо помех отразился силуэт человека, который мог бы дать ответы на любые вопросы. Мери Чет не пришёл к вам, потому что вы всё сделали неверно. Но если бы и всё приготовили как полагается, то вряд ли бы вышло. Короче, Мери Чет не отвечает на вопросы, а предлагает сыграть в игру. Ставки высоки, но и награда вполне осязаема. Хрустящие бумажки. Карточку нечисть пока не освоила. Ну так что, согласна? На весну с чётом лица Маша играла улыбка, словно она предлагала, как на сходках залезть на крышу или погнать в даль на электричках. У Вики промелькнула мысль, что её подруга сошла с ума. Но единственной альтернативой оставалась ночь в кафе, и студентка прошептала «Да». Единственная комната оказалась лабиринтом из старых вещей. Пахло нафталином, лекарствами и коврами. Машин дедушка был редкостным крохобором, и даже после его смерти семья не решалась выкинуть ненужный скарб. В центре стоял советский телевизор на небольшом столике. Маша начертила около него окружность на линолеуме, а затем плотно задёрнула шторы и погасила свет. Вот и весь ритуал. Так, тебе надо снять крестики и отнести на кухню. Но мне его ставил папа. Иначе не выйдет. Так, запомни ещё несколько правил. Не вслушивайся в радио, раз, не обращай внимания на стены и ни в коем случае не касайся, их это два. Не бери суперприз, это три. Я буду держать тебя за руку. Если меречат предложить тебе ставки, а я сожму один раз, то соглашайся на первую. Если же два, то на вторую. Когда я царапну ногтем, то закрой глаза и не открывай, пока снова не царапну. Будем уходить, не смотри назад. Они вернулись в коридор. Маша провела возле порога линию, выключила свет в прихожей и на кухне, опустила жалюзи. Сразу же исчезли все звуки. Только шипела рябь. А потом зазвучала быстрая музыка. Маша толкнула дверь. Вместо ряби телевизор показывал быстро меняющийся фрактальный узор. От него у Вики закружилась голова. Через несколько минут орнаменты сменились чернотой. Лишь в центре экрана корчилась фигурка. Камера приближалась уродец с головой старика и телом трехлетнего мальчика заходился в судорожной лихорадочной пляске. Через несколько секунд экран полностью занимала его серое, как старая пленка, морщинистое лицо с белыми глазами и тонкими губами. Музыка ускорялась. Все громче, звенели тарелки, что-то лязгало, а потом все стихло. Камера медленно плыла вокруг массивного стола с пустыми стульями, приближая крупным планом то книги, то листы бумаг с бессмысленными словами, то треснутые старомодные очки. Вокруг мебели пустота, словно она парила в темноте. На экране появилась надпись с желтыми буквами. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас на игре. Правило 5 вопросов 60 секунд на размышления. Одно право на ошибку в любом вопросе, кроме пятого. Вы можете прервать игру до четвертого вопроса, если еще не сделали ставку. Принимать подсказки прошлых участников игр запрещено. Вы согласны, Виктория? Да, тихо произнесла Вика. Текст растворился, и тут же возник еще один. Вопрос номер один. От тех, кто не нашел дороги. Ставка, все содержимое кошелька или ваши волосы? Маша сдавила запястье дважды. Волосы произнесла Вика, хотя ей было и жалко с ними расставаться, они доходили у нее до пояса. «Закончится четверостишья. Кто скачет, кто мчится под хладной мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой». К отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик, громко крикнула Вика. Ответ верный. Телевизор оставался единственным источником света в комнате, Вика огляделась. На стенах возникли тени, одни передвигались, другие замерли, а одна сбоку от девушек заходилась в танцы, как тот карлик. Вопрос номер два. От тех, кого забыли. Ставка воспоминаний из детства или литр крови? Маша сжала руку один раз. Один военный, другой же крепкий хозяйственник. Но вышло так, что они поручились в дипломатической сфере. Теперь вы о них читаете. Кто это? Вика перебирала в голове одного персонажа книги за другим. На ум ничего не шло. В левом углу экрана возникли нарисованные песочные часы. Как только струйка песка иссякла, экран заполнили красные буквы. Ваше время вышло. Право на ошибку сгорает. Детское воспоминание уходит нам. Зазвучала быстрая музыка, закружились тени. Вика почувствовала, что пол начал теплять, словно он подогревался, как в бане или в ванной. За считанные секунды в комнате стало жарко. Голова наполнилась тяжестью, пальцы онемели, живот скрутило. Вика схватилась за Машу, та не выпускала запястье, обняла ее. Вопрос номер три. От тех, что знают. Ставка. Ваш глаз или пять лет жизни? Одно рукопожатие. Глаз, прошептала Вика. Расстояние между Тверью и Питером по трассе составляет пятьсот двадцать восемь километров. Как Виктория Лосунская в шестнадцать лет смогла преодолеть их на автомобиле? Я украла деньги у бабушки, но я не хотела. Артем сказал, что он работает. Мы хотели повеселиться, а потом бы я вернула, но он меня бросил, кричала Вика в экран, во рту пересохла. Ответ верный. Надпись растворилась и появилась следующая. Рекламная пауза. На экране появился неизвестный город. Среди гигантских прозрачных параллелепипедов шагали стройные колонны людей в серой одежде. В небесах перемещались причудливые геометрические конструкции. Вика даже захотела подойти ближе, но Маша впилась в нее ногтем. Только Вика закрыла глаза, как услышала голос бабушки, а он звучал из угла комнаты, где стояла радиола. Виктория такой гнилый человек, хрипела старушка сквозь помехи. Пол стал горячим, как камни пляжа. В летний день из телевизора доносились то речи на неведомом языке, то музыка, то шипение. Так продолжалось несколько минут, а потом Маша царапнула ногтем. На экране снова плясал серый карлик. На его лице виднелась кровь, а потом телевизор показал стол. Вопрос номер четыре от Меричета. Ставка ваше тело или жизнь близкого вам человека? Мое тело, ответила Вика, хотя Маша сжала руку дважды. Мать Виктории Лосунской, Надежда Лосунская, боится трех братьев. Первый всегда обещает прийти, второго уже не найти, и лишь третий всегда с ней. Что это за братья? От кого бы из них хотели получить вопрос? Три брата, один все время с ней. Студентка лихорадочно перебирала в памяти олицетворение. Три брата, три измерения, три грации, или же время. Прошлое, настоящее и будущее. Вика набрала в легкий, горячий, пыльный воздух и крикнула, я выбираю прошлое. Ответ верный. Экран моргнул. Теперь телевизор показывал абсолютно пустое помещение, серые бетонные стены, свет от ламп, затем камера выхватила крупным планом лицо, лицо отца. Он постарел, но Вика узнала сразу, и зеленые глаза, и эту слабую улыбку. Камера отъехала, девушка увидела, что отец лежит на каталке, его грудь в белом халате колыхалась. Он спал, а рядом метров в двух дергались связанные люди. Женщина средних лет, забулдыжного вида мужичок, благообразный, как профессор преображенский старик. Заметив камеру, они стали кричать, но ни один звук не донесся сквозь экран, а на заднем плане появился мужчина с искореженным лицом, кустистой бородой и пустыми глазами. В руках он сжимал скарпель. Вопрос номер пять. От тех, кто наблюдают, ставка ваше тело. Кому вы сохраните жизнь? Только вашему отцу или сразу же трем людям? Екатерине Ломаткиной, Юрию Николаеву и Иннокентию Грязнову. Любой ответ выигрышный. Отказ считается проигрышем. Я выбираю... Я выбираю отца. Папа, папа, ты меня слышишь? Запястье кольнуло ногтем, но Вика продолжала смотреть, как бородатый мужчина погружает скальпель старику в горло. Брызнула кровь, и тогда студентка закрыла глаза. В комнате раздались шаги, что-то заскрипело, зазвучал звон стекла, запахло жженой, пластмассой. Маша схватила подругу и потащила, так кричала, пол сжег, стопни. Грязный, холодный линолем коридор оказался райской прохладной поляной после обжигающего пола комнаты. Гостья хотелось бежать в слякотную ночь марта, лишь бы оказаться подальше от телевизора, теней и хрипящей радиолы, но сил не осталось. Вика лежала и смотрела на Машу, бледную, со струйкой крови под носом. Когда зрелка часов на кухне прошла четверть круга, то Маша поднялась, посмотрела на подругу и захохотала. У нас получилось, у нас получилось сто тысяч рублей, половина моя уж не обессудь, я тоже рисковала, у тебя они глаз только бы забрали, а у меня если бы узнали про подсказки, даже не знаю. Вика взяла купюры, Маша зашла в ванную, раздался шум воды, вскоре она вышла и помогла умыться гости. Холодная вода привела студентку в чувства, до кухни девушка дошла сама. Не бойся, они ушли, но в комнату лучше не заходить до утра. Почему я? Так я только для этого нужна была. Тебе деньги требовались срочно, когда у человека все хорошо, то он хочет много. Тут один додик хотел раку своей бабки вызвать, чтобы квартиру отжать. Я его слила на четвертом вопросе. А меня слила бы тебя? Маша засмеялась. Викусь, ну ты чего, я бы тебя им не отдал, поверь. Ах да, они будут некоторое время следить за тобой и предлагать суперигру? Не соглашайся, пожалуйста, и они отстанут. Там был мой отец, там папа, там... Или это не он? Ты говорила, что он пропал? Может и он, но вряд ли. Я там и умерших видела, и двойников людей, и ныне живущих. Только не вздумай искать то место, что показывали, и вообще что-то искать. Вика, слушай, именно в игре Меричета такого никогда прежде не случалось. На пятом вопросе Меричет сам появлялся. Тот карлик, что плясал. Он задавал какой-нибудь вопрос из прошлого твоих родственников или что-нибудь философское. А тут такое, Вика. Ну что ты? Если хочешь, то пошли куда-нибудь прочь. Теперь у нас есть деньги. Откуда этот? Ну этот Меричет. Маша рассказала о Меричете, словно тот являлся ее дальним родственником. С карликом ее познакомил дед. Вначале они смотрели, как играют другие. Старик приучал внучку не бояться пляшущего незадолго до своей смерти дед сообщил, что приносил карлику в жертву мелких животных. Но в один момент Плесун отказался их принимать и предложил приводить зрителей на игру. При этом вызвать его могли лишь члены Машкиной семьи, на остальных он вообще не реагировал. Описание ритуала в интернете девушка назвала вброшенной кем-то дезинфой. Дед понял, что Меричет как-то слышит звуки в комнате, но абсолютно слеп. И так он научил внучку секрету подсказок. Машин дед, физик и уфолог любитель, не рассказывал о том, как столкнулся с Меричетом. Но он вел записи, начиная с первой трансляции, как настоящий ученый, гордо заявила Маша. А кто такой Меричет? Дед считал его просто иной формой жизни, не пришельцами, а неким разумным видом, живущим под землей. Бабка же считала его нечистой силой. Ну, а я и тем, и другим. Маша замолчала. Вдруг завибрировал телефон. Суперигра. Приз слава, о которой мечтаете. Вика вздохнула и удалила СМС. Ночь кончалась. Сначала Вика жила в хостеле, а потом нашла комнату. Но возвращаться домой студентка не хотела. Мать бы закатила долгую истерику, требуя у дочери прощения или же принялась за допрос пристрастием. Девушка смогла найти работу и даже одолеть сессию, пусть и с одной пересдачей на осень. К середине лета Вика позволила себе передохнуть. Она решила отыскать Машу и поблагодарить, но в социальных сетях девушка не выходила на связь уже больше двух месяцев. Общие знакомые разводили руками, и никто не открыл студентке дверь в том огромном доме хотел отправиться на поиски подруги, надеясь на то, что она приведет ее к отцу, но страх за свою жизнь остановил ее. А вскоре перестали приходить СМС и нити, ведущая к той загадочной ночи и пляшущему карлику оборвалась окончательно. История седьмая «Ты как, сынок? Я сегодня задержусь. Позвони тете Тане, чтоб с тобой посидела». Из сотового телефона тараторила мама. «Мамуль, все хорошо, не надо тете Таню. Ко мне друг пришел, мы сами справимся, не маленькие уже», ответил Данька, и не дав маме договорить, бросил телефон на тумбочку. «Ну что, рассказывай, и что дальше было?» Увлеченный рассказом друга сказал мальчишка. «Ну а что было? Когда этот мужик побежал за Тёмой, Тёма споткнулся о камень и растянулся прямо в лужа. Прикинь, прямо в физиономии. Мужик его за шиворот поднимает, а Тёма грязью плюется». Мальчишки закатились смехом. «Так и что, он его к пахану отвел?» «Да не, мужик тоже рассмеялся и прогнал нас с той заброшки». «Да ты бы Тёму видел, весь мокрый, грязный, может и в моче от страха. Не разобрать было. Труханули мы не по-детски». Продолжал товарищ развлекать Даню. «Алло, ну ма, да, всё нормально, поем я, и товарища накормлю, и я тебя». «От матушки не продохнуть». Даня бросил телефон на диван. «Есть хочешь, там мама на котлет нажарила». Не дожидаясь ответа от товарища, Даня пошёл на кухню. «Да не, я не хочу, телек посмотрю пока», ответил товарищ и взял пульт. Котлеты не хотелось, и мальчишка, набрав карманы барбарисок, вернулся в комнату. «Будешь?» Даня протянул другу горсть конфет. «Не, неохота». Игорь уставился в телевизор. Даня задумчиво посмотрел на товарища. Странный он какой-то. По телевизору шла какая-то тупая передача. «Эй, да что с тобой, смотришь всякую фигню», крикнул Даня и нажал кнопку выключения на телевизоре. Игорь посмотрел на друга таким взглядом, словно сейчас кинется на него и разорвет. Он сжал пульт так, что слышно было треск ломающейся пластмассы. «Что за фигня с тобой происходит?» спросил Даня, аккуратно забирая пульт из рук Игоря. «Сломаешь же, ну, меня потом мамка сломает». Он положил пульт на тумбочку и спросил. «Так вы там призраков видели? Или так, впустую слазили?» «Призраков? Не-е-е, нифига, там не видели. Крысы только довонь». «Блин, пофиг, что призраков нет, все равно круто. Жаль, я с вами не пошел», с грустью сказал Даня. «А пошли сейчас, там сторожа нет, главное, опять на прохожих не нарваться», сказал Игорь, доставая из кармана фонарик. «Не знаю даже, тетя Таня услышит, она же напротив живет, мама ей по-любому наказала за мной приглядывать. Влетит потом», почесывая затылок, ответил товарищ. «А ты скажи, что меня проводишь и домой, да скажи, что до первого этажа. Не сытый, там знаешь, как круто. Если на крышу подняться, то весь город как на ладони», уговаривал Игорь. Даня задумался. «Идея неплохая, обмануть вредную соседку можно, конечно, и в заброшку он давно мечтал залезть. Но не в десять вечера, хотя бы, когда не так темно, да и с Игорьком что-то не то, странно себя ведет. А мамка узнает. Всыплет же, и так одни тройки за год. Ну а с другой стороны, четырнадцати лет уже, не маленькие, чтоб бояться. Что делать, что делать? Он закинул в рот очередную конфету. Конфета показалась какой-то странной. С привкусом земли. Он выплюнул ее прямо на пол. Игорь стоял и смотрел на него. На минуту показалось, что он даже не моргает. Даня уже готов был согласиться, но тут позвонила мама. «Сынок, ты дома?» Как-то взволнованно спросила она. «А где мне быть? Дома, конечно. Мам, да я спать ложусь. Да, друг ушел. Да, я один. Запер, конечно». Даня сунул сотку в карман шорт. Странная она какая-то. Говорит, сейчас приедет. «Давай, Игорек, наверное, завтра сходим. Пошли, провожу, а то сейчас мамка явится и обоим влетит». Игорь не успокаивается. «Пошли, посмотрим, покажу кое-что. Ты должен пойти». Он подошел к Дане и взял его за плечо. Даник почувствовал холод. Рука у друга была ледяная и очень сильная. Он сжал его плечо так, что Даня вскрикнул. «Ты ненормальный? Вали домой. Как в себя придешь, поговорим». Но товарищ не намерен был сдаваться. Он прямо напирал на Даню и толкал его в прихожую. Даня переступал ногами, мелкими шагами ощупывая порог. Пытался вырваться или повернуться задом. Идти было совсем неудобно, но вырваться из схватки товарища не получалось. Он держал его за плечо с такой силой, что Дане показалось, что пальцы друга были не на плече, а уже внутри плеча. Боль отдавала в руку. «Идем, идем. Дай кроссы обуть. Босиком идти, что ли?» Игорь отпустил друга. Даня достал из кармана телефон, но товарищ выхватил его и через секунду телефон уже летел в стену. Коленки затряслись. По спине и по вискам побежал пот. Эй, такое чувство, что его окатили холодной водой. Теперь он точно уверен, что с его другом что-то не так. Он открыл входной дверь и пропустил друга первым. Игорь вышел из квартиры и Даня успел захлопать. Закрылся на два замка. Он прислонился спиной к двери. Боль пульсировала в плече, отдавала неприятным нытьем по всей руке до самых кончиков пальцев. Удар в дверь. Даня подпрыгнул, сердце колотилось где-то в ногах и животе и даже, как бы смешно не звучало, в пятках. Удары повторялись. «Пацан, ты что так стучишь?» В подъезде раздался голос Титании. «А ну сейчас как постучу!» «Это уже сосед дядя Саша!» «Его лучше не злеить!» прислушиваясь, думал Даник. Он посмотрел в глазок. Игорь медленно и молча удалялся от его двери к лестнице. Тетя Таня так и стояла в дверях своей квартиры. Соседа дяди Сашу он не видел, но его голос провожал Игоря ругательствами. В дверь снова постучали. «Данька, открывай! У тебя всё нормально там?» спросила соседка. «Всё хорошо! Сейчас мама приедет!» ответил мальчик и отошёл от двери. Он сел на диван и думал, вспоминал, пытаясь понять, что же такое с его товарищем. Как услышал, что дверь открывается, он замер. «Сынок, ты дома?» «Данилка, ты где?» Это была расстроенная мама. Она подошла к нему и крепко обняла. Даня ожидал от мамы всё, что угодно. То, что уволили с работы, что у неё украли деньги, да даже то, что конец света наступил. Но то, что он услышал, это показалось ему страшнее, чем нашествие зомби. Игорь разбился. Днём ещё упал с крыши двенадцатого этажа. «За брошки!» Она схватила сына за плечи. Боль пронзила плечо, но Даня вытерпел и не подал вида. «Ты дома был?» «Сынок, скажи мне правду, ты же не ходил туда?» «Нет, мам, ты что?» «Я там не был ни разу. Да хоть и ты Таня спроси, без её внимания в подъезде даже муха не пролетит. На каждый звук выходит. Я весь день дома просидел». Боль в плече не давала дышать. Мысли путались. Днём? Как днём? Кто же тогда приходил к нему вечером? Но он решил пока об этом никому не говорить. Да и маму расстраивать не хотелось. Мама выпила успокоительного и вроде успокоилась. Ушла спать. А у Дани уснуть не получалось. Перед глазами стоял Игорь. Только под утро немного поспал. Его разбудила хлопнувшая дверь. Мама уходила на работу. Она никогда его не будила, а закрывала дверь своим ключом. Обычно потом звонила. Звонила она часто. Полежав ещё немного, Даня встал и пошёл на кухню. На столе записка. «Сынок, поешь борщ и убери в холодильник. Пропылесось. И очень прошу, береги себя». За разбитый телефон ему не влетело. Не до этого тогда было. Даня одел шорты и включил компьютер. Зашёл в ВК. Двадцать сообщений от Тёмы. «Ну нифига себе!» Сказал вслух мальчик. «Ты почему отключён? Ответь мне. Позвони. Даня, ты где пропал? Ты живой?» Ну и всё в этом плане. «Тёма, всё норм. Я живой. Ты как?» Тут же ответ. «Надо встретиться. Я сейчас приду». «Окей». Написал Даня, а сам задумался. А если с Тёмой что-то не так? Но поговорить надо. Только он может знать о том, как Игорь мог прийти к нему вечером. Через полчаса стук в дверь. Даня подошёл и посмотрел в глазок. Тёма стоял, но какой-то встревоженный. По сторонам оглядывается. Открылась дверь напротив. Тётя Таня вышла на разведку. Но в этот раз Даня был рад её присутствию. Он взял свои ключи и открыл дверь. «А мать разрешила гостей принимать? Вот я и расскажу. И про вчерашнего гостя тоже. В заброшку, наверное, собрались? Ты, Данька, мать береги, не расстраивай», причитала соседка. «Всё хорошо. Не расстраиваю». Он схватил Тёму за рука в ветровке и затащил в квартиру. Дверь запер на два замка. «Что у вас тут происходит? Что за гость?» спросил Тёма. «Это ты мне расскажи, что в заброшке было?» злобно спросил Даня. «А я почём знаю? Я у тебя хотел узнать. Вчера Игорь приходил, в заброшку звал. Но меня отец наказал. Я вечером только узнал, что Игорька-то нашли там мёртвого. И отец сказал, что он днём разбился. Днём нашли ещё. Прикинь, я вообще не знал, что он туда один пошёл. Я тебе звонить, а ты выключен. Я в ВК писал. Всё, больше ничего не знаю», закончил Тёма. «Какая-то фигня творится. Он ко мне вечером приходил, звал в заброшку». Даня оголил плечо. «Нихрена себе!» вскрикнул Тёма. На плече Дани был огромный синяк. «Это Игорь меня. Он в плечо вцепился, а рука ледяная. Жесть! А как такое может быть? И нафига он один в заброшку пошёл? И как он вечером приходил?» Друзья задумались. В дверь постучали. Мальчишки вздрогнули и замерли. Но потом на цыпочках подошли к двери. Даня посмотрел в глазок. Там стоял. «Игорь!» Слёзы покатились из глаз. Он отпрянул и показал жестом на глазок. Тёма посмотрел и рванул в комнату. Даня за ним. «Что делать будем?» спросил Тёма. «Пусть стучит. Тётя Таня прогонит». И он не ошибся. Через минуты две они услышали голос соседки. «Что стучишь? Раз не открывают, так не ждут, значит, или дома нет никого?» Тётя Таня удачно забросила им спасательный круг. Через минут пять в подъезде было уже тихо. Их мёртвый друг ушёл. «Тёма, но мы же не сможем прятаться так постоянно. Надо что-то делать. Может, взрослым рассказать?» «Ага, расскажи. Нас в психушку закроют». «Мама, а к нам приходит Игорь. Но вы не переживайте, что он мёртвый приходит. Так ты себе это представляешь?» – спросил Тёма. «Но тётя Таня его видела. Она подтвердит. Пошли к ней сходим», – сказал Даню. «А ты прав. Пошли». Ребята подошли к двери. Прислушались. За дверью никого не было. Даня быстро открыл дверь, и только он хотел шагнуть через порог, как замер. Перед ним стоял Игорь. Даня потянул дверь на себя, но мёртвый товарищ оказался сильнее, а он толкнул Даню в квартиру и закрыл дверь. Тёма стоял бледно и не мог сдвинуться с места. «Ну что, идём в заброшку? Я вам кое-что покажу. Там много интересного», – сказал Игорь. Даня попятился назад, а он остановился, когда больным плечом врезался в Тёму. «Игорь, ты мёртвый?» – спросил Даня. «Глупый вопрос. Конечно, он мёртвый. Зачем он спросил? Ну что делать, что говорить, мальчик просто не знал. Пожалеете, я вам кое-что покажу», – повторял Игорь. «Там много интересного». Игорь подошёл и схватил Даню за плечо. Боль обожгла так, что терпеть он уже не мог, и он заорал. Перед глазами потемнело, и он отключился. «Даня, ты живой?» – услышал он голос Игоря. Друг схватил его за плечо. Даня заорал и открыл глаза. Он лежал в луже, на улице, возле заброшенного здания. Он осмотрелся. Тёма с Игорем пытались поднять его. «Вот придурок, как мешок в лужу плюхнулся. Ты что, башкой ударился? Отрубился блиндажа. Мы тебя минут десять тормашим уже». Плечо болело. Даня заглянул под одежду. Огромный синяк красовался на его теле. «Да это ты об камень, наверное, звезданулся». «Ну что, поход отменяется?» – спросил Тёма. Даня кое-как встал, держась за товарищей. «Ну её нафиг, эту заброшку». История восьмая В ту ночь Оксане плохо спалось. Она металась по кровати на грани дрема и бодрствования, то откидывая тяжелое одеяло, то закутываясь в него с головой, как в кокон. В конце концов, она открыла налитые свинцом веки и сконцентрировала взгляд на силуэте окна. За стеклом только начинала светлеть линия горизонта. Спать ей оставалось около трёх часов, но бессонница решила диктовать свои правила в ту ночь. Внезапно Оксана почувствовала, как по её руке что-то ползёт. Она повернула голову и замерла. На предплечье извивался длинный земляной червяк. Женщина испуганно вскрикнула и резко дёрнула рукой, сбрасывая мерзкое существо. Червь отлетел в сторону и затерялся где-то в складках постельного белья. Оксана мгновенно вскочила с кровати, включила свет и опасливо начала перебирать одеяло, пытаясь отыскать неприятного гостя. Откуда на ней взялось это склизкое создание? Только если упала с потолка. Но женщина и подумать не могла, чтобы в её роскошной квартире, где каждую неделю наводила чистоту клининговая компания, появился червяк. Наконец она обнаружила трепыхающиеся розовые тельцы, отчаянно пытающиеся найти выход из смятой простыни. «Какая гадость!» Оксану передёрнула от одной мысли, что это существо ползало по её коже. Женщина сходила в ванную за полотенцем. Морщась от отвращения, она убрала червяка и выбросила его вместе с полотенцем в мусорку. Конечно же, после такого потрясения заснуть она не смогла, только приняла душ и решила поехать на работу пораньше. День прошёл скучно и однообразно. Оксана ругала своих сотрудников, которые бессовестно задерживали все сроки. Чуть не уволила молодую секретаршу из-за того, что она пролила в коридоре кофе, предназначавшийся как раз Оксане. Ещё и в обед позвонил бывший муж, в очередной раз желающий пригласить её в ресторан, чтобы поговорить о развалившемся браке. Женщина раздражённо бросила трубку, чувствуя, как её начинает нервировать всё вокруг. Вечером, совершенно измотанная, она без сил упала в кровать, даже позабыв сменить постельное бельё. У бессонницы не было ни единого шанса в этот раз. Но ночью Оксана резко распахнула глаза, ощутив, как что-то холодное и склизкое ползает по её телу. Она закричала и принялась стягивать с себя ночную рубашку, практически разрывая ткань. На её груди копошились десятки дождевых червей, спутавшихся в единый клубок. Женщина практически перешла на ультразвук. В своём вопле слёзы брызнули из её глаз. Она в ужасе смахнула извивающийся комок и сразу же бросилась в ванную. Оксана долго стояла под струями горячей воды. Она мылась трижды, каждый раз, растирая кожу на груди мочалкой до красноты, но никак не могла избавиться от противного ощущения, оставшегося после скользких червей. Она могла понять, если бы в квартире появился один червяк, но когда прямо на неё откуда-то упала или приползла целая куча омерзительных грязных существ, то женщина хотела рвать и метать. К кровати она так и не смогла подойти. Оксана половину оставшейся ночи просидела в гостиной, переключая каналы по телевизору и ожидая наступления утра. Зато стоило солнцу появиться из-за домов, как женщина принялась терзать клининговую компанию, которая уже много лет осуществляла уборку её квартиры. Испуганный администратор робко пытался вставить хоть одно слово в безудержный поток ярости, который почти полчаса изливала Оксана на его голову. Она грозила судами, адвокатами и юристами. В конечном итоге фирма согласилась прислать через час бригаду работников, которые должны были обработать всю квартиру до последнего сантиметра, выстирать бельё и найти место, откуда лезли проклятые червяки. Оксана, довольная результатами, оставила им ключи и гордо уехала на работу. По возвращении, квартира не просто блестела. Она была настолько чистой, что в отполированной мебели можно было увидеть собственное отражение. Компания, однако, сообщила, что никаких червей не обнаружила ни на кровати, ни в иных уголках помещения. Оксане даже показалось, что начальник бригады посмотрел на неё как на сумасшедшую, пока она пыталась его уверить в том, что червяки действительно были. Кажется, ей так и не поверили. Всю ночь женщина видела бессвязные кошмары, которые и вынудили её проснуться. Она выпила воды, немного поворочилась и почесала ногу, которая почему-то жутко зудела. Но пальцы неожиданно наткнулись на что-то мягкое и мокрое. Оксана щёлкнула выключателем. Лампа на тумбочке загорелась неярким тёплым светом. И тут женщина закричала так, как не кричала никогда. Все её ноги, руки, живот и грудь были покрыты воспалёнными, гниющими дырами, из которых выползали жирные земляные черви. Множество этих тварей оказалось рядом на кровати. Они сплетались друг с другом, слепо тыкались в складки одеяла и расползались в разные стороны. Оксана не помнила сама, как её пальцы набирали номер скорой помощи. Она дрожала всем телом. Черви спокойно вползали обратно в норы, прорытые прямо в живой плоти. Женщина визжала в трубку, одновременно заливаясь слезами. Её долго не могли понять, но через десять минут всё же прибыла бригада медиков. Оксана распахнула им дверь совершенно голая. Она порвала на себе ночную рубашку. Врач, окинув бледное тело внимательным взглядом, опасливо посмотрел на взбудораженную пациентку. Её кожа была совершенно чиста. Никаких рытвен, червей и гниющих дыр. Всё, что могли сделать медики, это вколоть дозу успокоительного и посоветовать обратиться к психиатру в ближайшее время. Оксана, неверюще осматривающая своё тело, на котором ещё буквально минуту назад были ужасные раны, даже не успела нагрубить врачам, которые фактически приняли её за сумасшедшую. Да как они вообще посмели такое сказать? В кровати червей больше не было. Они словно в одно мгновение куда-то испарились, не оставив следов. Женщина почувствовала, как её одолевает паника. Что это было? Куда всё исчезло? Но ощущения казались такими реальными. Это никак не могло быть кошмаром наяву. Спать она больше не могла, да и не очень хотела, опасаясь, что ещё раз проснётся, окружённая червями. Утром она первым делом позвонила старой матери, которая с сомнением восприняла весь этот рассказ. Но дочь она любила, хоть та и была неблагодарной и сбалованной дурочкой, поэтому посоветовала ей съездить к знакомой бабке ведунья. Оксана не верила в магию, проклятия и знахарок, которые исцеляли прикосновениями. Однако во всех клиниках, которые она обзвонила после матери, только разводили руками и бормотали о нарушениях сна. Поэтому женщине ничего не оставалось, кроме как сесть в машину и отправиться в соседнюю область. Она надеялась, что долгая дорога её хотя бы отвлечёт. Ведунья жила на краю небольшого села, затерявшегося на бесконечных равнинах. Дом её был сложен из старых брёвен, а вся крыша поросла травой. Оксана брезгливо отворила дверь, даже не постучавшись. Она и подумать не могла, что кто-то может жить в такой глуши и таких отвратительных условиях. Бабке на вид было никак не меньше ста лет. Один её глаз был закрыт бельмом, а скрюченные артритом пальцы постоянно дрожали. Она усадила гостью за деревянный стол и разложила на платочки замасленные потрёпанные карты. «Сердце твоё княлое и червивое, потому как злая ты. Людей обижаешь почём зря. Вот червячки и повадились наружу вылазить», – прошамкала беззубом ртом старуха. «Как добрее станешь, так и напасть пройдёт». Оксана страшно разозлилась из-за слов старой ведьмы. Она вскочила из-за стола, смела все карты и, яростно сверкая глазами, принялась оскорблять бабку. Никто не смел называть её злой. Она относилась к людям так, как они того заслуживали. И росказни, выжившие из ума старухи, не испугали её. Как только вздумала эта ведьма ставить себя выше Оксаны. «Сама живёт в глуши, вся больная и горбатая, только карты и может раскладывать». Женщина уехала обратно в город, кровь её жилых кипела из-за всего услышанного. По дороге она опять позвонила матери и накричала на неё из-за глупого совета съездить к этой знахарке. Но время шло, а ничего не менялось. Оксана перестала разговаривать с коллегами и ходить на работу. Она не звонила матери, выбросила телефон, потому что все клиники в округе её уже знали и отказывались высылать врачей. Женщина не могла спать. Каждый раз стоило ей опустить голову на подушку, как приходили черви. Дыры становились шире, из них вытекал гной и сукровица. Скользкие твари ползали по коже, а под утро пропадали, словно их никогда и не было. Оксана решила совсем не спать. Она пила кофе и энергетики, а сама только и делала, что плакала в бессильной ярости, мысленно проклиная ей старую бабку, которая наговорила ерунды, и мать, которая её не поддержала. Прошла почти неделя. В один из дней мать приехала проведать дочку, потому что она не отзывалась на звонки, не читала письма на электронной почте, а на работе и вовсе сказали, что Оксана там давно не появлялась. Матери пришлось вызывать МЧС, чтобы они смогли сломать дверь, потому что никто не открывал её изнутри. В квартире стоял ужасный запах, который заставил всех присутствующих побледнеть. В гостиной на полу лежал гонющий труп, в котором только по светлым волосам удалось определить Оксану. Всё тело было испещрено дырами, и в них беспорядочно копошились длинные земляные черви. Всё ближе и ближе. Олег брёл по залитому светом парку, щурясь от ярких солнечных лучей. Стоял жаркий июльский день. Воздух был напоён зноем, таким густым, что казалось, его можно было зачерпнуть ложкой. По широким аллеям гуляли люди, со всех сторон раздавался звонкий детский смех. Олег присел на свободную скамейку, достал из кармана брюк платок и отёр им лоб и шею. Ему никогда не нравилось лето, давящее на голову своей сушающей жарой. Может, стоило забыть обо всей этой работе и уехать на выходных за город? Навестить родных, искупаться в озере и прогуляться по лесу, поискать чернику? Нет. Олег поморщился. Нужно было зарабатывать деньги, иначе ему никогда не удастся съехать со съёмного жилья. Вот когда будет своя квартира, тогда отдохнёт. Мужчина выудил из нагрудного кармана помятую пачку, достал из неё зажигалку и сигарету. Тонкий дымок впился острыми коготками в горло, проник в лёгкие и заполнил их своей тяжестью. Олег задумчиво выпустил струйку дыма, откинувшись на спинку скамейки. Мимо прошла многодетная мать с коляской и одарила курильщика недовольным взглядом из-под лобья, пока младшая дочь дёргала её за юбку. Мужчина усмехнулся уголком рта, затянулся ещё раз и перевёл взгляд на противоположную сторону аллеи. Там, на деревянной скамейке, сидела немолодая сухонькая женщина, которая держала спину удивительно прямо. Даже несмотря на то, что её лицо частично скрывали прямые светлые волосы, Олег понял, что смотрела незнакомка именно на него. О, взгляд этот был пустым и ничего не выражающим, но глаза она почему-то не отводила. Мужчина неожиданно почувствовал себя очень неуютно, словно откуда-то налетел холодный северный ветер, и июльский зной исчез, как по мановению руки. Женщина всё смотрела. Олег рывком поднялся и, не глядя, забросил дымящийся окурок в урна. «Ну что ещё? Да не курю я, видите? Выбросил!» Громко заявил мужчина, обращаясь к незнакомке. Но она только подняла голову, не сводя с него свой пристальный взгляд. Олег ругнулся себе под нос, засунул руки в карманы и направился к выходу из парка. «Сидят тут всякие. Поборники нравственности. Ну и чёрт бы с ней, с этой старухой!» Серые глаза женщины всё не выходили у мужчины из головы. Даже когда он дошёл до остановки и сел в первый же трамвай, то продолжал вспоминать незнакомку попеременно то с содроганием, то с негодованием. Через несколько остановок Олег, кажется, успокоился. «Подумаешь, странная тётка, мало ли на улицах сумасшедших! Не к каждому же приглядываются!» За окном медленно проплывали нагретые солнцем дома и зелёные деревья. Трамвай неторопливо стучал колёсами, рассекая знойный воздух, как волнорезы рассекают морские валы. Олег вытер ладони о платок, отворачиваясь от окна. В проходе, всего в метре от него, стояла худая женщина с длинными волосами. Её большие туманные глаза следили за мужчиной. Олег остолбенел. Из его горла чуть не вырвался поток неприличных слов, но в последнюю секунду он его сдержал. Пугающая незнакомка увязалась за ним следом. «Да что ей надо!» Как только трамвай распахнул дверь, мужчина выскочил из него и быстрым шагом устремился в переплетение незнакомых улочек. Он постоянно оглядывался. Не идёт ли за ним старуха? Неужели она с самого парка преследовала его? Зачем? Как будто ему своих проблем не хватало. Ещё думать сейчас об этой странной женщине. Несколько часов поблуждав между плавящимся под солнцем пятиэтажками, Олег успокоился и убедился, что за ним никто не идёт. Он вернулся к остановке и сел на нужный трамвай, который довёз его прямо до дома. Даже заходя в подъезд, мужчина несколько раз внимательно посмотрел себе за спину, проверяя, нет ли нигде на горизонте пресловутые незнакомки. Но вокруг только шумели цветущие липы и слышался лай дворняк. Олег нырнул в прохладу подъезда, отрезая себя от летнего зноя. Он устремился вверх по лестнице, шагая сразу через две ступеньки. Где-то на третьем этаже мужчина края муха услышал, как захлопнулась входная дверь. А ведь когда он оглядывался, то рядом с домом никого не было. Открыв ключом квартиру, Олег зашёл домой, скинул обувь и громко захлопнул дверь, мысленно оставляя за порогом все тревоги и волнения этого дня. Пусть странная женщина останется там, а в родном доме его мало что волновало. Мужчина, на ходу раздеваясь, направился сразу в душ, желая смыть под холодной водой пот и воспоминания о туманном взгляде, застывшем на коже масляной плёнкой. После душа Олег сразу же лёг спать, решив подремать несколько часов, пока не спадёт дневная жара. Он проснулся, когда вся квартира погрузилась в вязкую темноту ночи. Из распахнутых окон веяло прохладой. Мужчина зябко поёжился и сел на диване, кутаясь в простыню. Лёг подремать, а проспал половину дня. С ним такое было впервые. А ведь он ещё хотел сделать кое-какие дела сегодня. Олег направился к окну и захлопнул его, чем спугнул несколько птиц, сидящих на ближайшем дереве. Стоило и на кухне закрыть окно, а то по полу уже стелился холод. Он же не хотел заболеть. Мужчина вышел в коридор и неожиданно остановился. В метре от него была входная дверь. В подъезде висела оглушающая тишина, но Олег стоял на месте, практически не дыша и не двигаясь. Жуткий страх сковал его сердце и не отпускал ни на мгновение. Ему казалось, что он слышит чьё-то дыхание в общем тамбуре. Словно кто-то замер у двери и прислушивался так же, как сейчас прислушивался Олег. Он сглотнул и сделал один робкий шаг в сторону двери. Что за глупости? Кому могло понадобиться там стоять посреди ночи? Ему ведь только кажется этот звук. В любом случае, он аккуратно посмотрит в глазок, чтобы отринуть все свои опасения, а дверь открывать не будет. Олег на цыпочках подкрался к выходу и осторожно отодвинул крышку, припадая глазом к отверстию. На лестничной клетке стояла немолодая, некрасивая женщина, чье лицо прикрывали грязные светлые волосы. Её пустые серые глаза, не мигая, смотрели прямо в дверной глазок. Губы незнакомки кривились в жуткой, победной усмешке. Она загнала свою добычу. История девятая Посчастливилось мне как-то раз отправиться в другой город по срочным делам. В качестве временного жилья я выбрал дешёвую однушку на окраине и сразу же поехал туда, так как в тот момент был уже поздний вечер. Оказавшись на месте, я увидел старый трёхэтажный дом, из которого вышла улыбчивая женщина лет сорока и любезно пригласила меня в квартиру на первом этаже под номером ноль. «Номер квартиры и правда ноль?» – удивлённо спросил я. «Да, что вас удивляет, и не такое бывает. В этом доме кроме вас проживают только три старушки и всё», – объяснила она. «Так что не шумите сильно, это очень тихое и спокойное место». Я согласился не шуметь, и мы прошли внутрь квартиры. В маленькой комнатке стояла только старая кровать и небольшой шкаф, а на кухне была пожелтевшая плита, раковина, гудящий холодильник и столик с микроволновкой. Учитывая низкую цену, меня всё устроило, и женщина, отдав мне ключи, поспешно удалилась. Оставшись в квартире один, я закинул купленное по пути чебуреки в микроволновку и собирался перекусить. Пока они разогревались, я заметил, что на полу за плитой видняется что-то белое. Поддавшись интересу, я вытащил привлекшее моё внимание предметы. Это были пыльные и довольно странные фотографии. Все лица находившихся на них людей были расцарапаны, и их совсем не было видно. Конечно, можно было понять, что на одном фото был запечатлён какой-то мужчина, на другом женщина с ребёнком, на третьем двое мужчин, но лиц не было видно ни у кого. Они были напрочь выцарапаны чем-то острым. Всего фотографий было штук 20, и только одна из них была не повреждена. С неё на меня смотрела добродушная старушка, которая стояла на фоне висящего на стене ковра, и мило улыбалась. На ней было домашнее синее платье с белыми цветочками. Кто знает, может, это она испортила все другие фото, подумал я, положил стопку фотографий на холодильник и сел за стол. Достав телефон, я решил посмотреть или почитать что-нибудь, пока ем. В этот момент до меня донеслись бубнящие, неразборчивые звуки каких-то разговоров. Возможно, что это просто соседский телевизор пронеслось в моей голове, и я, стараясь не обращать на них внимания, продолжил читать интересную статью в интернете. Спустя минуту в квартире сверху, предположительно, раздался громкий безумный смех. Не знаю почему, но от него у меня прошли мурашки по телу. Он явно не принадлежал одной из старушек, про которых мне говорила та женщина. Значит, тут кроме них есть кто-то еще. Когда смех прекратился, я услышал, как кто-то громко рыдает. Сидя и слушая всхлипы и завывания, я не мог понять, что у них там происходит. Тут вдруг раздался стук во входную дверь, от которого я слегка вздрогнул. Когда я открыл дверь, то увидел на пороге ту самую бабушку с фото, все в том же синем домашнем платье с цветочками. «Скажи своим друзьям, чтобы уходили отсюда к черту», – недовольно сказала она мне. «Каким друзьям?» – спросил я. «Я никого сюда не приводил?» «Да как же ж не приводил?» – она осуждающе смотрела на меня. «Ходят у меня под дверью и ржут, как кони. Еще и дергаются. Все равно, что больные. Наркоманы какие-то. Да я же первый раз в этом городе», – пытался объяснить я. «Нет у меня тут никаких друзей». «Погоди, я устрою им», – старушка развернулась и пошла вверх по лестнице. «Возьму и вызову милицию, будут знать». «Я немного постоял с открытой дверью. Вроде все было спокойно. Закрыв дверь, я прошел назад на кухню и сел за стол. «Ну и нашел же я себе квартирку, да уж», – подумалось мне. «Я отпил газировки из бутылки и решил немного посидеть, насладившись тишиной. На заднем фоне слышались неразборчивые бубнящие звуки. В голове я уже начал планировать все предстоящие дела на завтрашний день, как вдруг заметил что-то странное в этих звуках. Я прислушался и понял, что их издает совсем не телевизор. Кто-то без остановки смеялся, прерываясь только для того, чтобы дышать. Проходя через толщу стен, эти звуки становились менее разборчивыми, и если особо не обращать на них внимания, то они казались обычным бытовым шумом. Подумав, что нужно тут все осмотреть, я прошел в комнату и открыл шкаф. Там висели различные старые куртки и шубы. Я уже хотел было закрыть дверцу, как увидел, что из кармана одного пальто что-то выглядывает. Это оказался блокнот, слегка испачканный в крови. Я взял его и отправился назад на кухню, где мне почему-то было уютнее. Пожелтевшие страницы блокнота были полностью исписаны, немного кривым, но все же понятным почерком. Это началось, когда мне было всего 10 лет. Тогда это был самый обычный дом. Тут бурлила жизнь, и не было ни одной пустующей квартиры. Никто и представить не мог, что ждет это место в будущем. В тот день мы остались ночевать здесь вдвоем, с моим другом Пашей. В один момент кошка вдруг стала шипеть и забилась в угол. Где-то за стенами раздавались жуткие звуки. Паша сказал мне, указывая на входную дверь. Там кто-то ходит. Я смутно помню, что было дальше. К нам начали ломиться. Мы пытались позвать на помощь или хотя бы спрятаться. Но у нас ничего не вышло. В ту ночь Паша пропал. После этого я долго не мог прийти в себя. Я стал бояться резких звуков и старался избегать людей. А затем, одной ночью, когда я остался дома один, ко мне пришел Паша. И тогда... Далее один лист блокнота был вырван. Я пролистал немного вперед и увидел, что через несколько страниц было написано что-то вроде правил. Я заметил правила номер один. Они приходят только ночью. В этот момент во входную дверь раздался громкий настойчивый стук, от которого я аж вскочил с места. На часах в телефоне было 006. Медленно подойдя к двери, я посмотрел в глазок. В подъезде стояла та старушка в синим домашнем платье. Однако, выглядела она очень странно. Ее рот был слегка приоткрыт, застыв к кривой улыбке. Голова едва заметно потрясывалась, как и опущенные руки, но, кроме этого, старушка не совершала никаких движений. Ее взгляд был направлен на дверь перед собой и не выражал никаких эмоций. «Открой», сказала вдруг она, продолжая просто стоять и смотреть на входную дверь. «Что случилось?» – спросил я, не собираясь ничего открывать. «Открой дверь!» От ее интонации у меня пошли мурашки по коже. Бабушка стояла и пялилась на дверь перед собой, а потом вдруг резко подняла голову и посмотрела прямо на меня через глазок. «Я попятился назад от двери, в которую через несколько секунд забарабанили так, что я думал, что она сейчас сломается. Не знаю, что там у вас происходит, но я звоню в полицию», – сказал я вслух сам себе. Набрав номер, я приложил телефон к уху и прошел на кухню. «Алло, полиция, я вас слушаю». «Алло, ко мне в квартиру ломятся какие-то люди!» Я решил не говорить о подробностях. «Они вот-вот сломают дверь!» «Хорошо, скажите свой адрес». Что-то в его голосе мне показалось странным, но я особо не обратил на это внимания и продиктовал адрес. «К вам скоро придут». Услышал я слегка необычный ответ, после которого звонок прекратился. От мысли, что скоро приедет полиция, мне стало легче, хотя во входную дверь всё ещё колотили, что есть силы. Мой взгляд остановился на горстке фотографий, лежавших на столе. «Вроде бы я положил их на холодильник», – подумал я и посмотрел на находившееся сверху фото. «Лицо старушки в синем платье было полностью расцарапано». «Что?» – непроизвольно прошептал я. В этот момент стуки прекратились, и наступила тишина. Главное не паниковать. Я пытался мысленно себя успокоить. «Нужно дождаться полиции, и всё». Я взял в руки блокнот, надеясь получить ответ о том, что здесь происходит. На тот момент в этом доме пустовала половина всех квартир. Я сидел поздно вечером один дома и смотрел телевизор. Показывали обычные передачи и новости, но в один момент диктор начал говорить о каком-то убийце. Он сказал, что в квартире, где нахожусь сейчас я, вчера убили и расчленили человека, а конечности разложили по шкафам и тумбочкам. И я подумал, что это какая-то ошибка, что они перепутали адрес, вот и всё. Но тут я услышал протяжный, тихий скрип. Посмотрев в другой конец комнаты, которая освещалась лишь тусклым светом от телевизора, я увидел тумбочку, где я храню всякое барахло. Верхняя полка этой тумбочки медленно выезжала вперёд, а когда она полностью открылась, я увидел, что там что-то двигается, будто оттуда высовывается кисть руки, у которой шевелятся пальцы, пытаясь что-то нащупать. Я испугался и бросил в тумбочку бутылку пива, а потом подбежал к выключателю и включил в комнате свет. Никакой руки там не было. Похоже, что полка просто выехала под весом находящихся там вещей. Но в этот момент я услышал громкий смех в соседней квартире, а спустя какое-то время ко мне начали стучаться и просить, чтобы я открыл. Вот только я уже всё понял. Это были не галлюцинации, это всё они. Ну и муть, сказал я вслух, бросая блокнот на стол. После прочтения страх усилился, и я решил больше не читать все этой чепухи. Отпив газировки из бутылки, я прислушался. Стояла гробовая тишина, от которой моё правое ухо начало звенеть. Хотя бы никто ко мне не ломился, подумал я. Спустя минуту я услышал из комнаты очень неприятный звук. Раздался скрип, медленно открывшийся дверцы шкафа. Я столбенел и не знал, что мне делать. Больше никаких звуков не было. Поэтому я надеялся, что она открылась сама по случайности. Громкий стук во входную дверь в который раз заставил меня дёрнуться. Полиция, откройте! Услышал я странный мужской голос. Подойдя к порогу, я сначала закрыл дверь в комнату, где мельком увидел открытый шкаф, а затем посмотрел в глазок. Оттуда на меня смотрело улыбающееся лицо мужчины в полицейской форме. Этот человек стоял почти вплотную к двери и пялился широко открытыми глазами прямо на меня через глазок. «Откройте, полиция!» Словно синтезатор повторил он. «Только не это», – прошептал я, отходя назад. В этот момент в комнате со скрипом громко захлопнулся шкаф, а входная дверь в квартиру затряслась от ударов. От страха я уже не мог устоять на месте и побежал на кухню. Прихватив блокнот со стола, я прыгнул в окно, закрывая голову руками. Хоть это и первый, да, аж решеток на окнах не было, поэтому я вылетел на улицу, разбив стекло и упал на землю, слегка порезавшись об осколки. Быстро поднявшись на ноги, я побежал, что есть силы, и я мчался в сторону центра города, держа в кровоточащих руках чертов блокнот. По пути я встретил несколько машин на дорогах и пару пешеходов на тротуарах, но старался никому не приближаться, ожидая увидеть на лицах людей пустой взгляд и эту проклятую широкую улыбку. Через десять минут я все-таки остановился, потому что дышать стало просто невозможно. Я сел на лавочку, переводя дух. Мои легкие горели огнем, а руки тряслись, не отпуская окровавленный блокнот. «Эй, все в порядке?» раздался сзади меня мужской голос, и я тут же обернулся со страхом, глядя на говорившего. На меня смотрели парень с девушкой, на лицах которых было удивление и жалость. Я, пытаясь отдышаться, сказал «я просто тороплюсь, все нормально». Они еще пару секунд посмотрели на меня, а затем пошли дальше по дороге, начав о чем-то шептаться. Мне было без разницы, что обо мне подумают. Главное, что я оторвался от этих тварей. Посмотрев на карте в телефоне ближайшую гостиницу, я отправился туда, предварительно ополоснув руки от крови, купленной в киоске водой. Прибыв на место, я снял комнату на пятом этаже. Оказавшись в номере, я несколько раз проверил, что дверь точно закрыта, а затем рухнул на кровать. Я пролежал в тишине минут десять, а потом достал загадочный блокнот. Мне нужно было узнать, что это было за фигня и как с ней бороться. Открыв последнюю исписанную страницу, в надежде, что там есть разгадка, я начал читать. Они, кстати, очень любят сидеть в шкафах. Я несколько дней подряд закрывал дверцу шкафа, которая утром оказывалась открытой. Потом я пробовал проследить, как это происходит. И вот ночью я увидел, как дверца медленно открылась и сразу же пошёл проверять. В шкафу я увидел улыбающееся лицо, которое смотрело на меня, выглядывая из-за висящей одежды. Я закрыл шкаф, но спустя минуту он снова открылся. Я записал всё это в блокнот, и сейчас иду, чтобы разобраться с этой хренью. Сейчас она у меня получит. Я вспомнил, что нашёл блокнот в шкафу. Мне стало страшно, и я встал с кровати. Показалось, что из шкафа, стоящего в этой комнате, доносятся тихие шорохи. Я брал с собой блокнот не для того, чтобы пугаться, сказал я вслух и судорожно начал листать его. Спустя пару секунд я нашёл страницу с правилами. Первое. Они приходят только ночью. Второе. Животные чувствуют их и впадают в панику при их появлении. Третье. Они могут искажать окружающую обстановку, делая её более жуткой. Четвёртое. Когда они рядом, не пытайся вызвать скорую, полицию или знакомых. Потому что вместо людей придут они. Пятое. И если встретился с ними, избавься от всех вещей, которые были при тебе. Иначе с их помощью они смогут найти тебя. И обязательно придут. Я бросил блокнот на кровать и побежал к входной двери. Попытавшись её открыть, я обнаружил, что замок заклинило. «Чёрт!» Громко сказал я. Сзади послышался скрип открывающейся дверцы шкафа. История десятая. Алина открыла глаза и уставилась в потолок. «Сколько можно?» Девушка натянула одеяло на голову, но скоро ей стало жарко. Алина откинула одеяло. Всё равно никакого толка от него. Стук всё равно слышен. Девушка вздохнула и, потянувшись рукой, включила ночник. Лежать просто пялись на тёмный потолок не прилищало. Вновь более настойчиво. «Да заткнись ты уже!» В бессильной злобе Алина махнула рукой куда-то в направлении стены. Стук прекратился, а потом забарабанила, казалось, со всех сторон. На минуту вернулся старый страх. Но лишь на минуту. Алина вздохнула, включила настольную лампу и достала институтский учебник. Если уж не придётся сегодня спать, то почему бы и не поучить? Очень скоро девушка перестала обращать внимание на стук. Первый раз этот стук разбудил Алину в октябре последнего учебного года. Девушка тогда не поняла, от чего проснулась, и просто некоторое время пялилась в тёмный потолок, на который падал луч полной луны из окна. В конце концов решила, что ей просто приснилось и закрыла глаза, намереваясь заснуть вновь. На этот раз раздалось совершенно ясно с потолка. Нет, это не был звук, который могли бы издавать соседи сверху. Это был явный и громкий стук, словно кто-то со всей силы колотил по потолку. Прямо в комнате. Алина вскрикнула и натянула одеяло совершенно инстинктивным движением, пришедшим из детства. Стук повторялся ещё пару раз, но на рассвете прекратился, и Алина уснула. К счастью, на следующий день был выходной, и девушка смогла поспать. После этого стук приходил стабильно, несколько раз в месяц. Иногда он был едва слышен, иногда колотил изо всех сил. Хотя Алина и носила крестик, но была не слишком религиозна, поэтому, наверное, молитвы не помогали. Во всяких колдунов-магов она не верила, считая мошенниками. Но вот в подобные стуку вещи она тоже раньше не верила. Через некоторое время Алина осторожно рассказала всё матери и отцу. Те лишь пожали плечами, а мать завела разговор о том, что, скорее всего, в первый раз Алина испугалась приснившегося стука. И вот теперь он неосознанно ей и мерещится везде. Алина не верила в это. Впрочем, эта теория была как-никак, но обоснована. Самое странное, что постепенно Алина привыкла к стуку. Никаких неприятностей он не предвещал, кроме разве что неприятности не выспаться. Лишь иногда к ней возвращался страх, когда стук становился слишком громким. Вот и сегодня она вздрогнула, когда нечто со всей силы заколотило в дверь. «Да заткнись ты уже!» прошипела сквозь зубы Алина. Стук прекратился. Девушка включила настольную лампу и села заниматься. Прошло пару минут, как стук раздался вновь. Но на этот раз стучала отовсюду, из-за стен, с потолка, под ногами девушки. Такого раньше не бывало. Похоже, невидимый шутник решил, что пора немного сменить сценарий. Алина сжала зубы, и хотя страх вновь стал проникать в сознание, продолжала читать. Она даже стала проговаривать вслух, слово за словом, в бессознательной надежде, что это заглушит шум. Но не помогло. Наоборот, действие развивалось, и следующим актом пьесы стало подпрыгивание стула, на котором сидела девушка вместе с ней. Этого Алина уже выдержать не могла. Она вскочила и выбежала из комнаты, чуть не споткнувшись из-за пола, который стал вздыматься у нее под ногами. Роняя слезы, девушка уселась на пол в коридоре, где все было обычно. Никаких шумов и стуков, никакого выпячивающегося пола. Алина закрыла лицо руками, стараясь не закричать и не впасть в истерику. Неужели она действительно сошла с ума? Вот сейчас она встанет, откроет дверь в свою комнату, и там будет просто ее комната. Ничего больше. Но открыть дверь и даже встать, Алина так и не решилась. Так и просидела, пока, кажется, не уснула на какое-то время. Было уже светло, когда Алина вновь проснулась. Встав, девушка направилась в свою комнату, где, как она и ожидала, не было и следа того, что тут что-то нереальное происходило совсем недавно. С тех пор стук стал преследовать Алину везде. И не только дома, как бывало раньше. Она озиралась на улице, вызывая, наверное, недоумение прохожих, но ничего не видя особого. Иногда ей приходилось переступать вздыбившиеся горбики асфальта или земли, которые, как она поняла, по изумленным лицам людей никто, кроме нее, не видел и не ощущал. А когда девушка попыталась тоже не обращать внимания и идти, как обычно, она споткнулась и полетела на землю. Еще хорошо, что нос не разбило. Самым пугающим при всем этом были даже не звуки, а отражения. Во-первых, зеркала, когда на них смотрела Алина, словно выгибались изнутри. И звук, который оттуда доносился, больше походил на гул. Да и выглядела она в отражении странно, словно зомби. Любой голливудский создатель спецэффектов позавидовал бы провалившимся глазам, торчащим из разодранного живота, ребрам, синюшной кожи, кое-где свисающей лохмотьями. «Это все страшно, очень», говорила Алина. Сейчас она сидела в кафешке со своей подругой Леной. Единственной своей подругой. Алина вообще была малокомпанейской, но все же, как в той притче про короля и дерево, и ей требовалось кому-то высказаться. Сказать родителям она бы никогда не решилась, так как боялась, что поведут к врачу и тот подтвердит диагноз, который сама девушка себе поставила. «А Ленка...» Ленка выслушает и никому не расскажет. «Даже представить не могу», ответила Лена. «Но почему ты решила, что это как-то связано с психикой? «А с чем еще это может быть связано?» почти вскрикнула Алина. «Ну, ты знаешь, вот только не надо о паранормальном. Ты в это веришь, знаю, но я нет». «Зря», совершенно спокойно сказала Лена, пожав плечами. «Как говорил Эйнштейн, подкова приносит удачу даже тем, кто не верит, что подкова приносит удачу». Ладно, Алина уже на все была готова. «Кто я такая, чтобы спорить с Эйнштейном? У тебя есть конкретное предложение?» «Ну, можно попробовать вызвать или...» «Вот есть у меня экстрасенс знакомый». «Никаких экстрасенсов!» «Я никогда не...» «Ну почему?» «Нет, я сказала!» «Тогда придется попробовать самим вызвать то, что тебя беспокоит и узнать у него, почему оно это делает». «Вызвать?» «Господи, у нас разговор как будто нам обеим лет по четырнадцать». «Как скажешь». «Я что могла, предложила». Алина вздохнула, увидев, что подруга по-настоящему обиделась. «Извини, просто в последнее время нервы не к черту. Что ты вообще предлагаешь?» Глаза Лены загорелись. Она забыла даже об обиде. Быстро, быстро, словно боясь, что подруга передумает, Лена начала говорить. «У меня есть ритуал на вызов духов. Ну, в общем, не на конкретных, а просто на тех, кто рядом, в квартире живёт, если... Ты ведь говорила, что родители уезжают, на выхе. Вот я к тебе приду и устроим». Хорошо. Алина внезапно почувствовала себя невероятно уставшей. Лена пришла в субботу утром с загадочным видом и с полными пакетами, в которых оказались свечи, самодельная доска Уиджа и красный мел. Ритуал, как она сказала, нужно проводить во второй половине дня. Алина предоставила ей полную свободу действий. Девушки пообедали едой, оставленной матерью Алины, посмотрели какой-то фильм, поболтали. Лена пыталась как-то отвлечь подругу, поэтому рассказала ей самые скандальные новости универа. Обычно Алина не очень жаловала подобное, но сейчас, чтобы отвлечься, была готова слушать даже это. «Знаешь, а Катька-то аборт сделала, поскольку Валерка бросил. Я вообще никогда не понимала, что он в ней нашёл. Страшна же, как даже не знаю, что, сука». «Почему, сука? Она же не выбирала, с какой физией родиться». Да и Валера её выбрал. «Это он, козёл, что бросил в таком положении». «Я не о физии говорю», сказала Лена. «А об убийстве». «Убийстве?» «Ну да, я же сказала, что она аборт сделала». Алина чуть слышно вздохнула. Лена была категорически против абортов и постоянно цеплялась в соцсетях со всеми сторонниками. Алина не видела в аборте ничего плохого, но объяснять свою позицию Лене она давно не пыталась, потому что поняла, это прямой путь к потере подруги. Оно того не стоило. Но сейчас, вспомнив Катю, маленькую, действительно не очень красивую прыщавую девушку с редкими волосами, которую поимел и бросил Валера, крайне неприятный, по мнению Алины, тип, девушка всё-таки вступилась за Катю. «Моя мама делала аборт, когда мне было четыре. Она рассказала однажды, просто они не хотели второго ребёнка, вроде предохранялись и тут случайность. Может, сами виноваты. В общем, мама сделала аборт, и я считаю, это её право». Лена ничего не сказала, лишь передёрнула плечами и перевела тему. Часа в четыре начали ритуал. В зале начертили круг мелом, расставили свечи, в центре круга устроились вместе с доской. Лена произнесла шёпотом какие-то слова. «За границу выходить нельзя», сообщила Лена. «Будем тут сидеть и спрашивать». Алина лишь пожала плечами. Она боялась самой себе признаться, что ей, в общем-то, страшновато. Она даже подумала, что, может, стоит прекратить всё это, но не стала почему-то ничего говорить. Свечи горели ровным пламенем, и ничего не происходило вокруг. Минуту, две, пять. Алина уже стала успокаиваться и приготовила целый монолог, обращённый к Лене. Как тут, начало происходить нечто странное. Свет они выключили заранее, и сейчас на потолок и стены ложились тени, ровные, спокойные, которые вдруг начали плясать в бешеном танце. При этом свечи всё так же ровно и спокойно горели, пламя не колыхалось. «Началось», сказала Лена шёпотом, и было трудно понять, больше ли в этом шёпоте радости или страха. Алина во все глаза глядела на тени, которые плясали на стенах всё более безумно. Теперь это был не хаос-форм. Она чётко видела, как изображения на стене складываются в фигуры, похожие больше всего на тени, которые могли бы отбрасывать сломанные, покалеченные куклы. Они танцевали в чём-то, похожем на язык пламени, а сверху, куда-то за пределы стен, уходили ниточки невидимого кукловода. «Давай прекратим это всё», сказала Алина. «Мне не по себе». Лена кивнула. Она, похоже, тоже не ожидала такой реакции. Она тихо начала что-то шептать. Тени не прекратили танец, но теперь за стенами раздался гул и потрёскивание, напоминающее потрёскивание костра, да и сами стены стали словно выгибаться, как паруса, в которой дует ветер. «Лена, я же просила!» Алина уже почти кричала. «Ну я, ну я всё сделала, как надо. Всё должно было прекратиться», залепетала Лена. «Ты уверена?» «Да, вот!» И Лена потрясла перед лицом подруги листком бумаги с написанными буквами. Алина хотела что-то сказать, но тут послышался скрежет. Обернувшись, девушки увидели, что указатель на доске Уиджа начал передвигаться сам собой. Он быстро передвигался так, что девушки едва успели прочитать послание, которое гласило. «Страшно, сестрёнка? Мне тоже было страшно». «Ты... ты кто?» проговорила Алина, не веря ни ушам своим, ни глазам, не желая верить. «Я... я... я... я твой братишка, милый сучка. Тот, у которого ты украла жизнь. Мою... мою...» Планшетка с таким истервенением тыкалась в восклицательный знак, что, казалось, хочет протереть в доске дыру. «Я не знаю тебя!» закричала Алина, отходя от доски. Она чуть не переступила за нарисованную линию, но Лена удержала её. «Зато я знаю тебя!» На этот раз голос шёл от одной из стен. Девушки вскрикнули и отпрыгнули к доске, чуть не упав на пол. А одна из теней вдруг стала обретать более законченную форму. Округляться, пытаясь выйти из стены. Наконец, ей это удалось, и из стены прямо на девушек вышел силуэт, который обрёл вид невысокого худого парня лет шестнадцати. Он был наг и весь в крови. Слипшиеся тёмные волосы составляли колтун на голове и потёки крови заливали лицо. При этом парень улыбался, что выглядело жутко. Он сделал пару шагов к девушкам и рассмеялся. Ха-ха-ха-ха-ха. Я так долго этого ждал. Всегда наблюдал за тобой. И это только убедило меня в том, что жить должен я, а не такая пустая дура, как ты, сестричка. дура. только недавно я смог научиться хоть как-то контактировать с материальным миром. Ещё требовалось время, чтобы... чтобы я смог не просто пугать, а ты ещё и помогла мне. Ты начала было понимать, Алина. Ты должен был родиться. И я бы родился, если бы некая тупая овца не родилась раньше. Это было решение родителей, сорвалась на писк Алина. О, да. Жаль, что я потом не вспомню об этом. Вновь рассмеялся парень. И не заставлю их платить. Но сейчас в любом случае время платить тебе, моя милая, восстанавливать справедливость. О чём ты? Ты уже ничего не изменишь. Уверена? Подросток резко подошёл к Алине, совершенно наплевав на запретную линию круга, схватил девушку за руки со всей силы, толкнул куда-то в сторону. Алина выставила вперёд руки, чтобы встретиться со стеной или с полом. Но вместо этого она начала падать, падать и падать и падать во что-то вязкое. Последнее, что помнила Алина, так это то, как кто-то кричал. Женский крик. Но сознание покидало девушку. Артём, Артём! Парень лет 16 с явным вздохом сожаления захлопнул книгу и медленно пошёл на кухню. Ну, мам, начал он, когда увидел на столе тарелку с рагу. Никаких ну, мам, строго сказала моложавая женщина лет 40. Есть нужно. Артём хмыкнул, сел, взял в руку вилку и стал ковыряться в еде. Он всегда был малоежкой. Даже сейчас, когда организм казалось, как раз и требуется много еды. А ведь при этом Артёма нельзя было назвать каким-то там задохликом. Он был скорее жилист, чем худ. Занимался восточными единоборствами и вполне мог надавать по ушам какому-нибудь качку. Вот и ладно, сказала мама, смотря, что Артём всё же решил начать есть. Так, я сейчас ухожу, так что ты за главного. Над кем? рассмеялся Артём. Над котом? Ну, хоть и над котом, пока отец не приедет. Она взяла трубку. Выслушав, она сказала, опять 25, ладно, поищу. Положив трубку, направилась в зал бармача про себя. Что за манера у мужиков документы терять? Открыв один из ящиков шкафа, женщина достала папку с документами и, открыв, стала просматривать бумажку за бумажкой. Нет, не здесь, поморщилась она и потянулась, чтобы положить на место папку, как тут из неё выпал непрозрачный файл. А это что, пробормотала она и, открыв файл, вытащила два листка. Тут же её руки задрожали, и она села на диван, а слёзы непроизвольно собрались в уголках глаз. Нужно выбросить это. Нужно обязательно. Но всё же, посидев пару минут, женщина аккуратно взяла листки и положила их вновь в файл, который также аккуратно положила в папку. Два листка. Справка о рождении её дочери Алины Терясевой. И справка о её смерти. Смерти маленькой Алины Терясовой через два месяца после рождения. Нужно было выбросить эти листки. Но, как и много раз до этого, сил не хватило. «Мам, ты в порядке?» Сын заглянул в комнату. Да, да, женщина быстро смыкнула слёзы и, нарочито улыбаясь, повернула голову к сыну. «Просто отцу какие-то там документы понадобились. Сейчас вот найду, а ты сканы сделаешь, сбросишь?» Вечно он не подумает, зла не хватает просто. Артём кивнул и пошёл обратно в кухню на последний раунд с обедом. Ему и вправду на секунду показалось, что что-то не так. Но, кажется, всё в порядке. Мать ведь его никогда не обманывала. История одиннадцатая Одним погожим весенним днём в пятницу Рома Клочков решил не ехать в офис, а поехал улаживать дела, которые за уикенд не разрулишь. Забежал в налоговую, в банк, неожиданно быстро совсем разделался и решил пока светло сгонять, как он выражался, на дальнюю квартиру. Его родители не так давно переехали к старшей сестре в Канаду, и Роме приходилось приглядывать за их небольшой двушке в пятиэтажке в микрорайоне на окраине некогда живого шахтёрского городка. Среди прочего, платить за коммунальные услуги, за сигнализацию, раз в пару месяцев заезжать и протирать пыль на книжных полках. Это была личная просьба мамы-учительницы, у которой к книгам было весьма трепетное отношение. Квартиру он готовил к продаже, но в маленьких городах недвижимость продаётся туго, а против сдачи в аренду родители возражали. Не хотели, чтобы эти квартиранты всё там переломали. Да и при всём желании сдать эту конуру было бы едва ли не сложнее, чем продать. Рома не любил эту квартиру. Да о, дури, не любил. Когда он был мал, сестра уже училась в институте в областном центре. Родители пропадали на работе допоздна, чтобы содержать его, а соседка няня страдала давлением и не могла прийти последить за маленьким Ромкой. Квартира стала его самым страшным врагом. В сумерках, вечером, да и зачастую днём из каждого угла квартиры Роме грозили чудовища. Когда он шёл на кухню за водой, гимнастическая лестница в родительской спальне выглядела как длинная костлявая старуха, протянувшая к нему руки, которая ухватит, если он повернётся спиной. Папино пальто на вешалке «Это чёрный человек, который навис над ним и смеётся, что взрослые в него не верят. А если ненароком открыть шкафчик с маминой швейной машинкой, оттуда вылезет чёрт и утащит его с собой во тьму». А чудовищ спасал Ромкин верный друг. Телевизор. Когда он работал, будь то мультики или выпуск новостей или боевик с Ван Дамом, Рома знал, что он не один. Да ещё и храп соседа дяди Вити из-за стены помогал чувствовать себя увереннее. Дядя Витя был алканавт, как говорила мама, но он был весёлый и детей любил, хоть своих и не нажил. Он обязательно бы спас, если бы Рома позвал. Но в девяностые годы веерные отключения электроэнергии были делом привычным, и все запасались парафиновыми свечами и спичками. А свет свечи не спасало чудовищ так, как телевизор, да и уверенности в соседе такой уже не было. Как это он в темноте прибежит Ромку спасать, если сам дорогу не найдёт? В такие дни родители старались приходить домой пораньше. Работали, к счастью, не так уж и далеко, но минуты до их возвращения обходились большим страхом. После отъезда родителей, когда оказалось, что на нём лежит теперь бремя присмотра за их халупой, Рома не обрадовался. Каждый раз, приезжая туда, он вспоминал рассказ Брэдберя «Нечисть над лестницей», о чудовище из детства, которое много лет ждало, пока мальчик вернётся в пустой дом, уже будучи взрослым. Проклинал день, когда прочитал этот рассказ, но каждый раз вспоминал. Роман Клочков, успешный бизнесмен местечкового разлива. Любитель такого сложного для шахтёрских городов напитка, как виски, владелец нескольких кафе и автозаправок, дрожал, как котёнок, переступая порог дальней квартиры, двухкомнатные халупы на третьем этаже пятиэтажки. Зимой, когда дела редко позволяли вырваться туда в середине дня, он старался заезжать с сотрудниками, которых подвозил домой и просил их подняться с ним, якобы пообщаться, чтобы не скучать в машине. А в другое время года заезжал на дальнюю квартиру только днём или утром перед работой и в хорошую погоду, без тумана и дождя, без исключений. В последний год посещения квартиры стали ещё более тоскливыми, ведь в их подъезде заселены были только два или три жилища с одинокими стариками. Молодёжь разбегалась и из города, и из страны. Каждый раз, заходя в квартиру один, он, не разуваясь большими шагами, бежал в комнату, включал телевизор на какой-нибудь говорильный канал и не выключал его, пока возился по хозяйству. Перед уходом Рома ставил на телевизоре пятнадцатиминутный таймер на выключение и всё так же быстро выпрыгивал из квартиры. И вот в ту майскую пятницу его озарило. На куэлят он вообще сюда ездит. Почему нельзя поручить это кому-то из сотрудников, наконец, за скромную прибавку? А книги надо забрать домой, места хватит. И долой эти дурацкие мысли тогда вообще. Сегодня последний раз. Ха, последний раз. Говорят, шахтёры в шахту не ходят в последний день перед пенсией, а то Шубин заберёт. «Но какой из тебя клочков шахтёр, если у тебя третий десяток истекает, а ты лестницы из палок до сих пор боишься?» пробормотал Рома, паркуясь во дворе. «Тем более, что день же деньской, солнце сядет часов через пять. Ну уж нет, скажем богу смерти, не сегодня». Рома поздоровался с соседками, которые всегда радостно ему отвечали. «Молодой мужчинка с машиной, вежливый, это точно не наркоман». Вбежал в тёплый, пахнущий сыростью подъезд, сразу же забрал из почтового ящика квитанции, сунул их в рюкзак и в пару прыжков оказался у дверей ненавистной дальней квартиры. В нос ударил запах пыли. Давненько не заглядывал, замотался. Два шага, и он в комнате. Одно движение, и телевизор работает». Рома попал на какую-то разговорную передачу. Незнакомый интервьюер, а напротив его любимый актёр озвучки. Сергей Бурунов. Отлично, отлично. С голосом Адама Сэндлера всё будет веселее. Рома огляделся, пытаясь придумать, с чего начать уборку. «А скажи, Сергей, вот персонажи, которые в кино говорят твоим голосом, ничего не боятся. А ты чего-нибудь боялся?» спросил интервьюер после серии вопросов о личной жизни и карьере. Рома усмехнулся, услышав этот вопрос и даже бросил взгляд на экран. Он как раз заканчивал с последней книжной полкой и уже мысленно наминал дома котлетку с пивом. «Ты знаешь, да?» Бурунов вдруг испуганно округлил глаза. «У меня есть кошмар из детства». Рома замер, уставившись в экран и отложил тряпку. «Этого гада звали Кулита. Не знаю, почему я его так назвал. Меня никогда не пугали бабайкой, я не смотрел фильмы ужасов. Может быть, где-то услышал маленьким такое неочевидное слово, и оно прицепилось к моему мозгу». «Кулита?» Рома почувствовал, как холодная струя пота пробежала по позвоночнику от затылка. Его колени затряслись, а на глазах выступили слезы ужаса. «Кулита?» Это тот, кто ему снился. Длиннорукий, очень высокий и, наверное, сильный, как сказали бы современные, искушенные массовой культурой дети, похожие на Слендермена, но только с красным лицом и горящими, как уголь глазами. Этот монстр сам так себя назвал. Когда Рома уже не жил на дальней квартире, и лестницы из родительской спальни, и черный человек перестали ощущаться, как угроза, квартира напоминала о себе во снах, но там уже не было банальщины и страшных предметов быта. Сон был всегда один и тот же. Рома заканчивает уборку, собирается уходить, и, когда он открывает входную дверь, из подъезда на него смотрит красная рожа с огненными глазами. Он говорит человеческим голосом. «Пришел кулита, открывай ворота», и Рома просыпается с душераздирающим криком. «Это чудовище меня преследовало и не давало выйти из квартиры», продолжал Бурунов, испуганно глядя на ведущего. «Он всегда стоял за входной дверью, караулил. Если родители просили сходить за хлебом, всегда хотел, чтобы папа прошел со мной до двери и открыл ее, чтобы я убедился, что за ней не сверкает красная рожа кулиты. А еще, как мне казалось, он способен менять реальность. Ну, он что-то вроде короля обмана. Может задурить голову так, чтобы ты пошел в туалет, а сам открыл входную дверь и попал к нему на обед. Он любит заманивать, дразнить. Засадный хищника незагонный. Именно благодаря ему я выучил, что мой дом моя крепость, хотя чуть было, не стал параноиком. Ну, в общем, это и все, отчего я боялся. Видишь, даже у таких мужественных людей есть свои жупелы. Скажи тогда, продолжал ведущий, но Рома уже не слышал, о чем они трещат. Все, что он мог сказать и подумать, было «Твою же мать». Но через доли секунды мысли начали проясняться. Кулита, вот кого надо было бояться. Все с чертями это полнейшая чушь, и телевизор никакой от него не спасет. А в квартире безопаснее, чем в подъезде. Ну, конечно, там же темень была даже в самые спокойные годы. Он сейчас здесь, в подъезде, стоит во тьме, караулит Рому, который решил закончить игру, и он поставит жирную точку в их истории. Так, телефон, телефон, телефон полностью разряжен. Ах, ну да, ты же его не зарядил. Нужно на балкон. Во сне он всегда так спасался, прыгнул с балкона и проснулся. Тем более, что третий этаж всего. Было уже не до уборки. Бросив тряпку и схватив рюкзак, Рома выбежал на балкон, чтобы ценить обстановку. А что, если действительно вылезти? Старушек под его подъездом уже не было, слева на лавочках кто-то сидел. Справа, метрах в пятидесяти, двое мальчишек лет десяти играли в настольный теннис на чудом сохранившемся самодельном столе, сделанном триста лет назад дядей Витей. Дядя Витя, точно! Несмело поглядывая на телевизор, где как раз началась рекламная пауза, и на дверь в комнату, Рома вернулся в помещение, подбежал к стене, за которой раздавался шорох и громко туда постучал. Шорох за стеной прекратился. Рома постучал еще раз. Дядь Вить, дядь Вить, вы там? Прошло секунд десять показавшихся вечностью, и сосед ответил. Ромка, ты в гости, так ничего никак, люди, не в дверь стукаешь, забегай по трещим, я тебя сто лет не видал. Дядь Вить, у меня к вам просьба, очень странная, да говори, я помню, что ты смешной пацан, может зайдешь сначала? Дядь Вить, вы можете выйти на балкон? Ну, давай, так сподручнее будет. Времени было мало, попросить его зайти в гости, так что мешает кулите сожрать старика? Есть другой вариант, третий этаж невысоко, а окна балкона выходят на козырек, он спортивный, он справится, в худшем случае, чуток ноги отобьет, но ничего не сломает, завтра придет сюда с сотрудниками, выключит телевизор, закроет дверь, больше ноги его в дальней квартире не будет. Никогда еще Рома не думал, что будет так рад видеть этого старого пьянчугу в тельняшке, который свесился с окурком через перила. Дядь Вить, вы только не удивляйтесь больно, парень, я старый пыльный чемодан, меня удивить можно только тем, что портвейн подешевел. Ну, в общем, я пару месяцев назад, когда заезжал, поспорил с корешом, с Ашкой Кожемякиным из пятого подъезда, что смогу с балкона на улицу спрыгнуть. А ты нашел, с кем спорить, хрипло захохотал сосед. Это ж дурак, ПТОшник безрокий, ему лишь бы людей дурить. И где ты его вообще выцепил, он же все время где-то в гаражах пропадает. Дядя Витя, а вы можете тут постоять, пока я спущусь, чтоб подтвердить ему? Я квартирку продал, все вывез, завтра уже новые люди заезжают, а слово пацана нарушать нельзя. Я только сейчас сообразил, что подставляюсь. Этот дурак же всему городу растрезвонит, что я трепло. Какой же я умный и неполным дураком буду выглядеть. Ну, ты ремеу мочишь, покачал головой дядя Витя. Ну, ты, конечно, я акробат. Ну, давай, смотри, не убейся. Ну, если что, я спущусь, соберу тебя. Тут и правда невысоко. Ромка швырнул вниз и чуть в сторону рюкзак, тот приземлился аккурат под козырьком подъезда, закрыл за собой дверь на балкон и несмело встал на подоконник под непривычно равнодушным взглядом соседа. Взялся руками за кромку, повис на ней, примиряясь ногами к козырьку подъезда. Да тут нечего прыгать, он с каната, когда на физре упал в пятом классе и то выше было. Только сгруппироваться. Дядь Витя, до встречи, спасибо. Ну, кажись, все, выкоси, тварь. Рома отпустил руки. Когда его лицо оказалось на одном уровне с открытым окном второго этажа, оттуда молниеносно высунулась длинная рука кулиты, схватила Рому за горло и одним сильным движением затащила внутрь пустой давно заброшенной квартиры снизу. Рома не издал ни единого звука, и окно бесшумно закрылось за ним. Его полностью заряженный телефон остался на подоконнике. В квартире родителей пропало с экрана телевизора никогда не существовавшее интервью Бурнова. Телевизор, давно выключенный из розетки, замолчал. А дядя Витя Алканавт умер во сне еще года за два до того погожего весеннего дня. История двенадцатая Оригинальное название «Дар желаний» Автор Аделаида Огурина Снежинка упала на ладони и растаяла от тепла. Первая в этом году снежинка, которую Лена поймала на ладони. Девушка смотрела на руку и чувствовала, что должна что-то сделать. Никак не могла вспомнить, что. Зачем вообще понадобилось останавливаться? Снимать перчатку? Ловить снег? И лишь только подходя к офису, Лена вспомнила. В детстве у неё был ритуал загадывать желание на первую пойманную в году снежинку. И вроде ритуал даже работал. То, что она желала, появлялось в её жизни. Например, дарили вещь, которую она так хотела, но родители не могли себе позволить, либо не желали покупать. Однажды вожделенная игрушка вошла в жизнь Лены благодаря невысокой пожилой женщине с улыбкой на губах и бесконечной грустью в глазах. Незнакомка однажды зашла к ним во двор и присела на скамейку отдохнуть от жары. В руках она держала Барби в коробке. Барби в одежде принцессы, нежно-светло-лиловом роскошном платье. Игрушка была прекрасно видна из-за прозрачной стенки коробки. И Лена примастившись за качелькой, где, как ей казалось, её не было видно, буквально пожирала куклу глазами. Женщина была одета во всё тёмное, без макияжа, её плечи были опущены и сама она выглядела словно сдутой. Да, именно так. Лене пришла в голову ассоциация со сдутым шариком. И почему-то стало очень грустно. Но лишь на пару секунд. Потому что кукла, такая желанная и недоступная, так сильно выделяющаяся ярким пятном на фоне тёмной одежды женщины, полностью завладела сознанием. «Девочка, иди сюда!» Хотя голос незнакомки был мягким, девочка вздрогнула от неожиданности. Сначала хотела убежать, но потом всё же вышла из своего убежища и подошла к женщине. «Вот, возьми!» сказала та, протягивая яркую коробку. «Я не могу, нет денег, возьми просто так. Я её своей Олюшке покупала, но раз та ушла, то пусть хоть кто-то порадуется. Она, Олюшка, тоже твоих лет была». Лена нерешительно взяла коробку. Она смотрела на женщину и удивлялась, как эта неведомая Оля могла уйти от такой доброй мамы и такой куклы. «Может, она ещё вернётся?» спросила она. Женщина вздрогнула и наклонила голову ещё ниже. «Нет, она не вернётся». «Ну и дура», хотела сказать Лена, но что-то внутри запретило открывать рот. Дома Лена всё рассказала. Она помнила, как родители пытались найти женщину, спрашивали во дворе. Никто не мог помочь, хотя и видели, как-то заходила во двор, а потом ушла. Так кукла и осталась у Лены. Лишь позже девочка поняла, что к чему, и тогда почувствовала себя виноватой. Хотя чем бы она могла утешить в тот момент? Лена сидела перед монитором компа, дела уже были сделаны на сегодня, и она взяла тайм-аут, прежде чем из тёплого офиса окунётся в промозглый осенний вечер, где снег перешёл в дождь, под ногами образовалась грязная каша, а холодный ветер добавлял в картину отнюдь нерадужные краски. Лена думала. По всему выходило, что просто однажды причём не в очень взрослом сознательном возрасте, она перестала загадывать желание на снежинку. А почему? Никак не могла вспомнить. Лишь появлялось какое-то неприятное чувство в сознании. Может быть, как-то не так однажды выполнили высшие силы её желания, и она со злости перестала загадывать, а потом забыла? Скорее всего, так и произошло. Лена хмыкнула и, наконец, решилась выйти из офиса. Через некоторое время пошёл снег. Не тот мокрый комками, что был раньше, а настоящий, пушистый. Лена по какому-то наитию сняла перчатку и подставила ладонь, на которую тут же упала снежинка. А ведь, наверное, только этот снег можно назвать настоящим. Первым в году подумала девушка и, хихикнув, сказала шёпотом, «Хочу увидеть привидение». Лене показалось, что невдалеке хрустнула ветка под чьей-то ногой. Покраснев от осознания того, что кто-то мог её увидеть, а главное услышать, девушка раскраснелась, быстро надела перчатку и пошла по своим делам. Ещё долго недоумевала, откуда ей такая глупость в голову пришла. Наверное, говорящая с призраками пересмотрела. На самом деле Лена относилась к привидениям, как и большинство людей, наверное. Ну, может и есть, но мне уж точно не встретиться. Да и не очень хотелось, если честно. Но вот просто ляпнула, не подумав. Впрочем, какая разница? В то, что её желания сбывались именно потому, что она их загадывала на первую снежинку, Лена тоже не верила. И даже была уверена, что и сейчас не совсем правильно вспомнила. И просто получив таким образом ту же Барби, тогда убедила себя в том, что именно её и желала. Именно её и загадывала. Да и с остальным так. Лена спала плохо. Обычно она сразу же проваливалась в сон без сновидения и даже ночью никогда не вставала, так и спала до звонка будильника. А тут сначала долго не могла уснуть, а потом сон буквально измучил её. Был он тяжёл, душен, странен. Лена проснулась в поту посреди ночи. Проснулась и не могла долго понять, что случилось. В комнате не жарко и достаточно светло от практически заглядывающего в окно фонаря. Мирная, знакомая обстановка, особенно если учитывать, что Лена не боялась темноты. Вот только сейчас её сердце колотилось от страха и недостатка воздуха. Девушка постепенно пришла в себя. Но когда сердце уже успокоилось, а лёгкие перестало сдавливать железным обручем, девушка вскрикнула и инстинктивно закрыла рот рукой. В углу комнаты находилось нечто белесое, туманное, аморфное, в чём с трудом угадывалась фигура. Два тёмных провала глаз смотрели прямо на девушку. Осторожно, медленно, будто нехотя существо приближалось к девушке, по пути обретая форму. И вот у кровати стояла вполне человеческая фигура парня с короткими растрёпанными волосами, белыми, как снег. Теперь его вполне можно было принять за материальное существо. Очень странная правда. Наверное, именно так могло бы выглядеть существо, сочетающее в себе эльфийские и демонические корни. Простая совсем одежда, тёмно-синяя рубашка и брюки ещё темнее, белая кожа того типа, что называют прозрачной. Только у людей она выглядит розоватой, а тут с голубым оттенком, поскольку, видать, кровь у этого существа была синей или голубой. Взгляд больших глаз холодил, словно прикосновение ко льду, а тонкие губы кривились в печальной усмешке. «Ты не выполнила обещание», сказал парень. Его голос звучал мягко и певуче, словно стук льдинок наполненный водой бокаля. «Какое обещание», заикаясь от страха, проговорила девушка. Парень помотал головой. «Тебе не меня нужно бояться», сказал он, и его взгляд обдал Лену печалью. «А себя». Потом он отошёл от кровати Лены и сел на кресло рядом с окном. Девушка не осмелилась ничего говорить, пока незнакомец снова не сказал сам. «Меня предупреждали, что людям нельзя доверять. Ни взрослым, ни детям. Но ты была такая милая. Да и что бы вредного ты могла пожелать?» «Что? Ты серьёзно?» «То есть...» Лена начала понимать. «Это моё желание на первый снег, это правда?» «Да, только ты сама впервые пожелала на снежинку, и так поэтому пошло. Могла бы пожелать на Новый Год, и получала бы ещё подарок от моего дара». «Кто ты вообще?» «У меня много имён среди людей, как и обличий. Это неважно на самом деле. Считаю, что я просто дух, достаточно могущественный дух холода, но не слишком, чтобы быть ещё и умным». Так, Лена вновь начала немного отходить от страха. И какое обещание я не выполнила? Парень улыбнулся, и Лене показалось, что глаза его сверкнули. А девушка погрузилась в те воспоминания, которые хотела забыть. Впрочем, почему хотела? Она весьма успешно их забыла. Её желания действительно выполнялись, и всё было замечательно. Пока в двенадцать не пожелала увидеть настоящих монстров. Но только вместе с несносным Валькой, который в монстров не верил и поднял её на смех. В тот же день во сне она видела сны в то время, Лена увидела этого странного парня. И тот предупредил, что желание может быть опасно, в том числе и для неё, и что девочка ещё может его отменить, пока не сбылось. Тогда Лена вместо того, чтобы послушать, надула губки и заявила, что ей всё равно, Валька должен увидеть. Ну и она сама и загадала это желание. Помни, что ты увидела тогда, Лена вспомнила. Что их понесло в ту подворотню? Всю компанию детей, что собралась тогда во дворе их большого дома. Там сидел самый настоящий монстр. Существо было под два метра высотой, длинным, чем-то напоминающим по самой походке динозавра или кенгуру. Сутулое, белесое, голое, с огромным телом, которое практически лежало между двух мускулистых, длинных, словно кенгуриные ног. Спереди из того тела поднималась грудь, или сразу шея, длинное, покрытое, как и остальное тело пупырышками и волдырями. Несколько из них лопнули со странным свистящим звуком, разлив на землю мерзкую зеленоватую жижу, пахнущую сладко, кисло и гнилостно одновременно. На шее создания каким-то невероятным образом умещались три раздутые, качающиеся во все стороны головы. Правда, только одна голова выглядела живой, так как глаза были открыты, и черные без разделения на зрачок, белок и радужку смотрели на детей. Носа не имелось, зато рот был длинным и постоянно открывался, словно через него именно существо дышало. В эти моменты были видны острые зубы иглы. Также у монстра имелись и руки. Тоже непропорционально длинные, тонкие, но жилистые, с когтями, с замазанными чем-то бурым и темным. Никто из детей не побежал тогда. Все словно лишились возможности вообще двигаться. Может быть, так воздействовал на них запах из лопнувших волдырей? Лена отчетливо вспомнила этот запах сейчас и опять была вынуждена признать. Несмотря на то, что тошнота подкатила горло от воспоминания, как появлялась на свет эта жидкость, запах был самым чудесным, что она когда-либо ощущала. Таким он казался и тогда. Существо открыло рот и на этот раз был виден его черный язык, узкий, раздвоенный на конце. А потом события стали разворачиваться молниеносно. Протянув руки, существо быстро схватило того самого злосчастного вальку и быстро подтянув его к рту, который раскрылся словно кошелек, с хрустом откусило мальчику голову. Только сейчас все остальные обрели способность передвигаться и бросились прочь. Лена тоже, только она почему-то бросилась бежать последней и услышала злобный смех в спину, а потом почувствовала, как на плечи легли тяжелые руки. Девочка вскрикнула, когда ее потащили назад, а запах стал совсем удушающ, но тут снежная пурга подхватила девочку и понесла куда-то. Лена зажмурилась и уже через несколько секунд все резко прекратилось. Запах, ощущение рук на плечах. Девочка открыла глаза. Она стояла на плоской крыше дома, а рядом был тот самый парень из сна. Только тогда он не казался ей холодным, наоборот, от него словно исходило какое-то тепло. Такое манящее, что Лена не выдержала и, уткнувшись в плечо опустившегося перед ней на одно колено незнакомца, дала волю слезам. Когда слезы прекратились, девочка чуть отошла и с удивлением уже посмотрела на юношу и, как показалось, поняла, кто он. «Так ты выполняешь желание?» «Нет», покачал головой парень. «Я всего лишь смог сделать так, что одно твое желание в году сбывается. Я не решаю, давать ему жизнь или нет. Но если ты отменишь желание до того, как сбудется, то...» «Я не знала об этом. Я рассказывал тебе во сне, помнишь?» «Да, но я думала...» «И что теперь?» со всей отчетливостью перед Леной встал монстр. «И теперь ничего не можешь изменить?» «Могу. Я ведь спас тебя. А что касается Вальки, я тоже могу изменить. Но ты должна отказаться от Дара». «Отказаться?» Лена задумалась. «То, что произошло, было ужасно, да, но она же не виновата, что ей ничего не сказали. Да и Валька, он вроде слышал, Лена, был не самым лучшим сыном, да и всё же ужасно. Но Лена стояла растерянная. «Ты думаешь?» удивился парень. «Ну да, ты же спросил, сказала Лена. Я не решила». «Зато я решил», хмыкнул парень. «Я был неправ, когда дарил тебя». «Нет, нет, запричитала Лена, я согласна, но можно не навсегда». «Но правда, Валька этого не стоит». Парень посмотрел на девочку как-то печально. «Посмотрим», сказал он, «через двадцать лет». «Но ты должна пообещать, что за эти двадцать лет ты ни разу ничего не попросишь». «Пообещать мне, это всё равно, что поклясться, это нельзя нарушать». И исчез. А на следующий день Валька был жив и вновь смеялся потом Лена забыла про монстра. «Как? А вот так». Она чувствовала вину за то, что сделала тогда и за то, что долго думала. И вообще было неприятно. И вот теперь, спустя столько лет, пришлось вспомнить. «И что же сейчас?» спросила она. «Двадцать лет ещё не прошло, да?» Парень не отвечал. И Лена вдруг почувствовала злость. И начала почти кричать. «Я была ребёнком, и мне ничего не объяснили. Ребёнок не может, и я забыла. Разве для людей двенадцать лет ещё ребёнок?» спросил парень. И Лена сразу стихла. «Что же теперь?» снова спросила она. «Тебе?» «Ничего. Мне». «Что?» недоуменно спросила девушка. И перед глазами снова пронеслась пурга, но уже через секунду в комнате никого не было». Лена пялилась в темноту судорожно вспоминая. «А что случилось? Что за сон ей такой приснился, что она чуть ли не впервые во взрослой жизни проснулась среди ночи?» Вспомнить так и не смогла. Поэтому просто уснула вновь. На следующий день в курилке у начальницы отдела было хорошее настроение, и она разговорилась. Рассказала, кстати, смотря на опять пошедший снег, что у неё такой ритуал есть. Лепит снежок в первый раз в году и загадывает желание. «Знаете, девочки всегда сбываются», смеясь рассказывала она. «Иногда даже странно так, но в детстве мы все в чудо верим, и меня не очень удивляло». А уж потом задумалась, правда, так и не смогла понять. Над кем другим может тоже посмеялись бы в тихомолку. Но Лариса Дмитриевна, хотя и была дамой строгой, но и патологически справедливой даже тогда, когда ей самой это было невыгодно. Поэтому в отделе к ней относились с уважением. Ну, посмеялись все вместе, отпустили пару шуток и все. «Вот бы мне так проговорила Лена тогда задумчиво. Хотя бы в детстве. Я в чудеса верить перестала лет в восемь». «Почему?» «Да вот, очень хотела себе Барби, но прям так сильно. Обычно детские желания быстро проходят, а я несколько месяцев грезила, и Деду Морозу заказывала, и на день рождения, и такой замечательной девочкой послушной была. Просто не бывает таких. Даже мама не удивилась, а испугалась похоже». «И подарила?» «Нет», помотала головой Лена. «В тот год отец попал в автокатастрофу. Нужны были деньги на операцию, лечение, реабилитацию. Мы питались одними пельменями несколько месяцев. Какая уж там Барби. Потом все полегче стало, но уже через полтора года. Тогда мне было не до Барби. Заинтересовалась рисованием, и родители оплатили школу и все принадлежности. Тоже недешевая, но в чудеса я больше не верила». «Это зря», сказала начальница. «Все в жизни бывает». Лена лишь улыбнулась вежливо. Вступать в глупый спор сейчас она не хотела. Не стоил он того. История тринадцатая Когда мне было четырнадцать лет, мои родители погибли в автокатастрофе. Не нужно соболезнований и всякого такого. Я давным-давно с этим смирился. Жизнь с ними была не особо радужной, но я по ним скучаю. Если они меня чему и научили, так это тому, что нельзя сидеть и упиваться с жалостью к самому себе. Мне жаль только, что из-за них я оказался родственник. Немножко странный, немножко непохожий на всех остальных членов семьи. Такой была и тетка Луиза. И еще она была нашим самым близким родственником из живущих. Папина семья жила на другом конце континента. Мамины родители умерли, когда она была ребенком. Тетка Луиза, сестра ее матери, моя двоюродная бабушка, жила всего в часе езды от нас. Когда мои предки были живы, мы редко навещали тетку Луизу, и, честно говоря, я ожидал, что она откажется от меня. Когда с ней связалась социальная служба и предложила забрать меня, я на сто процентов был уверен, что останусь под опекой государства или перееду на другой конец страны. Но она согласилась. Не знаю, надавили ли на нее, или она проявила жалость, в детали меня не посвятили. Тем не менее, я был удивлен тому, какой милой тетка была со мной первые три дня моего пребывания в ее доме. Хочу кое-что прояснить. Хотя тетка Луиза была раздражительной, чудаковатой, странной, грубоватой, добавить сюда еще несколько менее лестных эпитетов, она не была злобной мегерой. У нее была резкая, даже грубая манера речи, но сама тетка не была жестокой. До этого я знал о ней немного, да и не особо стремился узнать, но был уверен, что тетка была замкнутой и не особо любила людей, так что я сделал из этого вывод, что она была ворчливой мегерой затворницей. Что меня реально удивило, когда я переехал к ней, так это то, насколько все вокруг казалось нормальным, по крайней мере, на первый взгляд. Тетка Луиза готовила, прибиралась, смотрела телек, болтала с соседками по телефону и так далее, как и все остальные люди. Она сразу сказала мне, что многого от меня не требуется, по крайней мере, не больше того, что требовали родители. Не гуляй допоздна, предупреждай, если задерживаешься, сделай домашнюю работу, прежде чем садиться за телевизор, убирай за собой, ну и так далее. Было, однако, одно странное правило. Реально странное на фоне всех остальных правил. Поначалу я решил не заморачиваться об этом. У стариков иногда бывают заскоки, и я списал все на эти заскоки. Я ошибался. Тетка требовала, чтобы каждый раз, когда я заходил или выходил из комнаты, я сразу закрывал за собой дверь. Неважно, что я собирался пробыть в этой комнате пару мгновений, и если я заходил в комнату, я должен был немедленно закрыть дверь. В первые недели в новом доме я часто забывал об этом правиле. Тетка неустанно напоминала мне о нем. «Закрой эту проклятую дверь!» Орала она каждый раз, как я о нем забывал. Тетка из любой части дома могла почуять оставленную нараспашку дверь. Ее дом был старым, тетка была его первой владелицей. Она жила там с тех пор, когда мама была еще маленькой девочкой. Я понятия не имел, насколько он старый. Ему запросто могло быть больше сотни лет, судя по его виду и проектировке. В доме было два наземных этажа, цокольный этаж и подвал. Я знатно удивился, когда обнаружил еще и подвал. Занимаясь стиркой, я заметил в дальнем конце прачечной дверь, конечно же закрытую. Цокольный этаж стоял недоделанным, пол тут был покрыт грязью, тут и там громоздились кучи всякого хлама. Единственной комнатой на цокольном этаже, где можно было ходить без страха на что-то наступить или обо что-то споткнуться, была эта прачечная, единственная комната с покрытым полом. Поперек двери, которую я нашел, лежала доска, которую я с легкостью отодвинул. Тетка Луиза словно обозначила границу, дальше не ходить. Мое любопытство тут же взяло надо мной вверх, и я отодвинул доску и попробовал открыть дверь. Она была заперта. Я не сразу понял, что в этом странного. Позже до меня дошло, что это была единственная дверь в доме, кроме входных, которую тетка Луиза держала запертой. Как-то раз я спросил тетку об этой двери, пока она была занята готовкой. Дверь на цокольном этаже, отозвалась она. Это дверь в подвал, там нет ничего интересного. Я в основном держу там свои заготовки, в подвале для этого достаточно холодно. Понятно, ответил я. Это не объясняло того, почему дверь держали закрытой. А если бы мне понадобилось туда заглянуть? Господи Иисусе, парень, чего тебе там надо? Я увидел, что тетка изменилась в лице. У нее на все было одно выражение лица, раздраженное, будто кто-то забрызгал грязью ее чистенький коврик. Опять же, выражение лица у тетки было куда сердить и чем она сама на самом деле. Однако вот так она обычно и ходила. Но когда она услышала, что я хочу узнать, что находится за запертой дверью, брови у нее поднялись, а рот на секунду скривился, прежде чем она снова заговорила. Изменения были практически неуловимы. Другие могли этого и вовсе не заметить, но к тому времени я уже достаточно знал о тетке Луизе, чтобы понять, что это ее выражение было эквивалентно воплю ужаса. И я понял, что мне обязательно нужно увидеть то, что находится за дверью. Видите ли, я всегда был любопытным. Никогда не мог так просто забыть о том, что возбудило мое любопытство, даже если здравый смысл подсказывал мне обратно. Теперь я хотел ни больше, ни меньше увидеть, что находится в подвале. Но как справиться с замком? Он представлял собой существенную преграду. Тетка Луиза хранила все ключи на одном кольце, и я подумал, что ключ от подвала должен быть среди них. Нужно было только придумать, как забрать у нее этот ключ. Это оказалось не так уж просто. С одной стороны невозможно было передвигаться по дому бесшумно. Я не мог пробраться из своей спальни в теткину без того, чтобы открыть и закрыть все двери, встречающиеся на пути. Мою дверь, дверь в дальнем конце коридора и дверь в теткину спальню. Поверьте, если бы я просто оставил все двери открытыми, она бы об этом узнала. Однажды ночью я вышел в туалет и забыл закрыть дверь в коридоре. Едва я добрался до туалета, как тетка не просыпаясь крикнула мне «Закрой эту проклятую дверь!» Я поспешно вернулся и закрыл дверь в коридор, забыв закрыть дверь в туалет и снова услышал «Закрой эту проклятую дверь!» Кроме того, дверь в комнату тетки Луизы скрипела и чтобы ее открыть, нужно было прилагать дополнительное усилие. Поэтому дверь открывалась сбуханьем и долгим скрипом. Открыть дверь так, было невозможно. Из-за этого на какое-то время я забыл о двери в подвал. Сунул свое любопытство на заднюю полку и просто какое-то время пытался поладить с молчаливой старушкой. Жить стало намного легче. Мы прекрасно ладили, пока я помнил о том, что нужно держать все двери закрытыми. Она не лезла ко мне со всякой ерундой, а я не лез к ней. Дом был довольно тихим, в отличие от того, где я привык жить. Я даже больше не заморачивался на тему того, что любое помещение в доме, в которое можно было попасть через дверь, всегда стояло с закрытой дверью. Напротив, я бы удивился, если бы какая-то дверь оказалась открытой. Так я дожил до того дня, когда тетка Луиза заснула за просмотром телевизора. Стоял довольно жаркий летний день. Луиза меньше парилась насчет открытых окон, чем открытых дверей, но все равно открывала только одно окно в комнате и в тот день было открыто одно окно, которое не слишком-то помогало притоку свежего воздуха в дом, в котором все помещения были заперты из-за придури тетки Луизы. Так что тетка естественно задремала. А я ухватился за свой шанс. Я практически сразу нашел ее ключи и направился к лестнице. Если она проснется, когда я открою дверь, я просто скажу, что решил заняться стиркой. Но она вряд ли проснется, если только я не забуду закрыть дверь. А к тому моменту это уже вошло у меня в привычку. Я спустился вниз, почему-то на цыпочках, хотя еще не достиг запретной территории. Я чувствовал себя виноватым, несмотря на то, что тетка Луиза нет, сейчас. Дверь на цокольном этаже была прикрыта, но, как всегда, не заперта. Я просочился внутрь и закрыл ее. Подождал пару минут, прислушиваясь к тому, не ерзает ли тетка Луиза в кресле, собирая вставать, и не окликает ли она меня с вопросом, чего я забыл на цокольном этаже. Тихонько пробравшись к двери прачечной, я открыл ее, проскользнул внутрь и как можно скорее цепочку выключателя и дернул за нее. В комнате разгорелся слабый, жутковатый свет. Я никогда не воспринимал свет здесь как жутковатый, но сейчас он именно таким и казался. Что-то во всей этой затее заставляло меня нервничать, но любопытство пересилило тревогу. Я подкрался к двери и отодвинул от нее доску. Тетка Луиза, по-видимому, придвинула ее обратно после моего последнего визита. На секунду я задался вопросом, зачем она это сделала, но затем отбросил его и вытащил кольцо с ключами. Я нашел нужный ключ с третьей попытки и услышал громкий щелчок открывающегося замка. Я замер с колотящимся сердцем, ожидая услышать вопль с верхнего этажа. Тишина. Дверь открылась. Тихо, словно невидимка. Лестницу впереди ничего не освещало. Я даже не видел цепочки включателя. Мой мозг умолял тело, чтобы оно развернулось и забыло об этом маленьком приключении, но я проигнорировал его и двинулся вниз по лестнице, держась для верности за стенку. Оказалось, что крошечный источник света тут все же был. Вентиляционное отверстие в потолке. Света было немного, но я увидел цепочку выключателя всего в нескольких шагах от лестницы. Не самое удачное место, лучше бы его разместили прямо рядом с лестницей. Но я подошел к выключателю по довольно тесному, как оказалось, коридору и дернул за цепочку. Загоревшийся свет был еще слабее, чем в прачечной, если такое вообще было возможно. Я даже не сразу понял, что он включился. Я гляделся по сторонам и понял, что тетка Луиза в самом деле хранила здесь свои заготовки. Я был немного разочарован, что у тайны оказалась такая прозаичная разгадка. Несколько мгновений секретный подвал казался именно тем, для чего он и был предназначен. Вот только я чувствовал дуновение теплого ветерка, которому неоткуда было взяться в тесном подземном помещении с холодным воздухом. Меня одолевало ощущение неправильности, довольно сильное ощущение, и тут я понял, что длинные ряды полок с банками упираются в дверной проем. Дверной проем, в котором нет двери. Осторожно ступая, я двинулся вперед, вытянув перед собой руки. Комната впереди была темной и пахла задхлостью. Я не видел источника теплого ветерка, но заметил, что чем ближе я подходил к комнате, тем теплее он становился. К тому времени, как я добрался до входа в туннель, почему-то я начал думать об этом месте как от туннеля. Воздух стал не просто теплым, он стал влажным, зловонным. Запах превратился из задхлого в какой-то прелый. Ощущение неправильности стало сильнее, чем когда-либо. Мне нужно было выбираться отсюда, зачем я вообще подходил ближе. Света было немного, но я видел очертания еще одной двери на другом конце комнаты. Она была приоткрыта. Видеть приоткрытую дверь в доме тетки Луизы было все равно, что видеть в чьем-то еще доме разбитое окно. Это было неправильно. Так не должно было быть. Но все же я больше не находился в доме тетки Луизы, так ведь? Этот туннель не был построен вместе с домом. Я откуда-то это знал. Он появился раньше дома. Намного раньше. Это место присоединилось к дому тетки Луизы только по недосмотру строителей, которые и сами не поняли, что откопали. Лучше бы они это и не откапывали. Мне потребовалось пару секунд на осознание того, что в комнате впереди в той самой комнате, куда я собирался зайти. Что-то двигалось. Свет был слишком слабый, чтобы разглядеть, что там происходит, но впереди было какое-то движение. Непрерывное, медленное, ленивое движение. Вдоль стен, вдоль пола. Я слышал тихое чавканье из каждого уголка, что-то ползал, расправляя свою мягкую плоть. И наблюдало за мной, ждало, когда я пересеку эту комнату и закрою дверь на той стороне, навсегда отгородившись от того, что может оттуда прийти. Я слышал сосущие звуки, что-то бесформенное, студенистые, растягивалось и сжималось в темноте. В это мгновение на меня снизошло понимание. Я был не первым человеком, оказавшимся возле этого входа, возле двери, которая не может быть закрыта. Далеко не первым человеком, видящим другую дверь, ту, которой здесь быть не должно, открытую с другой стороны, знающим, что она всегда будет открыта, пока кому-то не хватит смелости пересечь порог и закрыть ее. У тети Луиза не хватило на это смелости, так что она сбежала. Она держала все двери в доме закрытыми, тщетно надеясь, что это предупредит ее, когда то, что находится за той проклятой дверью, наконец-то явится за ней. У меня тоже не хватило смелости. Я развернулся и убежал, и больше не возвращался. Когда мне исполнилось шестнадцать, я съехала тетке в социальное общежитие. Как только мне исполнилось восемнадцать, я получил работу на севере и переехал туда. Я никогда больше не возвращался к тетке и никогда не звонил ей, пытался даже не вспоминать о ней. Но я в этом не преуспел. Я все еще вспоминаю о том дне, когда стоял в дверном проеме, вспоминаю что-то чавкающее, извивающееся и ждущее меня в темноте. И я задаюсь вопросом, хватило ли тетке Луизе сил пересечь комнату и закрыть эту проклятую дверь. История четырнадцатая Миша не ждал от Нового Года ничего плохого. Правда, и хорошего тоже. Он не отмечал этот праздник, и из-за событий, случившихся ровно четыре года назад. Старался не ворошить прошлое, но память всегда возвращалась незванно и нежданно. Но самое сложное для него в этот день не переживать все по новой в голове десятки раз, а врать четырехлетнему сыну, почему его сверстники радуются Новому Году, а в их семье эта тема под запретом. Его жена Катя в такие моменты всегда, если имелась возможность, уходила в спальню и тихонько плакала. Михаил, как отец, брал на себя обязанность выдумывать ерунду, лишь бы сын отстал с режущими душу вопросами, а после шел успокаивать супругу. Который год одно и то же. 31 декабря молодая семья навестила только Мишиных родителей, потому что родственники Кати некоторое время назад переехали в деревню, находящуюся в ста километрах от города. К ним собирались ездить на новогодних выходных, сразу на несколько дней. У родителей Кати в деревеньке Миши почему-то нравилось больше, чем дома. Там ощущалось спокойствие. Он все чаще задумывался, не переехать ли его семье тоже в глухомань, в собственный дом. Уж там-то точно не случилось бы. Для Миши сидеть за столом с его многочисленной, разношерстной родней было мукой до сих пор. Катя еще хоть как-то держалась, выдавливая из себя улыбку и поддерживая разговор, но ее мужу в такие моменты становилось паршиво. Он уходил в себя и прятался там на протяжении всего застолья. Он понимал, что изменился и точно не в лучшую сторону, но сделать с собой ничего не мог. Или не хотел. Из-за этого родственники с осторожностью затрагивали любые темы, лишь бы не наступить на больные. Со стороны это было похоже на ориентирование в кромешной темноте, когда ты босой и знаешь, что по полу рассыпаны изогнутые ржавые гвозди. Только вся их осторожность как обычно делала лишь хуже. В десять вечера сын уже лежал в своей постели. Катя заправила для него одеяло конвертиком, как он любил, но в тот вечер Пашка мечтал не об этом. Он не хотел засыпать так рано, зная, что в этот праздник все дети ложатся спать, когда вздумается. Пашка завидовал им, но также знал, что мама будет плакать, если когда Катя все-таки удалось усыпить сына, она вернулась в спальню. Миша уже дрых, изредка похрапывая и громко сапяносом. Она завалилась рядом, накрылась одеялом с головой и зарыдала. Тихо, в подушку, чтобы никто не услышал, как делала на протяжении четырех лет почти каждую ночь. В какой-то степени ненадолго ей становилось лучше от пролитых слез. Рано утром Мишу и Катю разбудил детский крик. Сначала они не поняли, что происходит, лишь недоуменно пялись друг на друга сонным испуганным взглядом. Секунда времени и до них доходит, кричит Пашка, и еще через секунду понимает, что это крик радости. «Ура!» вопит мальчишка. «Елка! Ура! Новый год! Подарочек!» Катя смотрит на часы. «Семь двадцать один!» Миша растерянно бормочет. «Какая елка? Ты что, наряжала?» «Нет!» «Когда, по-твоему, ночью?» раздраженно перебивает жена, вскакивая с кровати. То, что супруги увидели в гостиной, привело обоих в шок. В углу комнаты на табуретке стояла елка, закрепленная на деревянном крестообразном держателе. Настоящая. Из леса. Метра полтора высотой, она была украшена игрушками, мишурой. Даже звезда на макушке имелась. Пашка радостно прыгал вокруг и припевал. «Маленькой елочке холодно зимой». Пока Михаил пытался понять происходящее, рассматривая, как загимнетизированную переливающуюся звезду, Катя ощущала бегущие по спине мурашки. В этом она была спец. В мурашках. Она знала, что это проявление ее слабости и страха. «Не может быть, кто поставил елку? Пашутик, ты?» спросила его мама. Миша сдавленно кашлянул, сдержавшись. Он ненавидел, когда жена называла ребенка Пашутиком. «Он не смог бы нарядить елку, Катя», изрек очевидная Миша. «Я знаю», только и процедила жена. Она не могла взять себя в руки. Ее било дрожью от накатившего ужаса. Под украшенной кем-то елкой лежала большая коробка, запечатанная в подарочную упаковку и обернутая розовой шелковой лентой. Пашка уже обхватил ее руками и пытался потрясти. Если бы только Миша знал, что там, он бы вырвал коробку из рук сына. «Тяжелая там машинка, как я хотел, пожарная, большая, можно?» Прежде чем его родители что-либо сказали, сын уже разворачивал обертку. Под лентой лежал незамеченный поначалу листочек бумаги, свернутый вдвое, и он, выскользнув, упал на пол. Катя подняла его и раскрыла. Записка. Всего несколько слов, но из-за них у девушки защемило в сердце и закружилась голова. «Поиграл, возвращаю. С Новым годом!» написано на клочке бумажки. Миша сразу понял. Призрак вернулся. Когда Катя завопила, «Павел, не смей открывать!» было уже поздно. Сын разорвал упаковку и в предвкушении сдергивал крышку. Еще мгновение, и он закричал снова. Только на этот раз от испуга. Миша вовремя схватил его за подмышки и уволок в спальню. Сказал, «Сиди спокойно и не реви, я сейчас вернусь». Ему не хотелось оставлять плачущего сына одного, но еще меньше хотелось оставлять жену наедине с содержимым коробки. Да его и самого било во зноби от происходящего. Мужчина быстро открыл шкаф с вещами, выдвинул ящичек для документов и кое-что оттуда достал. Прошлое. То, что хранил несколько лет, никому не показывая и что всегда придавало надежду их семье. То, что когда-то было единственной, хоть и тупиковой уликой, сжал это в кулаке, едва сдерживая выпирающий наружу гнев. Проходя мимо входной двери, он вдруг замер, увидев ее приоткрытой. По спине проскользнул холодок. Получается, ночью он вскрыл замки и устроил этот жуткий спектакль. Это находился в нашей квартире, ужаснулся Михаил. Его мысли перебил перепуганный визг жены из комнаты. Он с трудом заставил себя пойти туда. Ноги обмякли и не слушались. Катя сидела с коробкой на коленях на грани нервного срыва. Дрожащие руки были сложены чашечкой, а в них что-то лежало. То, на что она с ужасом уставилась, отчего стонала и рыдала как ненормальная. В груди Миши что-то сдавило. «Это... это её... Я узнала... Вот родинка рядом с ноготком на мизинчике... Это её... пальчики...» Сквозь слёзы и сопли донеслось до Миши. Стоило ему заглянуть внутрь коробки, как из его глотки вырвался жуткий стон. Там лежало остальное. Он в панике переводил взгляд то на Катю, то на записку из коробки, то на скомканное в своём кулаке прошлое из ящика. Потом сравнил кривой, будто бы детский почерк. Всё сходится. Один и тот же. В памяти всплыл тот роковой новогодний праздник, с которого всё закрутилось. Когда жена позвонила ему на работу и долго, истерично что-то вопило в трубку, а он сквозь её истерику пытался разобрать слова. Так уже случалось не раз. Вторая беременность жены проходила крайне эмоционально. Только этот звонок с самого начала не был похож на очередной каприз беременной. Михаилу удалось разобрать лишь пару фраз. Ева пропала из машины и приезжай быстрее к торговому центру. Этого было достаточно. Уже потом выяснилось, что их трёхлетнюю дочь похитил неизвестный. Расследование шло долго, но не было найдено ни единой зацепки, ведущей к девочке или к преступнику. Надежда найти её живой быстро растаяла, как масло на сковороде. Катя всю оставшуюся беременность наблюдалась у врачей и психологов. Ей диагностировали угрозу выкидыша на почве испытанного стресса, но в больнице удалось поправить здоровье. Однажды Катя сказала Михаилу, что Миша. Тогда Миша впервые испытал отвращение к любимому человеку. Самое интересное, что никто не видел, как похититель подходил к автомобилю. Днём посреди большой парковки торгового центра даже камеры наблюдения ничего не зафиксировали. Газетчики прозвали преступника призрак, а иногда Миша и Катя казалось, что так и было на самом деле. Призрак забрал самое дорогое, что у них было. оставив лишь сложенную вдвое записку под дворником их авто. Поиграю и верну. С Новым Годом! С Новым Годом, мама! Автор Елена Евсеева Кто-то толкает в бок. Саша проснулась и вскочила с кровати, осмотрелась. Никого нет. Посмотрела на часы. Уже десять утра. Голова раскалывается. Вчера опять перебрала спиртного. Саша прошла в детскую, еле как переступая через раскиданные игрушки. Хотя немного игрушек она перешагнула, в основном на полу валялись бутылки разного цвета и с разными этикетками. Были там и из-под пива, и из-под водки, но были и красивые, из-под коньяка. Ими больше всех остальных бутылок любил играть Димка. Он расставлял их и что-то бубнил под нос, пока весёлая компания распевала и смеялась. Она остановилась, разглядывая их и задумалась. Скоро Новый год сегодня? Какое число она не знала. Каждый день как один. Сотовый телефон она давно продала, телевизор разбился, как-то в очередную весёлую гулянку кто-то не удержался на пьяных ногах. Димка тогда очень плакал, что больше не будет мультиков, но мать только накричала на него и отправила спать. Димке уже три годика хороший мальчишка растёт, добрый, общительный, видел бы его отец. С этими мыслями головной болью Саша зашла в детскую. Малыш ещё спал. Она любила сына, любила, когда трезвая, но она ненавидела Новый год. Всем сердцем и душой проклиная этот весёлый праздник. Она любила сына, но когда жгучая отрава попадала в неё, она просто забывала про свою любовь. Скоро Новый год, надо купить подарок сыну и про дочку не забыть. Но на что купить? Нет, это не её праздник. Прошла в прихожую, на шкафчике лежала куча бумаг. Проклятые коммунальщики, свет отключить обещают, в Новый год и без света, ругается хозяйка квартиры. Она подошла к небольшому зеркалу с огромной трещиной, посмотрела на отражение. Но красивая же, молодая, хотя какая молодая, двадцать восемь лет уже, волосы чёрные, взъерошенные, местами седые. Старуха немолодая, под глазами мешки, дешёвая туша размазана, тьфу, на неё, неважно. Саша пошла в кухню. На столе горнем этой посуды, окурки и бутылки. Она набрала из-под крана воды и одним глотком выпила. «Мама», она обернулась, но никого не было. «Белочка, что ли?» подумала женщина. «Мама, сегодня Новый год, пора готовиться. Почему ты не поставила ёлку?» «Димка опять будет плакать, ему нельзя плакать. А если опять начнётся отдышка?» Саша присела на старую табуретку и задумалась. «Димке нельзя плакать, у него астма. Когда сильно плачет, то начинает задыхаться. Она любит сына и всё старается делать для него, но алкоголь он не даёт любить. Не даёт правильно мыслить». Женщина понимает, но так ей легче. Легче не думать, не помнить. Опять голос. «Мама, надо помыть посуду и приготовить Димке кашу». «Да что со мной такое?» вскрикнула Саша. «Кто здесь?» Но в кухне никого. Женщина посмотрела в окно. Шёл снег, погода спокойная и тихая, люди с пакетами, весёлые дети с подарками. Наверное, с утренника идут домой. Это другой мир. Это не её мир. В её мире грязно и темно, и всё пропитано алкоголем и слезами. «Мама, ты не должна так жить, твой мир прекрасен, в нём есть Димка». К голосу в голове Саша начала привыкать. Она подошла к раковине, перемыла посуду, убрала кухню. Голова очень болела. Саша постучала в дверь соседки, хотела спросить аспирин. Соседка тётю Валя всегда выручала её, присматривала за сыном и за дочкой, когда Сашу вызывали на работу. Тётя Валя открыла. «Сашка, Сашка, ну зачем ты губишь свою жизнь? О сыне подумай». «Эх», с этими словами она протянула ей таблетки. Женщина опустила голову и ушла к себе в квартиру. Проснулся сын. Малыш прибежал, обнял мать за ноги. Милый, кудрявый мальчик, такой худенький, но самый родной в этом мире. Саша подняла его на руки и поцеловала. Он обнял её за шею. «Мама, скоро Новый год!» опять говорил голос в голове. Она посадила сына на табуретку и выпила аспирин. «Знаю я, знаю я!» крикнула женщина. Продуктов не было. Всё, что было, закончилось. Вчера были гости, вечеринка. Да, не вечеринка, просто пьянка. Собутыльники приходили только со спиртным, а закуска, конечно, с хозяйки. Стук в дверь. Саша открыла. На пороге стояла соседка с тарелкой манной каши. Она знала, что вчера в этой квартире неплохо гуляли и, как было всегда, кормить малыша было нечем. Она протянула тарелку и молча ушла, хлопнув дверью своей квартиры. «Мама, ты знаешь, что Димка любит мандарины? Хотя ему нельзя. Ты купи ему бананы. Бананы ему можно», говорил голос в голове. Она поставила перед малышом кашу. Димка жадно начал есть. Мать смотрела на него и думала. Маленький и самый дорогой. Всё, что осталось родного в этом мире. «Мама, там в комоде в спальне подарок для тебя. Папа приготовил, но не успел подарить. Открой второй шкаф». Саша прошла в спальню к комоду и открыла. Вещи мужа так и лежали сложены. Она не открывала этот шкаф уже год. «Зачем?» В задней стенке она нашла коробочку. Колье. Красивое колье из белого золота, камни переливались красивым сиреневым цветом. Красота да и только. Как огоньки на ёлке, как маленькие звёздочки. Саша сидела у комода и плакала. «А это что?» сказала вслух она и достала свёрток. «Деньги. Пачка денег, перетянутая резинкой. Вот это сюрприз. Надо сегодня отметить такая находка. «Мама, купи Димке ёлку и бананы». Голос в голове не исчезал. «Да, да, ёлку». Денег было достаточно и на ёлку, и на подарок сыну. Да и долги отдать хватит. Саша побежала к Димке, схватила его на руки и начала целовать. Малыш смеялся. Она быстро одела сына, и входная дверь хлопнула. Они шли по улице. Давно они так не ходили. Сын разглядывал витрины, всё светилось разными огоньками. Возле супермаркета стояла большая ёлка. Димка замер от этой красоты. Она сама стояла как заворожённая от мигающих огоньков. Он не видел такой красоты. Когда ему был годик, у них была ёлка, большая и красивая, но Димка был маленький и, наверное, не помнил. Второй Новый год в его жизни был чёрным, страшным, пропитанным болью и слезами. Мама опять в голове голос. Надо всё успеть. Саша с сыном набрали продуктов, конфет, фруктов и всего-всего. Она остановилась у витрины с алкоголем. Столько всего и деньги есть. Как же не выпить? Как пройти мимо? Мама нет. Опять этот голос. Димка потянул мать к игрушкам. Она оторвала взгляд от витрины, посмотрела на малыша. Он тянул её за руку и смотрел такими милыми карими глазками. «Мама, купи Димке самолётик, он очень хочет самолётик», говорил голос. С огромными пакетами они вернулись домой. Димка радовался, бегал по квартире с новым самолётиком и уничтожал бананы. Саша всё успела. Заплатила за электричество, заказала ёлку, привязали быстро, даже коробку с ёлочными украшениями в подарок. И огоньки, красивые белые ангелочки. Голова начала проходить, хотя она и не заметила этого. Они были счастливы. В дверь постучали. «Саня, бухнём!» Держа в руке и протягивая ей бутылку дешёвой водки, стоял Витёк. «Пошёл вон и больше не приходи сюда!» крикнула хозяйка квартиры и закрыла дверь перед его носом. Он ещё стучал какое-то время, но, видимо, надоело, и он ушёл. Мать сыном наряжали новогоднюю красавицу. Димка подбегал к матери, обнимал её за шею, поцеловал в щёку и смеялся. Вот оно счастье. Счастье видеть сына счастливым, счастье уютного дома, счастье семьи. И они были счастливы. «Мама, а Димка уже не писает в кровать, он очень хочет в детский сад, он хочет играть с детьми», сказал голос в голове. И Саша поняла, поняла только сейчас, это голос её дочки. В прошлом году, 31 декабря, закончилась её счастливая жизнь. Муж и дочь погибли в аварии, они ездили за ёлкой, за этой новогодней красавицей, и всё, больше они не вернулись. Какой-то пьяный урод не справился с управлением и отобрал у неё часть души, часть её мира, часть её семьи. Она начала пить, она решила, что жизнь закончена, она забыла про сына. Но её дочка, её малышка вернула её в реальность. Вернула её к жизни, вернула её к Димке. Спасибо, милая, Саша заплакала и обняла сына. Димка маленький, но он понимал всё. Он обнял маму. Опять стук в дверь. Она взяла Димку на руки и открыла. «Здравствуйте, вы Александра Смирнова? Вам посылка». Мужчина протянул ей листок, чтобы она расписалась. И большую коробку. Она открыла и мурашки побежали по спине. Она заплакала. Она держала в руках картину. Они вчетвером. С картины на неё смотрел улыбающийся муж и дочь, как живые. Димка на руках у отца и она обнимающая Машеньку. Димка ткнул пальцем в картину. «Папа, мама, Мафа, Димка», шепеляво сказал сын. Он тыкал пальчиком снова и снова и повторял, повторял, повторял. Саша сидела на корточках в прихожей, смотрела на картину и рыдала. «Мама, надо всё успеть», опять голос. Саша очнулась от накативших воспоминаний. «Я успею, успею», думала она и убирала квартиру. Она отвела Димку к соседке и побежала за подарками. Она купила подарки всем. Прибежала домой и сложила под ёлку. Тётя Валя жила одна, и Саша пригласила её к себе. «Новый год, семейный праздник», с улыбкой сказала Саша. Тётя Валя с радостью согласилась. И вот наполнился запахом блюд. Мандарины. «Ой, нет, нельзя мандарины», вспомнила она. «У Димки на них аллергия. Бананы», слу сказала она. Димка наелся и набегался. Он давно не был таким счастливым. Малыш спал в своей кроватке и улыбался во сне. Мать поцеловала его и пошла на кухню. Соседка была счастлива как никогда. Счастлива за Сашу, за Димку. Она смеялась. Они накрыли на стол. Саша надела своё красивое платье, которое в прошлом году они выбирали вместе с мужем. Надела колье. Оно так подходило к её глазам. Посмотрела в зеркало. Косметики на лице не было. Да у неё и не было ничего, кроме дешёвой туши для ресниц. Красивая, подумала она про себя, поглаживая колье. Но как же без телевизора? Решение пришло быстро. Женщины смеясь притащили большой и старый телевизор от соседки. Ну и что, что старый? Ну и что, что шипит иногда? Не важно. Важно, что квартира в порядке. Сын спит счастливый. Саша представляла, как утром Димка будет радоваться, разворачивая подарки. Будет чисто и светло. На полу будут разбросаны игрушки, а не бутылки. Будет пахнуть фруктами, горячим супом и кашей, а не алкоголем и сигаретным дымом. Утром Нового Года будет всё по-другому. Будет её мир светлый и чистый, их мир с сыном. Часы пробили двенадцать. Тётя Валя и Саша стояли у кроватки спящего малыша и улыбались. Он сладко сопел. Саша заплакала. Нежное прикосновение к её щеке, невидимая детская ручка вытерла её слезу. «Мама, не плачь! С Новым Годом!» «С Новым Годом, доченька!» вслух сказала Саша. История пятнадцатая Настенные часы тикают слишком громко. Каждое движение секундной стрелки громом отдаётся в моей голове, которая уже раскалывается. Я сижу и смотрю на циферблат с надеждой, что время пойдёт быстрее. С желанием, чтобы оно шло быстрее, это ещё больше угнетает меня. Я не могу выйти на улицу, потому что непробиваемые окна и двери заперты. Я не могу позвонить или написать кому-либо, потому что у меня нет никаких средств связи. Я сам на это пошёл. И нечего теперь жаловаться. «Значит, ты решил стать лабораторной крысой?» спросил меня Тайлер после того, как я рассказал ему о своих планах. Мы сидели с ним в небольшом кафе, в которое зашли, чтобы поговорить. «Почему сразу так?» «Я недовольно помешал кофе. Это же полезно для общества». «Конечно», Тайлер улыбнулся. «Я так и думал, что ты так скажешь». «Эти исследования в будущем помогут лечить деменцию и шизофрению», вдохновляюще произнёс я. «Конечно, только лишь на основе эксперимента надо мной нельзя будет создать лекарства, но это будет большой шаг для современной медицины». Тайлер внимательно посмотрел на меня с улыбкой на лице и сказал «Наверное, если бы подопытные животные, которых убивают в лабораториях, знали о том, какие они герои, они бы более охотно принимали свою смерть. Как ты считаешь?» Услышав это, я замялся и не нашёл сразу, что мне сказать. Пока я в недоумении составлял в голове фразу для ответа, Тайлер продолжил. «Ты ведь понимаешь, что в любой ситуации можно внушить себя, что всё, что ты делаешь, это благородная помощь другим». Он отпил кофе. «Но я советую любителю жертвовать собой и задать себе один эгоистичный вопрос. А тебе с этого что?» Я сидел и смотрел в окно, стараясь не смотреть Тайлеру в глаза. Я не знал, что мне сказать. ответ о том, что мне за это заплатят кучу денег казался слишком банальным. Я старался найти причину помимо этого. Тайлер тем временем продолжал. «Нет, я не считаю, что надо отказаться от всех опытов и оставить всех людей и животных в покое, как ты, возможно, мог подумать». Он кинул пустой пластиковый стаканчик в урну. «Я хочу, чтобы отказался именно ты. В мире полно дураков, которые за деньги готовы на все, но ведь у тебя там мозги есть. Подумай, прежде чем решаться на такое. Скорее всего, пути назад уже не будет». «Все будет в порядке, Тайлер. С чего ты стал таким сочувствующим?» спросил его я. «Это не сочувствие, это здравый смысл. Все будет в порядке», повторил я. «Ну как знаешь, что-то мне подсказывает, что ты часто будешь вспоминать наш разговор». «Так и есть, Тайлер, так и есть», сказал я сам себе, сидя в пустой комнате. Сегодня меня привезли в какой-то дом и закрыли в одной из квартир. В каждой комнате находятся скрытые камеры, которые отслеживают мое состояние. Если что-то пойдет не так, люди, которые меня здесь закрыли, вмешаются. Только вот я не имею понятия, что они подразумевают под словами «Что-то пошло не так». Я сижу и смотрю на настенные часы в полной тишине, которая давит на меня, как и звуки часов. У меня есть телевизор в комнате, но нет желания его смотреть. Еще есть полка со множеством книг, но я не хочу ничего читать. Я слежу за стрелкой часов, стараясь подгонять ее, но она, кажется, от этого еще больше тормозит. Здесь одна комната, кухня, ванная и туалет. На кухне нет газовой плиты, но есть запасы еды и воды в холодильнике, так что с голоду я не умру. В этой комнате, кроме полки с телевизором, есть мягкий диван, на котором я сейчас сижу. Тут я услышал звон разбивающейся тарелки из кухни. В этот момент настенные часы внезапно остановились. Стеклянной посуды здесь нет, только пластиковая, так что ничего разбиться там не могло. Я отправился в кухню, чтобы проверить, что там случилось. Зайдя туда, я обнаружил осколки стеклянной тарелки на полу. Осторожно сгрёб их ногой в кучу, гадая, откуда они взялись. Пока я думал, мне захотелось перекусить, и я открыл холодильник, чтобы взять что-нибудь, но тут я услышал звуки из комнаты. Включился телевизор. Я вернулся в комнату и увидел, что пульт лежит на полу. По телевизору идёт какой-то неизвестный мне фильм. Я стоял и смотрел на это всё. У меня появились подозрения, что это всё мои галлюцинации. Всё-таки я участвую в таком эксперименте, так что это очень даже может быть. Но если так, тогда телевизор сейчас на самом деле выключен или нет. Я взял пульт и выключил его. Вспомнив, что до сих пор не взял ничего поесть, я пошёл на кухню. Когда я открыл холодильник, то увидел, что внутри было пусто. В голове вдруг появилась мысль с насмешкой, спрашивающая меня, ну что, с голоду не умрёшь, да? Хлопнув холодильником, я отправился назад в комнату и по пути наступил на один из осколков на полу. Ногу пронзила сильная боль. Если они не настоящие, тогда откуда боль? Или боль тоже иллюзия? А если осколки настоящие, то откуда они взялись? Я вошёл в комнату и, думая о том, на что вообще могут быть способны галлюцинации, сел на диван. Боковым зрением я уловил какое-то движение в коридоре. Повернув туда голову, я лишь успел увидеть, как чьё-то лицо, мгновение назад, выглядывающее из проёма, юркнуло назад слишком быстро для того, чтобы я успел его толком увидеть. Раздался неприятный смешок и тихие, но быстрые шаги, заканчивающиеся в кухне. Мой страх начинал расти, я осторожно вышел в коридор и, не дойдя до кухни, остановился и прислушался. В этот момент из комнаты начало доноситься громкое шипение. Я вернулся туда и увидел, что телевизор включён, а на экране красуются бегающие ряды помех. Пульта нигде не было видно. Я посмотрел на экран, вглядываясь в помехи. Что-то виднело среди них. Я хорошенько присмотрелся, и мне показалось, что среди хаоса чёрно-белых пятен я вижу жуткое лицо с дырами вместо глаз. По спине пробежали мурашки. Я отвёл взгляд в сторону, чтобы не нагонять на себя страх, но теперь я уже смотрел вживую на это лицо, которое выглядывало на меня в проёме двери. Чёрные отверстия на месте, где должны быть глаза, бледная кожа, густые чёрные волосы комками, свисающие в разные стороны. Я стал медленно отползать назад, а лицо в этот момент улыбнулось. В голове непонятно откуда взялась мысль, говорящая мне, ты же чувствуешь боль, не так ли? Ну так какая тогда разница в том, реально ли то, что ты видишь или нет? Если реально боль, к счастью, лицо, издав хриплый смешок, ушло назад за стенку. В этот момент я вскочил и захлопнул дверь в комнату. Телевизор тут же выключился, перестав наконец испускать раздражающие шипящие звуки. Наступила тишина, но полное отсутствие звуков начало давить на меня. Я просидел так минуты две, пока не услышал очень быстрый громкий топот, начавшийся в кухне и резко прекратившийся прямо закрытой двери комнаты. Я ждал, что сейчас распахнется дверь, но все было тихо. Спустя минуту я услышал, что звуки топота переместились куда-то в кухню и затихли там. Мой взгляд остановился на отражении в выключенном экране телевизора. Там сзади меня на стене было что-то написано. Я оглянулся. На стене ничего нет, надпись есть только в отражении. Отсюда было не видно, что там, поэтому я подошел вплотную к телевизору и стал приглядываться. В этот момент боковым зрением я увидел, как мое собственное отражение резко повернуло голову в мою сторону. Я отскочил назад, следя за своим отражением, но сейчас оно вполне нормально повторяло все мои движения. Зато небольшое время, когда я вглядывался в надпись, я смог увидеть, что там было написано. Никогда не оборачивайся в темноте, оно ждет, когда ты обернешься. И кто бы мог подумать, сразу после этого я заметил, что уже начинало темнеть. Скоро наступит ночь, я сел на диван и посмотрел на себя в экране телевизора, опасаясь снова увидеть что-то ненормальное. Внезапно, где-то в комнате зазвонил телефон. Я узнал мелодию, которую ставил на звонок. Какой к черту телефон, подумал я, у меня же забрали его. Тем не менее, на полке с книгами я нашел свой телефон, на который прямо сейчас кто-то звонил. Алло, сказал я, взяв трубку. Алло, вы куда пропали? Услышал я голос человека, который заводил меня в эту квартиру и закрывал дверь. Мы не можем вас найти, вы не должны были покидать дом до завершения эксперимента. Что? Удивленно сказал я. Я и не покидал. Я нахожусь там, где вы меня закрыли. Вы что, не видите меня по камерам наблюдения? И, как я, интересно знать, мог отсюда выбраться? У нас были неполадки со связью, а когда мы их устранили, то увидели, что вас нет. Ответили мне. Что за бред? Чем вы меня накачали? Вы представить себе не можете, какие у меня сейчас галлюцинации. Не знаю, как я еще с ума не сошел. Галлюцинации? Услышал я удивленный голос. У вас не должно быть никаких галлюцинаций, мы ничего вам не давали. Вы что, не помните? Мы же говорили вам, что в первой части эксперимента мы просто оставляем вас в одиночестве, чтобы затем обследовать, какие изменения произошли в областях мозга. А действия различных препаратов мы будем испытывать уже потом. Скажите, где вы находитесь? Я еще тут, в этой квартире, громко сказал я в трубку. В этот момент я услышал какой-то грохот из кухни. Я никуда не уходил! В ответ из трубки раздался громкий треск помех, постепенно перешедший в писк, который с трудом можно было слушать. После этого телефон он просто вырубился и не включался, что бы я ни делал. Я подумал, что возможно все это является частью эксперимента, но очень сомневался в этом. Во время того, как я разговаривал по телефону и слушал звуки помех, уже почти стемнело. Я встал и нажал на выключатель. Но вместо лучей света по комнате разлетелись осколки стекла лампочки вместе с резким звуком хлопка. Сидеть в темноте мне бы не хотелось, поэтому я решил пойти на кухню, надеясь, что там свет будет. Опасаясь увидеть что-нибудь страшное, я открыл дверь. В коридоре никого не было. Я осторожно выглянул. Никаких следов присутствия посторонних. Стараясь не издавать никаких звуков, я буквально прокрался до кухни, в которой также ничего странного не было. Я нажал на выключатель, загорелся свет, а вместе с ним и надежда на то, что ничего жуткого больше происходить не будет. Далее прошло около десяти минут, во время которых я просто наслаждался тем, что вокруг меня совсем ничего не происходит. А потом я услышал шорохи, звуки шли сверху. Я поднял голову и посмотрел в угол кухни под потолок. Я увидел решетку вентиляции, из-за которой на меня смотрела голова, напоминающая человеческую. Выпученные глаза, бегающие туда-сюда, осматривали меня. Желтоватая кожа, усыпанная венами и прожилками, рот скривленный в жуткой улыбке сжевал что-то темно-красное. Из решетки также торчали несколько тощих пальцев, которые судорожно царапали прутья обломившимися ногтями, создавая этот шорох. Внезапно погас свет, очертания жуткого лица на пару мгновений отпечатались в моем зрении, выделяясь на черном фоне, но затем исчезли, оставшись лишь в моей памяти. медленно, со скрипом и треском начала открываться дверь в туалет. Я неосознанно поднял руки, выставив их перед собой, пытаясь создать хотя бы небольшое ощущение защищенности. В этот момент я почувствовал, что на меня кто-то смотрит сзади, будто за моей спиной сейчас кто-то стоит. появилось сильное желание посмотреть, что происходит позади, но в моей голове удачно всплыло замечательнейшее воспоминание и появилась мысль никогда не оборачивайся в темноте. Мои руки начали немного трястись. Такими темпами скоро я не выдержу и поддамся панике. Оно ждет, когда ты обернешься. Из открытого туалета донеслись какие-то шорохи. А по моей спине слегка словно ветер кто-то провел рукой, немного задев складки моей футболки. Я пулей полетел в сторону комнаты, попутно врезавшись в дверь туалета и захлопнув ее. Я забежал в комнату, закрыл дверь, придвинул к ней диван и сел на него. «Что это за бессонье?» тихо прошептал я. За дверью раздался топот нескольких босых ног. Было такое чувство, что несколько человек одновременно босиком пробежали пару метров и остановились. внезапно включился телевизор. Там был просто черный экран, на фоне которого шел какой-то тихий, но постепенно нарастающий шум. Сначала я не мог понять, что это за звуки, но когда они начали звучать громче, мне стало не по себе. Это были несмолкаемые крики ужаса нескольких людей, доносевшиеся издалека, но постепенно приближавшиеся. Я закрыл уши руками, потому что от этих звуков страх начинал усиливаться. Я просидел так пару минут, зажавшись к дивану и силой прислоняя руки к ушам. Потом все резко стихло, но телевизор все еще показывал черный экран. Я наконец перестал закрываться от шума, опустив руки. За дверью снова послышался топот босых ног. Тяжело дыша с трясущимися руками, я встал, желая разбить к хренам этот телевизор, чтобы он больше не смог ничего показать и воспроизвести. Но в этот момент я заметил за окном силуэт человека, прислонившего ладони к стеклу, наблюдая за мной. Я остановился и стал смотреть на него. И тут он начал бешено колотить руками по стеклу, и я начал отодвигать диван, чтобы у меня было, куда бежать в случае чего. Стекло начало трещать, и в один прекрасный момент разбилось, разлетевшись на осколки. Когда это произошло, я открыл дверь и выбежал в коридор. Далеко я убежать не смог. Меня что-то схватило за руку, я хотел вырваться, но еще две руки вцепились мне в ногу и плечо. Посмотрев назад, я увидел существо, которое, видимо, издавало топот. Было очень темно, но общие детали я увидеть смог. Ростом оно было мне по пояс и состояло из крюченного человеческого тела, из которого торчало множество рук и ног, а также одна голова. Я почувствовал адскую боль, когда оно вонзило в меня свои зубы, укусив за руку, а потом я, наверное, под действием сильнейшего страха с невероятной силой пнул эту хрень так, что она отлетела в стенку, все же успев неслабо прокусить мою руку, я побежал дальше по коридору и, желая спрятаться хоть где-то от всего этого сумасшествия, забежал в ванну и закрыл за собой дверь на щеколду. Я находился в полной темноте. Здесь стоял сильный запах крови, который бил по носу так, что появлялись рвотные позывы. Из моей руки тоже шла кровь, и я пытался сжать ее, чтобы замедлить кровотечение, прислушавшись к звукам в коридоре. Я вдруг услышал рядом с собой неприятные звуки трения тела, а поверхность ванной. Тут есть кто-то еще. И этот кто-то, похоже, перебирал руками, скользя гладкую эмаль, возможно, пытаясь встать или ползти. Я весь уже трясся от страха. Мои нервы были на пределе. В один момент звуки прекратились. Я стоял в полной темноте и тишине, мечтая о том, когда это все закончится. И тут резко включился свет. Моему взору предстали перепачканные кровью стены и ванная залитая кровью. А прямо передо мной, буквально в паре сантиметров, находился человек с вырезанными глазами, которыми он смотрел на меня почти вплотную и улыбался. Нервная система не смогла на этот раз переварить то, что со мной происходит, и пошатнулась. Глаза залила темнота, и я потерял сознание. Благими намерениями улыбай, сказал Тайлер, который стоял рядом со мной, лежавшим в кровати. Если ты продвинул медицину, герой-самритянин, то только тем, что заставил врачей лишний раз спасать человека с того света. Я недавно пришел в себя после комы в больнице. Тайлер навестил меня и рассказал, что отнесся к моей идее об эксперименте над собой с большим недоверием, поэтому сразу, как только я отправился в злополучный дом, он сообщил об этом своим знакомым в полиции, сказав, что необходимо проверить все это дело. Оказалось, что меня накачали сильнейшими наркотиками, добавив их в еду, которая была в квартире. Уроды, которые предлагали мне поучаствовать в их эксперименте, оказались сволочами, которые выдают людей за сумасшедших или даже делают людей сумасшедшими, пожизненно закрывая их в специальной психбольнице, где практикуется торговля человеческими органами. «Теперь я на всю жизнь запомню простой урок», сказал я с радостью в голосе, которая вызвана тем, что все наконец закончилось. «Какой?» спросил Тайлер. «Наркотики это плохо». Тайлер издал небольшой смешок. Я посмотрел на свою руку. Она была забинтована. «Кто это тебя так?» спросил Тайлер, указывая взглядом на руку. «Там порез?» задаченно спросил я. В моей голове зародились «Не, кто-то хорошенько сделал тебе такой неслабый кусь, от которого ты чуть кровью не истек». Мой взгляд застрял на одной точке. Тайлер продолжал. «Говорят, он не похож на собачий, ближе к человеческому. Кто это тебя? Эти идиоты сами себя там тоже накачали, что ли, что кусаться начали?» Я неотрывно смотрел на точку на стене, пытаясь понять, как это могло произойти. В радиус попал небольшой паук, который полз по этой стене. Я пригляделся к нему. Меня снова охватил страх, потому что мне показалось, что у этого паука человеческая голова, которую он повернул в мою сторону, а вместо лап человеческие руки. Я посмотрел на Тайлера, он стоял и, улыбаясь, смотрел на меня. «Почему ты улыбаешься со страхом?» спросил я и ожидал, что он сейчас ответит, что просто шутит, стараясь вывести все на позитив, но он стал улыбаться еще шире, не сводя с меня глаз. Из коридора послышался топот множества босых ног. История шестнадцатая Это случилось, когда мне было тринадцать лет. Мы со школьными друзьями решили переночевать у одного нашего приятеля. В силу обстоятельств у него дома никого в ту ночь до утра кроме нас не намечалось. И вот, когда мы втроем собрались вечером у него, нас посетила отличная идея вызвать призрака. Какого именно нас особо не волновало. Важен был сам факт появления сверхъестественного. Выключив свет, мы зажгли свечи и нарисовали на зеркале маркером какой-то узор. Все мы понимали, что это все не имеет никакого смысла, но нам хотелось верить, что что-то неизвестное и пугающее может произойти, и мы станем этому свидетелями. Женя, тот, у кого дома мы находились, пробормотал слова на несуществующем языке и сказал, а теперь нужна минута молчания. Мы сидели в тишине, постоянно поглядывая друг на друга, пока этот промежуток времени не подошел к концу. Когда это случилось, Влад засмеялся и сказал, не знаю почему, но мне стало смешно. Вся нагнетающая атмосфера тут же улетучилась. Влад, блин, недовольно сказал Женя, ты все испортил. Мы посидели еще пару минут среди горящих свечей, а потом включили свет и стали заниматься другими делами, так как все напряжение уже исчезло. Спустя где-то полчаса, во время того, как мы играли в Сегу, из коридора вдруг прикатился теннисный мяч, на котором виднелось красное пятно, и остановился в середине комнаты. Мы все уставились на него, и тут с громким хлопком весь свет в квартире отключился. У меня от неожиданности даже что-то кольнуло в груди. «Что за фигня?» спросил Влад. «У меня сердце чуть не остановилось чувством», сказал я. Замерев, мы просидели так минуты две и старались не шевелиться. В этот момент на кухне заскрипел пол, будто там кто-то сделал пару шагов. Женя вскочил и закрыл дверь в комнату. Мы услышали, как шаги, сопровождающиеся скрипом, затихли где-то возле туалета. «Пацаны, я...» «В общем, испуганно произнес Женя. Сначала я хотел вас разыграть, но кто там ходит на кухне, я не знаю». «Разыграть?» разозлился Влад. «Так это все ты?» «Нет, не все», оправдывался Женя. «Мяч, который прикатился с коридора и отключившийся свет, это моя работа, но кто там сейчас, я не понимаю». «Да ты все врешь», Влад толкнул его, отчего он сел на диван. «Это, наверное, Костя там ходит, я видел, как вы с ним о чем-то шептали сегодня». «Нет», Женя, казалось, говорил искренне, «Костю я попросил, чтобы он выключил свет в щитке в подъезде, а кто сейчас у нас в квартире, я понятия не имею, но если ты мне не веришь, то иди и проверь». «В подъезде отключить?» переспросил я, глядя в окно. А он точно ничего не перепутал? «Идите сюда». Все взглянули в окно и увидели, что абсолютно нигде не горел свет. Ни в домах, ни в фонарных столбах, ни на вывесках. Везде была сплошная тьма. «Что он натворил?» недовольно спросил Влад. «Вы электрики хреновы, что вы наделали?» «Мы договорились, что он отключит свет», в Женю перебил звонивший кнопочный телефон. «О, звонит Костя». «Ставь на громкую», сказал я. «Сейчас сделал». «Алло, Женя», услышали мы голос из телефона. «Прости, что раньше не сказал. Сегодня не смогу тебе помочь. Меня не отпустили». На заднем плане послышались голоса его родителей, которые призывали его идти делать уроки. «Что?» ошарашенно спросил Женя. «Короче, я не приду, прости, пока». Он бросил трубку, а в коридоре недалеко от двери в комнату заскрипел пол. Мы стояли испуганно смотрели туда. «Если это все еще твои приколы», сказал Влад, «то я тебе прибью, говнюк». «Да не я это говорю же», ответил Женя, которого сейчас больше беспокоили звуки из коридора, чем угрозы Влада. Тише выпшикнул на них я, боясь, что нас услышат из коридора. Скрип пола раздался немного дальше от комнаты, где мы находились. Мы стояли в тишине, стараясь не шуметь. Периодически из кухни коридора доносился скрип половиц. «Что делать будем?» прошептал наконец Женя. «Может, пойдем посмотрим, кто там ходит?» спросил шепотом Влад. «Чего?» тихо возмутился я. «Ну фига нам это надо?» «А сколько мы будем тут сидеть?» спросил Влад. «Всю ночь или может еще дольше?» «По крайней мере, нас тут пока никто не трогает», прошептал я. В этот момент звук и я слегка вздрогнул. Через секунду раздался еще похожий звук, а потом еще... «Черт возьми, меня мама прибьет», печально прошептал Женя. «Да хрен с этой посудой!» пшикнул Влад. «Ты вообще сейчас только что хотел туда идти», тихо сказал я ему. В этот момент мы услышали то ли плач, то ли вой, доносящийся из кухни. Он был полон отчаяния, настолько жутко звучал, что мурашки шли по телу. Мои руки непроизвольно затряслись. «Кого ты вызвал, колдун?» прошептал Влад. «Никого», ответил Женя шепотом, в котором промелькнуло небольшое смущение. «Это были не просто случайные слова, да?» «Ну да», наконец сказал он. «Я нашел потрепанный старый листок, на котором было написано, как вызвать смерть. Меня заинтересовал охренел, что ли?» «Откуда я знал, что эта фигня может сработать?» «Я думал, что это просто прикол и сам пошутить хотел». «Ну молодец, пошутил!» осуждающе прошептал Влад. «Вот и иди теперь разбирайся, раз сам все это заварил». «Идти туда одному?» удивился Женя. «Может, тогда вместе пойдем?» хотел предложить я. «Не надо!» Влад рукой преградил мне путь. «Пусть толкнул Женю вперед, тот обернулся и жалобно посмотрел на нас. «Что ты так смотришь? Нас всех на смерть обрек, а теперь хочешь, чтобы мы тебя пожалели?» Влад жестом указал идти вперед. «Иди давай, чернокнижник сраный, а мы тут подождем». В коридоре и кухне все стихло. Женя топтался на месте со страхом, глядя на закрытую дверь комнаты. «Давай, давай», подгонял его Влад, «а то мы тебя сейчас сами туда выдолкаем». Женя осторожно открыл дверь и посмотрел туда. Затем полностью ее открыл и заглянул, посмотрев в обе стороны. Мы увидели пустой темный коридор. «Ничего нет», тихо прошептал Женя. «Проверь кухню», сказал Влад. Женя осторожно сделал шаг в коридор. Мы видели, как он весь трясется от страха. Он сделал еще шаг, потом еще, а затем полностью исчез из нашего обзора. Мы остались ждать его тут. Его шагов не было слышно. Он шел настолько тихо и осторожно, что даже пол не скрипел под ним. Мы ждали минут пять, после чего Влад прошептал. «И куда он делся?» «Надо было идти вместе», сказал ему я. «Разделяться это всегда плохая идея». В этот момент Влада. «Это этот утырок звонит», сказал он, посмотрев на экран и взял трубку. «Алло!» донесся оттуда радостный голос Жени, который раздавался одновременно с каким-то скрипом, режущим уши. «Я вас уже жду, идите сюда». «Что за хрень?» закричал в трубку Влад. «Мы сейчас придем и надерем тебе задницу, придурок, за такие приколы, ты понял?» Из и пошел на кухню. «Подожди», я попытался его остановить, «мне не кажется, что это прикол, не надо идти туда». «Хватит всего бояться», со злостью ответил он и продолжил туда идти. Я пошел за ним. Когда мы стали заходить в кухню, то увидели там силуэт Жени в темноте и остановились. Он стоял к нам лицом, немного наклонив голову и держа в руке «Нож». Влад собирался ему что-то сказать, но тот издал громкий нечеловеческий крик, от которого у меня чуть не подкосились ноги и кинулся на нас с ножом. Мы побежали назад. Влад побежал вперед меня и залетев в комнату он закрыл за собой дверь. «Влад, черт возьми!» крикнул я и резко завернул в другую сторону, успев забежать в туалет до того, как меня догнал Женя. Я закрыл дверь на задвижку и, сидя в темноте, прислушался к тому, что происходит там. Я услышал резкие удары от дверь комнаты, затем скрип открывающейся двери и крики Влада. Спустя пару мгновений все стихло. «Влад!» крикнул я спустя пару минут, но ответом у меня была полная тишина. «Влад!» на этот раз я крикнул изо всех сил, но также безрезультативно. Тут я вспомнил, что у меня с собой есть телефон и хотел позвонить в полицию, но мне самому кто-то позвонил. Я взял трубку в надежде, что это мои родители или знакомые. «Мы тебя ждем!» услышал я голос Влада, искаженный раздражающим скрежетом. «Иди к нам!» Из телефона раздался смех. И Влада, и Жени одновременно, каждый из которых звучал по-своему жутко. Я хотел сбросить звонок, но телефон похоже завис и не реагировал ни на что. Я кинул телефон в унитаз, резко открыл дверь и захотел убраться отсюда. Мне навстречу побежали мои друзья, неестественно смеясь и пытаясь схватить меня. Единственный путь для меня был на кухню. Я изо всех сил побежал туда. Оказавшись возле окна, я стремительно открыл его и спрыгнул вниз. Мне вслед раздались скрипучие голоса друзей, говорившие «Ты должен быть с нами, должен быть здесь». Мое тело пронзило сильнейшая боль. Я открыл глаза в больничной палате. В тот день в доме Жени произошел взрыв, в результате которого оба моих друга погибли, а я чудом избежал смерти, сумев выжить в обломках. Придя в себя после кома и немного поправившись, я узнал, что Костя вообще не договаривался с Женей, чтобы отключить свет и пошутить над нами. Скорее всего, мы даже не пытались никого вызвать, а всё, что я запомнил, является всего лишь искажёнными мыслями пострадавшего мозга. Но всё-таки меня беспокоит одна безумнейшая мысль. Что, если мы всё-таки смогли тогда вызвать нечто, убившее Женю с Владом, а я смог спастись, потому что смог убежать от этого, а в реальном мире это выглядело как взрыв, унесший их жизни. Хотя, это слишком безумно, чтобы быть правдой. История семнадцатая Вам не понять, каково это, оказаться на дне, пока вы сами на нём не окажетесь. Положение моё и в самом деле такое, что трудно не выпасть в осадок. Сначала меня неожиданно выперли с работы, а затем я застал свою девушку за изменой, причём ни с кем иным, как с моим преемником. В придачу ко всему этому на мне до сих пор висели долги за обучение в университете. Сидя нетрезвую ночь в панике, рассылая своё резюме по разным адресам и на скорую руку набирая сопроводительные письма, в конце концов я всё же вырубился. С утра я решил попробовать заработать хоть какие-то деньги прямо из дома, дабы с пользой провести время в ожидании собеседования. На тот момент лучшим вариантом я посчитал заполнение опросников в интернете, которые за час работы дают пятидолларовые купоны в сабве и прочее в этом роде. Увы, у меня нет никаких навыков, с помощью которых можно быстро заработать. Что поделать? Да и какие были варианты? Либо заполнять опросники, либо весь день рубиться в игры. Ну, с фастфудными купонами хоть на еду тратиться не придётся. Спустя пять часов выполнения опросов мне жутко захотелось лечь спать. Это оказалось ещё скучнее, чем я ожидал. К тому моменту я накопил где-то сорок пять баксов деньгами и купонами. Девять долларов в час. Не сказать, чтобы сильно меньше того, что я получал на работе. Я уже собирался было закрыть ноутбук и пойти развеяться в бар, но тут мой взгляд упал на объявление. Странно, что я вообще его заметил. Отчего-то оно привлекло моё внимание. Малюсенькая рекламная плашка, внизу страницы. Может, мне приглянулась её простота, чёрный текст, липовато набранный простецким шрифтом поверх совершенно белого фона гласил «Опросы за деньги». Что ж, по крайней мере в прямоте им не откажешь. Так уж и быть, пройду ещё один, подумал я. Хоть наскребу ещё чутка на выпивку. Я уселся обратно в кресло, кликнул по рекламе и приготовился к очередному раунду ныне. Первые несколько вопросов были довольно простыми. Даже не назвал бы их вопросами. Так, сбор общей информации. Имя, возраст, профессия. Интересно, зачем и мой рост и вес? Хотя нет, не особо интересно. Однако первый настоящий вопрос совсем другая история. Не знаю, сколько я на него пропялился, выпучив глаза и приоткрыв рот. Какого чёрта? На экране чёрным по белому было написано «Насколько сильно в данный момент вы желаете обернуться?» Ниже пять вариантов ответа от «Совершенно не желаю». Да непреодолимо. Не было объективных причин испытывать страх. Но я был напуган и сдерживал дыхание, стараясь уловить малейший звук за спиной. Тишина. Где-то минут через пять я набрался смелости обернуться. Ничего не обнаружив, я выдохнул с облегчением и посмеялся над собой. Наверное, весь этот опрос чей-то прикол. Одна большая шутка. Я решил подыграть. Выбрал наиболее нейтральный ответ и перешел к следующему вопросу. «Почему вы хотели бы обернуться?» Я ухмыльнулся и немного помедлив вписал в поле для ответа «не знаю». Третий вопрос. «Представьте, что вы в самолете. Помимо вас летит только один пассажир и он сидит где-то позади. В определенный момент вы встаете с кресла, направляетесь в уборную и попутно замечаете, что второй пассажир пропал. Вы проверяете единственный туалет на борту, но там никого. Что вы будете делать?» я снова вылупился на экран и просидел так с 10 минут. Это какой-то странный личностный тест, ведь так? Я снова написал «не знаю». Это был честный ответ. Не знаю, как я должен был ответить на эту херню. Не без интриги я перешел к следующему вопросу. Вы очнулись в незнакомом лесу. Стоит ночь и тусклый лунный свет единственное, что позволяет вам видеть. За 10 метров от вас виднеется хижина слабо освещенная изнутри. Входная дверь приоткрыта и на пороге стоит женщина. Она улыбается и жестом приглашает вас внутрь. Войдете ли вы в хижину и почему? Этот вопрос был не таким уж странным по сравнению с предыдущим, так что я все еще тешил себя мыслью о том, что это всего лишь заковыристый тест личности. Я попытался ответить максимально честно и написал, что вошел бы внутрь, потому как больше идти там просто некуда. И снова я нажал на далее. Наверное, не следовало. Вопросы становились все чуднее. В них не было никакой жести или особо интимных подробностей, ничего такого. Они просто становились страннее, диковинней и все больше и больше давили на психику. Если вам интересно, какого же черта я не закрыл опросник, я не смогу дать внятного ответа. Во мне поселилось необъяснимое, тревожащее ощущение, будто я не могу просто взять и перестать отвечать, и я никак не мог от него избавиться. Вот парочка особо отличившихся вопросов. Представьте, что вы проснулись посреди ночи и обнаружили в своем доме лифт, которого раньше не было. Каждую последующую полночь его двери открываются на пять минут. За ними стоит точная ваша копия, с каждым разом все более и более обезображенная. Каков ваш ход действий? Продолжите ли вы жить и терпеть? Или зайдете в лифт и покончите с этим? И вот еще один. Вы спите в номере отеля, но резко просыпаетесь из-за того, что кто-то стучит в окно. Вы выглядываете через жалюзи и видите мужчину без глаз. Он прислоняется ртом к стеклу и просит вас немедленно убить женщину в ванной. Послушайте ли вы его? Вот один из самых неприятных лично для меня. Вы смотрите семейные видеозаписи вместе со своей матерью. На одной из кассет запечатлена сцена, в ходе которой вашу мать убивает человек в маске. Она просто смеется, но ничего не говорит. Как вы думаете, это является поводом для беспокойства? В дополнение ко всей этой шизе в реальной жизни тоже начали происходить странности. Спустя полчаса с начала опроса в мою дверь постучали. Я посмотрел в глазок, а за дверью стоял мужчина. Он судорожно мотал головой, при этом глядя прямо на меня. По губам читалось отчетливое Дверь, я ему, конечно, открывать не стал. Мне на телефон поступило по меньшей мере с десяток звонков от абонента аудитор. Каждый раз он оставлял голосовое сообщение, но на записях монотонный голос просто называл цифры. Его трудно было разлышать на фоне громких помех. Хотя, если подумать, они больше походили на крики. Прошел час. Казалось, я вот-вот слечу с катушек. Я впал в ступор, не в состоянии заставить себя обернуться, хоть и не было оснований полагать, что за спиной хоть кто-то да есть. В какой-то момент из вентиляции донеслось тихое поскребывание. Я поспешил задвинуть ее диваном. Рано или поздно я добрался до конца опроса. Только это был уже не вопрос, а утверждение. Не впускайте их внутрь. Им нельзя верить. Как по команде в дверь снова постучали. Я подкрался настолько бесшумно, насколько возможно, и глянул в глазок. По ту сторону стоял уже другой человек. Женщина лет двадцати пяти в теплом пиджаке. При том, что на улице была тридцатиградусная жара. Из-за темных очков трудно было сказать, куда же она смотрит. Постояв так некоторое время, она вынула из кармана бумажку и просунула ее под дверь. Я поднял ее и прочитала. Она лжет. Немедленно покиньте квартиру. Это было полчаса назад. Я никак не могу себя заставить посмотреть на экран ноутбука или на женщину за дверью. Да, она все еще там. Под дверью видны тени от ее ног. Пару минут назад было слышно, как в спальне открылось окно, и я заблокировал дверь стулом. Сейчас из-за нее доносятся невынятные бормотания. Хоть может оказаться на дне. Это не самое худшее, что может произойти, а? И что мне теперь прикажете делать? История восемнадцатая Санек сладко потянулся в своем компьютерном кресле. Точнее, креслом это можно было назвать большой натяжкой. Обычный деревянный стул вдвое старше его владельца. Сиденье протерто до дыра. При любом неосторожном повороте ножки норовят подкоситься под таким углом, что остаются целыми только благодаря чрезмерной худобе паренька. Однако в интернете Санек предпочитал называть свое сиденье топовым геймерским креслом, а пятнадцатилетний ноутбук, который он привез с собой в Москву из родной Рязани – топовый пекарней. Он любил давать пососать нищукам на анонимных имиджбордах, щеголяя изображениями дорогущих системных блоков с пижонной подсветкой, которым мастерски фотошопил бумажку с датой в качестве пруфа. Впрочем, древний ноутбук был все же самой новой вещью в квартире Санька. Стол был ровесником стула, для устойчивости к ножкам приколочено несколько неотесанных досок. Продавленная тахта в углу сыпала мерзкой желтой крошкой, а на стене, разумеется, красовался побитый молью ковер. Квартира – бабушкин вариант Санька более чем устраивала. Ведь он исповедовал идеологию РНН, а на деньги, присылаемые родителями, которые свято верили, что их чадо продолжает учиться в Бауманке, а не вылетел оттуда год назад из-за неуспеваемости и прогулов, сложно подобрать что-то получше. Да и незачем. Друзей у него не было, девушки тем более. А каких-то изменений в этой ситуации не предвиделось. После очередного раунда в CSGO Санек решил, что неплохо было бы подкрепиться, Просунув ноги в драные тапки и запахнув поплотнее домашний халат, деревянные рамы на окнах плохо защищали от промозглого сентябрьского ветра, он потопал на кухню. Открыв скрипучую дверцу шкафа над раковиной, грязно выругался. Запас дошираков оказался месчерпан. Он недовольно покосился на башенку из грязных пластиковых контейнеров с остатками лапши в дальнем углу. Мусор тоже не мешало бы вынести. Выходить на улицу Санек не любил, и сделал это только в случае крайней необходимости. По возможности ночью, когда меньше риск столкнуться со случайными прохожими или, чего хуже, соседом, который непременно кинет свой тяжелый, неодобрительный взгляд на заросшего, неопрятного, тощего бездельника, от которого, к тому же, не очень приятно пахнет. Вот этих самых взглядов Санек боялся больше всего. В свое время именно они послужили причиной его затворничества и закономерного отчисления. На улице, в метро, в институте на него обрушивались сотни, тысячи взглядов, миллионы, глаз сверлили его, раздевали, проникали в самые потаенные уголки и бесцеремонно вытаскивали мысли на всеобщее обозрение. И Санек тоже это знал. Паренек поежился, отгоняя неприятные воспоминания. Как ни крутье, в магазин идти придется. В полутьме коридора он нащупал куртку, свет включать не любил, надел старые кроссовки и подтянулся к дверной ручке. Как не он, Санек? Санек замер, словно оглушенный этим словом, произнесенным еле слышным шепотом. Затылок и спина мгновенно покрылись мурашками, а внизу живота неприятно потянуло. Неужели он в квартире не один? Мой маленький говнюк, какой хороший говнюк блюдо. Санек пялился в дверь перед собой, широко распахнутыми глазами, боясь пошевелиться. Не похоже, чтобы шепот шел откуда-то из квартиры, но также и не из-за двери. И источника определиться не получалось, он как будто был везде и вокруг. Сам шепот был крайне тихим, практически на грани слышимости, но каждое слово как будто выключало все остальные звуки, оставляя Санека в каком-то вакууме, где не было ничего, кроме этого голоса. Кажется, он даже слышал, как разлепляются губы и шевелится язык в невидимом рту. Промеликнули воспоминания о любимых АСМР-записях, и парень понял. Голос женский. Ты же не хочешь выходить. Правда? Так зачем выходишь, сукин ты сын? Ругательство шепот произносил все тем же ласковым, нежным тоном. Несмотря на страх, Санек ощутил знакомое приятное покалывание в затылке. Только что все звуки ухнули в пропасть, и вот опять капает вода из скуханного крана, а где-то на улице шумят автомобили и кричат дети. Как будто балуешься с ракушкой, поднося ее к уху и снова убирая. Голова кружится. Страшно. Ответить или сбежать? Санек выбрал второе, схватил дверную ручку и дернул ее вниз. Хочешь быть это больно? Приятное покалывание в затылке сменилось сотней железных зубьев, вонзившихся прямо в мозг. Как будто медвежий капкан захлопнулся на голове, парень закричал. Неужели тебе такое нравится? Оглушительный крик на секунду, провалившись в бездну шепота, вернулся с прежней силой. Нет, заорал Санек, прекрати! Затылок отпустило. Парень осел на пол, тяжело дыша, на раскрасневшемся лице блестели слезы. Я не хочу делать тебе больно. Моя болька гнида. Но если нужно... Пара секунд шелеста деревьев. Капля воды. Я сделаю. Санек уронил голову и заплакал. «Рашби! Рашби! Рачье!» Самозабвенно кричал Санек в микрофон старенькой телефонной гарнитуры, подключенной к ноутбуку. Последние пару часов он провел за игрой в Counter-Strike. О проблеме с шепотом он старался не думать. Он играет, голос его не трогает. По крайней мере, пока. Но рано или поздно действовать придется. Хотя бы потому, что за весь день из еды был только утренний доширак, а время близилось к полночи. На задворках сознания, поглощенного игрой, воспаленный мозг хаотично перебирал варианты. Самый вероятный – он сходит с ума. В интернете Санек часто натыкался на рассказы о сумасшедших, равно как и на исповеди самих сумасшедших. Он знал, что человек вполне может осознавать свое безумие, рационализировать его. Если шепот – лишь плод его неисправного воображения, то боль, пусть даже воображаемая, ощущалась совершенно неотличимой от реальной. И он совсем не был уверен, что будет способен преодолеть ее, пойдя наперекор указаниям голоса. А раз уж с новым тихим приятелем все же придется считаться, для начала стоит узнать о нем больше. Немного приведя свои мысли в порядок, Санек снял гарнитуру. «Эх, голос, ты здесь?» На секунду вспыхнула надежда, что ответа не последует. «Да, сладкий мальчик». «Кто ты? Такая?» Все же голос явно был женским. «Это не важно. Теперь я буду заботиться о тебе. Ты рад?» «Но мне это не нужно. Я сам могу о себе позаботиться». Шепот рассмеялся, словно тысяча серебряных шариков прокатилась в тишине. «Только я знаю, что тебе нужно. Только я могу о тебе позаботиться». «Но ты остановила меня, когда я пытался сходить за едой. Какая же это забота?» «Я решаю, когда ты будешь есть, маленькая гнида. Еще не время». «Почему ты называешь меня так? Почему всегда оскорбляешь?» «Неужели ты против?» На смешке одноклассников. Рюкзак, пропитанный мочой. Самодовольное лицо Ваньки с параллели увлеченно размазывающего жвачку по его волосам. «Ты никогда не был против». Шепот был прав. «А как мне называть тебя?» Сонный гул полуночного города за окном разрезал резкий крик вороны. Санек вздрогнул, внезапно осознав, насколько холодно в его темной квартире. «Называй меня мамой». Пережитый стресс измотал паренька, поэтому в ту ночь он быстро заснул, несмотря на голод. Разбудил его яркий солнечный свет. Должно быть, забыл задернуть шторы. Он потянулся, стряхивая сонливость. Пыль танцевала в пробивавшихся через грязное стекло лучах. Оживленно гудело шоссе, ветер доносил обрывки разговоров. Мир за окном жил привычной жизнью. Он вылез из-под толстого одеяла и подошел к окну. Прохладный воздух приятно бодрил, отгоняя морок недавних событий, казавшихся теперь дурным сном. Некоторое время он наблюдал, как ветер обрывает первые желтые листья и дирижирует их причудливым танцем. Забавно, как он раньше не обращал внимания, насколько шикарный вид открывается из его окна. «Доброе утро». «Я хочу послушать шелест листьев». «Утро». «Пожалуйста, дай мне побыть наедине». «Мой сладкий ублюдок». Все-таки это был не сон. «Доброе утро». «Доброе утро, мама». Подсказал шепот. «Мама». «Завтрак готов». Санек нахмурился. Продуктов в квартире не было. Какой может быть завтрак? Нехорошее предчувствие пробежало мурашками по затылку. Он отправился на кухню, которая ничуть не изменилась с прошлого вечера. Лишь пустые контейнеры из-под души рака, грязная плита и пыльный стол. Санек проверил холодильник. Все так же пусто. Он редко туда что-нибудь клал, предпочитая питаться лапшой и изредка консервами. «Не здесь, я в лицо, загляни в ванную». От шепота мурашки забегали быстрее. Санек зашел в ванную. Побитая плитка хрустнула под ногами. Щелкнул выключатель, и типичный для хрущевки совместный санузел залился желтым светом. Лампочки на потолке. Санек вскрикнул от неожиданности и омерзения. «Угощайся, родной». В раковине ваня и даже на кафельных стенах копошились слизни. Должно быть несколько десятков. Санек знал, что они могут выползать из канализационных труб, но чтобы в таких количествах, да еще и на высоте пятого этажа, от хаотичного движения скользких, влажных слизней, тошнотворно блестящих в тусклом, желтом свете лампочки, пустой желудок скрутило. Дорожки слизи рисовали на стенах причудливые зеленоватые узоры. Когда один слезняк шлепнулся с зеркала над раковиной прямо на его зубную щетку, Санек развернулся и бросился из ванной, навалившись всем весом на дверь. И отшатнулся назад, сбитый с ног тысячи острых шипов, вонзившихся в затылок. Пронзительный вопль боли заглушил еле слышный вкрадчивый шепот. «Ты никуда не пойдешь, пока все не доешь». Боль отпустила. Слезы катились по раскрасневшемуся от крика лицу. «Ты в своем уме!» – заорал Санек, забыв об осторожности. «Хочешь, чтобы я жрал слизней сырыми?» «А ты сам радуй, чего ты хочешь?» «Что?» – запнулся Санек, сбитый с толку неуместным вопросом. «Я не хочу их есть! Я не буду!» Снова покатились серебряные шарики в тишине. «Будешь, мой родной сукин сын. Конечно, будешь. Ты сделаешь все, что я скажу. Или...» Полсекунды тяжелого вдоха. «Будет больно!» «К черту!» – крикнул Санек и снова рванулся к двери, однако он переоценил свои силы. Уже знакомый капкан сжал затылок, парализовав тело пронзительной болью. Повалившись на холодную грязную плитку и раздавив несколько успевших заползти так далеко от раковины слизней, он истошно завопил, корчась в агонии. Через несколько бесконечно долгих секунд боль отступила. Санек поднял залитое слезами лицо и увидел несколько кровавых разводов на полу. Должно быть, порезался осколком плитки или расшибся, когда падал. Тело еще не отошло от шока и отказывалось отвечать. Он кое-как поднялся на ноги и привалился спиной к дверному косяку, тяжело дыша. «Ну же!» — поторопил голос. «Скорее! Завтрак ждет!» Парень помотал головой. Широко распахнутые глаза таращились на медленную тушнотворную массу слизней. Тонкая игла предупредительно уколола затылок. Он шагнул вперед. Стены качнулись, сжимаясь вокруг. Назад было нельзя. «Ты никуда отсюда не уйдешь!» Снова игла. Придется сделать еще шаг. Свет как будто потускнел, оставляя видимым только небольшое пятно прямо перед глазами. Руки легли на обжигающую холодную раковину. «Ешь, подонок!» Ему не сбежать. Поднял взгляд на зеркало перед собой. Все лицо блестит от слез. По щеке размазана кровь. По отражению рта ползет слизень. Преодолевая брезгливость, он сжал его двумя пальцами. Моллюск скорчился, обвивая палец. «Я не могу. Меня тошнит». «Нет». «Хотя бы попробуй за маму». В отчаянии парень огляделся, пытаясь найти хоть какое-то спасение. Только тусклые кафели равнодушных стен. Неужели они всегда были так близко, как будто кокон? «Не заставляй меня ждать». Опять осторожная, но настойчивая игла. Санек зажмурился и закинул в рот слезняка. «Боже, пусть он хотя бы перестанет шевелиться!» Попробовал проглотить целиком, но поперхнулся и выплюнул моллюска в раковину, закашлявшись на языке отвратительной слизь. «Еду нужно пережопывать, подонок!» Внезапно парень понял, что не сможет этого сделать. Он лучше умрет от голода, не выходя из этой тесной комнаты, чем будет есть этих слизней. Странное, незнакомое чувство поднималось в груди. Что это? Злость? «Вот ты сама пережопывай, сука!» Он схватил швабру, стоявшую в углу, и с размаху засадил в зеркало. Посыпались осколки вперемешку со слизняками. Начал топтать корчившихся на полу моллюсков, которые взрывались, как маленькие мешочки со слизью, оставляя лишь зеленоватые пятна. Спустя пару минут слизняки были уничтожены. Санек стоял посреди ванны, как на поле боя. Тяжело дышал и из-под лобья оглядывал комнату, словно бросая вызов голосу. «Успокоился?» Раздался вкратчивый шепот. «Ты за это заплатишь. Убирайся из ванной, сучоныш!» Парень недоверчиво приблизился к двери. «Неужели его отпустят?» «Так просто?» Коснулся ее, прислушался к ощущениям. Ничего. Даже привычного приятного покалывания в затылке, обычно сопровождавшего шепот. Толкнул дверь и перешагнул порог. Все в порядке. Только яркий солнечный свет из кухонного окна слепит после желтоватого полумрака в ванной. Он жадно втянул воздух. Чистый, без вони, раздавленных канализационных слизней. «Отныне ванная комната для тебя закрыта». Хотя шепот был очень тихим, Саньку явно послышалось в нем злорадство. Повернулся к двери ванной и едва коснулся ее, как знакомая игла пронзила затылок. Он хорошо представлял, что будет, если он продолжит пытаться. «Но как же мне ходить в туалет?» Ответа не последовало. Эй, едва улегшаяся, ярость снова зашевелилась внутри. «Ответь! Я с тобой разговариваю!» Помедлил и добавил. «Мама?» «Ты отказываешься есть, поэтому туалет тебе ни к чему, мой родной гаденыш». Целый день Санек провел за компьютером. Повторяющиеся снова и снова матчи в КС успокаивали, давали иллюзию порядка и контроля. К тому же неплохо помогали отвлечься от все усиливающегося чувства голода. Несколько раз за день он вставал, чтобы выпить немного воды на кухне, но старался делать это реже, поскольку туалет был недоступен. Однако желание отвлечься неумолимо росло, и под вечер Санек все же решился использовать для этих целей кухонную раковину. В полумраке сумерек он пробрался на кухню, достал из-под стола низкий табурет, поставил напротив раковины, влез на него и замер в нерешительности. Вряд ли можно было применить к бестелесному шепоту понятие «наблюдает». «наблюдает». Но он был здесь, и Санек это знал. Необходимость справлять нужду в чьем-то присутствии всегда его напрягала. Он всеми силами старался избегать общественных туалетов и даже пару раз попал в неловкую ситуацию, немного не успев добежать до дома в критический момент. Сейчас же неприятное присутствие усугублялось чувством, что шепот вряд ли одобрит его затею с раковиной. Однако выбор был невелик – отлить в раковину или себе в трусы. Торопливо и неловко, будто прячась, Санек припустил их и позволил себе облегчиться, стараясь направить струю точно в слив. Шепот не заставил себя долго ждать. «Ах ты, маленький засанец!» – елейно протянул он. «Это ты виновата!» – крикнул Санек, краснея от стыда. «Ты не пускаешь меня в туалет!» «Я вижу, ты и так справляешься. Продолжай, а я посмотрю». Вкрачивый шепот пробегал сладкими, успокаивающими мурашками по затылку. Смесь стыда и этого странного удовольствия была отвратительной, но, видимо, нужда оказалась сильнее, поэтому остановиться никак не получалось. Но неужели настолько сильнее? Пара выпитых за день стаканов уже давно должна была выйти. Он перевел взгляд вниз. Некогда белую эмаль раковину украшала россыпь красных точек. На дне образовалось алое озеро, которое медленно наполнялось, не успевая протекать в забитый слив. И санька стремительно вытекала кровь. Он вскрикнул и свалился со стула. Струя писала дугу, оросив красным стены. Стол залила домашний халат и продолжала растекаться пятном на полу. Остановиться не удавалось. Он словно потерял контроль над своим телом. «Ты же хотел облегчиться, мой сладкий ублюдок. Я тебе помогу». «Что ты делаешь? Остановись, пожалуйста!» В панике кричал Санек. Он перевернулся на спину и на локтях отползал от раковины, таращась на кровавую струю, которая и не думала останавливаться. Халат пропитался кровью и оставлял за собой жирный красный след. «Зачем останавливаться? Тебе же это нравится». «Больная сука! Я же могу умереть!» «Ты не умрешь. Ты будешь в безопасности. Но придется немного потерпеть». В ушах зашумело, голова закружилась. Пятно на полу ширилось, локоть скользнул по липкой жидкости, и Санек повалился на спину, разбрызгав кровь по всей кухне. Подниматься не было ни сил, ни желания. Темнота сжимала мир перед глазами в крошечную точку. Обессиленный то ли ужасом, то ли голодом, то ли кровопотери, он отключился на кухонном полу. Когда Санек пришел в себя, за окном уже стемнело. Голова гудела, видимо, от удара, пол уши заливал шумом. Кажется, его лихорадило. Санек с трудом перевернулся и попытался встать. Халат был пропитан кровью, которая успела засохнуть и прилипнуть к полу. Ткань с хрустом оторвалась от линолеума, пока парень поднимался на четвереньки, а затем, схватившись за край стола, поднимал себя на ноги. Шепот был тут как тут. «Возвращайся в комнату, сучим сыном». Обычное приятное покалывание в затылке на этот раз отозвалось лишь тупой пульсирующей болью. Он тихо застонал и в темноте побрел из кухни, придерживаясь за стены. Свет включать не хотелось. На ощупь он добрался до комнаты, скинул пропитанный кровью халат и завалился на кровать. Между покачивающимися шторами проглядывалось слабо светящееся ночное небо. Умиротворенное обормотание ночного города навевало тоску. Эта привычная суета, отделенная от комнаты лишь тонким стеклом, казалась бесконечно далекой, недостижимой. Мирная, размеренная жизнь, полная новых событий и впечатлений. Но теперь он пленник странной садистской сущности, называющей себя его мамой и постепенно сжимающей его мир до одной комнаты. Внезапно странная мысль пришла в его голову. Откуда эта тоска по жизни, от которой он всегда стремился отдалиться? Санек разлепил засохшие губы и тихо пробаромотал. Что дальше? Мне нельзя будет вставать с кровати. А разве ты хотел чего-то другого? Ты же овощи, мбицил, нежелание, нестремление. Я просто направляю тебя. Ты не направляешь, а запрещаешь. Твоя безопасность важнее всего. Если встанешь с кровати, выйдешь из комнаты, из квартир, кто знает, что может случиться. Ты говоришь прямо как мама. Ты говоришь прямо как моя мама, подумал Санек. Мир как будто перевернулся вверх ногами, но все встало на свои места. Ты ничего не стоишь, у тебя ничего не получится, блюдок. Не ходи, сукин сукин, лучше бы ты не рождался. Преодолевая головокружение, Санек встал с кровати, взял со спинки стула поношенные треники и толстовку, надел их, затем вышел в коридор и накинул куртку, сунул ноги в стоптаные кроссовки без шнурков, взялся за ручку входной двери, повернул ее и ссутулись. История девятнадцатая Он сидел в привычной позе на балконе и курил, выпуская облачка табачного дыма в небо и стараясь не думать ни о чем. Да и о чем на самом деле можно подумать, чтобы не испортить себе настроение на весь день? О том, что на последней работе он в итоге оказался никому не нужным, и его заменили хорошим, но абсолютно бестолковым созданием, которое только этими двумя качествами и обладало, но при этом было родственным шефу? Или о том, что в изрядно пыльной и пустой квартире не осталось даже тараканов? В ней было слишком тихо. Именно поэтому, пока позволяла погода, он предпочитал находиться на балконе. Шум улицы, машин и пешеходов хоть немного рассеивал эту тишину. Здесь он читал, курил, а по большей части просто сидел и наблюдал за жизнью на улице, которая оказалась частью какого-то иного мира, к которому он не имел ровным счетом никакого отношения. Но не чувствовал себя по этому поводу тем или иным образом несчастным. В мире существовало гораздо больше иных поводов для этого. Но сейчас он был слишком отстранен от мира, чтобы они к нему относились. Такие периоды бывают у всех, и он не стал исключением. Рано или поздно этот период в его жизни закончится, и он опять вольется в мир, в ту жизнь, что сейчас кишит на улице, и снова станет его частью. Сейчас же он сидел на балконе и курил, наблюдая за другими. Вторая сигарета подходила к концу, когда он вновь выдохнул облачко дыма в темнеющее небо, попытался сделать колечки, но они никогда не получались. Только тогда он обратил внимание на то, что в доме напротив не горит ни одно окно. Странно. Раньше он никогда не обращал внимания на то, когда в том или ином окне загорались огни, свидетельствующие о том, что жители человеческого муравейника вернулись домой и занялись ежевечерними делами. Но тем не менее он мог примерно вспомнить, на каком из ближайших окон были какие занавески. Лишь по ним оставалось гадать о личности каждого из жильцов. На некоторых окнах были жалюзи, но даже сквозь них было понятно, что свет в комнатах есть, а значит, есть и владельцы жилплощади. Сегодня не загоралось ни одно из окон. Прикурив третью сигарету, он невольно присмотрелся к дому. Дом как дом, абсолютно обычные окна, обычные двери подъезда. Скорее всего, подъездов было несколько, но со стороны улицы был всего один, и раньше он помнил, как видел, что из этих дверей выходили люди спеша по своим ежедневным делам. Он даже помнил скрип плохо смазанных петель, который наверняка раздражал и самих жителей. Но никто из них так и не решился это каким-либо образом исправить. Сам по себе дом не был старым или обветшалым. Не был предназначен на снос, это он почему-то знал точно, потому что в этой части города слишком мало было домов, которые сносили. В большинстве своём они были довольно новыми. Одним словом, совершенно обычный дом, обыкновенный до зубовного скрежета. Выполненный немного в ином стиле, чем тот дом, в котором жил он, но на этом различия заканчивались. И всё же, свет ни в одном из окон так и не загорался. Даже тогда, когда он докурил третью сигарету, четвёртую, пятую, ничего не менялось. Не было слышно скрипа и гулковых лапка двери. Никто в дом не входил. Никто не выходил, и ни в одном из окон не загорался свет. Пачка закончилась, и он привычным движением смял её и кинул на улицу. В ту сторону, где, по его предположению, должна была быть урна. О том, что он не попал, возвестил громкий голос, щедро вознаградивший чёртова курильщика несколькими ещё менее приятными эпитетами и заключившего монолог по желаниям скорейшей смерти от рака. Становилось тише. Другие жители города постепенно возвращались в свои дома муравейники, и на улице становилось всё меньше и меньше прохожих, машин и даже людей, гуляющих с собаками. Становилось холодно. Поняв, что сегодня он точно ничего не поймёт, он вернулся в квартиру, зажёг настольную лампу и занялся своими делами. Стоило бы приготовить ужин и, может быть, даже немного прибраться в квартире. Только мысленно он постоянно возвращался к дому без света. Может быть, в том доме просто отключили электричество? Маловероятно, чтобы только в одном доме, и чтобы все до одного его жителя сидели в темноте, без фонарика, свечи или любого иного источника света. А может быть, все жители куда-то поехали? Тоже маловероятно. Все разом? Или в доме производится какая-то чистка, и всех жильцов просили съехать? Возможно. Но тогда он наверняка видел бы какие-то машины, которые останавливались бы у дома. Рабочих. Всё равно кто-то ходил бы, а если бы уезжали жильцы, то наверняка они тоже ходили бы. Он видел бы людей с чемоданами или... Хоть что-то. Хоть что-то, что могло бы объяснить, почему во всём доме не горит свет. Поужинав, он вернулся на балкон с новой пачкой сигарет. Убирать в квартире отчаянно не хотелось. Обычно он после ужина курил и ложился спать, чтобы по пробуждении снова занять наблюдательный пост на балконе. В этот раз всё было несколько иначе. Он курил одну сигарету за другой, но никаких изменений в доме напротив не наблюдалось. Улица окончательно опустела. Лишь время от времени по ней проходил одинокий прохожий, или проезжала не менее одинокая машина. В остальном, город вновь наполнялся тишиной. Он не любил эту тишину и старался заснуть до того, как она окончательно овладевала его городом. И просыпался лишь тогда, когда её рассеивал новый день и то движение, которое он привносил в его город. В его улицу. Его взгляд вновь зацепился за тёмные окна напротив. Теперь это стало даже любопытно. Но не спускаться и не идти же туда, смотреть и спрашивать у жителей, всё ли у них в порядке. Наверняка всё более чем в порядке, а ему хватает и того, что его и в собственном доме считают несколько ненормальным. Впрочем, чужое мнение его никогда особо не беспокоило. Может быть, именно поэтому он и проводил большую часть своего времени в одиночестве, борясь с наступающей тишиной. Мелким щелчком отправив очередной окурок за перила балкона, он вернулся в комнату, решив поразмыслить обо всём утром. Утро ворвалось в его комнату через незашторенные окна и прошлось по лицу первым, особенно наглым солнечным лучом, и замерло на уровне глаз, заставив его сначала поморщиться, а потом вынырнуть из сна под напором солнечного света. Что-то неразборчиво пробурчав, он сначала перевернулся набок и закрылся одеялом с головой. Но сон уже успел убежать, и полежав некоторое время, он всё же смирился с пробуждением и, поднявшись, направился на балкон, прихватив с собой одну из книг и пачку сигарет. Предстояло немного понаблюдать за домом напротив, который неожиданно стал весьма интересным. В этот день существенно ничего не изменилось. Он время от времени отрывался от книги и сигарет, чтобы понаблюдать, но из дома по-прежнему никто не выходил и никто не заходил в него. Ни в одном из окон не появлялось признаков жизни, никто не открывал и не закрывал шторы, никто не открывал окна, и в целом доме ничего не менялось. Куда же могли деться все жильцы? Даже если кто-то пропал, неужели их никто не хватился? За бесплодными наблюдениями прошёл целый день. Лишь когда окончательно стемнело, и ни в одном из окон так и не загорелся свет, когда он уже изрядно замёрз, он решился покинуть свой наблюдательный пункт. На третий день изменений так же не происходило. В этот день он почти не читал, лишь пытался с десяток раз перечитывать одну и ту же строчку, пока не понял, что это совершенно бесполезно. Мысли роились и никак не позволяли сосредоточиться на прочитанном. Неужели он один заметил, что с соседним домом творится что-то странное? Неужели больше никто ничего не замечает? Ни у кого в том доме нет друзей, соседей, да и просто подчинённых? Никто не приходит ни к кому в гости? Всё это было для него крайне странно и непонятно. В этот день он наконец решился сходить на разведку. Никому определённо от этого не станет хуже. А его, может быть, захватит ритм города и выдернет из зыбкого болота, в которое постепенно превращалась его жизнь. Собравшись с мыслями ближе к вечеру, он оделся, взял любимый плеер и, зашнуровав ботинки впервые за ужасно долгое для него время, закрыл дверь собственного убежища снаружи и спустился на улицу. При ближайшем рассмотрении с последнего его выхода в город ничего особенно не поменялось. Всё те же спешащие люди, гудящие машины и прохожий, зацепивший его плечом, заставив покачнуться, остались удивительно прежними, знакомыми и от этого не менее отталкивающими. Будь всё как обычно, он тут же развернулся бы и пошёл домой, обратно в своё убежище, где его никто не мог побеспокоить. Но не сегодня. Сегодня у него была цель. И этой целью был дом напротив. Перебравшись через дорогу, привычно сутулившись и запихнув руки в карманы, он наказался прямо перед домом. Пустым. Каким-то удивительно пустым по ощущениям домом, который уже который день не позволял ему сосредоточиться на чём-то ином. Первой его целью была парковка. А парковка была во внутреннем дворе, и пройти к ней можно было через арку. Мысленно простившись шумом улицы, он нырнул в арку и через десяток шагов оказался во внутреннем дворе. Как он и думал, в доме было несколько подъездов, и два из них располагались именно во внутреннем дворе. Скорее всего, это были выходы для тех, кто оставлял тут свои машины. В таком доме наверняка был один общий коридор на первом этаже, являющимся по сути нежилым и не имеющим квартир, который проходил через весь дом и соединял все его части воедино. С трёх сторон двор был огорожен. С одной стороны – стеной другого здания, с двух – забором. А четвёртый, собственно, примыкал к самому дому. Первым, что бросилось ему в глаза, было то, что вся парковка была занята машинами. Для середины рабочего дня, даже для конца рабочего дня, это было крайне странным. А ещё… И ещё во внутреннем дворе было удивительно тихо. Не было ни сидящих на лавочках подростков, старушек, да и просто дышащих свежим выхлопом. Не было птиц или любой другой живности, которая обычно обитает во дворах города. Не было слышно даже шума улицы. Словно этот двор был отрезан от всего остального мира, как это было и с ним самим. На машинах, стоящих на приколе во дворе, был небольшой слой пыли изнутри и снаружи, словно они здесь стояли уже некоторое время. А когда я сам-то обратил внимание на то, что в доме не загораются огни? Вопрос был особенно животрепещущим, хотя бы потому, что он не мог сказать точно, сколько дней могли не гореть окна в доме напротив, прежде чем он обратил на это внимание. Это было скорее плохим знаком, нежели хорошим. Потоптавшись во дворе ещё немного, и даже пощупав капоты некоторых, особенно чистых, по его прикидкам, машин, и убедившись, что они холодные и явно давно не заводились, он покурил. И лишь после этого более-менее решительно направился к одному из подъездов, решив постучать в первую попавшуюся квартиру, убедиться, что у местных жильцов всё нормально, и отправиться во своясье, чтобы снова курить, читать книги на балконе и жить своей привычной жизнью. Открыв дверь, ведущую в ближайшие карки подъезд, он на несколько мгновений замер. Воздух, вырвавшийся из запертого помещения, был удивительно удушливым, плотным, словно нежилым, и с какими-то резкими нотками, определение о котором он так и не смог сразу подобрать. Неужели так может пахнуть дом, в котором живут люди? Или у них в подвале кто-то недавно сдох? Он поморщился, но, придержав дверь ещё мгновение, всё же осмелился ступить под своды дома. Почти сразу же стало удивительно темно. Словно окна поглощали свет совершенно самостоятельно, или же темнота, царящая в подъезде, словно какая-то зыбкая масса, не позволяло свету проникнуть дальше чётко отведённых ему границ. Запахи стали плотнее. Так, должно быть, пахнет плотно закрытая комната, если бросить её на несколько десятков лет. Запахи собираются в таком помещении, неведомым образом уплотняются и превращаются в нечто, что, кажется, можно пощупать, но отчаянно не хочется. Такое прикосновение кажется сухим, но при этом удивительно липким и забирающимся под кожу. Хорошо, что в зажигалке у него был встроенный фонарик. Кто знает, насколько хватит её заряда, но добраться до ближайшей квартиры должно хватить. Почему-то фонарик на зажигалке зажёгся не сразу, а когда всё же свет появился, он был удивительно тусклым, словно совершенно не желал пробивать клубящуюся у лестницы темноту. Но, тем не менее, толк от него был. Он смог увидеть стены, пол и лестницу в нескольких шагах от себя. Правда, пол и лестница при ближайшем рассмотрении оказались покрыты всё той же вездесущей пылью. Следов в ней не было, по крайней мере, таких следов, какие оставлял он, потревожив это царство пыли. Может быть, он первый, кто прошёл через эту дверь? Может быть, местные жильцы заходят и выходят только через другие два входа? Не исключено. Поднявшись по лестнице в главный коридор, он понял, что и тут удивительно тихо. Не слышно звуков улицы, не слышно обычного шума жилого дома, слышны только его шаги, движения и дыхание. Что самое странное, в главном коридоре тоже не было никаких следов, кроме его собственных. Он прошёлся по коридору от своего выхода до центрального, который был виден с его балкона, потом до следующего, но и там пыль лежала ровным слоем. Лишь небольшой, но уже изрядно припорошённый пылью след вёл до двери, ведущий то ли в подсобное помещение, то ли подвал. След, словно что-то волокли по полу, но, похоже, довольно давно. И где именно начинался след, разобрать было довольно сложно. Впрочем, он и не особо хотел в этом разбираться. Может, этот дом давно расселили, а я и не заметил. Но тогда... Тогда откуда машины во дворе? Машины во дворе с закрытым, небольшим, но шлагбаумом, покрытые пылью машины. Размышляя таким образом, он большей частью на ощупь добрался до одной из лестниц наверх, коснулся перил, поморщился, отёр пальцы о собственную одежду. Даже перила были покрыты пылью. Крайне странно. Откуда может взяться столько пыли за столь короткое время в жилом доме? На фактически втором, но жилом первом этаже была всё та же тишина и темнота. Зато обнаружился выключатель. Дотянувшись, он нажал на него. Ближайшая лампочка вспыхнула и взорвалась на прощание, осыпав его и пол вокруг брызгами тонкого стекла. Он тихо выругался и по возможности стряхнул с себя осколки. Да уж, свет в этом доме ведёт себя крайне странно. Зато он точно есть. Совсем рядом была дверь одной из квартир. Шумно вдохнув и выдохнув в несколько раз, он надавил на кнопку звонка. Трель оборвалась буквально после первой же ноты, издав тот же самый хлопок. Что-то под пальцами затрещало и запахло палёной пластмассой. Однако, немного сомневаясь, могли его услышать или нет, он осмелился постучать. Только под первым же стуком дверь приоткрылась. Странно. Жить в городе и не закрывать дверь на замок? На первом этаже? Крайне странно. Внезапно его с головой накрыло странное ощущение. Даже два. Одно подсказывало, что хорошо бы собрать зад в кулак и идти отсюда домой, выпить горячего чая, включить, наконец, компьютер и озаботиться поиском работы или иным другим образом подумать о своём будущем. Другое звало его заглянуть за эту дверь. И второе почему-то оказалось сильнее. Хотя до сих пор он не замечал себя за подобными авантюрами. Дверь открылась удивительно легко. Не издав ни единого звука. В этом доме, казалось, совершенно не было никаких звуков. Даже собственные шаги, казалось, стали звучать глуше. Дыхание он теперь не слышал совсем. Ещё несколько шагов вглубь. Справа кухня. Вся мебель на месте. Но не видно никого из жильцов. Всё выглядит так, словно они совсем недавно вышли. И вот-вот вернутся. На столе даже осталась разделочная доска, на которой лежало изрядно пожухлое и почерневшее что-то. Рядом стояла целая миска того же пожухлого чего-то. На доске лежал нож. Всё в помещении было припорошено всё той же пылью. Подчиняясь какому-то странному позыву, он прихватил нож и отправился дальше обследовать пустую квартиру. В том, что она пустая, он уже не сомневался. Это было каким-то внутренним ощущением. Дальше по коридору большая комната. В самом конце маленькая комната. И всюду в глаза бросается то, что жильцы и не собирались столь внезапно покидать собственное жилище. И тем не менее, их здесь не было. Решив больше ничего не трогать, он направился обратно. В коридоре стало как-то темнее. Хотя казалось, что темнее уже некуда. Судя по всему, на улице успело стемнеть окончательно. Следовало выбираться из дома. Здесь он явно ничего не найдёт, что отличалось бы от домов, которые он видел на фотографиях с заброшенного города Припяти. И подсказок здесь явно гораздо меньше, чем там. Он уже успел добраться до лестницы, когда услышал странный звук. Словно шорох или вздох. Неужели сюда пришёл ещё кто-то? Он даже успел спуститься на пару ступенек, прежде чем понял, что что-то в этом шорохе совсем не то. Как он может его слышать, когда собственные шаги и то еле различимы? Короткий лучик фонарика в зажигалке метнулся вниз по лестнице, но он всё же не мог рассеять темноту, которая, казалось, стала ещё гуще, и теперь в лучике фонарика переливалось подобно клубам дыма. Он замер и перестал дышать, прислушавшись. Шорох стих так же внезапно, словно его обладатель тоже прислушивался. Одна особенно шустрая пылинка, взметнувшись в воздухе, забралась в его нос, щекочась. Внезапно, в первую очередь, для себя самого он чихнул. Поднялось новое облачко пыли, на этот раз спирил. И совершенно внезапно, ставшую уже привычной, тишину разорвал звук, множество звуков, словно кто-то шлёпал мокрыми ладонями по каменным ступеням. И, судя по звуку этих ладоней, никак не могло быть меньше десятка. И, что самое неприятное, они явно быстро приближались. Сам звук приближался, подобно грозе, угрожая захлестнуть его, подмять под себя и растоптать. Вниз дороги явно уже не было, и он побежал наверх, один пролёт, другой, третий. Наконец, он оказался в другом коридоре. Звук немного приотстал. Он дёрнул ручку одной двери, другой, третий. Наконец, одна из дверей поддалась, и он скрылся за ней, закрыв за собой и прижавшись к ней спиной, прежде чем его вновь настиг шлёпающий звук. Оставалось лишь прислушиваться. Шлёпание стало реже. Словно, оказавшись в коридоре, нечто снова стало прислушиваться. Сомнений быть не могло. Оно искало его. Шлёпки, судя по всему, следовали по коридору по его следам, потому что они останавливались время от времени, словно повторяя его маршрут от одной двери к другой, в которой он уже ломился. И он молился только о том, чтобы оно его не услышало, чтобы не разобрало его дыхание. И вот шлёпки остановились у его двери. Нечто царапнуло краску, прошлось шорохом по поверхности, словно проверяя на прочность. В этот момент ему больше всего захотелось разбежаться и выпрыгнуть в окно. Но для этого нужно было отойти от двери, и тогда оно определённо его услышит. Царапание стало настойчивей. Он вздрогнул, когда невидимые ладони стали отбивать какой-то сумасшедший ритм по двери за его спиной. А потом что-то тонкое царапнуло руку через ткань куртки у самого плеча. Для того, чтобы понять, что именно это было, надо было на это посмотреть, а это было выше его сил. Когда что-то столь же неуловимое царапнуло руку ещё раз, а шлепки по двери стали ещё настойчивее, он не выдержал, пробежал по коридору и оказался в одной из комнат. Взгромоздившись на стол, стоявший у окна, попытался его открыть, но это никак не получалось. Не получалось даже разбить стекло, оказавшимся тут же стулом. Он отскакивал от стекла, как резиновый. О том, что его может услышать кто-то на улице, он не надеялся, но всё же пытался кричать и лупить кулаками в стекло, только стекло было словно ненастоящим. Оно прогибалось под ударами, но не поддавалось. Остановился он лишь в тот момент, когда сквозь собственные вопли услышал знакомый звук множества шлепков. Шлепков множества мокрых ладоней по твёрдой поверхности. Совсем близко, в этой же комнате. дыхание перехватило. Он уже совершенно не хотел знать, что произошло в этом доме с местными жильцами. Он уже совершенно ничего не хотел знать, хотел лишь выбраться отсюда. Но это существо его явно так просто не выпустит. Шлепки становились всё ближе. Шкаф как спасительная мысль, метнув невидимое в темноте нечто, нож одним прыжком оказаться возле шкафа, рвануть дверь на себя, одним движением оказаться внутри и закрыть дверь за собой. Как жаль, что в шкафах нет ручки изнутри. И уже через мгновение шлепки на этот раз под дверцы, не оставляя и малейших сомнений относительно его будущего. Откуда он мог знать, что они видят только в темноте? Откуда он мог знать, что они передвигаются по потолку? В соседнем доме разом во всех окнах погас свет. История двадцатая В ту ночь я впервые с этим столкнулся. Жена была на работе, а сын спал в другой комнате. Проснувшись часа в два ночи, я захотел по нужде и отправился в туалет. Чёрт возьми, непроизвольно вырвалось у меня, когда я увидел стоящий в темноте в коридоре детский силуэт. Это был мой шестилетний сын Данил. Слегка пошатываясь, он стоял на месте и не двигался. «Данил, ты что здесь делаешь?» спросил я, и ответом мне была тишина. Подойдя к нему вплотную, я внимательно посмотрел на его лицо. Глаза были открыты, взгляд уткнулся в одну точку. «Ходит во сне», понял я. Около года назад такое уже было, только тогда я не видел своими глазами, как это происходит, а лишь нашёл Данила спящим за столом на кухне. Теперь вот увидел. Осторожно придерживая сына руками, я повёл его к кровати, так как нельзя резко будить человека, пока он находится в таком состоянии. «Под кроватью», слегка невнятно пробубнил он, не просыпаясь. «Ты будешь спать на кровати, Данил, не под кроватью», тихо сказал я, понимая, что он спит и не слышит меня. «Под кроватью кто-то есть», пробормотал он, после чего со стороны моей комнаты послышались какие-то шорохи. Совпадение, просто совпадение, мысленно пытался я унять появившийся страх. Положив Данила на кровать в его комнате и укрыв его одеялом, я прислушался. Шорохи в этот момент затихли. Осторожно пройдя в свою комнату, я ничего там не увидел и прислушался. Стояла полная тишина. Включив свет, я заглянул под кровать, а затем осмотрел всё вокруг. Ничего не обнаружив, я решил, что мне просто показалось и лёг спать. Несмотря на все странности, сон пришёл довольно быстро. Но спустя какое-то время меня разбудил непонятный шум, раздавшийся поблизости. Сквозь полусонную завесу вместе с прочими звуками до меня дошёл голос моего сына. «Пап, смотри сюда!» Окончательно проснувшись, я открыл глаза. Шкаф был открыт, а по всей комнате была разбросана одежда. Протирая сонные глаза, я пытался понять, что же здесь произошло. Наверное, Данил лунатил и всё тут раскидал, пронеслось в голове. «Пап!» раздался из коридора его голос, а затем и смех. Поднявшись кровати, я увидел в тёмном проёме двери силуэт Данила, который вдруг рванул в сторону кухни, громко засмеявшись. Это он во сне, так? В груди появился сильный страх, и я отправился вслед за сыном. Мои пальцы нащупали выключатели, на кухне зажёгся свет. Там никого не было. Почёсывая голову, я в недоумении стоял и смотрел по сторонам. Пока мой разум старался понять, куда же делся Данил, сверху внезапно раздался смех. Надо мной на потолке находился мой сын, который, радостно улыбаясь, сказал, «Ты нашёл меня!» Остолбенев от ужаса, я наблюдал, как он, ухмыляясь, смотрит на меня. Через пару секунд Данил с радостью в голосе крикнул мне, «А теперь прячься ты, я считаю до десяти иду искать». В его широких открытых глазах всплыло маниакальное безумие, и, задыхаясь от возбуждения, он прошипел, «Но я обязательно тебя найду!» В этот момент я, что есть тело, побежал в комнату Данила, сам не знаю, почему именно туда. Оказавшись там, я рывком захлопнул дверь и только тогда посмотрел на кровать. на ней, тихо, сопя, спал мой сын. В еще большем недоумении я сел рядом с ним на кровать и думал, что же мне делать. Вскоре из кухни раздался громкий, радостный вопль, сопровождаемый смехом, «Я иду искать!» Сразу после этого послышались шаги, которые невообразимо быстро приблизились к комнате. Буквально спустя секунду они остановились за дверью и оттуда послышался веселый смешок. Находясь под действием огромного страха, я неосознанно начал отползать назад на кровати и этим потревожил спящего Данила. В момент его пробуждения смех в коридоре осёкся и раздался громкий звук падающего на пол тела. «Пап, мне приснился страшный сон», сказал мой сын и вцепился в меня трясущимися руками. «Что, какой сон? Я находился под действием не менее сильного страха, чем он, но всё же старался сохранять спокойствие». «Мне приснилось, что за тобой гнался он», в ужасе сказал Данил. «Кто он?» спросил я, абсолютно не понимая, что сейчас происходит. «Тот, кто притворяется человеком». На глазах сына появились слёзы. «Мне снилось, что он играл с тобой в прятки, а ты не мог его найти. Но потом ты всё-таки нашёл его на потолке на кухне, и тогда уже он пошёл искать тебя, а ты испугался и прибежал сюда». «Это...» «Мне было очень сложно пересилить свой страх. Это был просто сон». «Тот, кто притворяется человеком, хотел сделать тебе больно», плача объяснил мне Данил. «Помнишь, я рассказывал тебе, что один раз мне приснилось, как он поиграл с нашим соседом». «Было чертовски сложно унять дрожь в руках, и я вспомнил, что месяц назад соседа нашли мёртвым у себя в квартире. По официальной версии, он подскользнулся и неудачно упал. Настолько неудачно, что это стало последним падением в его жизни». «Не волнуйся», сказал я своему сыну и лёг рядом с ним на его кровать. «Это просто плохой сон. Хочешь, я посплю сегодня с тобой?» «Да», он вытер рукой слёзы и крепко вцепился в меня. «Мне страшно, как и тебе, Данил», думал я. «Ведь я пережил всё, о чём ты мне рассказал в реальности». Тогда я ещё не понял до конца, что всё это значит. Но немного позже у меня уже было безумное предположение, которое, к несчастью, оправдалось. В тот момент, когда я случайно разбудил Данила ночью, то существо за дверью испустило дух, рухнуло на пол и пропало. Наутро я не нашёл ничего, кроме разбросанных по моей комнате вещей. Это случалось довольно редко. Однако каждый раз это был настоящий ужас. По неизвестной причине частью реальности становились только самые страшные сны моего сына. И хотя все жуткие существа исчезали с его пробуждением, причинённые ими последствия оставались. Этих существ мы прозвали кошмарами. Кошмары бывали самые разные. Как весьма безобидные создания, которые могли только лишь напугать, так и очень опасные и агрессивные существа, обладающие большой силой и скоростью. Тот, кто притворяется человеком, которого я тогда встретил, является одним из самых худших кошмаров. Не сразу понимая, что разговариваешь не с сыном или женой, а с чудовищем, отчего становится по-настоящему страшно, особенно осознавая то, что это существо может без труда порвать любого в клочья, если захочет. После визитов кошмаров часто приходится покупать новые вещи, так как старые становятся повреждены или уничтожены, а также проводить тщательные уборки в квартире. Нам пришлось дважды полностью заменять всю проводку из-за того, кто приходит из пепла. Когда он появляется, работающий в комнатах лампы взрываются, а все линии электропередач полностью выгорают. Все, к чему он прикасается, обугливается и покрывается золой. Его горящие пламенем глаза всегда жадно осматривают окружающую обстановку в поисках предметов, поджечь которые легче всего. Иногда первоначальное представление о кошмаре может быть ошибочно. Однажды я нашел отклеившиеся следы на обоих в форме ладоней рук и лица, будто со стороны стены кто-то прислонился к ним. Данил сказал, что это тот, кто прячется в стенах, осматривал комнату. Подумав, что это существо может только прятаться и наблюдать за нами, я решил, что оно не представляет опасности. Но мое мнение изменилось. Когда одной ночью рука выскочившая из стены вцепилась в мое предплечье, мертвая охватка сдавливала мою руку сильнее с каждой долей секунды, пока я не услышал хруст и не почувствовал адскую боль. Мои крики разбудили Данила и от чудовища остался лишь выпуклый порванный кусок обоев. Наверное, все думают, что в таких ситуациях сразу же приезжают военные ученые, которые силой забирают необходимый им объект для опытов и экспериментов. Но на самом деле никому это было не нужно. Скорее всего, большая часть людей воспринимала это как бред сумасшедшего, даже учитывая мощные электромагнитные импульсы, сгоревшую проводку, деформацию стены, прочие странные вещи, происходящие тут. Мы пытались что-нибудь сделать с этим, но у нас ничего не получалось. На вопрос о том, откуда Данил берет название для этих существ, он отвечал, что просто знает, как их называть, как только видит во снах. Кошмары с каждым разом становились всё хуже. И в один день случилось страшное. Я вернулся поздно с работы, где был полный завал и увидел, что жены нет дома, а сын сидит в страхе под одеялом у себя в комнате. «Привет, Данил», спросил я, положив на него руку, «Что случилось?» «Приходил он», сквозь слезы ответил сын, «Кто он?» Я осторожно снял одеяло с Данилы, который плача смотрел на меня. «Он сделал маме больно». «Что?» «Страх, печаль, беспокойство мигом одолели меня. Где она? Что с ней?» «Она скоро будет здесь». «О, господи, мне стало гораздо легче и уже громче, я спросил у сына. «А кто это приходил-то?» «Тише», Данил судорожно замахал мне руками, «а то нас услышат». «Кто услышит, не понял я? Они ведь все исчезают, если он просыпается, так в чем же дело?» «Милый, я дома», раздался из коридора знакомый голос. Я встал и собирался пойти туда, но Данил крепко схватил меня за руку и испуганно прошептал, «Не иди туда, нам нужно спрятаться». «Почему?» «Ты так и не сказал, кто приходил и что случилось с мамой». «Приходил тот, сын осекся из-за шагов, которые послышались недалеко от комнаты. Они звучали так, будто тот, кому они принадлежали, только учился ходить. С неуклюжим топаньем, шоркая по ковру ногами, к нам кто-то приближался. «Тот, кто воскрешает мертвых!» Закончил Данил и закричал, когда дверь в комнату резко открылась от сильнейшего удара в проеме показался труп мамы. История двадцать первая Мусоропровод никогда на моей памяти не ломался. Подъезд моется регулярно. Да вы и сами видите, хозяйка развела руками. Она уже показала возможным покупателям квартиру, которая в большом восхвалении и не нуждалась. Достаточно неплоха за такие деньги. И теперь указывала на плюсы дома. «Все понятно», сказала Света. «Но все же, почему вы продаете? Ведь если вы живете в городе, то могли бы сдавать квартиру?» Да, хозяйка чуть замялась и отвела взгляд, словно этот вопрос был ей крайне неприятен. «Конечно, я бы так и сделала. Но дочке нужны на учебу деньги, она у меня за границей хочет учиться. Вот и понадобили срочно средства. Я и подумала, что будет неплохо бабушкину квартиру продать. Цену, как вы заметили, чуть ниже поставила, чем подобное жилье стоит. Просто платить нужно уже скоро и большую сумму». «Хорошо», сказал Валентин. «Мы просто хотели еще раз посмотреть. Но я думаю, мы согласны, да?» Тут он посмотрел на Светлану. «Да, разумеется», ответила жена. Квартира, которую купили новоиспеченные супруги и вправду была неплоха. Двухкомнатная, с расчетом на будущего ребенка, которого они планировали завести в ближайшие года два, большими кухней и ванной. Еще одной особенностью квартиры была темная комната, достаточно вместительная кладовка. Оставалось только решить, как не превратить ее в филиал мусорки, где годами скапливается никому не нужный хлам. Задача была очень сложная, на напряжение всех психических сил, но Светлана строго сказала себе, что на этот раз в ее доме не будет ничего подобного. Ни на балконе, ни в темной комнате. Не будет и все тут. Преисполнившись этой решимости, она сказала о своем намерении и Валентину. Видать, при этом у Света было такое выражение лица, что тот решил не спорить и только кивнул. Дни потекли своей чередой. И очень насыщенные дни. Небольшой ремонт, перенос мебели, расстановка всего. Это были приятные хлопоты, но они жутко утомляли. По вечерам пара просто валилась на кровать без задних ног и оба отрубались, чтобы не просыпаться до звонка будильника. Ибо работу тоже пока никто не отменял. Но все же постепенно жизнь вошла в более знакомую размеренную колею, и пара вновь зажила привычной жизнью. Это случилось поздно вечером, когда они уже выключили свет и собирались спать. Валентин сразу же заснул, у них обоих выдался бурный вечер, а Светлана не могла уснуть еще какое-то время. Но это ее не раздражало. Следующий день суббота и никуда не надо идти. Было приятно полежать в темноте в своей собственной квартире, наконец-то своей после стольких арендованных. А рядом к тому же лежал любимый мужчина. Светлана потянулась, улыбнулась и тут резко замерла. Ей почудилось, что она услышала странный скрижащущий звук. Слишком странный для ночной квартиры, где не должно быть никого, кроме хозяев. Может у соседей? Но звук явственно шел из кухни. Противный, мерзкий скрежет, напоминающий скрежет когтей. Разумом Светлана пыталась найти объяснение звуку, но сердце уже стало колотиться. Скоро разум забуксовал и никак не мог найти объяснение происходящему. Света уже хотела разбудить мужа, но ей стало вдруг стыдно. Ну что может быть в их квартире? Некоторое время стыд боролся со страхом и наконец стыд победил. Но лежать и просто слушать скрежет Светлана не могла. Поэтому она встала и пошла на кухню. Выключатель находился в коридоре и Светлана после некоторого колебания включила свет. Кухня сразу же превратилась в уютное светлое место, каким она и являлась. Светлана осмотрела всю кухню, даже заглянула под раковину и в кладовку, как она и предполагала. Никого и ничего необычного там не было. Утром Светлана ничего не стала говорить мужу, списав странно и скрежет на какие-то естественные причины. Например, может она уже но на следующую ночь все повторилось, да еще к скрежету прибавился топот маленьких ног или лап, как будто по стенам и потолку бегали небольшие с кошку животные. На этот раз Светлана все же разбудила мужа и он тоже услышал эти странные звуки. Супруги включили свет и проверили всю квартиру, ничего так и не обнаружив. Посидев немного со светом они все же решили лечь спать. Но это было только началом кошмара, который теперь преследовал их каждую ночь. Примерно с 12 ночи в квартире начинались странные вещи. Поначалу это были только звуки. Скрежет, шаги, топот, к которым постепенно прибавились крики, смех и плач. Звуки продолжались всегда до 4 утра. И, разумеется, в квартире ничего и никого не было. Звуки явно исходили из квартиры супругов, так что никаких логичных объяснений им придумать было нельзя. Светлана в отчаянии позвонила бывшей хозяйке квартиры, но оператор сообщал, что номер не существует, хотя раньше они общались по этому телефону. Впрочем, что она хотела услышать от этой хозяйки? Ничего не видела, ничего не знаю, разбирайтесь сами. Небось, рада радёшенька, что избавилась от такой неуютной собственности. Понятно теперь, почему она её не сдавала. Светлана что-то тихо промурлыкала об освящении квартиры, не надеясь на положительный ответ. Его от мужа и не последовало. Валентин был ярким противником любой религии и воинствующим атеистом. Раньше это не служило проблемой. Светлана была крещённой по обычаю христианской церкви, но особо верой не увлекалась и вряд ли процитировала хотя бы несколько строк из Библии. Валентин, как это ни странно, даже не пытался заставить её снять крестик, который девушка постоянно носила. И никаких споров о религии у супругов не возникало. До этого случая, когда Валентин вдруг резко взорвался и впервые в жизни осыпал Светлану большим количеством оскорблений, из которых набитая дура и идиотка с промытыми мозгами были самыми слабыми. Неожидавшая и непривыкшая к такому обращению, Светлана не знала, что ответить и расплакалась. А Валентин громко хлопнув дверь и ушёл к друзьям на эту ночь. Светлана осталась одна, она даже подумать не могла, чтобы остаться на ночь одной в этой квартире. Поэтому она позвонила подруге и напросилась переночевать. Там обе женщины провели время за бутылкой вина и разговорами. На следующий день оба супруга вернулись в квартиру только под вечер. Похоже, оба пошли на работу сразу же, не заходя домой. Светлана всё ещё злилась на мужа, а тот вёл себя так, будто ничего и не случилось. Войдя в квартиру, супруги ахнули. По всем стенам квартиры, во всех комнатах, словно прошлись граблями. Следы огромных когтей тянулись там, где у стен не стояла мебель. А когда Валентин отодвинул от стены любимое кресло, то оказалось, что такие же следы когтей находятся и за ним. Создавалось впечатление, что кто-то отодвинул мебель и поцарапал стену, а потом придвинул мебель обратно, как она и стояла. При этом в остальном был идеальный порядок. Ничего не сдвинуто с мест, ничего не упало. Такого Светлана вынести уже не смогла. Она позвала священника, когда муж попытался посмеяться над ее суеверием, лишь спокойно сказала Валентину, что еще одно такое слово в ее адресе она просто уйдет, а он пусть вичит себе умную и незомбированную. Но освещение квартиры не помогло. Также не помогли несколько экстрасенсов, вызванные Светланой. То есть при экстрасенсах никаких проявлений вообще не было. Словно вся ненормальная фигня просто впадала в спячку или брала отпуск на это время. По идее экстрасенсы должны были почувствовать в квартире паранормальное, даже когда оно не проявляло себя физически. Но ничего подобного. Вообще. Что еще странно, когда в гостях у Светланы и Валентина оставались в гостях их друзья, то явления были, но гости ничего не слышали и лишь с удивлением наблюдали появившиеся царапины на обоях утром. Между тем пугающие явления не только не утихали, но и становились все агрессивнее. В квартире было просто невозможно находиться по ночам. А по утрам всегда ждал очередной сюрприз. Новые царапины, подраный ковер, разбитая чашка. Причем чашка, которой у супругов не было. Отношения Валентина и Светланы, каждый из которых был на взводе, тоже стали портиться. Казалось, вся жизнь покатилась по наклонной. Они подавали объявления о продаже квартиры, но пока не было никого, кто бы заинтересовался их жильем. Светлана лично расспросила всех жильцов о прошлых хозяевах квартиры, но ничего кроме того, что там жила милая старушка, сказать они не могли. Валентин, приступив свои принципы, облазил интернет, ища, что могло быть связано с этой квартирой. Ни с домом, ни с квартирой, ничего необычного связано не было. Время шло, покупатели не находились, и квартира решила удивить своих жильцов новым, совсем уж неприятным сюрпризом. В одной из ночей шорох закончился как-то быстро, и утомленные люди уснули сразу же, но ненадолго. Светлана никогда не видела ярких снов, но этот был каким-то особым, необычным. Она стояла на деревянных ступенях, ведущих на место казни. Она знала это, и боялась поднять голову вверх, чтобы не увидеть гильотину. Сама Светлана была в грязном подраном платье, с распущенными волосами, тоже давно не мытыми. Она с омерзением ощущала грязь и вонь своего тела. На площади была толпа. Люди что-то кричали, в общем, Гуля не разбирала слов, но знала, что это нечто оскорбительное в её адрес. Но её это не интересовало. Она уже практически смирилась со своей участью, с тем, что былое уже не вернётся никогда. С тем, что остался последний выход наверх. А потом она никогда не задумывалась, что будет потом. Лишь бы не оступиться и не забиться в истерике в последний момент. Эта сволочь увидит, как умирает дворянка. Она смогла дойти и даже без страха глянула на гильотину, а ведь больше всего боялась, что не выдержат этого. Но выдержала и спокойно легла, положив шею, куда указал палач. Последнее, что она помнила, это свист и резкую боль. Светлана проснулась от боли в шее. Она попыталась встать, но не могла. Одеяло прижимало тело, и его вверх сейчас впился ей в шею, как жгут, все больше вдавливая ее в постель. Светлана попыталась закричать, но не смогла. Шея была пережата. Отчаянно борясь за глоток воздуха, Светлана пыталась дернуть одеяло. Она уже стала терять сознание, как вдруг нечто, что сдерживало одеяло. Вдруг резко отпустила, и Светлана вскочила с кровати, держась за горло. В эту ночь она не то, что заснуть, она даже лечь на постель больше не смогла. Наутро Света обнаружила у себя на шее красный отпечаток, оставленный, судя по виду, не одеялом, а как минимум проводом или веревкой. Она рассказала все Валентину. Тот как мог успокоил жену, но на следующую ночь ему самому довелось на себя испытать то, что испытала она. Но ему приснилось, что он разбойник дикого запада, которого вешают на дереве. Он также проснулся от боли в шее и от удушения, но его никто не душил, как и Светлану. Никто и ничто. Он просто задыхался от невидимой веревки и тоже обнаружил у себя на шее шарам утром. Потом были еще сны. Сны, в которых кто-то из супругов тонул, а кто-то умирал от жажды или от ножа или от падения. Каждый раз они просыпались, испытывая то же состояние, что и во сне. И каждый раз нечто отпускало их, казалось, в последний момент. Отныне они уже не просто опасались. Они боялись за свою жизнь. Иногда удавалось переночевать у друзей, но постоянно это делать они не могли. Ни Светлана, ни Валентин не решились рассказать друзьям, что творится в их квартире. Они не хотели, чтобы это по возможности вышло наружу и отпугнуло возможных покупателей. Так что им теперь приходилось подчас не спать по ночам, либо спать по очереди. А их отношения все быстрее однажды, когда супруги поссорились особенно сильно и разошлись по разным комнатам, в квартире вдруг прозвенел звонок. Валентин пошел открывать дверь, и тут Светлана, бывшая в кухне, услышала его радостное «Посмотри, иди сюда!» девушка выглянула в коридор, и ее грусть тоже мигом испарилась, ибо на пороге стояла Маринка. Та самая Маринка, которую любили, кажутся все не только в их группе, но и вообще все, кто ее узнавал. Немного полноватая, но совершенно не комплексующая по этому поводу. Хохотушка и позитивщица, способная, наверное, любого вывести из депрессии. Просто удивительно, как ей удалось сохранить эти особенности характера, даже после смерти родителей. Еще на четвертом курсе она вышла замуж, и сразу после института уехала с мужем куда-то далеко. Муж был военным, они часто переезжали, и как-то потерялись все связи с Маринкой, о чем Светлана очень жалела. И вот теперь Марина на пороге их квартиры. «Откуда, как?» спрашивала Светлана. Марина смеялась своим привычным заливистым смехом, глядя на изумленное лицо Светы. «Проездом», говорила она. «Проездом». Мне Витек подсказал, где вас искать, так я и решила заявиться сюрпризом. Надеюсь, я не помешала, нет?» «Разумеется, нет», уверили ее Светлана и Валентин дружно. Очень скоро они уже сидели на кухне. Марина с удовольствием прихлебывала чай и рассказывала, как она оказалась в городе. «Я тут ненадолго. Тетка умерла, наследство оставила, какая-то троюродная или даже четвероюродная, я, признаться, и не знала, что она у меня есть. Оказывается, была какая-то история, после которой она прекратила общаться, да и вообще, видать, была натурой явно не компанейской. Так одна и жила, даже живности никакой не держала. Странно, что квартиру мне оставила. Может, хоть так хотела, чтобы ее кто-то помнил. Вот и пришлось сюда приехать ненадолго. Сдам квартиру на продажу и опять уеду. Ну и Виталий, когда рассказал, где вы, захотелось навестить. А вы, как я вижу, все-таки смогли квартиру купить. Помню, как об этом на последнем курсе мечтали. Поздравляю, неплохое гнездо. Даже с намеком еще на одного жителя. Да, конечно, смущенно проговорила Светлана. От Марины не укрылось ее настроение, и она сразу же чуть озабоченно спросила. Что-то случилось? Супруги переглянулись. Марина ведь скоро уедет отсюда. Тем более в институте она была известна как местный такой психолог-душевед, который всегда выслушает, поможет советам и никогда никому ничего не передаст. А ведь им двоим так хотелось хоть с кем-нибудь поговорить. Поэтому Светлана и Валентин решили рассказать бывшей однокурснице про свои проблемы. Да, никогда бы не подумала, что сама с подобным столкнусь, проговорила Марина. Ты веришь? спросил Валентин. Ну, я не вижу причин, по которым вы бы меня обманывали, сказала Марина. Она задумалась, внимательно рассматривая кухню. А что собирались делать эти экстрасенсы вообще? Они рассказывали? Точнее так, что вы сами от них хотели? Мы хотели, чтобы вся эта хрень прекратилась, сказал Валентин. Что бы тут ни жило в нашей квартире, квартиры теперь наши, и никому кроме нас тут не место, особенно если это нечто пытается нас убить. А вы не задумывались, что может дело в этом? спросила Марина. Может стоит попытаться с ним поговорить, если уж не удается выкурить никак. В конце концов, может оно тут жило раньше, а тут вы приехали и начали права качать. Это мое, то мое. Ты же серьезно? Не удержался от улыбки Валентин. А почему нет? В глазах Маринки зажглись так знакомые по институту бесовские огоньки. Почему бы не попробовать вызвать его на разговор? Я думаю это опасно, произнесла Светлана с сомнением. Не опаснее, чем ложиться спать в вашей квартире, я полагаю, хмыкнула Марина. К тому же, что вы теряете? Валентин и Света переглянулись и согласились, что по сути дела они ничего не теряют. Отлично, кивнула Марина. Тогда почему бы нам не заняться этим, пока я в городе? А то знаю вас, уеду, а вы так и не решитесь, тюхи. Пусть и с сомнением на супруге согласились провести некий ритуал. Готовя всё для него, Светлана действовала как бы механически, никак не могла поверить, что она реально это делает. Но отчаяние приводит и не к такому. Как говорится, в падающем самолёте не найдёшь ни одного атеиста, а её самолёт сейчас был в затяжном пике. Ситуация немного улучшилась с приезда Маринки. При ней супруги держались, не ругались, и Валентин вёл себя поспокойнее. Даже при такой чувствовала, что дышать стало легче. И, кстати, хотя утомлённая встреча, она всё же уснула, но ей ничего не снилось. И звука в квартире почти не было. Лишь с утра, часа в четыре, все были разбужены невидимыми когтями, прошедшими по всем стенам квартиры. Звук был на удивление резок и громок. Вот это да! Марина почти восхищённо смотрела в потолок. Страха она не проявляла никакого, Весь день был посвящён поиску нужных ингредиентов и подготовке. Светлана даже спрашивать не стала у бывшей однокурсницы, откуда она знает, что нужно делать, какая, собственно говоря, разница. Она была уверена, что хуже всё равно не будет. Маринка же, казалось, просто излучала оптимизм и какую-то бешеную энергию. За время после института она не изменилась, кажется, вообще. Вечером, когда всё было готово, свет выключен, свечи поставлены и зажжены, а окна были закрыты лентами и чёрным атласом, Марина вдруг резко стала серьёзной. «Что-то не так?» спросила Светлана. «Да нет, всё в порядке», улыбнулась Марина, но на этот раз как-то натужно. «Не очень хорошо, что вы здесь, хотя с другой стороны вы тоже должны быть...» «Так...» Марина задумалась. «Да нет, всё нормально», махнула она рукой. Они втроём сидели в центре импровизированного круга из свечей. Тишина была просто оглушительная и давила на уши. «Что теперь?» спросил Валентин. Судя по его виду, он чувствовал себя глупо и неуютно. Марина собиралась было ответить, но тут стало не до ответов. Огоньки свечей вдруг резко вытянулись и словно сплющились в следующий миг, а по комнате вокруг круга прошёл настоящий смерч. На стенах вновь появились глубокие борозды, царапин, слышен был топот, вой, виск. Это продолжалось несколько минут, а потом резко стихло. «Всё?» спросила трясущаяся Светлана. Марина не обратила на подругу внимания и, встав в полный рост, спросила. «Что тебе надо?» голос прокатился эхом по комнатам, словно они были в горах. А потом раздался смех. Прямо за кругом возникла огромная под потолок серая тень. Сложно было описать её. Скорее всего, это было какое-то странное смешение, переплетение рук, ног, голов разных людей и животных. Всё это было нестатично, перетекало друг в друга, менялось постоянно, словно существо было сделано из какой-то серой ртути, но при этом оно не выглядело отталкивающе, скорее, очень уж слишком необычно. «Есть...» прозвучал глухой голос. «Ты уже поел», проговорила Марина с жуткой усмешкой. «Теперь самое время убираться». «Есть...» «Есть...» Вновь раздался вой десятка голосов. «Хватит, уйди!» Голос Маринки тоже повысился до каких-то нереальных пределов. «Ты не должен брать больше! Освобождаю тебя!» Тут Марина достала что-то из кармана и кинула ту вещь в существо. Светлана лишь разглядела, что это было нечто вроде камешка, который, прикоснувшись к тени, рассыпался на тысячи мелких песчинок. Существо вновь взвыло, но на этот раз Светлана могла поклясться, что в его голосе слышалась обида, а потом всё прекратилось резко. «Я извиняюсь, что обманула вас», говорила Маринка. «Нужно было сказать, что я собираюсь изгнать эту тварь». Марина вновь сидела в кухне супругов. Они уже успели убрать все ленты и тёмное полотнище атласа, которое, по мнению Марины, нужно было закопать на пустыре подальше от дома. Закопать вместе с огарками свечей. «Да ладно», Светлана махнула рукой. «Теперь ей в самом деле легче дышалось в своей квартире. А ещё она откуда-то была уверена, что всё и вправду закончилось». «Но как у тебя получилось это», сказал Валентин. «Просто настоящая колдунья!» Марина чуть улыбнулась. Сейчас она была не в пример тиха. Супруги заметили это, но сочли, что просто ритуал отнял много сил. «На самом деле я должна была это сделать, ведь это моя вина». «Но при чём здесь начала было Светлана?» Марина снова улыбнулась одними краешками губ и начала рассказывать. А Валентин и Светлана слушали рассказ, одновременно веря и нет. «Я сама недавно узнала. Та тётка, о которой я рассказывала. На самом деле моя мать увела у неё жениха. Это мой отец. Ну, она и перестала с нами общаться. И не просто перестала. Она была чем-то вроде ведьмы. Она и вызвала это существо. Мою мать, ты, наверное, помнишь, её однажды обнаружили утром мёртвой. Врачи сказали сердце. А до этого она жаловалась отцу, что ей снится, будто кто-то, как она говорила, словно берёт в руку её сердце и сжимает. Конечно, никто не обратил внимания. Сочли, что так бессознательно организм реагировал на приближающийся инфаркт или что-то в этом роде. Я не помню. Не до того было. А через год отец стал жаловаться на кошмары. Я даже не спрашивала, какие. Зря, наверное. А потом он тоже умер. Резко. Просто шёл по улице и упал. И всё. Но я тогда не знала ни о тётке, ни о том, что случилось между ней и матерью. Я смогла пережить смерть, вышла замуж за замечательного человека, и всё было отлично, пока мне не стали сниться кошмары. Я была самоубийцей в этих странных снах. Чаще всего сама себе на шею надевала. Я просыпалась в крике, муж меня успокаивал, но кошмары были всё чаще и чаще. В нашем доме стали появляться какие-то знаки на стенах. Нарисованные, я не знаю, какой хренью, но ведь не могла же это быть кровь. А после, однажды я проснулась и обнаружила, что кто-то задушил нашего кота. Я так любила его. Он был таким добрым, пушистым, постоянно ластился. Я пыталась объяснить мужу, что в нашем доме творится что-то странное, но он не слушал меня. Мало того, он стал считать, подозревать, что я страдаю каким-то психическим заболеванием, что это я рисую всё на стенах, что это я убила кота, не осознавая, что творю. Я пыталась скрыть то, что со мной происходит. И пыталась всё выяснить. Мне повезло. Невдалеке от нашего города жила странная бабка. Считали, что она нечто вроде экстрасенса или ведьмы. Она мне всё рассказала. И сказала, как с этим бороться. Нужно было найти определённый камень, который она зарядила, и носить с собой. А потом в определённое время провести ритуал, который окончательно бы зарядил камень, чтобы изгнать эту тварь. У меня был месяц. Я пыталась вести себя нормально. Муж всё хотел, чтобы я для моего же блага хотя бы сходила к психиатру или вообще легла на лечение. Чёрта с два лечения. Мне вообще нельзя было находиться в закрытом помещении. И ещё страшнее было засыпать в своей квартире. Я не знаю, но эта тварь, как я поняла, связана с домом своей жертвы. Я перестала ночевать дома. Я чувствовала голод этой твари. Её злость. Она похоже питается самой смертью жертвы или... Я не знаю. Она никак не могла меня поймать. И однажды я нашла наш старый альбом, где мы фотографировались всем курсом. Там была обведена моя физиономия и ещё несколько, в том числе и ваши. Может она так охренела от голода, что решила бросаться на других или только на тех, кого я знаю. Я не знала, да и сейчас не знаю. Но уверена, если бы эту тварь не вызвали ради моей матери и меня, то и в вашей жизни она бы не появилась. Поэтому я и приехала к вам, как только смогла провести ритуал с камнем. К счастью, не опоздала. «Ты не опоздала», сказала Светлана, когда Марина закончила. «Спасибо тебе, теперь все хорошо». «Да», потянулась Маринка, «теперь все хорошо». Она зевнула и встала. «Мне пора». Вот так просто сказала и пошла по направлению к двери. Но Светлана непонимающе глядела на подругу. Она не смогла закончить фразу, потому что заметила, что тело Марины стало прозрачным. И через него видна дверь и стена. Ты Марина обернулась. Я не совсем успела. Я уснула, не знаю, как я не смогла сдержаться на самом ритуале. Я почти успела его провести, но эта хрень достала меня. Правда, все же сработала ведь, да? Я достала эту хрень в свою очередь. Сказав это, Марина улыбнулась и пошла к двери, больше не оборачиваясь. Но к двери ее призрак так и не дошел. Просто растаял в воздухе. Через несколько дней, через знакомых и знакомых и их знакомых, Светлана и Валентин смогли узнать. Тело Марины обнаружил ее муж, когда вернулся с работы. Она просто лежала на кухне среди круга из уже погаших свечей. Никаких повреждений. Врачи поставили диагноз – инфаркт. При первой же возможности супруги поехали в город, где в последнее время жила Марина, и пришли к ней на кладбище. С могильной плиты на них смотрела веселая, улыбчивая хохотушка. Такая Марина, которую они и знали, и которую теперь всегда будут помнить, как свою спасительницу. Ибо больше никаких потусторонних явлений в их доме не наблюдалось, да и отношения исправились. А когда через пару лет у Светланы родились близнецы, девочка и мальчик, супруги даже не обсуждая это, назвали девочку Мариной. Светлана уверяла, и Валентин с ней соглашался, что у девочки такая же открытая и добрая улыбка, как у ее погибшей тезки. История двадцать вторая С недавних пор я живу в небольшой квартире в одноэтажном доме на Вишневой улице. Это старый район города, частный сектор, населенный в основном людьми старшего поколения, ведущих тихий и размеренный образ жизни. Про себя я называл их аборигенами. Также тут довольно много алкашей, живущих в хибарах настолько древних, что они уже наполовину ушли под землю. Днем они выползают стрелять мелочи супермаркета, а вечером собираются компаниями, чтобы разделить свою высокоградусную добычу. Большинство из них довольно тихие, хотя и встречаются исключения, о чем я осведомлен даже слишком хорошо, поскольку в открытое окно на первом этаже слышно абсолютно все, что происходит в радиусе квартала. В наших широтах спать с закрытым окном становится совершенно невозможно уже с середины апреля. Первые жаркие южные ночи завлекают свои бархатные объятия всех местных люмпианов, которые организуют свои нехитрые кутежи с удвоенной силой и чистотой, отыгрываясь за все зимние месяцы. В целом, если не считать периодических ночных гулянок, район очень тихий и спокойный, поэтому открытые окна совсем не мешают спать. За те пару недель, что я здесь живу, я научился засыпать даже под шум проезжающих машин, шаги редких ночных прохожих, обрывки разговоров и невнятные пьяные крики на углу. Иногда ночные звуки выбиваются из привычного спектра, который мой мозг научился отфильтровывать и вырывают из полудремы на несколько секунд. Обычно это проезжающая девятка, качающая всю округу пацанским басом и оповещающая о своем прибытии оглушительным ревом прямотока. Внезапно очень отчетливое слово, которое разговаривающий по телефону прохожий произнес точно напротив окна, пара лихих школьников с блютуз-колонкой и одной банкой пива на двоих и прочее шумное, но вполне житейские раздражители. Обратив на них секундное внимание, я продолжаю погружаться в сон, как ни в чем не бывало. Однако некоторые звуки бывает сложно объяснить, особенно засыпающему мозгу. Например, однажды мимо окна пронесся источник музыки, играющий как будто задом наперед. Судя по скорости, это был велосипедист, однако я не слышал его приближения. Музыка начала играть сразу под моим окном и затихла в небольшом отдалении через несколько секунд. Пеннивайз катается. Усмехнулся я про себя, списав резкое начало и завершение музыки на неисправность колонки, а демонический реверс на эффект доплера и фантазии засыпающего мозга. В другой раз я услышал звук катящийся по тротуару автомобильной покрышки. Как будто кто-то нес ее, затем ради развлечения решил метнуть вперед. Она подпрыгнула несколько раз, затем прокатилась мимо моего окна и завалилась набок с характерным циклическим звуком. Что примечательно, никаких шагов возможного владельца покрышки я не слышал. Словно она сама по себе возникла из ниоткуда и покатилась, а когда на следующее утро вышел из дома, никакой покрышки на тротуаре естественно не было. Подобные случаи прогоняют сон, заставляют меня приподняться на локте и некоторое время напряженно вслушиваться в происходящее за окном, раздумывая над тем, стоит ли изучение странного случая того, чтобы вставать с кровати. Обычно я принимаю решение в пользу кровати, а даже если встаю и подхожу к окну, не замечаю ничего необычного. К тому же эти события никогда не повторяются, точнее не повторялись до недавних пор. По сравнению с другими случаями, новый звук был не слишком странным, просто велосипедист, который звонил велосипедный звонок через равные промежутки времени, по моим подсчётам ровно три секунды. В отличие от случая с Пеннивайзом, его звонок приближался издалека и исчезал в отдалении. Я решил, что это какая-нибудь сумасшедшая старушка выезжает на велопрогулку по ночам, сигналя одной ей видимым существам из мира фантазий. Была ещё одна странность с этим звуком. Громкость звонка нарастала с постоянной скоростью. Период в три секунды оставался неизменным, но в какие-то моменты велосипедист будто начинал ехать в обратную сторону, причём не тратя времени на разворот. Например, раздавалось три звонка. Первый был тише, второй громче, велосипедист приближался, а третий с той же громкостью, что и самый первый. За столь короткое время он вряд ли бы успел развернуться. велосипедист начинал свой заезд вскоре после полуночи, на расстоянии примерно одного квартала от моего окна. Далее, такими рывками вперёд-назад, минут через пять он всё же достигал моего окна, после чего удалялся за такое же время. Иногда я засыпал раньше и не слышал его, и если же случалось засидеться несколько ночей подряд, то замечал, что он появляется каждую вторую ночь. Как вы понимаете, десять минут раздражающего звона не очень помогают заснуть. Обычно я просто жду, пока он затихнет, недовольно ворочаясь в кровати, но в одну ночь, когда по моим подсчётам он должен был появиться, я решил подкараулить у окна и увидеть наконец таинственного велосипедиста. Звон начался в обычное время. Я раздвинул шторы и сел на подоконник, дожидаясь появления велосипедиста. Он приближался привычными рывками, и сейчас, когда я сидел ближе к окну и не был в полудрёме, это поведение казалось мне ещё более странным. В моменты, когда велосипедист менял направление движения, приближающиеся жужжание колёс на мгновение обрывалось и тут же возобновлялось, но уже затихая, как если бы он мгновенно тормозил и начинал крутить педали в обратном направлении. То же самое случилось, когда велосипедист уже должен был, судя по громкости звонка, въехать в поле моего зрения. Он затормозил, я даже расслышал короткий скрип покрышки об асфальт и двинулся обратно. Два звонка спустя, он снова поехал вперёд и опять, прямо перед тем, как показаться, из-за припаркованного грузовика, коротко скрипнул покрышками и поехал обратно. Как будто знает, что я его карауля, подумал я. Интересно, сколько времени он будет туда-сюда кататься? Оказалось, недолго. За очередным тормозным скрипом не последовало жужжание колёс. Звонок продолжал усердно отсчитывать по три секунды, стоя на месте, судя по звуку, прямо сразу за грузовиком. Я высунулся в открытое окно, пытаясь заглянуть за грузовик, но резкий скрип велосипедных покрышек возвестил меня о том, что незнакомец отодвинулся назад. Стоило мне вернуться на прежнюю позицию, как он снова продвинулся вперёд. Меня захватило что-то вроде азарта естествоиспытателя и тот факт, что велосипедист вряд ли может чувствовать поле моего зрения, чтобы всегда держаться на его краю, не вызвал во мне подозрений. Я повторил операцию с выглядыванием ещё несколько раз, чтобы убедиться, что он всегда отодвигается, скрываясь за грузовиком. Тогда я решил провести новый эксперимент. Встал с подоконника и отошёл от окна, прижавшись спиной к стене. Велосипедист, ожидая ему, тронулся вперёд. Через несколько секунд, когда он, по моим подсчётам, должен был оказаться прямо напротив окна, где и скрыться было негде, я резко развернулся и уставился в окно. Велосипедист как будто всё время ждал меня и вовсе никуда не ехал. Он стоял прямо под уличным фонарём, оперевшись на одну ногу и смотрел ровно вперёд. Я не мог понять, как он успел так быстро остановиться и принять столь расслабленную позу. Его левая рука продолжала исправно отсчитывать ровно по три секунды на велосипедном звонке, словно повинуясь невидимому метроному. Сам велосипедист был мужчиной предпенсионного возраста, плотного телосложения, одетым в брюки со стрелками, чёрные ботинки и плотный пиджак. На голове красовалась калечатая кепка восьмиклинка, лицо было покрыто щетиной с проседью, а на носу очки в толстой оправе. Типичный абориген, порядочный, не из люмпенов. Я смотрел на него в течение трёх звонков. «Не люблю, когда на меня смотрят», произнёс он, по-прежнему глядя вперёд. А в следующее мгновение его голова взорвалась с оглушительным грохотом, разметались в разные стороны обрывки щёк, мелькнули зубы, вылетевшие где-то с другой стороны лица, глаза вылезли, из орбит череп раскрылся, будто кокос, обнажая алую мякоть. Всё его тело вздрогнуло и осело, как кусок мяса, завёрнутый в кожу, перевалилось назад через сиденье и увлекло за собой велосипед, свалившись на землю бесполезной грудой из мяса, костей и железа, сбрызнутой алым цветом. Я наблюдал за этой картиной в полном ступоре. Внезапно вся нереальность, фантасмагоричность событий последних минут навалилась на меня, и я подумал, что это должно быть какая-то галлюцинация. Наваждение никакого велосипедиста на самом деле нет, как нет и его трупа с разорванной головой перед моим окном, но вполне натуралистичный вид мертвого тела запутавшегося велосипеда убеждал-то меня в обратном, из ступора меня вывел дедушка, появившийся из-за угла. На нем были старые трико синего цвета с растянутыми коленками и домашние тапочки, а торс оголен. В руке он держал охотничью сайгу. Я узнал его. Он, вероятно, жил где-то по соседству. Мы периодически здоровались на улице, хотя я не знал, как его зовут. Дедушка посмотрел на труп, затем на меня. Они не любят, когда на них смотрят, укоризненно прокряхтел он, обращаясь ко мне. Это выстреляли? Тут поспросил я. Ага, но зачем? Если ты его увидел, он уже от тебя не отстанет. Кто он? Абрикен. Я вздрогнул от знакомого слова. Не помню, чтобы называл местных жителей аборигенами иначе, как про себя. Что за аборигены? Почему он от меня не отстанет? Аборигены это те, кто тут по ночам иногда проказничает. Кто давно тут живет. В деревянных бараках, в покосившихся развалюхах, в домах, про которые ты подумаешь, что они и давно заброшены. Или там какая-нибудь умирающая старуха без внуков лежит не уставая. А на самом деле они тут еще до нас были. И после нас будут. Тут мне стало понятно, что дед просто сумасшедший и застрелил велосипедиста, повинуясь прихоти своего старческого маразма, возможно, подогретого чрезмерным употреблением алкоголя. по сравнению с этим чудачество велосипедиста казались мне просто невинной шалостью. Мало ли взбрело человеку в голову туда-сюда по улице ездить, он никому этим не мешал, но дед и его ружье рассудили иначе. «Ты на меня волком-то не смотри», продолжал старик своим медленным скрипучим голосом, глядя мне в глаза. «Я тебе услугу оказал. Знаешь, что было бы? Звонил бы он теперь каждую ночь, а потом под твоим окном бы только звонил, а потом не только под окном, может быть, не только бы и звонил, кто знает». Я вздрогнул, жуть и дед нагоняет. «Я полицию вызову», заявил я. «Не напрягайся, уже вызвали. Спокойной ночи». Дед развернулся и удалился шаркающей походкой, оставив меня в ужасе и оцепенении. Полиция действительно появилась через 10 минут. Я решил, что лучше не дожидаться, пока ко мне постучат, оделся и сам вышел на улицу. Рассказал им, что видел велосипедиста и как его ни с того, ни с сего застрелил соседский дед. Номера его квартиры я не знал, но часто видел его на улице, поэтому он же должен жить где-то неподалеку. убедившись, что ни при мнении у меня дома нет оружия, сотрудники отвезли меня в отделение для дачи показаний, а следователь пообещал найти похожего деда среди соседей. Из отделения я вернулся только под утро и проспал до вечера. На протяжении нескольких следующих дней ничего примечательного не происходило. Я сидел дома, отходя от пережитого, полиция, к счастью меня не трогала. Может нашли деда и тот во всем признался, а может мне еще предстоит пообщаться с ними. На третью ночь, когда я ворочался в кровати и уже почти забылся тревожным сном, за окном послышался разговор. Судя по голосам, небольшая компания школьников решила остановиться и перекусить, не найдя для этого лучшего места, чем прямо под моим окном. Хэдшот ему отвесил, аж юшка брызнула, вдохновенно рассказывал парень лет пятнадцати, судя по ломающемуся голосу. Кто-то сплюнул, я перевернулся на бок, пытаясь укрыться от назойливых звуков подушкой. Это получается его кто-то увидел или за что его так? Женский голос, девочка-подросток. Увидел, этот, который тут живет, который нас слушает, что ли? Вклинился второй голос паренька, усмехнулся первый. «Привет, кстати», игриво сказала девочка. Все трое затихли. «Привет, говорю», хрипно ряфнул первый голос, как будто прямо у меня под ухом, и я подскочил за окном, тихо шелестели деревья. Случай со школьниками окончательно разрушил мой режим сна. Конечно, после убийства соседским дедом велосипедиста я каждую ночь прислушивался к происходящему за окном, ловя любые странные звуки, но все же часам к трем не удавалось заснуть. Теперь же измотанный мозг совершенно отказывался отключаться, продолжая работать на холостых оборотах, прокручивая снова и снова картины опасностей, таящихся за приоткрытым окном. Закрытое окно хоть и защищало от ночных шорохов, но тоже не способствовало здоровому сну. Уже через пятнадцать минут духота в комнате становилась невыносимая, и обливаясь, потом все же вставал, чтобы приоткрыть его. Бессонница всему придает налет нереальности, и когда я выйдя днем за продуктами увидел деда стрелка мирно поливающим клумбой шланга, эта обыденная сцена показалась мне чем-то психоделическим. Добрый день, осторожно поприветствовал я. Здорово, сосед, проскрепел дед, не отрываясь от своего занятия, и я помедлил, тщательно выбирая подходящие слова. Как прошло с полицией в ту ночь? Дед опустил шланг, из которого продолжала течь вода. Он так и не повернулся ко мне. Да никак, никак, никто ко мне не заходил. Как же, следователь сказал, что они соберут показания всех соседей. Показания, показания. Ко мне-то поди, так просто не зайдешь. Он довольно хмыкнул и снова направил шланг на клумбу. А вы же в шестой квартире живете, ткнул я наугад. В шестой, пробубнил он и снова опустил шланг. Что-то было не так. Я отступил, наблюдая за дедом. Через несколько секунд он поднял шланг, затем снова опустил. У меня закружилась голова. Хорошего дня, попрощался я и тебе. И я развернулся и пошел в сторону магазина, слушая затихающее журчание воды у меня за спиной. Звук менялся, когда дед поднимал и опускал шланг. Интервал между этими действиями составлял ровно девять секунд. И, разумеется, шестой квартиры в нашем доме не было. В ту ночь я решил не мучить себя попытками заснуть. Вечером устроился в кресле с огромной кружкой чая и листал книжку, старательно погружаясь в вымышленный мир, чтобы хоть немного отвлечься от безумия вокруг. Удавалось неплохо. Воспаленной бессонницей и странными событиями мозг живо рисовал все описанное на страницах и я вскоре потерял счет времени. Мой медитативный досок был прерван стуком в окно. Я вздрогнул и поднял взгляд на шторы. Повторный стук подтвердил, что все это мне не показалось. Я подошел к окну и раздвинул шторы. С улицы на меня смотрел соседский дед. Он обнажил желтоватые зубы в улыбке. «Здорово, сосед!» жизнерадостно проскрепел он. «Доброй ночи!» осторожно ответил я. «Открой окошко!» Я обычно ставлю окно на проветривание и почти никогда не открываю его полностью, а в свете последних событий делать это мне совершенно не хотелось. «Что случилось?» «Угости сигареткой». «Какой сигареткой?» «Ночь на дворе!» раздраженно ответил я. «То-то и оно!» «Магазины закрыты, а курить-то хочется!» парировал дед. Я уставился на его улыбающуюся дряблую физиономию, пытаясь понять, что здесь на самом деле происходит. Я бы сказал, что вся сцена оказалась мне сном, но в последнее время разница между сном и явью стала уж слишком незначительной. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. «Ты же понимаешь, что мне не нужно приглашение, чтобы войти, правда?» Я кинулся к окну и захлопнул его. Дед не шелохнулся, продолжая улыбаться. Я вышел из комнаты, достал мобильный, набрал номер экстренной службы, рассказал оператору, что ко мне домой ломится сосед, которого подозревают в недавнем убийстве. Пусть это было не совсем правдой, но сейчас я бы предпочел провести ночь в отделении, давая объяснение раздраженному полицейскому в окружении здравомыслящих людей яркого света, чем дома, с безумным дедом, за окном, черт побери! Оператор утомленным голосом сообщил, что наряд выехал. Я вернулся в комнату. Окно было открыто. Дед стоял внутри, привалившись к стене в его руках, поблескивала знакомая сайга. У тебя уютно, сказал он будничным тоном, словно возобновляя прерванный диалог. Как ты сюда залез? Я медленно попятился от него. Я никуда не залезал. Улица место общественное. Где ты в моей квартире? Это как посмотреть, где твоя квартира начинается-то. Думаешь, пришел сюда, дверь железную поставил, стеклопакет модный и все, отделился, обособился. Хе-хе, нет, парень, тут так не работает. Тут хозяева другие, старые хозяева, те, кто еще до Майти строил сотни лет назад. Какие хозяева, какие сотни лет, ши-ш-то несешь? Аборигены стало быть невозмутимо ответил дед. Кто испокон веков здесь? Они тут хозяева, а ты так, птичка залетная. И я начинал лавливать логику сумасшедшего деда, и надеялся, что мне удастся заболтать его до тех пор, пока не прибудет полиция. И ты, абориген? И я стало быть... Ты же застрелил одного, как ты говоришь, аборигена пару дней назад. Так он правила нарушил. Нельзя попадаться на глаза во время мациона. Иначе придется или свидетеля своим сделать, или избавиться от него. А то, глядишь, все прознают о нашем распорядке, и жилья уже не дадут. Особенно мне не понравилось слово избавиться. Что за мацион? Так это на чем весь уклад жизни строится. Выгулять пса вечером, прокатиться на велосипеде, чаю на веранде выпить. Главное все по распорядку делать, по расписанию. Четко, как в армии. Раз, два. Дед оживился, взял свою сайгу на плечо и шутливо козырнул. Тут я вспомнил, как дед поливал кломбу днем. Чего побледнел-то? Да, и мой эмоцион ты видел. Вот я и пришел наши дельцы утрясти. Поговорите так по-соседски. Что тебе от меня нужно? Надо тебе решиться. Остепенишься ты, будешь с нами жить по-свойски, как с покона веков до скончания времен заведено. Или же продолжишь, как птичка, порхать с места на место, не зная своей земли, не зная корней своих. И если я не захочу с вами жить, так сказал же уже, что будет, нахмурился дед. За окном послышался шум подъезжающего автомобиля. За шторками замелькало синим и красным. Дед направил ружье на меня. Решайся, мужик. Весь вихрь недавних событий раскрутился в голове в полную силу. Я стоял за гипнотизированной дулом ружья, физически не способный что-либо осознать и уж тем более решить. И зацепенение меня вывел тяжелый стук в дверь. и остаюсь, сказал я словно в трансе. Дед опустил ружье и хохотнул. Вот и правильно, сосед, вот и правильно. Стук повторился. Кажется, у тебя незваные гости. Знаешь, что хорошие хозяева делают с незваными гостями? Я кивнул и протянул руку, чтобы взять ружье. История 23 Нижеописанную историю мне рассказала моя мама. Я никого не заставляю в нее верить, но это то, что случилось много лет назад и не оставляет в покое, наверное, до сих пор. Моя бабушка Нина Алексеевна в войну потеряла сына Андрея. Любовь и забота близких не могли утешить горюющую мать, и баба Нина совсем расклеилась. Из постели не вставала, практически ничего не ела и не пила, бредила подчас страшно, а ночами приходилось запирать ее на ключ, потому что бабушка то и дело порвалась уйти на поиски мертвого сына. Моя мама была тогда уже достаточно взрослой, чтобы хорошо запомнить тот тяжелый период в жизни нашей семьи, но рассказать решилась лишь сейчас, когда у меня у самой уже два взрослых сына. Ну так вот, бабушке было не просто плохо, она, считай, стояла одной ногой в могиле, как верили все вокруг, и вся деревня была уже готова распрощаться с бабой Ниной, кроме моей мамы, конечно, которая из тех людей, что не теряют надежды, даже когда она догорает тусклой свечой в темноте. Может быть, молитвы моей мамы были услышаны, кто знает, но однажды утром бабушку нашли в полном здравии на кухне. Она прибирала со стола, весело что-то щебетала, и все не уставало повторять, что Андрюша вернулся наконец. С того солнечного утра баба Нина ожила, стала той же веселой, добродушной, полной жизненных сил и энергии женщиной. С утра до вечера она не переставала трудиться, готовить еду, таскать воду, что, почистить, мыть, стирать, убирать, петь забавные частушки во время кропотливых дел. Моей маме казалось, что никогда еще бабушка не была такой живой, по-настоящему живой, но, сами понимаете, все вокруг лишь качали головой, да, как один говорили, что, мол, совсем из ума выжила бедная женщина, и верно, это все горячий бред, который только приблизит печальный конец. однако, проходили дни, недели, месяцы, и незаметно вот уже пролетел год, а бабушка прекрасно себя чувствовала и, кажется, не знала никаких бед и болезней. Вся деревня тут же смолкла, и жизнь как-то вошла в привычную колею, пока однажды мама моя не проснулась среди ночи от чьих-то тихих жалобных рыданий. Мама осторожно встала с постели и пошла на звук, который, как выяснилось, доносился из летней веранды, а источником его оказалась наша бабушка. Она сидела за столом перед горячим самоваром и полной тарелкой конфет, пирожков до печенья. Крупные слезы скатывались по щекам бабы Нины, а тяжелые всхлипы перебивало только мерное тиканье на стенных часов. Мама подлетела к бабушке быстрее пули и стала крепко обнимать да успокаивающе поглаживать по спине, не торопясь задавать вопросы. Бабушка же сквозь слезы прорывалась что-то сказать, но слова съедали непрекращающиеся рыдания. Мама не помнит, сколько они вдвоем просидели, обнимая друг друга вот так, словно ничего больше на целом свете у них не осталось. Однако неожиданно в дверь веранды постучали. Бабушка тут же перестала плакать и подскочила со стула, чуть не опрокинув его с грохотом под стол. Мама ничего не успела сказать или сделать, да даже и подумать-то ни о чем не успела, а бабушка уже открыла дверь и в комнату вошел невысокого роста молодой парень в солдатской форме. То, что происходило дальше, мама описывает так. Самая странная и удивительная встреча. Солдатика звали Андрей. Он так же, как и многие, побывал на войне. Бабушка крепко обняла парня, ласково потрепала по курчавой голове и усадила за стол. Андрей этот тут же принялся за кушанье, уминая за обе щеки пирожки и печенье и выпивая чашку за чашкой крепкого черного чая. Мама моя сидела напротив и не могла сказать и слова. Отчасти из того, что полное непонимание происходящего сбило ее с толку, а отчасти от того, что бабушка пересекала всякие попытки мамы заговорить. Андрей пробыл недолго, но вел себя очень достойно в веселях двух дам, смешными рассказами и деревенскими байками. Когда он уходил, баба Нина почти шепотом сказала ему примерно следующее, так как времени прошло достаточно и многое уже мама позабыла. Андрюша, ты больше так не задерживайся. Я уж боялась, что не придешь сегодня. Целое озеро, наверное, выплакал. Так переживал. Мама, ты же знаешь, далеко мне идти. Устаю я в дороге. Да и рана старая еще кровоточит иногда. Я же все-таки воевал. Вот если бы ты со мной пошла, повидала мой дом, осталась бы со мной, мы бы тогда, мама, всегда были вместе. Разве ты этого не хочешь? Не скучаешь по мне, что ли? Неужели забывать стал своего сына? Разлюбила? Ну что ты, Андрюша, что ты? Ну конечно, у меня же никого дороже нет, мальчик мой. Любит тебя мама, больше жизни любит. Несколько минут они еще стояли у порога, о чем-то перешептываясь. Но как только дверь за Андреем закрылась, маме стало абсолютно ясно, что это не ее брат приходил, пил чаю, уговаривал бабушку пойти с ним. Всеми силами мама пыталась сказать, объяснить бабушке, что это какой-то самозванец, который просто нагло пользуется ее горем, но бабушка была тверже гранитой и отказывалась что-либо слушать. Однажды даже дала маме хорошего леща, когда та, наверное, уже в сотый раз пыталась образумить потерявшую рассудок женщину. И вроде бы на этом пора сложить оружие, однако никогда еще моя мама, сколько я ее знаю, не отступала от задуманного. Так однажды ночью, когда по подсчетам снова должен был прийти этот Андрей, мама подлила бабушке в ее вечерний чай снотворное, которое бабушка принимала раньше, когда не могла встать с кровати, а ночами мучилась от бессонницы, налила правда столько, что бабушка забылась глубоким и крепким сном аж до самого утра. Как только это случилось, мама побежала к соседу дяде Коля, рассказала ему про ненастоящего брата Андрюшу и попросила о помощи. Дядя Коля, мужичок боевой и готовый бескорыстно помочь хорошим соседям, прихватил свое охотничье ружье и, жуя спичку, отправился совершать подвиг. Ночью в дверь постучали, и мама не замедлила открыть преисполненные отваги рядом с не менее отважным дядей Колей, но как только дверь отворилась, дядя Коля замер, опустив ружье. Спичка выпала у него изо рта и приземлилась на деревянный пол. Андрей недоуменно уставился на мою маму и ее помощника, будто поняв, в чем дело, он зло нахмурил брови и открыл был рот, но мама его опередила. Слушай, ты, я не знаю, кто ты такой, но либо ты объяснишься, твою мать, зачем ты к нам приходишь, либо мало тебе не покажется, неробея произнесла мама. Андрей как-то совсем враждебно зыркнул на маму парой черных глаз, затем на дядю Колю, который стоял белый, как мелы, чуть ли не трясет. Чего же, черт побери, испуга? Поверьте, маме было совсем не до того, потому что Андрей наверняка готовился напастен. Нужно было придумать, как защищаться, однако ничего не произошло. Солдатик фыркнул, развернулся и утопал во своясе. Облегченно выдохнув, мама, почему-то уверенная, что больше этот тип не явится, привела в чувство дядю Колю, усадив того на жесткий табурев и дав стакан хорошей, ядреной домашней бражки. Позже странное поведение соседа стало для нее понятным. Вы бы как себя повели, если бы воочию увидели родного сына, крышку гроба которого собственноручно заколотили несколько лет назад. Как бы странно и абсурдно то не звучало, но поверьте, моя мама помнила, как выглядел Миша, сын дяди Коля, прекрасно помнила. И это был не он, это был и не ее брат, кто-то абсолютно другой, чужой, незнакомый, но дядя Коля видел в своих глазах, видел перед собой своего собственного сына, опуская ружье точно так же, как наша бабушка все время видела перед собой того самого сынишку Андрюшу. Бабушка, кстати, наутро встала испуганная, долго билась в истерике, не находя себе места. Мама же упорно молчала, поджимая губы, усердно делая вид, что ничего не знает, в чем дело. Со временем, очень долгим, стоит заметить, все устаканилось. Бабушка более или менее пришла в себя. Из деревни они с мамой уехали и больше туда не возвращались. Тяжелее всего пришлось дяде Коля, который после той ночи не просто потерял покой, а потерял, пожалуй, уже и самого себя. Кто-то из соседей даже клялся, что видел, как однажды ночью он выходил из дома с каким-то молодым парнем, уж больно похожим на покойного Мишу. Но с тех пор дядю Коля никто не видел. Я понимаю, что это звучит более чем фантастично, но у меня нет основания не верить маме. На самом деле я долго думал над этой историей и, пожалуй, могу извлечь из нее лишь то, что все мы теряем дорогих и близких нам людей, но мы должны уметь принимать это и отпускать их, потому что вернуть любимых с того света нам, увы, не под силу, не уйдясь с ними туда же. История двадцать четвертая Прошло всего полгода, как я попал в автомобильную аварию, после которой почти все мое тело парализовало. Я не могу двигать ногами, правая рука хоть и двигается, но граций в ней как в мешке с рисом. Нормально функционирует только левая рука. Я не буду вам рассказывать о том, что я думаю о таксистах, работающих по шестнадцать часов в день, о неработающих подушках безопасности и о древних машинах, металлический каркас которых с предательской легкостью рвется и изгибается в случае аварии. Что я могу сказать? С тех пор моя жизнь стала, если не адом, то чем-то очень на него похожим. Спустя неделю, как меня выписали из больницы, каждый день в послеобеденное время ко мне приходила сиделка. Женщина средних лет, волонтер. Готовила мне еду, помогала по дому, мыла меня в ванной и, извините за подробности, но, к сожалению, именно так оно и было. Раз в неделю приходил медбрат Артур, делал массаж, ставил уколы и отсыпал из сумки горсти таблеток, которые я должен был пить всю следующую неделю. Довольно жалкое существование. Хуже всего было то, что, когда сиделка и врач уходили, я был предоставлен сам себе. Интернет, сериалы, онлайн-игры, телевизионные передачи, книги и прочая хрень быстро надоедали. Из-за боли в спине я не мог подолгу находиться в одном положении. Постоянно приходилось переворачиваться, менять позу, что довольно проблематично всего с одной рабочей рукой. Передвигаться по дому, то еще удовольствие. Соседи снизу, наверное, задумывались о найме киллера. Я бы так и сделал на их месте. Ляска, ляска и постоянное падение, меня и предметов, плач скулеж по ночам. И вот очередной бессонной ночью я пытался развлечь себя подсматриванием за окнами соседнего дома. Да, это ужасное занятие, простите уж, у меня был старый бинокль, при помощи которого я и погружался в жизнь незнакомых мне людей. На пятом этаже в угловой квартире жила эталонная семья. Муж, жена, двое детей. Правда, когда мужа днем не было дома, к его возлюбленной забегал сосед седьмого этажа. На восьмом был притон наркоманов. Шестой этаж был, как на подбор, забит стариками. Разномастные деды с бабками из разных квартир каждый вечер проводили за синхронным просмотром телевизора. На девятом происходило самое интересное. Там жили студенты, и практически каждый день устраивались пьянки. Полуголые девчонки, громкая музыка. Пару раз я был даже свидетелем каких-то невероятных оргий, о чем мне даже сейчас стыдно вспоминать. А вот с десятым этажом было все очень непросто. Он был, как будто бы, нежилым. Днем я так и не смог заметить ни одной души ни в одной из квартир. Понимаете? На целом этаже многоквартирного дома отсутствовали всякие признаки жизни. Сначала я подумал, что это какой-то технический этаж. Ну, мало ли, коммуникаций там какие, или неудачная попытка сдать помещение в аренду. Но почитав в интернете за этот жилой комплекс, так и не нашел никакой информации о чем-то подобном. Следующим был такой, что, возможно, весь этаж выкупил какой-нибудь богатый бизнесмен, решив сделать себе мегахату, но внезапно сел в тюрьму. И вроде как этот вариант подходил, если бы не одно но. Каждую ночь в одной из квартир хаотично мигал свет. Он то включался, то выключался, то часами горел, то мерцал так, будто там творилась какая-то адская дискотека. Я наблюдал за десятом этажом с неподдельным интересом. В конце концов, чем мне было еще заниматься? И вот в один из дней, ночью, я не спал. Досмотрев фильм, я взглянул на часы. Три сорок одна. Не знаю, почему, я в очередной раз взял бинокль и принялся следить за происходящим на десятом этаже соседнего дома. И тут я все-таки увидел движение в окнах. Сначала я обрадовался, все-таки этаж не пустует, но довольно быстро эта радость переросла в страх. Что-то, какая-то тень, двигалась из левого угла здания вправо и от окна к окну так, словно между квартирами действительно не было стен. Я не мог разглядеть ту тень подробнее до тех пор, пока она не приблизилась к окну, в котором мигал свет. Все, что было потом, для меня запомнилось отрывками. Вспышка света в окне позволяет мне рассмотреть тень, и я вдруг понимаю, что это не человек. Я понимаю, что оно увидело меня. Доли секунды существу хватило, чтобы выпрыгнуть в окно. Несколько мгновений я видел его силуэт ползущим вниз по стенам дома. Долгие мгновения тишины. В темноте я потерял существо из виду, краем глаза, где-то близко к периферии зрения, я заметил, как что-то пробежало под уличным фонарем в направлении моего дома. Знаете, я никогда еще не двигался так быстро. Стук сердца пульсировал в висках, боль в спине была нестерпимой, но я игнорировал все. Единственное, чего я хотел, это добраться до своей входной двери быстрее этого существа. Я знал, что сиделка никогда не закрывает дверь, на тот случай, если я упаду и не смогу встать, чтобы соседи могли добраться ко мне и помочь. Я катил свое инвалидное кресло одной рукой. Я молил всех богов о том, чтобы не врезаться в угол, миновать дверные проходы, не наехать на вещи, недальновидно ставленные прямо на полу. По моему лицу катились слезы. Я добрался до входной двери и повернул ключ буквально за секунду до того, как в подъезде раздался звук, схожий с токаньем женских туфель на каблуках. Сотни женских туфель. Будто бы какая-то чокнутая женщина-сороконожка ходила по полу, потолку и стенам. В ту же секунду дверь ударили. Ударили так мощно, что я, несмотря на парализованность, чуть не подскочил со своего кресла. Потом еще, еще раз и еще, снова и снова. С потолка уже сыпалась побелка. Я, взрослый мужик, вжавшись в инвалидное кресло, беззвучно рыдал, не в силах сделать хотя бы что-то. Раздавался удар за ударом, пока я не услышал, как кто-то из соседей по лестничной площадке открыл свою дверь, видимо, узнать о причине ночного шума. И секунду была полная тишина. Короткая перебежка цокающих каблуков, тихий всхлип, и все. Я сидел на своем кресле, боясь пошевелиться, до тех пор, пока за окном не начало рассветать. С тех пор прошла неделя. Я перестал слышать своих соседей. За стенкой перестал реветь ребенок. Молодая пара из квартиры напротив моей больше не ссорилась, а девушка из соседнего крыла больше не выходила гулять с собакой по утрам. Уже три дня не приходила сиделка, а вчера Артур так и не принес мне новую порцию лекарств. Каждый день, ночью, я подъезжаю к своей двери. Каждый день подолгу смотрю в глазок. Сегодня, взглянув в него, я так и не увидел знакомых очертаний подъезда. Долгие секунды у меня ушли на то, чтобы осознать. Я смотрел в огромную бездонную пасть, полную острых кривых зубов. История двадцать пятая Я пялился в монитор, бездумно щёлкая мышкой. Свет горел в комнате, остальная часть квартиры тонула во мраке. Сна не было ни в одном глазу. Ночь темна и полна ужасов, как говорилось в одной книге. Буквально полчаса назад я также сидел и читал. Лампа освещала стол, причудливо отбрасывает тень на стену. Я уже собирался ложиться спать, но тут раздался скрежет по стеклу на балконе. Вначале я подумал, что это летучие мыши. Живу на двенадцатом этаже, и под крышами они построили пару гнёзд. По ночам летают и жрут разную мышкару, попискивая и шелестя крыльями. Интересно, высунувшись с балкона, наблюдать за ними. Как-то раз летом одна залетела на балкон ночью и здорово меня перепугала, шлёпнувшись в ноги. Только через час смог её выгнать, гоняя по всему балкону. Но вдруг скрежетнуло ещё раз, и звук больше на металлический похож. Вышел на балкон, осмотрел стёкла и царапины. Зашёл в комнату, опять этот звук. Только на этот раз более приглушённый, будто коготками. Противно резануло по ушам. Вышел снова и снова нет следов. Немного стало покалывать по спине. Высунулся с балкона. Ветерок обдувает лицо, а можно успокоиться. Ночка сегодня как никогда хороша. Наконец-то прошли дожди, но ещё и жары нет. Свежо дышится. Попискивая, недалеко пролетела тень. Всё-таки похоже мыши шалят, задевают крыльями стекло под определённым углом. Я погрозил им кулаком. Внизу под окнами собачились коты. Такой вот каламбур. Мой взгляд зацепило какое-то движение у дерева, одиноко стоявшее у дома. От него отделилась тень и направилась к фонарю. Силуэт подошёл поближе, и я увидел, что он одет в длинный плащ. Лицо опущено вниз. При виде него коты громко зашипели и удрали. Казалось, он не стоит, а парит в воздухе. Плащ пузырился от ветра. Не знаю, зачем я пялюсь. Мужик извращенец похожий какой-то. Решил прохожих попугать. Вдруг он поднял голову прямо на меня. Лица не было, только грубо прорезанный рот. Он улыбнулся, мне обнажив зубы, я отшатнулся. Сердце, как говорится, ушло в пятки. Это что вообще было? Переборов себя, немного выглянул. Тварь стояла там же, ухмыляясь. Она протянула руку и указала на меня. Палец извивался, как червяк. Фонарь замигал и потух. Через пару томительных секунд загорелся. Под ним никого не было. Бум, 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 сердце грохотало на пределе. Я еще некоторое время смотрел на фонарь, соображая, что вообще происходит. Не пил, куревый, ширевый, ни разу не употреблял. Допустим, лица я не увидел из-за плохого зрения. А исчез, так просто я отвлекся, и мужик решил подшутить надо мной. Быстро отбежал в сторону. Плащ черный, в темноте особо и не увидишь. Я глядел весь двор. Нихрена. Но либо это какой-то ниндзя, либо... Я даже не знаю, что еще. Надо меньше страшилок читать на ночь, тогда и муть перестанет мерещиться. Все-таки убежал в сторону, пока я с разинутым ртом охреневал. Я вернулся в комнату. Теперь полутемное помещение давило мне нервы. В толчок бы выйти, но можно пока и потерпеть. Прикрыл дверь, включил свет и музыку. Немного отлегло. Теперь вот спустя полчаса я даже готов был поаплодировать мужику. Напялил страшную маску и чуть до инфаркта не довел. Вполне возможно просто стоял в тени и ждал, пока кто-нибудь не выйдет на балкон. Ну вот мне и повезло, как всегда. Все-таки надо ложиться спать. Глаза уже слепаются. Быстро проскочил темный коридор, включил свет в туалете, забежал в него. Фу, посмотрелся в зеркало. Веду себя как маленький в самом деле. Пора прекращать. Ты же мужик в конце концов. Почистил зубы, выключил свет и юркнул в кровать с головой, накрывшись одеялом. Прекращу в другой раз. Душно как-то. Высунул один нос из одеяла. Постепенно расслабился, устроился поудобнее. Страх наконец-то прошел. На кухню скрип скрип пол. Потом еще раз. Этому всему есть научное объяснение, напомнил я себе. Просто забыл, какое именно. Такие скрипы каждую ночь. Не открывай глаза и все, скоро заснешь. Но скрипела, не хаотичная, словно кто-то тихо, стараясь не шуметь, прогуливался по кухне. Хлопнула дверца шкафа. Загремела посуда. Раздались шаги и что-то. Остановилось у двери в комнату. Я услышал тяжелое дыхание и тут дверь зашуршала, будто бы ее легонько толкнули. Я приоткрыл один глаз. Дверь и вправду понемногу открывалась, все больше и больше, впуская ужаса в комнату. Потом резко распахнулась, ударившись об стену. Тишина. Только сердце толпится так, что готова скоро отказать. Я не чувствую ног. Странное ощущение постепенно поднималось вверх, пока я не перестал шевелиться. Только смотреть. Что-то заскрипело в кресле, и оно, медленно скрипя колесиками, повернулось в мою сторону. В нем сидело то существо. Ему как будто было неловко находиться в этом теле. Оно постоянно извивалось и хрипло, бормотало. Посмотрело на меня и медленно сползло на пол. Потянулись томительные секунды. Я был уже почти на грани мешательства. Из-под постели высунулись лапы, раздирая простыню и оставляя следы на ногах. Следом на кровать втянулось в стальное тело существа. Тяжесть навалилась на грудь, но я ничего не мог поделать. Оно подползало прямо к лицу. Я зажмурился. Это все кошмар. Я сплю. Почувствовал смрадное дыхание на лице. Прикосновение ледяных пальцев. Оно ощупывало мои глаза, будто приценивалось к ним. Потом все прекратилось. Не открывай глаза, не открывай глаза. Бухало в голове, но я пересилил страх и открыл. Никого не было. Пустая темная комната. Кресло стоит так, как я его оставил. Я ощутил, что снова чувствую свое тело. Вдохнул и повернулся на бок. Я очутился лицом к лицу. С тварью она ухмыльнулась и плотоядно облизнула свои синюшные губы. что-то проворчало и бросилось на меня. История двадцать шестая. Я живу в простой московской пятиэтажке в квартире под номером сорок семь. Соседствует со мной естественно квартира, на двери которой чуть-чуть косо висит желтая табличка с числом сорок восемь. Именно об этой квартире и пойдет речь. И нет, опережая вопросы, в этой квартире, насколько я знаю, за всю ее сорокалетнюю историю никто не умирал. Люди, которые в ней жили, не жаловались на странные шумы и видения или на то, что стулья в ней сами с собой скользят по полу. По всем признакам, это среднестатистическая однокомнатная квартира со всеми удобствами. Идеальное обиталище для одиноких молодых и не очень людей. Собственно, даже среди местных жильцов она не пользуется дурной репутацией. Никаких баек или геунд о нехорошей квартире здесь отродясь не было. Если подумать, то я, наверное, первый и единственный, кто заметил, что в квартире номер сорок восемь происходит что-то неладное. И то лишь из-за того, что живу в непосредственной близости от нее. Живу я в этом доме двадцать восемь лет, и за это время у квартиры сменилось шесть жильцов. Учитывая, что квартира еще с советских времен была съемной, это не так уж много, но обстоятельства, при которых выселялся каждый из арендаторов, были примечательными. Когда я только переехал в квартиру сорок семь, соседнюю квартиру занимал благообразного вида пенсионер в очках. Типичный советский интеллигент. Как и было положено образованному человеку тех лет, он выписывал кипу газет и журналов. И я часто встречал его на лестнице, когда он спускался к почтовому ящику. Мы с ним здоровались и перекидывались иногда парой фраз о погоде и футбольных матчах. Мы оба яро болели за Спартак. Где-то года через два я заметил, что поток корреспонденции для пенсионера стал чахнуть. Никаких больше толстых журналов и профильных изданий, только практически обязательная для каждого уважающего себя гражданина правда и известие. Потом почтальон перестал носить и их. И почтовый ящик квартиры 48 опустел. В тот период, когда правду еще доставляли, я видел иногда своего соседа в подъезде и его внешний вид ясно давал понять, что у человека большие нелады со здоровьем. Ну что ж, возраст у него был преклонный, медицина у нас сами знаете какая, так что мне оставалось только посочувствовать ему. Потом я перестал его видеть. Казалось, пенсионер не выходит даже в магазин за продуктами, не выносит мусор. Через пять лет после моего заселения он окончательно уехал куда-то. По слухам, на деревню, и в тот последний раз, когда я видел его при отъезде, он произвел на меня тягостное впечатление. Впалые серые щеки, потухшие глаза, абсолютно белые волосы клочьями, дрожащие руки, комплекция дистрофика. Это было лишь бледная тень, полноватого, энергичного старичка, с которым я знакомился пять лет назад. После него квартира пустовала пару месяцев. Потом в нее заселился молодой рабочий, с ним ни особого контакта установить не удалось. Молодой человек вечно куда-то спешил и был себе на уме, уходил рано утром и возвращался поздно вечером. Это поначалу. Прошла пара лет, и он начал проводить внутри своей квартиры гораздо больше времени. Кое-кто шушукался, что он крупно провинился на работе и его уволили. Постепенно стало ясно, что бывший рабочий крепко прикладывается к бутылке. Когда я его в кои-то веки замечал в подъезде или около дома, в его руке всегда была авоська либо с большой банкой пива, либо с бутылкой русской водки. Я еще удивлялся, откуда у него средства на регулярную выпивку и оплату вылазно сидит в квартире. Внешний вид у парня, как у всякого стремительно деградирующего алкоголика, преображался не в лучшую сторону. Грязная, мятая одежда, постоянный перегар, болезненная худоба, круги под глазами, отечная кожа. За пять лет он постарел буквально на четверть века. Потом и вовсе умер. Подрался ночью в очереди за очередной бутылкой горькой и его там пырнули ножом. Следующим жильцом был мужчина средних лет. Примечателен он был тем, что ездил на огромном черном джипе с тонированными стеклами. К тому времени стояла середина девяностых и подобный транспорт вполне однозначно указывал на то, какой касте принадлежит его владелец. Про него я ничего определённого сказать не могу. Вроде бы какие-то торговые ларьки он держал, которых тогда в городе было как грибов после дождя. Попадал в больницу после разборок с братками, водил к себе женщин лёгкого поведения. У меня тогда были собственные серьёзные проблемы, и за жизнью соседей я особо не следил. Но за те пять лет, которые коммерсант жил в квартире сорок восемь, он тоже таял как спичка. На исходе его пребывания там розовощёк и молодчик с бульдожьим взглядом обернулся едва ковыляющим по ступенькам трясущимся доходягой, чьи жидкие волосы сыпались с головы на каждом шагу. Оно, конечно, можно попенять на нервную профессию и последствия тех самых больничек, но после того, как новый русский пропал бесследно, точных обстоятельств, увы, не знаю, квартира пустовала недолго. На этот раз была женщина с ребёнком лет пяти. Говорили, что она бухгалтер. Днём она ходила на работу и оставляла ребёнка одного. Видимо, на детский сад не хватало денег, лишь и очередь была длинная, как обычно. И что бы вы думали? Через два года, когда ребёнку пришла пора ходить в школу, она уволилась с работы и стала сидеть дома, да и ребёнка отказалась пускать в школу. К ней наведывались работники социальных служб, так она устроила им такой скандальчик, что всё было слышно через стену в моей квартире. Потом они ещё несколько раз приходили, но в итоге, похоже, решили махнуть рукой. Во всяком случае, ребёнок так и не пошёл в первый класс. В остальное время, когда женщину не трогали в квартире, было всё спокойно. Ребёнок не кричал, мать не пила и мужиков не водила. Так продолжалось несколько лет. Потом, однажды в моё отсутствие, дело было лятом, я был на югах в отпуске, соседи услышали громкий плач и вызвали милицию. Те вскрыли дверь квартиры и увидели, что женщина без сознания лежит в горячей ванне. Ишемический инсульт. Её, как мне сказали, впоследствии откачали, но она слишком долго оставалась без медицинской помощью и окончательно в себя не пришла. Проще говоря, стала инвалидом, прикованным к постели. Что стало с ребёнком, отдали ли его в детдом или нашлись родственники, согласные его усыновить, не знаю. Но Фёдор Андреевич сорок пятый мне рассказал, что сама Галина, та женщина, выглядела прямо-таки живым трупом. Причём, ни на какой инсульт это списать было нельзя. Восковая кожа, дряблое лицо, какие-то язвы на руках и на шее, вес кило, максимум сорок. Именно после этого четвёртого жильца и красочного рассказа Андреевича у меня в голове, что называется, щёлкнуло. Последовательность событий сложилась в жутковатый ряд, и я принял решение в дальнейшем пристально следить за тем, что творится в квартире сорок восемь. Пятым был ещё один пенсионер-одиночка. Впрочем, на этом его сходство с тем тихим вежливым интеллигентом из восьмидесятых заканчивалось. Это был желчный, сгорбленный старикан маленького роста, постоянно что-то ворчащее себе под нос и провожающее любого встретившегося ему на пути человека злобным взглядом своих сверкающих глаз. Вроде бы он был не совсем русским, а каких-то восточных кровей, но не суть. Старик был глуховат и по вечерам включал на полную громкость телевизор, чем мешал спать и страшно раздражал меня. В ответ на любые претензии он раздражался крикливым карканьем, мол, он будет жаловаться туда и сюда, что обижают старого больного человека и ущемляют его права. В общем, сосед был пренеприятный, и наблюдая в последующие четыре года его ускоренное дряхление, я не испытывал особой жалости. За это время он стал с трудом передвигаться при помощи трости, полностью облысел, у него выпала половина зубов, к тому же он стал практически слепым. Собственно, слепота и стала причиной того, что его в итоге увезли в дом престарелых. Сам себя обслуживать старый хрыч уже больше не мог. Когда его выносили, он громко матерился и клял весь свет, начиная с санитаров и заканчивая неблагодарными родственниками, которые решили сжить его со свету, отправив гнить в доме престарелых. Последний на сегодняшний день жилец обитает в квартире уже почти четыре года. Это молодая девушка-студентка, которая приехала откуда-то из глубинки и успешно поступила в ВУЗ. Но числится ли она там по сей день, за это я ручаться уже не могу. Когда я впервые увидел ее, свежую, красивую, только делающую шаг во взрослую жизнь, у меня упало сердце. Собравшись с духом, я однажды вечером постучался к ней в двери, рассказал все, что знаю о квартире, которую она заняла, и посоветовал ей подыскивать себе другое жилище. Однако это юное создание видимо посчитало меня за сбрендившего старикана и только посмеялась. Нет, конечно, она пообещала что-нибудь предпринять, но то ли, чтобы отвязаться от меня. На деле она как жила, так и живет там до сих пор. Вот разве что только на учебу ходить с некоторых пор перестала. И опять же встает вопрос, как она оплачивает аренду? И вообще, кто владелец этой странной квартиры? Я за все 28 лет хозяина ни разу не видел. Жильцы заселялись и покидали квартиру исключительно самостоятельно. На днях перед майскими праздниками на лестничной клетке я увидел свою соседку. Редкий случай, надо сказать. Она практически исчезла из виду еще полгода назад. Выглядела она хуже некуда. Лицо осунулось, скулы заострились, глаза стали какими-то выпученными, в них проступали красные прожилки. Во время короткого разговора со мной было хорошо слышно, как она постоянно скрипит зубами. Мне ее вид напомнил какой-нибудь наркоманку. Кто ее знает, может она и вправду стала наркоманкой? С вами все в порядке, спросил я. Да, все хорошо, ответила она, нервно пытаясь пройти мимо. Вы плохо выглядите. Помните, что я говорил вам тогда, несколько лет назад, про вашу квартиру? Помню, она посмотрела на меня с такой неприкрытой злобой, будто я нанес ей страшное оскорбление. Так вы дадите мне пройти? Простите, я отодвинулся в сторону. И все-таки лучше бы вам съехать, пока не поздно. Она сделала пару шагов в сторону своей квартиры, потом остановилась и обернулась, услышав мои слова. «Мне там хорошо», сказала она. «Нет никакой причины съезжать. Вы не представляете, как там хорошо». После этого она подошла к двери квартиры, повозилась немного с замком, гремя ключами, потом вошла, захлопнула дверь и двинула железный засов с той стороны. Я несколько секунд тупо смотрел на криво приколоченную желтую табличку с номером 48, потом вздохнул и пошел к себе. История 27. Это произошло прошлым летом, в теплый субботний день. Меня зовут Иван, живу я в городе Санкт-Петербурге, на самом последнем этаже в обычном пятиэтажном доме, который еще называют Хрущевкой. Проживаю один в однокомнатной квартире. Так вот, был обычный день. Я, как всегда, делаю это в субботу. Решил позаниматься физической подготовкой в обед. Поджиматься, потягать гирю и так далее. После занятий спортом я услышал, как в двери настойчиво звонят. Кто-то нажал на звонок и держал его, не отпуская. Об этом говорила меняющаяся музыка, не успевающая толком доиграть до середины. Первая мысль, которая пришла мне в голову, что это, возможно, соседи снизу пришли наезжать на меня за то, что я шумел, когда занимался спортом. Я подошел к двери и тихонечко посмотрел в глазок. В момент, когда я наклонялся к нему, я четко слышал шаги, а когда увидел пустую лестничную площадку в голоске, то услышал дыхание, как будто кто-то бы сделал выдох после глубокого вдоха. Этот звук донесся откуда-то слева, где находилась дверь соседской квартиры. Мне тут же пришла в голову мысль, что это какой-то продавец или еще кто-нибудь вроде него, мол, позвонил в одну дверь, никто не открыл, а он уже резко ушел к другой, но я все же остался понаблюдать. В течение целых пяти минут никаких признаков присутствия кого-либо снаружи не было, и я подумал, что показалось, поэтому дальше пошел заниматься своими делами. Вечером в девятнадцать часов я поехал танцевать на стрелку Васильевского острова, где проходил Сальса Опен Эйр. Мероприятие длилось примерно до одиннадцати вечера, так что домой вернулся почти в двенадцать. Когда я подошел к подъезду, то заметил, что дверь, она была с домофоном, не до конца закрыта. Я зашел внутрь и запер ее, проверил даже это толчком руки. Убедившись, что она наконец закрыта, я стал медленно подниматься на пятый этаж. В этот день я очень много танцевал, так что подустал малость. Дойдя уже до третьего этажа, за моей спиной послышался вздох, аналогичный тому, что я слышал сегодня, когда подходил к глазку. Обернувшись, я никого не обнаружил, но все же это заставило пойти мурашком по моей коже. Мне стало не по себе. Я перешел на бег, добравшись до своей квартиры, я открыл входную дверь и пулей залетел внутрь, резко закрыв ее за собой. Как только я повернул крючок замка, чтобы закрыть дверь, раздался щелчок за щелки в квартиру, кто-то позвонил. Сердце на мгновение сжалось от страха, ведь за мной никто не шел. Я посмотрел в глазок. Снова шаги, будто кто-то прячется вбок из поля зрения, и снова вздох. Я стоял так минут пять, но как и днем, никаких признаков присутствия кого-либо на лестничной площадке я не обнаружил. Время было уже двенадцать часов десять минут после того, как я помылся и переоделся. Несмотря на поздний час, я отправился смотреть сериал Тайны Смолвеля, который я все-таки решил досмотреть до конца, после стольких лет, да и чтобы успокоить себя немножко. Посмотрел две серии, закончил где-то в час тридцать. Пора было ложиться спать. Перед сном я решил сходить в туалет. Когда я вышел из комнаты и отправился к нужному для меня помещению, раздался звонок в дверь. Я не на шутку перепугался. Первым делом я пошел на кухню и действительно взял нож и наклонился к глазку. Снова история повторилась. Те же звуки, а на лестничной площадке никого. Я стоял минут пятнадцать и смотрел в глазок. Никого там не было. Что происходит? Я повернулся и начал было уже уходить, как вдруг в дверь снова позвонили. Я резко подбежал, чтобы посмотреть, кто же это, и снова никого. Мне было страшно. В голове были такие мысли. Вдруг какое-то существо проникнет ко мне в квартиру и прикончит меня вот здесь ножом в руках. Я тупо стоял и смотрел в глазок, не разнимая ножа из рук. Когда страх стал уходить, я все же решил отправиться наконец-то спать. Но вот произошло в этот момент нечто, что повергло меня в шок. Я стоял и смотрел в глазок, думал уже уйти, как в дверь позвонили. Мне было непонятно, что, черт побери, здесь происходит, ведь я четко видел, что никого на лестничной площадке нет. А шум от шагов после того, как заканчивала играть мелодия моего звонка и такой звук, как будто бы кто-то вздохнул, были. Я стоял у входной двери и пристально пытался разглядеть хоть что-нибудь. Я увидел, увидел тень. Она мелькнула от стены на пол и пропала из виду в направлении моей входной двери. Тут я ощутил явное присутствие кого-то очень близко. Оно стояло снаружи у входа в квартиру, шоркало и сопело. Затем шум стих я почувствовал, что что-то прислонилось к входной двери. До меня дошло, что это существо затаил дыхание и пристально слушает. Я старался не шевелиться. Не знаю, сколько я так простоял, но тишину прервал шум замочной скважины. Я думал, у меня сердце остановится. Такой звук был, похожий на тот, когда кто-то подбирает ключ к замку и делает это очень-очень медленно. Я насчитал пять раз. Когда раздался шестой звук, то я увидел, что крючок врезного замка начал поворачиваться, после чего поспешил схватить его руками, но было уже поздно. Раздался щелчок, ручка входной двери опустилась вниз, с той стороны послышалось хихиканья, от двери раздался звук рывка, заперто, снаружи послышалось рычание, на два оборота закрыл. Подумал я с облегчением, схватившись за этот крючок, я очень медленно сделал оборот по часовой стрелке, закрыв дверь снова на второй оборот, после чего я начал на цыпочках отходить к зеркалу, стоящего в коридоре, чтобы взять ключи, ведь у меня есть еще и верхний замок. Когда я со связкой вернулся к двери, раздался щелчок, я мгновенно вставил ключ в верхнюю замочную скважину. В этот момент раздался второй щелчок, затем третий, который давал понять, что механизм дальше не провернется, и дверь будто бы вот-вот открыта. Послышалось снова физика, и четверная ручка начала медленно опускаться вниз, и как только дверь начали тянуть на себя, я сделал поворот ключом по часовой стрелке, закрыв ее. После этого я сделал им поворот еще на четверть, чтобы он с замочной скважиной был крест накрест. Ага, ну а теперь попробуй открыть, тварь, подумал я. После неудачной попытки проникнуть в квартиру снова раздавалось рычание. Затем начали раздаваться звуки, как будто бы кто-то пытается вставить ключ и не может попасть. Существо пыталось открыть верхний замок. Ну, конечно, мало того, что мой ключ внутри, так его еще и не вытолкнуть, думал я. Я думал, что победа за мной. А за дверью шуршание и сопение усиливалось, слышался скрежет. Это существо начало царапать и толкать мою дверь, дергая ручку. На лестничной площадке нечто издавало звуки досады. Оно так вздыхало и скулило, как маленький капризный ребенок, у которого мама забрала игрушку. Я по-прежнему смотрел в глазок, и на душе у меня было спокойствие, потому что я уже смог оградить себя от этой твари. После недолгой суеты существо успокоилось. На лестничной площадке наконец-то стало тихо. Потом, где-то примерно через пять минут, я услышал щелчок от замка входной двери. Сосед по лестничной площадке решил выйти покурить. Снаружи раздалось хихиканье и хлопанье в ладожи. Это существо ликовало, но радовалось. Как только сосед вышел из квартиры, тень мелькнула по полу в его сторону, раздался крик, курильщик попятился в бок, будто бы его ударили в голову. Затем он поднялся в воздух и начал держать себя руками у горла, как если бы его кто-то невидимый душил, а он пытался вырваться, кряхтя от нехватки воздуха. Потом он рухнул на пол плашмя и начал дергаться. Казалось, что его силой кто-то прижал к земле. Дверь его квартиры распахнулась и раздался женский крик. Его жена стояла в дверном проеме. Что произошло дальше вообще трудно описать. Все произошло очень быстро. Жена как будто бы сложилась пополам, будто бы ее ударили в спину пополам, дотронувшись затылком до поясницы. Одновременно с этим она буквально влетела в квартиру, потерявшись из виду так, словно в нее попало летящее ядро, унеся ее за собой. Дальше раздался сильный грохот об мою дверь и тут же безжизненное тело моего соседа. Словно его веревкой привязали к машине и резко нажали по газам, буквально пулей проскользнуло в дверной проем захлопывающейся входной двери его же квартиры, которая раздала сильный грохот. Потом послышался щелчок, затем второй и на лестничной площадке настала тишина. На утро я проснулся, обнаружив себя сидящим спиной к входной двери на коврике, после чего резко вскочил, чтобы посмотреть в глазок. Там ничего. Затем посмотрел на часы, что висят в коридоре. Было десять часов утра. Мне пора было уходить по делам. Выходить на лестничную площадку было страшно, но все же я решился. Как только я открыл свою дверь, оглядел ее снаружи, я понял, по сути мой сосед своей смертью спас меня, потому что мой замок уже болтался буквально на двух болтах, а дверь была полностью исцарапана. Все-таки это существо рано или поздно попало бы ко мне в квартиру. Хорошо, что у меня есть страховка, подумал я. Пришлось вызвать полицию. Доплатив немного денег, я поставил себе новую крепкую дверь, на которой была огромная щеколда. Так что на ночь я теперь всегда запираю на нее дверь. Сотрудники полиции удивились, что я не пью алкоголь. Мол, это ж надо было как напиться, чтобы не заметить, как в мою квартиру ломятся грабители. Я же сказал им, что я ничего не слышал точно. Про соседей я тоже ничего не сказал, и про всю эту историю. Все равно ведь никто бы не поверил. Сказал, что просто спал, а утром обнаружил раскуроченный замок и расцарапанную дверь. Через месяц пропажу соседей обнаружили. Их тел не нашли, а в их квартире было все перевернуто вверх дном. Пол и потолок и стены все было испачкано кровью. Я много раз вздумал. Что же произошло со мной в ту ночь? Что же это было за существо, которое невидимо, но от света отбрасывало же все таки тень? Для меня это оставалось загадкой. Проходя мимо квартиры соседей, я часто слышал, как оттуда из пустой квартиры раздается хихиканье, какое-то шорканье, спустя пару месяцев в эту квартиру въехали молодожены. Они приходили ко мне в гости, чтобы познакомиться. Я им ничего не рассказал. Мне страшно. Я не знаю, как их спасти. История двадцать восьмая Когда ты один в квартире и поздняя ночь, весь мир уже умер и последний во вселенной свет исходит от твоей настольной лампы, все двери надежно заперты, окна закрыты, и ты взрослый, трезвый, иррациональный, ты понимаешь, что опасаться тебе совершенно нечего, ты тушишь огонь и ложишься в постель, голова опускается на подушку, закутываешься потеплее и становится так по-детски уютно и приятно, глаза закрываются сами собою и сознание постепенно замутняется, ты погружаешься в дрему, блаженное тихое состояние, и мир вокруг тебя превращается во что-то хорошо знакомое, безопасное, замкнутое, а ты лежишь в его центре, тебе спокойно и хорошо, реальность постепенно уплывает, и когда всего два вдоха отделяет тебя от вступления в царство сна, в мир высшей гармонии волшебных видений, ты ясно слышишь шаги в своей квартире, твои глаза распахиваются настиж, сон мгновенно отступает, дыхание замирает, сердце бьется все громче и громче, и ужас раскрывает свои холодные липкие объятия тебе навстречу, ты мгновенным движением садишься в постели, прижимаешься к стене и напряженно слушаешься, конечно же показалось, проходит две минуты, глаза твоей широко открытой взгляд блуждает во тьме комнаты, но включить настольную лампу значило бы признаться себе, что это все-таки не послышалось, что ты веришь в показавшееся, и отдарить воображение верой, материализовать фантом, и потому щелкнуть кнопкой, зажечь пламя в алхимической колбе электролампочки еще страшнее, чем просто сидеть в темноте, звуков больше нет, и ты чуть успокоившись ложишься, закутываешься вновь и опять пытаешься задернуть шторку сознания, но видимо что-то заклинило, и сон не идет, уши твои обретают волчью чувствительность, и даже малейший шум не остается неуслышанным, будильник скребет кору мозга секундной стрелкой и шестеренки цепляет зубчиками слуховые нервы, тиканье разливается в тишине пустой квартиры, подминая под себя шуршание тараканов на кухне, и не слышно боли, как скребутся ожившие от детского страха и языческой веры демоны, пытаясь вернуться из изгнания. И вдруг еще шаг, отчетливый, явный звук, не имеющий ничего общего с расплывчатыми звуками снов, не менее реальный, чем тиканье этого проклятого будильника, в груди поселяется что-то щекочащее, тудавящее изнутри и распирающие ребра, а то сжимающиеся вдруг в беспокойный комок и льнущие к тяжело стучащему сердцу. Рука предательски тянется к выключателю и со щелчком в комнату возвращается теплый желтый свет, спокойствие и рассудительность. Воры, но не было слышно, чтобы открывалась дверь или окно, да может мышь поселилась, поселилась мышь и хозяйничает на кухне, двери не открывались, это точно, в этой квартире все слышно, да может подняться и посмотреть, включить большой свет, надеть тапки, взять в руку что-нибудь потяжелее, что у меня здесь есть, да хоть вот эту копилку и выйти, брось, бояться нечего, да и сколько тебе лет-то в конце концов, решение принято, железная фигурка слоника копилки неловко ложится в руку, ноги прячутся в тапке, одеяло откинуто, и ты робко встаешь, впервые со времен давнего детства чувствуя самого себя в своей же собственной квартире, как во вражеском тылу, ноги чуть дрожат в коленях, и ты стыдишь сам себя, и пытаешься шутить, но почему-то не выходит, и так несложно, но так боязно сделать эти всего три шага, открывать и до двери, нажать ручку, и выйти в коридор, зажечь свет, и понять, что все это это всего лишь воспаленное воображение, что просто хватит сидеть на работе допоздна и утыкаться в этот смартфон до полуночи, что просто давно пора отдохнуть, а потому и страшно, что вдруг открываешь дверь, а там что-то, что всегда пугало тебя, то неосезаемое и бесформенное, могучее и безжалостное, что властно опускало свою ледяную руку на твое плечо, и ты рвал глотку в беззвучном вопле, и, двигая ватными ногами, пытался бежать, но выходило мучительно медленно, как если пытаться идти по дну моря, по горлу в соленой и жирной воде, и так во всех твоих детских кошмарах, а ты никогда не отваживался взглянуть этому нечто в самые глаза, и вскакивал в липком поту, и бежал к мамочке, и спал остаток ночи в родительской кровати, и вот оно, оно самое из того самого детства, теперь, когда ты взрослый, внезапно пришло к тебе в гости, ударом своего палаческого топора, разрубив те ниточки, которые привязывали тебя к твоему взрослому телу и зрелому рациональному серьезному мироощущению, пришло, потому что теперь ты уже достаточно большой, чтобы посмотреть наконец ему в глаза, и даже только приоткрыв дверь, ты пустишь его, ты дашь ему разрешение войти, даже не осознав это, и тогда все, тогда спасения нет, твои ноги вновь откажут тебе, такое забытое детское ощущение, и ты снова перестанешь себя чувствовать большим и сильным, оно медленно приблизится к тебе в темноте, ты потянешься к выключателю, чтобы изгнать этого беса из своего дома нажатием всего одной кнопки указать зарвавшейся твари ее место, но вдруг поймешь, что все вернулось, и поэтому снова надо подставлять табуретку и карабкаться на нее, и тянуть ручонку к заветной кнопке, потому что в эту -то ночь ты снова стал маленьким мальчиком в трусах, на которых нарисованы грузовики и плюшевые мишки, или снова той самой маленькой девочкой с бантиками на прикроватной тумбочке, снова стал ребенком, иначе оно бы не пришло, оно чувствовало грядущую метаморфозу и бросилось к тебе как бросается акула, почуяв за сотни метров аромат крови, или наоборот, этот его приход, этот сам его визит уменьшил тебя до тех размеров, которых ты был, когда оно навещало тебя последний раз, и вдруг закружится голова, когда ты взберешься на табуретку, или это уже весь мир закружился вокруг маленького белобрысого мальчишки, кучерявой девочки, приподнявшихся на цыпочках и накрашенном деревянном табурете и тянущихся к выключателю, зовущего на помощь силы света, но недостает пары сантиметров, деревянном ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И ты крепче сжимаешь свою слоник-копилку в правой руке, даже немного отводишь ее назад, чтобы сразу ударить с размаху, сразу разбить этот кошмар на сотни осколков одним фатальным ударом. Ты подходишь к двери, и каждый новый шаг дается тебе все труднее, и холодная железная ручка двери так радостно впивается в твою ладонь, что волей-неволей задумываешься, а по своей ли ты воле совершаешь все эти движения. Маленькие злобные демоны, сосущие твой страх, внезапно смелеют, и, расшуряв кипу журналов, наваленную поверх антикварной книги, в которую загнал их три поколения назад бродячий экзорцист, вырываются на свободу и линут к замочной скважине в твоей двери, пьют и пьянеют твоим страхом, плещутся и захлебываются в потоке безумного животного ужаса, водопадом низвергающегося через нее и переполненной им спальни, но все же не могут войти внутрь, потому что в одном ты оказался точно прав, им нужно, чтобы их впустили. И вот решающий момент. В ночной пижаме, в пушистых фиолетовых тапочках, ты стоишь на пороге царства тьмы и злого безумия. Рука твоя лежит на дверной ручке, свет настольной лампы светит в спину. Секунда, и вот-вот ты в одиночку выступишь из своей крепости навстречу воинству мрака, ждущего тебя под стенами с развивающимися черными знаменами и штандартами, на которые насажены черепа умерших во сне детей. И монотонный бой барабанов приветствует тебя. И вот ты медленно нажимаешь ручку, и этот чертов слоник в твоей руке встает на задние ноги и трубит древний боевой зов, готовый к этой войне. Дверь приоткрывается чуть-чуть, и в темноте дверного проема тебе уже рисуются неясные бледные твари, строящие мерзкие гримасы и рвущиеся внутрь. И хотя ты понимаешь, что это даже не галлюцинация, а твоя собственная сознательная выдумка, ты все равно не в силах больше испытывать свою храбрость. И захлопываешь дверь обратно, и запираешь ее на два оборота, глотаешь сухую две таблетки димедролой, брошенной на колени, попранной и обессиленной собственным воображением, кидаешься головой вниз в омут забытия без видений, без сынов, омут, подаренный тебе таблетками. Но над твоей крепостью отныне будет немощно покинув висеть этот белый предательский флаг. И наглые, мерзкие твари будут собираться неслышно по ночам у изголовья твоей кровати, чтобы насладиться эманациями ужаса, исходящими от взрослого человека, так по-детски съежившегося, вставшей слишком большой для него кровати, жалобно хныкающего во сне и зовущего маму. А насытившись, они станут совершать странные обряды и призывать его. И когда эти маленькие прислужники мрака станут достаточно сильны, они жиреют и набирают силы от ночи к ночи, Оно, оно придет, и тысячи маленьких смертей будут отмечать его путь, его каждый шаг, раздающийся эхом в твоей черепной коробке. Оно протянет к тебе ледяную руку и положит ее на твою макушку. И заберет тебя с собой навсегда. И эта страшная картина вырывает тебя, наконец, из колдовских цепей химического таблеточного сна. Прочь, детские страхи! В один прыжок ты уже у двери без тапок, и забытый проклятый слоник внимательно смотрит на тебя со стола испуганно, когда ты решительно дергаешь ручку и выходишь в коридор. Черт побери! И, конечно же, никого не... Зажигается свет. Журналы только рассыпались по полу. Ну да, это от ветра. Вон же, форточка открылась, вот они... Все тихо. Ты тушишь свет и возвращаешься в свою постель. Маленький слоник трубит победу, и светлый сон проносит тебя на крыльях под полками воинов в белых доспехах, жгущих мерзкие знамена поверженной армии ужаса. Ты легко дышишь, улыбаясь собственной глупости, так и не поняв, что исчезла из-под кипи журналов антикварная книга, и, не слыша доносящейся с лестницы, тихий смех и легкие шаги спускающегося по ступенькам, окутанного мерцающим холодным сиянием человека в длинном плаще, смех и шаги бродячего экзорциста, вернувшегося три поколения спустя за забытой книгой. Легко дышишь, улыбаясь собственной глупости, пока не проснешься, сходишь на работу, вернешься домой, смеясь над собой поужинаешь и снова ляжешь в постель. Легко дышишь, улыбаясь собственной глупости, еще не зная, что ждет тебя следующей ночью. История двадцать девятая Серая осень, мелкий дождь, погода явно не радует. Я сижу мокрый на бордюре и смотрю на небо чуть-чурясь, чтобы капли не попадали мне в глаза. Слезы дождя продолжают падать на меня, так как зонт я не ношу с собой никогда, всегда принимая погоду такой, какая она есть. Мне некуда спешить, я никому не нужен, я нигде не живу. Вместо этого путешествуя от города к городу, я смотрю на людей, я смотрю на их проблемы и не только. Я смотрю на тех, кто их сопровождает. А это бывает по-разному. Порой это кто-то добрый и светлый, кто-то полный ненависти и зла. Вот как сейчас. Из здания полиции, что располагалась напротив меня, вышла женщина в слезах. То, что следовало за ней, заставило меня задержать на ней взгляд. За ней тянулось облако липкого, животного ужаса. Когда женщина проходила мимо меня, я молча достал пачку сигарет и, по-прежнему смотря в никуда, протянул ей. Женщина, на миг перестав рыдать, с недоумением посмотрела на меня и, не говоря ни слова, достала предложенную сигарету. Подкурив, женщина села рядом и снова заплакала. Я не торопился вступать в диалог, понимая, что это бессмысленно и сейчас невозможно получить ответы на интересующие меня вопросы. Время шло. Сигарета заканчивалась, и женщина, словно на что-то решившись, встала и снова направилась к зданию полиции. Они не помогут. Мой голос был спокойно-бестрастен, но девушка так вздрогнула от него, словно я истошно вопил. Докурив сигарету, я встал и медленно пошел по улице в противоположную сторону. Я чувствовал ее эмоции и знал, что у нее не было выбора, кроме как следовать за мной. Что вы имеете в виду? Как послушная собачонка, женщина засеменила следом за мной, даже не спросив, куда мы направляемся. Вы хотите, чтобы полиция решила ваши проблемы. Но ваши проблемы не связаны с другими людьми. А иные проблемы, те бравые ребята не решают. Но откуда вы знаете, что меня беспокоит? Я много чего знаю. Дойдя до небольшой беседки, я сел на лавочку, посмотрев на женщину. Она без лишних вопросов села рядом. Ничего не говоря, я смотрел ей в глаза минуты три, после чего она сама заговорила. В моем доме кто-то живет. Я постоянно слышу шаги, я чувствую, что кто-то стоит у меня за спиной. В доме пропадают вещи, и мне кажется, я видел что-то в зеркале. Я лениво зевнул, изображая полнейшую скуку, и закурил. Вы мне не верите? Обиженно пропыхтела женщина. В полиции мне тоже не поверили. Я говорю вам правду. Не более чем на 20%. Все остальное – ваши выдумки. Мне надо посмотреть ваш дом. Судя по глазам женщины, до нее начало доходить реальное положение вещей. Что она прошла несколько кварталов, следом за незнакомым парнем, а сейчас он хочет попасть к ней домой. Причем мой вид явно не внушал доверия. Парень, видавшим виды плаща, типа френч, потертые берцы, черные джинсы, в тонном футболка с черепами. Субкультуры. Она привстала, решив закончить нашу беседу, но, встретившись со мной взглядом, села на место. Мне пока что не нужна ваша квартира. Я хочу посмотреть на дом, где вы живете. Я могу пройти туда с вами, или проследить за вами, когда вы уйдете. Решать вам. Выбора у нее не оставалось, и спустя 20 минут я стоял у самой обычной пятиэтажки спального района. Внешне она ничем не выделялась среди своих близнецов, но я чувствовал ее особенность. «Моя цель была именно там». «Меня зовут Ольга», тихо произнесла женщина. «Мне все равно», равнодушно произнес я. «Меня можете звать как вам угодно. Вы живете на третьем этаже. Вон та квартира». Мои слова поразили женщину. Она заметно побледнела. «Вы что, следили за...» «Оно там, идем!» Ольга послушно впустила меня в подъезд и заметно нервничая открыла передо мной входную дверь. Увиденное в прихожей мне сразу не понравилось. Там висело зеркало напротив входной двери. Обычное зеркало, но я чувствовал, что проблем с ним будет очень много. Твою мать! Сквозь зубы процедил я, развязывая шнурки. Этого только не хватало. «Что-то случилось?» взволнованно посмотрела на меня Ольга. «Кто повесил сюда зеркало?» Кажется, мой вопрос застал женщину врасплох. Она какое-то время молчала, после чего неуверенно протянула. «Оно тут всегда висело?» «Хреново!» Войдя в квартиру, я увидел мальчика лет десяти, который с опаской смотрел на странного меня. «Не пугайся, Артур, этот дядя нам поможет, наверное». Ольга обняла мальчика и начала успокаивающе гладить его по волосам, пока я осматривал поле боя. «Обычная двушка. Две комнаты. Зал и детская, выходящая в длинный коридор, который заканчивался кухней. Зеркал много, что не добавляло мне оптимизма. Осмотрев каждый угол этой комнаты, я повернулся к напряженно смотрящей за всем женщине. Я приду, как стемнеет. Ждите». Но что может быть прекрасней? Торбу мою приятно отяжелял. Груст, находящийся там, пока я неспешно шел на очередное дело. Они не знали, когда я приду, и были до предела напряжены, когда я вошел в их квартиру. Немыслимо. До чего человека может довести страх? Они впустили незнакомого человека в свою квартиру, а такое возможно только в состоянии полного отчаяния. И почему люди не могут ночью так же подавлять страх перед неизвестным, как делают это днем? Ведь существам все равно, когда проявлять себя днем или ночью. И лишь отсутствие страха у людей при ярком солнечном свете сдерживает их. А ночь? Ночь вселяет в людей опасения и страх, что и дает таким вот гадам проявлять себя. «У вас в рюкзаке какое-то оружие против сверхъестественного?» – напряженно спросила Ольга, прервав мои размышления. «Угу, почти». К удивлению напряженной парочкой я достал из торбы банку пива и, сев на кресло, открыл его и с удовольствием отхлебнул. «Ммм, весь день мечтал об этом». «Что это значит? Слушайте меня внимательно». Перебив женщину, я не отрываясь следил за коридором. «По-хорошему, вам надо покинуть эту квартиру, чтобы не видеть ничего. Но я понимаю, что оставить меня здесь вы не пожелаете. Раз так, вы должны дать мне слово, что ни вы, ни ваш ребенок не покинете эту комнату, что бы ни случилось. Вопросы есть? Что здесь будет? Не знаю». Я отхлебнул еще пиво. «Но будет определенно весело». «А сейчас слушайте. То, что живет у вас, хочет вас убить. Оно будет издеваться над вами, пока вы не сойдете с ума. Рано или поздно вы проснетесь, и первое, что увидите, это уродливое лицо в паре сантиметров от вас. Тогда у вас просто не выдержит сердце, и ваш сын останется наедине с этим чудовищем, после чего существо примется из-за него. И тут два выхода. Или психушка для малого, или его смерть любым из видов суицида. Я видел, как они все больше бледнеют с каждым моим словом. Я чувствовал, как страх охватывает их разум, порождая панику. Я чувствовал это, и оно должно было чувствовать. Значит, скоро существо проявит себя. Ведь страх для него, как наркотик. К концу своей тирады я услышал скрип половиц на кухне. Пора. Встав, я достал небольшой пакет из торбы, и, разлив небольшое количество пива у входа в комнату, посыпал лужицу кошачьей шерстью. Если вы покинете свою комнату, я просто уйду, и вы останетесь с ним наедине. Оставайтесь здесь, что бы ни произошло. Ольга кивнула, прижав к себе мальчика. Отлично. Женщина поняла всю серьезность ситуации. Значит, проблем возникнуть не должно. После последних напутствий я достал упаковку обычных посеребренных колокольчиков, продающихся в любой сувенирной лавке, и, открыв ее, высыпал колокольчики в карманы своего плаща, который до сих пор был на мне. Выйдя в коридор, я встал у зеркала, что висело напротив входа, и принялся смотреть в него, не торопясь, попивая пиво. Спустя минут пятнадцать в углу мелькнул силуэт. Это был сгорбившийся старый человек. Он ходил из стороны в сторону, несмотря на меня, но я никуда не торопился. Вдруг он резко обернулся ко мне, и из детской послышался скрипучий смех. Я услышал, как закричал от страха Ольга, и проклял тот момент, когда позволил им остаться в квартире. Смех прекратился через пару мгновений, а человек в зеркале уже смотрел на меня из угла прихожей. Теперь его можно было разглядеть. Это был полусгнивший старик, одетый в лохмотье, что... ...который он смотрел на меня. Типичный одинокий старик, озлобленный на весь мир, только немного мертвый. Вдруг на кухне заскрипел пол, и я, не задумываясь, бросил туда один колокольчик, который заливистым звоном разогнал неприятный звук. Но в тот же момент в меня из кухни полетела табуретка, изрядно повредив мне руку. Я укрывался от табуретки всего мгновения, но его хватило, чтобы зеркало опустело. Старик исчез. Сука. Я закрыл глаза и стал прислушиваться, пытаясь понять, где же искать мою проблему. К сожалению, слышно было лишь тяжелое дыхание женщины и тихий плач ребенка. Медленно пройдя в детскую, и я посмотрел в зеркало, стоявшее напротив кровати. Пусто. Остается кухня. Но мой путь на кухню прервал смех детской игрушки, доносящейся из детской. Вернувшись к зеркалу, я немного испокоился. Старик был там. Теперь он скалился на меня из угла комнаты. Кто ты? Звук исходил не от зеркала, а из той части комнаты, где отражалось это существо. Умудренный опытом, я не отрывал от зеркала взгляд и, смотря на старика, неспешно продолжал пить пиво. Ты боишься смерти? Теперь голос был прямо за моей спиной. Я достал второй колокольчик и бросил его за спину. Отражение оскалилось, словно от невыносимой боли. Но вся комната была в зоне моей видимости, и он знал, что я смогу увернуться от любого предмета при повторном броске, а самостоятельно разбить зеркало означало бы его гибель. Теперь он был мой. Что тебе надо? Его скрипучий голос уже переходил на виск. Как скучно. Каждый раз одно и то же. Я по-прежнему, не говоря ни слова, пил пиво, смотря на старика, который метался по всей комнате, как загнанный свери, но не мог покинуть ее пределы, пока мой взгляд не отрывался от него. Для того, чтобы ускорить процесс, я бросил за спину еще один колокольчик. Старик зашипел от ярости. По комнате стали летать туда-сюда разные вещи, но ни одна не летела в моем направлении. Все было хорошо, пока одна из них не открыла дверь в коридор. Артур, стой! Услышав детские шаги в коридоре, я понял, что вот сейчас-то начнется. А, твою мать! Отвесив парню крепкий подзатыльник, я пинком загнал его в комнату, укрываясь от различных вещей, которые летели в нас с ним из разных частей комнаты. Когда я вернулся, в зеркале было пусто, и было очевидно, что теперь существо не позволит найти его просто так. Что происходит? Что это было? Кто это? Крик Ольги еще больше мешал мне сосредоточиться на звуках в комнате. Я запрыгнул в комнату, зная, что здесь оно не рискнет появляться. Упав в кресло, я достал из торбы вторую банку пива и пачку сигарет. Открыв банку, я неторопливо закурил, задумчиво глядя в пустоту и совершенно не обращая внимания на шум за пределами комнаты. «Простите, я не знаю, что на него нашло», оправдывалась Ольга. «Прошу вас, не уходите, не оставляйте нас с этим!» Ее голос не долетал до моего мозга, а сливался с общим шумом. Я думал, как теперь быть. Теперь оно ни за что не появится в зеркале, если я буду рядом. А без этого я не смогу ему навредить. Разумеется, были и иные способы, но они требовали времени, а оставлять эту семью на день после случившегося было опасно. «Выход есть только один. Но если вы и теперь не удержите своего щенка, я могу умереть. Но перед этим обещаю, я сверну ему шею. Так оденьте на него строгий ошейник и крепко держите его». Мой грубый тон вернул женщину в себя, и она, крепко обняв ребенка, смотрела на меня совершенно иными глазами. В ее глазах мелькала злоба на незнакомца, который посмел так выражаться о ее сыне. Отлично. Гнев ослабил ее страх. Осталось дело за мной. Встав на пороге комнаты, я закрыл глаза и погрузился в воспоминания прошлого, поднимая из глубин сознания самые ужасные минуты, пережитые мной. Минуты, породившие страхи, которые терзали меня много лет. Снова и снова я переживал эти мгновения в голове, чувствую, как спина покрывается липким потом, а паника застилает сознание. Когда меня начало потряхивать, уже от страха я шагнул в неожиданно затихшую прихожую и, встав напротив зеркала, открыл глаза. Я снова увидел его. Старик был очень близко. Он смотрел на меня полными животной злобы глазами и вдруг рванул из зеркала прямо внутрь меня. Глаза застлал мрак, а грудь обожгла невыносимая боль. Сейчас, каждая секунда на счету, я сел на пол в позу лотоса и, закрыв глаза, изменил поток мыслей. Вспоминал, кто я есть. Вспоминал тех, кого я потерял из-за таких, как это существо, как боролся с ними уже много лет. Боль в груди становилась все невыносимей, но я давно перестал бояться боли, поэтому дышал ровно, хотя каждый вздох отдавался диким сжением в груди. В голове гудели множество голосов. Некоторые грозили мне самыми страшными муками ада. Другие призывали не мучить понапрасну свой разума, расслабиться и принять свою судьбу. Продолжая сидеть ровно, дыша, я приходил в себя. Боль увеличивалась по мере того, когда существо доходило, что оно уже в ловушке, но теперь его ловушкой было не зеркало, а мое тело. Оно могло завладеть только разумом, который подчиняет страх, но страх уже был вытеснен из моего сознания, и существо неистово искало выход. Встав и покачиваясь, я направился на кухню, где ослабленными руками взял кружку и разбил ей окно. Времени оставалось все меньше. Если сознание покинет меня от боли с жизнью, можно будет уже попрощаться, и я подполз к разбитому окну, высунул голову наружу, и меня вырвало кровью. В тот же миг квартиру заполонил отчаянный крик, после которого разом разбились все зеркала, включая те, что были в зале. Затем все затихло, и я опустился на пол, тяжело дыша. Через минут двадцать, поднявшись на ноги, я вернулся в зал и опустился на кресло. Оно уничтожено. Равнодушно посмотрев на женщину, я увидел, как она мертвой хваткой прижимает к себе бледного от страха мальчика. Уничтожено? Поди знай, как его уничтожить. Но оно покинуло вас, так что скоро у кого-то другого возможно появится этот неприятный гость. Хотя такие существа и не являются без приглашения. Это надо знать. Зеркало напротив входа больше никогда не вешайте. Да, и стекло на кухне необходимо вставить. Увы, у меня не было сил открыть окно. Пришлось действовать радикально. Но оно того стоило. Бояться больше нечего. Встав, я отправился на выход, но меня остановил голос Ольги. Стойте, позвольте отблагодарить вас. Повернувшись, я спокойно взял деньги, что давала мне женщина, и молча продолжал путь к двери. Выйдя на улицу, я снова закурил, смотря на хмурое небо, и радуюсь, что хотя бы прекратился дождь. Спустя время во двор вышла Ольга. Скажите, как вас зовут? Как вас можно найти, если что-то случится? Никак. Это ответ на оба вопроса. Но ведь должен быть способ найти вас. Если бы такой способ был, они давно уже нашли бы меня. Уточнить, кто такие они, женщине было не у кого. Так как я уже шел по улице в никуда, понимая, что мне необходимо побыстрее покинуть этот город. То, что обитало у них в доме, скоро вернется с огромным желанием отомстить. Радует лишь то, что они теперь неинтересны этому существу. Теперь его цель. Я. История тридцатая Случилось это несколько лет назад. Семья моя тогда только переехала в новый город. С трудом нам удалось найти жильё на деньги от продажи нашей квартиры. Цены в новом городе кусались. Мы бы никогда туда не переехали, но именно там отцу предложили более-менее нормальную работу. В общем, говорить много не буду. Было сложно первые месяцы. По-настоящему. Голодать мы не голодали, но чаще всего, кроме самых дешёвых пельменей, поначалу позволить себе не могли. А уже нормальной одежде я и не говорю. Всё донашивалось до крайней степени. Перешивалось, зашивалось и выглядело явно не из бутика. Мне бы, собственно говоря, было всё равно, что носить. Но вот мои одноклассницы были другого мнения. Когда я пошла в новую школу, я поняла, зачем вообще была раньше нужна форма. Ведь в ней не так заметно, какое у тебя финансовое положение. Восьмой класс – это время, когда все уже разделились по группам, группировкам. Новичку в любом случае сложно. А ещё, когда одежда, пусть и чистая, но явно ношенная, сложнее вдвойне. А если к этой одежде ещё и прилагается внешность, вообще ничем не примечательная, никакая просто, то втройне. Это уже позже я поняла, что мои одноклассники ещё были просто душками по сравнению с некоторыми. Меня не травили, особо не унижали, если только не считать иногда проскальзывающих шуточек. Но тогда мне было очень обидно от осознания, что я одна. В прошлой школе так подобрался класс, что все были не из очень обеспеченных семей, у меня было полно приятелей, а здесь я так и не смогла никого найти. Даже сосед по парте со мной не разговаривал никогда. Началась вся эта история, когда я в очередной раз попыталась войти в круг Лены. Это была группа из семи человек, включающая двух парней, не из нашего класса. Лена же сама была принцессой и серединой этой группы. Невысокая, миниатюрная брюнетка с очень яркими серыми глазами и белой кожей, красивым изгибом губ, настоящим аристократическим носом с небольшой горбинкой и длиннющими, словно приклеенными ресницами. Этакая девочка-куколка. Только эта куколка обладала весьма сильным характером и, по сути, вертела всем классом, очень аккуратно выбирая себе приближенных. Теперь, когда прошло время, я понимаю, что, возможно, именно она причина того, что меня не травили по-настоящему. Лена иногда сама осаживала попытки особо остро пошутить или как-то меня унизить. Тогда я, конечно, этого особо не замечала. Забавно, когда пересматриваешь жизнь как хронику и замечаешь вещи, которые не видел раньше. И вот потянуло меня не к кому-нибудь, а именно в этот избранный круг. У круга лица вытянулись от такой моей наглости. А Лена ничего, только подмигнула и сказала, «Слушай, мышь, а с чего тебе к нам понадобилось?» «Нет, ну всё же...» «Просто я так хочу...» «Каждый волен выбирать», сказала я, сама, обалдев от собственной смелости. Лена улыбнулась и обвела взглядом вытянувшиеся лица своих приближенных. «А почему бы и нет?» протянула она, вновь посмотрев мне в глаза. «Мышей у нас ещё не было?» «Правда, Вадик?» Вадик её ближайший придворный, невысокий темноволосый парень, лишь ухмыльнулся. «Вот тебе задание», сказала Лена и вновь подмигнула. «Ты же знаешь, что у нас в городе живёт ведьма?» Я что-то слышала о подобном, но не верила. «Так вот, принесёшь нам вещь из её дома». «Я не воровка», в запале сказала я. «А никто и не говорит, что воровка. Ты потом вернёшь эту вещь. Мы все пойдём и скажем, что проходили мимо и видели человека, который убегал от дома и это обронил. Заодно и доказательство, что вещь из дома ведьмы. Но как я оттуда попаду? В ведьму я не верила, но ведь у людей есть такой странный обычай – двери запирать. А очень просто. Ведьма не запирает дом, когда уходит. Она знает, что никто не решится к ней залезть. Да и окна у неё всегда открыты. Видишь, как она не боится и как боятся её. Так что подумай». «Ладно», – беспечно сказала я, радуясь, что всё так быстро и хорошо прошло. «И главное, я же потом верну, так что я не вор». «Я согласна. Как только смогу, ты совсем не боишься?» – удивлённо спросила Лена. «У последнего, кто обидел ведьму, пропало зрение». Я пожала плечами. «Я не верю в ведьм». Вечером мне всё представилось в несколько ином свете. Я действительно слышал разговоры о ведьме, живущей в шикарном доме в восточной части города. К ней шли за помощью и её боялись. Рассказывали невероятные истории о том, как она кому-то помогла, чуть ли не со смертельного адра подняла человека. Но и о том, как наказываются, обидевшие ведьму, тоже рассказывали. Тот вдруг случайно подскользнётся и гвоздем взявшимся, тоже неизвестно откуда, глаз выколет, тот ногу поломает так, что на всю жизнь хромым останется. А у третьего болезнь какая-то обнаружится. Чахнет человек. Врачи ничего сделать не могут. Надо сказать, что мой энтузиазм как-то сразу пошёл на спад. Несмотря на то, что я типа же в это не верю, но делать было нечего. Если бы я сейчас отказалась, то всё, можно считать, что друзей у меня в этой школе не будет. Такой шанс только раз в жизни даётся. Да ещё и неизвестно, как меня потом будут называть. Ведь поди вся школа уже знает. То, что Лена меня обманет, я не боялась. Она всегда выполняла свои обещания. Так что... А вдруг получится? К тому же я ведь не собираюсь красть. Ну, навсегда. И даже если ведьма рассердится, то потом должна понять меня. Ведь если она настоящая ведьма, то и в чужих мозгах для неё читать и понять, что я ничего плохого не хотела для неё расплюнуть. Ложась спать, я думала, что мне приснится кошмар. И он реально приснился. Какой-то липкий и страшный тянущийся сон. Не помню, что там было. Помню лишь то, что было страшно. Поначалу. А потом вдруг резко стало спокойно и весело даже. Не то, чтобы я верила снам, но мне показалось, что это хороший знак. И я всё же надеялась, что одноклассники забудут об этом. Или сведут всё в шутку. Но Лена сама напомнила мне в пятницу. Обычно в субботу ведьма выезжает за город. Говорят, у неё есть ещё домик прямо в лесу. Правда, уезжает ненадолго. С утра самого раннего и до вечера. Но времени хватит, если ты готова. Хотя, может, боишься? Нет, сказала я. Точнее, слово само вылетело изо рта, вопреки здравому смыслу и моему желанию. Ну хорошо, сказала Лена, подмигнув своим верным придворным. Но те, кажется, не разделяли её весёлого настроения. Почему? Неужели я и вправду выглядела такой уверенной, и они боялись, что я пройду испытания? Но в таком случае мне стоит задуматься о карьере актрисы уже всерьёз. Меня проводили до улицы, где стоял дом ведьмы. Такой достаточно большой особнячок, в котором могло разместиться семьи две. Дом, кстати, не выглядел таким, как положено дому ведьмы. Очень приятный дом, покрашенный в светлые мягкие тона. Вокруг дома был двор, засаженный небольшими деревцами и кустами мелких роз. Солнечный свет очень выгодно падал на всю эту красоту и не вызывал никаких отрицательных чувств. Даже настроение у меня улучшилось. «Иди же», сказала Лена, «калитка не заперта, дверь тоже, а мы подождём тут». Я кивнула и на ногах всё более становившихся ватными пошла к дому. Калитка и вправду была не заперта. Впрочем, учитывая, что забор был мне по пояс, зачем её вообще запирать? Поэтому я прошла по тропинке к дому. Обратила внимание, что окна закрыты и понадеялась, что дверь закрыта тоже. Зря. Дверь легко поддалась, и я вошла в холл. Просторный и прохладный. Не знаю, как у меня хватило сил сделать пару шагов, но тут дверь захлопнулась за мной. Я кинулась к ней и попыталась открыть, но, как я и ждала бессознательно, двери не думала открываться. Я обернулась. Холл вдруг показался на удивление длинным и очень тёмным. Слишком тёмным, учитывая количество окон, которые я видел снаружи. Но, присмотревшись, увидела, что проблема в том, что окна были закрыты очень плотными шторами. Точнее, самих окон не было видно, лишь чуть света, проникающего из-за штор, давали понять, что именно там находилось очередное окно. Подбежав к одному окну, я хотела приподнять шторы, но как только я прикоснулась к похожей на бархат ткани, руку обожгло, словно в неё впились дюжины раскалённых иголок. Я отдёрнула руку, но всё же решилась на эксперимент с другим окном. На этот раз мне показалось, что по пальцам прошлась пила. Ощущение было настолько ярким, даже хруст слышался. Я минуты две рассматривала и трогала пальцы, чтобы убедиться, что они на месте. Больше экспериментировать со странными шторами не решалась. Я села на пушистый ковёр и задумалась. Похоже, я могла себя поздравить. Я оказалась в ужастике. Сколько так просидела, свернувшись клубком, не знаю. Выпускать, похоже, меня не собирались. А трогать тут что-либо я не стала бы и под страхом казни. Оставалась лишь надежда на хозяйку дома, которая должна вернуться вечером. Может, я успею рассказать ей всё и даже вызвать жалость, прежде чем... Ох, не знала я прежде чем что, да и думать не хотела. Похоже, далеко не все городские легенды это просто страшные сказки. Так я и сидела. Но тут услышала шорох. Наверное, я бы могла сравнить его с шелестом змеи, когда она ползёт по песку. Я не слышала никогда, так как это, но почему-то в тот момент показалось, что звучать должно именно так. Я сжалась и закрыла глаза. Не хотела этого видеть. Даже когда оно стало осторожно касаться меня, словно небольшие прутики тыкались в тело, я не хотела это видеть. Но, конечно же, посмотрела. Вокруг меня собрался туман. Нет, скорее всего, это было некое создание из тумана. Нечто подобное омёбе, только без всякого намёка на какие-то внутренние органы. Разве что в туманном теле клубилось несколько более плотных непрозрачных шаров. Возможно, они и заменяли существо органы. Это создание почти окутывало меня, держась на расстоянии не больше 15 сантиметров от тела, и из него вырастали отростки, которые я и чувствовала. Эти отростки были совершенно прозрачные, словно сделанные из стекла, тонкие, как веточки, они при этом не казались хрупкими и были совершенно материальны. При этом туманная тварь уже практически окружила меня, и что она после этого попытается сделать никому неизвестно, но я не могла отделаться от стойкого ощущения, что туман просто поглотит меня, растворит, как кусок сахара и не только мое тело, но и мою душу. Не зная, откуда пришла ко мне эта информация, но для ее сознательной обработки и проверки просто не было времени. Я резко вскочила и ринулась бежать, избегая более близкого контакта с тварью. Когда я неслась вперед, мне на секунду показалось, что я слышала смех. Комната и вправду выглядела бесконечно, и тянулась все и тянулась. Пару раз я пробегала двери, но не остановилась, чтобы их открыть. Я боялась, что если тварь гонится за мной, то в комнате я окажусь в ловушке. Может тут есть второй вход из этого бесконечного коридора, точнее в моем не удивилась, увидев, что входная дверь находится в нескольких шагах от меня. По крайней мере, так это выглядело. А в комнате никого нет, разве что по углам потолка переливаются какие-то тени, что-то шепча. Это выглядело и звучало жутко, но тени не перелазили на стены и, кажется, боялись покидать свои углы, потому что, когда одна из них вдруг выпростала конечность из угла, то тут же с шипением её убрала. Я вздохнула. Всегда мечтала почувствовать себя Алисой в Стране Чудес или в Зазеркалье, но это было слишком страшное Зазеркалье. Я хмыкнула и осторожно пошла к двери. Шаг. Два. Три. Четыре. И я уперлась во входную дверь. Внутри назревала паника, которая начала прорываться невольным истерическим смешком. Подумать, о том, чтобы взять что-то из этого дома, я даже не могла. Я осторожно нажала на ручку двери. Это поддалась. Неужели сердце замерло, а горло подступил ком и стало нечем дышать? Только через минуту я поняла, что-то что-то задержала дыхание и выдохнула, а потом часто-часто задышала. Рука лежала на ручке, а я боялась нажимать дальше. Боялась, что сердце и разум не выдержат такого разочарования. Между тем раздался приглушенный звук, и моей ноги что-то коснулось. Я вскрикнула и, кажется, подпрыгнула на месте от неожиданности. Еще я взвизгнула, впрочем, в последнем неуверена. Может и нет, с трудом я заставила себя посмотреть под ноги. Оказалось, что ко мне всего лишь прикатилось неизвестно откуда. Пустая бутылочка, очень красивая, будто бы в стекло вплавлены кристаллы и драгоценные камни. Даже не бутылочка, большой флакон для духов, плотно закрытый. Ну нет, сказала я ему вслух, не выйдет. Я отсюда и пыли бы не унесла, особенно если учитывать, что тут нет пыли. С этими словами я все же опустила руку, нажав на ручку, дверь легко открылась и выпустила меня на воздух и солнце. Первым делом я буквально отпрыгнула подальше от нее и постаралась не закричать, когда дверь сама по себе закрылась. И лишь потом я могла подумать и оценить произошедшее. Я села на землю под роскошной яблоней. И только сейчас до меня дошло, что я испытала в доме ведьмы. Такое впечатление, что мои чувства там были заморожены, а сейчас стали оттаивать. Мне захотелось закричать, заплакать, броситься отсюда со всех ног и забраться дома в самый дальний угол. Но ноги отказывались гнуться, а тело отказывалось принять вертикальное положение. Так что всю мою истерику пришлось выслушивать неповинному дереву. Как оно не выкопалось и не сбежало, ума не приложу. Я бы на его месте уже нашла силы на такой поступок. Всё заканчивается, и истерика моя тоже прошла, оставив после себя лишь ужасающую слабость и желание просто закрыть глаза и лежать. Просто лежать в тепле и тишине. Ещё обиду на эту цацу Ленку, которая подвергла меня такому испытанию, и на себя дуру, которая согласилась. Да кто такая эта Ленка и на что она мне сдалась и без великого восхищения как-нибудь проживу, и вообще без восхищения она того не стоит. Снова на глаза навернулись слёзы, но я не дала им шанса вытечь. Я переборола себя и встала. А потом шаг один, второй. Пошла таки. Нужно было уходить отсюда. Интересно, сколько времени? Засунув руку в карман джинс, я нащупала не телефон, а что-то непонятное. Вытащив предмет с удивлением, уставилась на флакон. Тот самый флакон, который подкатился ко мне в доме ведьмы. Но я ведь не брала ничего, это я точно помню. разве что не отшвырнула его ногой от страха. И вот теперь он у меня в руках. На солнце он выглядел еще более красивым. Темно-синее стекло, волнами по бокам, а на выпуклых волнах белые барашки из стекла и вплавленных в него разноцветных блестящих камней. Неужели настоящая? Крышка флакона была выполнена в виде розоватого кристалла, по которому змеился золотой мельчайший песок, а между граней кристалла лежали маленькие жемчужинки. Вроде бы слишком пафосное и липоватое нагромождение должно быть, но флакон при этом выглядел невероятно изящным. Сам флакон был произведением искусства, даже если был простым стеклом, а ведь он был еще и не пуст, как мне показалось в доме. Там точно была какая-то жидкость. Духи, скорее всего. Мне ужасно хотелось открыть его и понюхать, каким запахом могут обладать духи в столь изысканном флаконе, но я удержалась. Духи или что бы там ни было, нужно было вернуть. Вот только я под страхом смертной казни больше не подойду к дому ведьмы. Я задумалась. Может оставить флакон на пороге, там, где хозяйка возвращаясь, точно его увидит. Но тут меня пронзило, как мне тогда казалось, отличная идея. Лена хотела возвращать флакон всем вместе. Ну вот, я думаю, я смогу ее убедить, что возвращать вещи лучше ей с ее свитой. А даже если не смогу, постараюсь как-нибудь в сторонке, в сторонке и лесом, точнее садом и улицей. Может ей придется испытать не очень приятные ощущения. Я улыбнулась и вновь спрятала флакон в карман. К моему сожалению, ребят там, где они обещались меня ждать, не было. Испугались, как-то удовлетворенно подумала я. Ну что же, до понедельника, когда я все равно увижу их в школе, я ждать не собиралась. Мало ли что может случиться. Например, ведьма может прознать, что в ее доме был чужой и предпринять действия, а я уже верила в то, что эта женщина и узнать может и предпринять. Так что ничего не оставалось, кроме как пойти к Лене домой. Благо, я знала, где она жила. Как-то услышал разговор между Леной и новоприбывшим в свиту. Ехать было недалеко, и я скоро была возле дома Лены. Мне очень повезло. Лена как раз выходила из подъезда. Не одна, а вместе со своим верным рыцарем Вадимом. Я бросилась к ним. «Что же вы меня не дождались?» спросила я. «Зассали? А я вот вещь из ведьминского дома достала. Кто со мной отдавать?» Я помахала перед носами удивленных ребят флаконом. Мне понравилось выражение полного недоумения на их лицах, и я честно наслаждалась им, пока не почувствовала, что что-то тут не так. Слишком уж странное было у них недоумение. «Ты кто?» Наконец спросила Лена. «Если это какая-то новая игра твоя, то поверь, не смешно», фыркнула я, «и вообще ты слишком уж серьёзно к себе относишься». «Да ты вообще кто?» опять спросила Лена. Нет, теперь это меня стало раздражать, и как я раньше не замечала, какая она глупая. Но неужели ничего у меня нельзя было придумать? «Я тебя не знаю», прокричала Лена, и тут я с удивлением уловила в её голосе нотки неподдельной истерики. «Послушай ты, не знаю и не хочу знать, как тебя там», проговорил Вадим, справившись с шоком. «А ну мотай отсюда, пока не получила». Вадим, заслонив с собой Лену, надвигался на меня, и я решил ориентироваться. «Ну-ну», сказала я, смирив их, как мне казалось, насмешливым взглядом. «В понедельник поговорим». Я развернулась и пошла от них, а они остались сзади, молчащие и застывшие. Разум говорил мне, что это, конечно, ерунда, их новая дурацкая выходка, но в сердце вдруг шевельнулась непонятная тревога. В любом случае, я собиралась вернуть флакон, и вправду просто положу его на пороге, и всё. Сделать это не составило труда, и я усталая, но донелезит довольная с собой, побрела на метро, чтобы наконец отправиться домой. Родители сегодня уехали куда-то за город, к новым друзьям, и должны были вернуться вот-вот. И лучше, если бы они не знали, что я только что сама пришла. Поэтому я стала открывать дверь своим ключом. После нескольких попыток убедилась, что дверь не открывается, будто вообще другой ключ, не от нашего замка, провозившись чудом дверного искусства, примерно с полчаса я поняла, что мне самой дверь не открыть. Пришлось звонить в надежде, что родители уже приехали и откроют. Ничего. Жаль. А мне так хотелось побыстрее завалиться спать. Усталость накрыла меня с ещё большей силой. Я вновь попыталась что-то сделать с замком. Тут как раз подошёл лифт. Он открылся и... Вот чудо из чудес, там были мои родители. Но повели они себя как-то неадекватно, то есть остановились как вкопанные и уставились на меня. «Девушка, вы что делаете?» спросила мама наконец. «Мам, но тебя не ожидала. Это глупая шутка, пап, скажи», протянула я. Но папа смотрел на меня ещё более удивлённо и как-то изучающе. «Вы кто?» «Так это не смешно», процедила я сквозь зубы. «Я ваша дочь, Света, родилась в 1980 году 23 марта. Всё правильно», мама вскрикнула и осела на пол. Папа подхватил её и, повернувшись ко мне, процедил сквозь зубы. «Я не знаю, кто тебе это сказал. Откуда ты узнала, что именно в этот день умерла наша новорождённая дочь и что мы до этого успели назвать её Светой? Но пока я не вызвал полицию, я прошу тебя, уходи». «Папа, мама, что с вами?» уже почти прокричала я, а сердце заныло от предчувствия чего-то непоправимого. Мама заплакала, отец сел рядом с ней и стал утешать, но через минуту посмотрел на меня, всё ещё стоявшую без движения в двери и сказал, «Убирайся немедленно, а то я позвоню в полицию и тебя убегут в тюрьму или в психушку, откуда ты сбежала». Он не шутил. И мама тоже. Мне ничего не оставалось как попросту уйти. Выйдя на улицу, я даже не представляла, что мне делать дальше и куда направиться. Неужели это проклятие ведьмы действует так, что меня никто не узнаёт? Но ведь ведьма ещё не в городе и не должна вообще знать обо мне. Точно. Ведьма. Если кто и знает, что со мной произошло, то это она. Возможно, она уже приехала домой, если вообще уезжала, в чём я теперь не была уверена. Конечно, страшно было мне идти туда вновь, но всё же пришлось. Ведь когда я опять достала из кармана джинсов тот самый флакон, который сама же точно совершенно положила на порог ведьминского дома, я поняла, выбора у меня нет. На этот раз я не стала ломиться и пытаться открыть дверь. Я просто позвонила, и мне открыла невысокая симпатичная женщина, глаза которой улыбались, а по лицу можно было бы дать ей 25 и 45 лет. Почему-то я сразу поняла, что это ведьма и есть. Знаменитая на весь город, она не выглядела как-то особенно жутко или представительно, но я-то уже знала, на что она способна. Когда я шла сюда, я заготовила несколько речей обо мне и о флаконе, и о лени, и о собственной глупости, и о том, что я не воровка и в жизни не взяла даже чужой иголки. Но когда хозяйка дома открыла мне дверь, все слова вылетели из моей глупой головы, и я лишь молча протянула флакон. Ведьма приняла его. «Это ты?» сказала она спокойно. Так говорят члену семьи, когда он возвращается с работы или из магазина. «Проходи», но начала было я. «Как хочешь, в общем, я не настаиваю», улыбнулась женщина. «Но насколько я знаю, тебе больше некуда идти. Да и поверь мне, не к чему». «Значит, это вы сделали так, что меня никто не узнает?» спросила я. «Но я хочу извиниться, я не собиралась красть флакон, я просто хотела, чтобы на меня обратили внимание, а теперь меня никто не узнает, даже родители». Видимо, на минуту задумалась, а потом сказала. «Может, всё дело в том, что они никогда тебя по-настоящему и не знали? Ты не думала над этим?» Я вздохнула. «Вот только философии мне сейчас не хватало». «И что мне делать?» спросила я. «Я может вы можете всё вернуть, пожалуйста, мне некуда идти». «Ты можешь зайти сюда», сказала ведьма. «Зачем? Я поняла, я должна отработать», ведьма расхохоталась. «Если бы мне нужны были работницы, я бы нашла кого-то не настолько хилого». «Тогда зачем мне заходить?» «Как я уже и сказала, да ты сама заметила, идти тебе некуда, что ты будешь делать? Там». Ведьма неопределённо показала рукой куда-то за мою спину. «А что я буду делать тут?» спросила я. «Ну, ведьма вновь задумалась, ты можешь учиться, а потом из этого дома уйдёт новая юная ведьма. Разве это не прекрасно? Поверь, у тебя получится, иначе Гирла бы просто вышвырнул бы тебя из дома, а ты ему понравилась, значит, у тебя есть способности к этому делу». «Туман?» удивилась ведьма, потом подумала и сказала. «Вообще-то он может принимать любую форму, и он не съест тебя, пока ты в доме по моему приглашению, поверь. Так ты заходишь». «А у меня есть выбор», спросила я. «Тебе виднее?» «Мои родители, твои родители, твои знакомые, никто о тебе не вспомнит, за всё нужно платить, так что решай и быстро, у меня вот-вот чайник закипит, и мне некогда с тобой тут говорить, да и не люблю я говорить на пороге». «Тогда я войду», робко сказала я. Ведьма посторонилась и дала мне дорогу. С тех пор прошло много лет, и я выучила кучу потрясающих вещей, о которых раньше думала, что они невозможны, но, как оказалось, очень даже возможно. После нескольких лет обучения я покинула город и отправилась в другой. Всё же жить там, где живут мои родители, которые меня так и не вспомнили и никогда не вспомнят, было нелегко. Я пыталась колдовать, чтобы вернуть им память, но всё без толку. Моя учительница говорит, что так захотел дом и Гирла, необычное существо, которое однажды пришло к ней и согласилось стать её помощником. А уж если эти двое что-то решили, то тут хоть трава не расти. В общем, я не то чтобы в обиде. Мне открылся мир, про который большинство людей не знает. Хотя иногда, особенно по вечерам, я вспоминаю родителей. И тогда далеко не каждый раз могу сдержаться, чтобы не заплакать. сдержаться, чтобы не было не ни 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 Субтитры создавал DimaTorzok